Девушки отдыхают Я очень рад, что твоя обедность закончилась, и ты вернулся на Рублевку, даже не успев отравиться фастфудом. Это тебе. С Новосельем! Ой, спасибо! Спасибо! Спасибо, дорогие мои. Все, давайте угощайтесь. Мы, правда, еще не до конца обустроились, даже не всю мебель распаковали. Только вот шкаф успели. Ой, ну хватит, брось. А то опять ключицу сломаешь, а она по нынешнему курсу ничего не стоит. Семестор Андреевич, ну и подарочек-то откройте. Да. Да. О, Сильвуазье! А ну-ка, дуболом, проверь, неси стакан. Пап, да не надо ничего проверять. Мы туда нормальный конец налили. Дуболом, отбой? Спасибо, мои дорогие. Ой, Лешка, нас что-то разбил. Или не ладно. Тут два варианта. Пап, что-то случилось? Слушай, у вас так уютно. Ну да, дом, конечно, не такой большой, как раньше, но места все хватает. Не дом, а конура. На нормальный денег нет. Един все, как бомжи. Перед соседями стыдно. Нас тут так хорошо встретили. Все нас помнят. Говорят, даже скучали. Меня все забыли. Вчера на объезде охранник не хотел пускать. Сам себе шлагбаум поднимал. Леш, ну что ж ты так неаккуратно, а? Извини, она, наверное, дорогая. Да ничего страшного. Ты все в корене. Слава богу, сейчас то самое время, когда можно наконец-то расслабиться. Я вторую неделю на балерьянке. Надо срочно что-то с бизнесом придумывать. Деньги у нас теперь есть. Осталось всего на год. Я уже начал суетиться. На завтра встречу назначил. Посмотрим, что получится. В общем, одно могу сказать. Но здесь очень паршиво. Ну вот, Санька, похудел. Я же говорила, что грифрут джир сжигает. Ты жаловался, что я с ним еду готова. Я просто не ел все, куда ты его добавляла. Танюша, я, значит, всю посуду помыл, обеды на неделю по контейнерам разложил, с Лешкой почитал. Все. Тань, ну что? Что говоришь? Я не понял. Ты что, все это время в наушниках, что ли, была? Ну да. Блин, я думал, ты обиделась. Всю квартиру там отдравил. Таня, вставай, пора зарядку делать. Вставай, вставай, Танюша. Я сама сказала, что теперь каждое утро зарядку будем делать. Давай, начинаем. А что же, полседьмого? Я вообще не выспалась. Так ощущаю, что я пару часов поспала. Тогда, может, не будем? Мы же только в тренированный зал ходим. Можно без зарядки. Ты прав. Обойдемся. Все, Вячеслав Григорьевич, не будет больше этот умник на мазе у входа парковаться. А то, видите ли, все его объезжать должны, да? Мы ему сегодня до конца страховку оформили, так что теперь нескоро появится. Да. Я вообще про то, что я ему шины только что проколол. Вячеслав Григорьевич, снова я. Здрасте. Здрасте. Представляете, мне только что на парковке кто-то шины спустил. Хорошо мы страховку успели оформить. Очень хорошо. Повезло. Здрасте. Сергеев, подожди-ка. Папа начал свой I'll be back в рейтинг Forbes с переговоров с магнатом Улицким. А переговоры начал со смазывания механизмов общения. Игорь Сергеевич, какие дела мы с тобой воротили, а? Помнишь, как в Казахстан 40 вагонов металла отправили, тысяча тонн? А таможенники иногда даже не догадались, что мы вагоны переплавили и еще 300 тонн металла продали. Присаживайся, я решил вернуться в большой бизнес. Конечно, газ и металл не войти, там слишком плотно, даже палец в проктолога не влезет. Ну а ты попробуй влезть в какой-нибудь департамент, ну там разрешение, одобрение. Ты знаешь, очень прибыльная. Нет, что ты, из этого госучреждения так легко в другое госучреждение попасть. Не надо. У меня для тебя другая идея есть. Тай пять. Чего? Руку дай, пожалуйста. Вот. Это верхняя пойма, а вот это пять гектаров нашего совместного бизнеса. Вот здесь мы построим жилой комплекс, а вот здесь мы построим бизнес-центр. А потом. Мне это не интересно. Как? Ну ты не обижайся, но понимаешь, сейчас нужны новые идеи, новые технологии. А все твои идеи, они двадцатилетней давности, как вывод, коньяк. Ну, кстати, очень хороший коньяк. А как называется? Называется? Сильвуазье. Первый раз такое вижу. Потому что это с моей линии, с моего завода. Ты че, коньяк делаешь? Ты же говоришь, что у меня нет новых идей. Я вот французские технологии главного технолога из Хеннесси выкупил. Так, хобби. Некоторые выращивают огурцы без пестицидов, а я выращиваю коньяк. Слушай, ну это первый русский коньяк, который можно смаковать, а не использовать для розы гуглей. Я толк в коньяке знаю. Через мою печень прошло больше коньяка, чем через дьюти-фри Шереметью. Фильвестер, я в тебя ошибался. Да? А продай мне коньячный завод. Эй, нет, это невозможно. Это маленький бизнес. 20 миллионов долларов даю. Я же тебе повторяю, что это маленький семейный бизнес. Умеешь торговаться, да? 30 миллионов. Да я же тебе объясняю, что себестоимость этого завода 50 миллионов. Хорошо, когда поедем в завод смотреть. Там надо еще лоск навести. Я тебе позвоню. Ага, отлично. Сильвуазье. С-а-а. А фотографию я свою наклею. Хорошо, теперь повернись. Так, ага, так, отлично. Так, а теперь повернись и улыбнись. Угу, так, здорово. Таня, хватит читать мои сообщения. Я знаю, что ты не фотографируешь. У меня на камере звук включен. На, фотографируй нормально. О, Тань, давай такой купим. У нас вообще-то уже есть. Где? Чего ты делаешь-то? О, на балконе? Точно, вот на балконе. Ладно, в другой раз. Угу. Вот поэтому что-то произошло. Пожалуйста, в ваш счет. А, спасибо. Чего? Тань, чего это здесь у нас? Две триста. Ты говорила, у тебя шестьсот, да у меня триста. И чего? Ты что, за дурачков здесь держишь, что ли? Да, вообще-то я калории считала. А по деньгам все правильно. А, да, нормально все. Да, нормально все. Чадящая стирка сушить при средней температуре. Правильно. Правильно. А тут? Тань, ну пожалуйста, ну ты так до утра будешь раздеваться. А как тебя еще заставить эти обозначения выучить? Еще раз говорю, пока не назовешь, футболку не сниму. Деликатная стирка, без отжима. Верно. Ага. Извращенец. А чего ты к тренажером голый не пришел? Ладно, не знал. До свидания. Не болейте. Спасибо, спасибо. А это вам, доктор. Мне, конечно, разные благодарности пациенты оставляют, но такое впервые. Я просто в очереди ждать не хотел. Сказал, что доставка и прошел. Приятного аппетита. Аккуратно. С пепперони. Что, Григорьич? Да. Здравствуйте. А мы вот всем коллективом решили сделать для вас небольшой подарок. Просто так, так сказать, для хорошего настроения. Спасибо большое, коллеги. Очень приятно. Правда. Можно посмотреть? Конечно, смотреть. Конечно, смотреть. Собственно, нужно повесить над дверью, чтобы концентрировать положительную энергию. Вот прямо здесь. Что? Не понравилось? Заберите эту свою звенелку. Вы бы мне еще колокольчик на шею подарили. Как король. Чтобы знать, когда я из кабинета выхожу. Ну, заберите, заберите. Извините. Извините, Вячеслав Григорьевич. И вот папа решил продать завод элитного алкоголя. Настолько элитного, что такого завода еще не существовало в нашей стране. Вот, Гена, мой завод по производству элитного коньяка. Сильвозья. Сильвозья Андреевич, а он вообще работает? Конечно, нет. Это заброшенный винтзавод. Здесь все пропахло алкоголем. Зачем вы его купили? Потому что дешево. Мы делаем косметический ремонт и быстро втюхиваем все Улицкому. Пусть сам разбирается. Хороший план. Я так в девяностые годы битыми тачками занимался. Да, пока не поймали. До сих пор, когда ноги опускаю в тазик, кажется, что в цемент. Помню, помню. Хорошие времена были. Так что, мы здесь алкоголь не будем производить? Только на бумаге, Геннадий. Только на бумаге. Сильвезья Андреевич, здрасте. Ага. Я все посчитал тут и составил списочек, что нужно исправить. 10 рублей. Вот, для начала стену. Ну, однозначно надо шпаклевать. Ну, плитка отваливается. Ни в коем случае. Это стиль лофт. Лофт. Сильвезья Андреевич, на окна нужно 100 тысяч примерно, чтобы их установить. Дам 10, ставь со стороны дороги. Остальные замотаешь тонким полиэтиленом, чтобы смотреть, как стекла. Вот, вот, течет. Значит, будем продавать в солнечный день. Не надо эту дырку ничем закрывать. Мы просто сюда заходить не будем. Трубы надо менять, там одна ржавчина. Покрасьте их в коричневый цвет. Ну, он также на презентации сможет и потолок выдержать. Я так долго не смогу. Ладно, ладно. Угребите балку. А ты, Атлант, подержи еще чуть-чуть, а я пока от греха подальше уйду. Вот эти вещи я беру. И пока мой муж спит, я еще что-нибудь посмотрю. Пойдемте. Таня, блин, ну ты скоро уже... Простите. Извините. Простите. Блин, Саш. Ну, уже одиннадцать. Я пока все, что нужно, собрала и не заметила. Ну, тогда сегодня без пива. Да нет, Аниша, все в порядке. Я час назад пиво купил и в камеру хранения положил. А что ты мне сразу не сказал? Я уже полчаса хожу тут по магазину, круги наворачиваю, слоняюсь, без дела. Пойдем на хаос. Саш, я балкон набирала, смотри, что я нашла. Свитер, который я тебе покупала, а ты потерял. Вот это да, класс. А я не думал, что он найдется, а он нашелся. Вот. Надо было надежно прятать. В смеси, в смеси, там еще рядом леопардовые леггинсы лежали, которые тебе Таня для фитнеса подарила. Кать, иди сюда, посмотри, что я нашла. Иду. Танюшка, вкусно пахнешь. Это новые духи или крем? Сергеев, это гель для душа, которым мы всей семьей пользоваться должны. Кстати, он уже две недели в ванной стоит. Не трогай меня, пожалуйста. Да я был вам. В ванной там. Доброе утро, Вячеслав Григорьевич. О, смотри-ка, не опоздал. Помогли, значит, мои угрозы, что премии лишу. Да ладно вам, когда я без ваших угроз, не могу без опоздания прийти. Ну ладно, ладно, иди работаю. Иду. Ну все, Танюшка, начальник меня увидел, можем тихонько выходить, и я тебя в сад отвезу. Давай. Ну извини, если бы я сразу тебя в садик отвез, я бы опять минут на сорок опоздал. Поехали. Через два дня папа заехал за Улицким, чтобы отвезти и показать свою поделку из картона, клея и скотча. Завод «Сильвозь». Ах, смотри, как профессионалы делают. Уже заказал бригаду, чтобы прокапаться после дегустации. Свободен, езжай на завод, ждите нас там. Игорь Сергеевич, дорогой мой человек. Сильвестер, приветствую. Слушай, подождешь полчасика, мне нужно срочно съездить контракт подписать. Будем нефтяную вышку ставить на чистых прудах. Где? На чистых прудах. Игорь Сергеевич, пойдемте. Что происходит? Извини, компаньоны торопят. Видел, какой за мной лимузин прислали, а? Он с баром. Ваня, уколи ему парку и господи. Игорюша, я тебе тут собрала, как обычно. Спортивный костюм, пижама. Почитать твой любимый договор из лучших сделок. А я к тебе завтра приеду. Только после обеда. У меня двенадцать встреч с улоном маском. Привет, Лариса. А куда это Игорюша поехал? Привет. Да в клинику, как обычно. Как обычно? А, ты ж не знаешь. Ты ж тогда в другом месте отдыхал. Ну да, нежился за счет госбюджета, так сказать. Да Игорь тогда в биткоины вложился. Говорил, что это будет прорыв. Ну вот, рвануло так, что половину нашего состояния смыло. Он тогда в запой ушел. У него поезд рельсов и сошел. Ну да, после виртуальной валюты приходит виртуальная белочка. Да нет, нет. Лечение помогает. Просто я тут в Париж уезжала на пару дней, а у него обострение случилось. Ай, беда. А не подскажешь адрес клиники? У нас с ним сделка должна состояться. Какая сделка? У него давно нет права подписи. В смысле? Да, Игорь как в запой уходит, в нем Астап Бендер просыпается. Он начинает суперидеи искать. Позавчера хотел вложиться в завод по производству солнцезащитных очков для собак. Вчера писсуаров для женщин. Ну а сегодня вот, все утро уговаривал меня вложиться в патент на вендинговый аппарат и по продаже носков. Носков? Не, у меня к нему более серьезное предложение. Хорошо, что я его опеку, но он ничего себе дороже пиццы купить не может. Офигеть. Не говори. Я-то думала, он вылечился уже, три месяца чистый ходил. Узнаю, какая скотина с ним пила, на киллера денег не пожалею. Ну, как правило, они сами спиваются в одиночестве. Ну и кто запойному человеку коньяк будет наливать? Ну или что там, он пьет. Ладно, спасибо, поклон мужу, я пошел. Пока. Коллеги, минуточку внимания. Значит, у Вячеслава Григорьевича скоро день рождения, поэтому до конца этой недели нужно собрать ему деньги на подарок. Можете переводить прямо мне на карту. Все, спасибо. Александр Семенович? Да-да. Сань, что так рано? У меня уже через месяц. Такое дело. Скоро пять человек должны уволить. И не надо собрать до того, как объявили. А то на пять штук больше придется собирать. Гениально. Я знаю. Что ж, Татьяна, спасибо за прекрасный тост, а теперь танцевальная пауза. Танечка, а что ты только решила молодоженов поздравлять? Ведущий подошел, когда я кусок торта для Лешки откладывала. Пришлось сказать, что я родственница. Тебе взять? Сильвестер Андреевич, все готово. Чего? Завод ваш. В общем, быстрее надо подписывать. На улице ветер поднялся, трубы можно снести. Рабочих я нарядил, только на улицу нельзя выходить. Одежда может поленять. А осторожно, сюда садиться не надо. Бочка не настоящая, я ее для антуража поставил. Я же сюда все деньги внук. Еще полмиллиона заняли. Что же я наделал? А что случилось? Походу, мне надо в одну палату Кулицкого. Сделки не будет? Нет. Что делать будем? Коньяк. Элитный. Да. Лена? Я в дырку провалился. Не переживайте. Все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Под окнами нашего с Евой кабинета была курилка для сотрудников нашего кафе. Едкий дым до нас не доходил. А вот едкие разговоры, да. Я тебе говорю, адресант наш Леха вчера уехал с этой клиенткой. Да ладно, у него же кольцо на пальце было. Видимо, Леха из-за большого декольте кольцо не рассмотрел. Кстати, а ты видел сегодня начальницу? Такая секси, я б ей вду. Ужасно. Да, грубовато. Прожарил бы хорошенько на своем гриле. Кошмар какой-то. Просто какой-то порно-подкаст. Да вообще хамло. Ну, он же меня не видит. Сочту за комплименты. Подождите, ты что думаешь, он про тебя? Про кого же еще? Ну, вообще-то я у них непосредственно начальница. Юбку новую надела. Сашка с утра чуть челюсть не свихнул. Опять запеканка не получилась. Ну, вообще-то кое-кто из начальниц на два килограмма похудел. Ты молодец. Молодец, Анеш. Просто есть начальница, которым и худеть не надо. Да, им не до этого. У них самооценка в небеса улетает. Ты что думаешь, только тебе можно вдуть? Нет, я просто думаю, что они про меня говорили, потому что я же более главная начальница. Ну, во-первых, вдувают не по статусу. А во-вторых, мне вообще все равно, что они там про кого говорили. Ну, да ко мне тоже, собственно, плевать, что там два дурака под окнами болтают. Давай работать? Бриша, слушай, не хочешь вместо меня на конференцию съездить? Там круто должно быть, там заселение в коттедже, бассейн на заднем дворе, вечеринка корпоративная вечером. Конечно, хочу. Хорошо. А ты что сам-то не едешь? Да там, Комаров меня просто так же по телефону разрекламировал, а у меня громкая связь была. Теперь Танюша не пускает. Ну, Саша, съезжу. Угу. Танюш, а тебе клубника просто так нужна, или ты хотела ночью с едой поиграть? Понял. Ну, ее нет. Давай. Да ну ее за пятьсот рублей брать, чтобы просто так поесть? Угощаю. Ну, ладно. Ух ты, Лешка, ты такой молодец. Очень красиво. Саша, зачем столько рисунков? Назад уже только один задавали. Ну, чего, чего, зачем, зачем? Лешке нравится рисовать, вот он и рисует. Так, Сергей, в чем дело? Рассказывай давай. Короче, ну, завтра многие родители наверняка забудут про рисунки. А тут мы с Лешкой. И цены у нас очень демократичные. По сто рублей за рисунок. Лешенька, все, заканчивай рисовать. Папа сейчас тебе книжку почитает. Любую. И сколько ты захочешь. Убирайтесь на свою планету. Нет, я вас не пущу. Не верю. Ой, ой. А что я делаю на кухне? Таня? Таня, Таня. Сергеев, мы живем с тобой вместе уже много лет. Раньше надо было прикидываться лунатиком. Клади сосиску на место и иди спать. Ничто так не разрушает женскую дружбу, как комплимент от мужчин, связанный со словом «вдуть». Доброе утро. Доброе утро. А у нас что, праздник какой-то? Или ты, случайно, волосами за плойку зацепилась? Почему праздник? Просто хорошее настроение. Ну, ты обычно не красишься на работу, а так, как будто бы ты всю ночь в салоне красоты провела. Странно, конечно, что ты акцентируешь на этом. Ну, я редко тебя вижу такой. Надеюсь, это не из-за вчерашнего инцидента. Хефа, я взрослая замужняя женщина. Зачем мне это надо? Я вот что-то не припомню, когда ты в последний раз такую прическу делала. На свадьбу? Нет? Я точно прическу просто так сделала. У меня же тоже муж, ребенок. Я бы никогда не стала участвовать в этих глупых играх. Это документы, а не на подпись, да? Да что ты говоришь? Что? Господи, ты про это? Я просто все остальное постирала. Ну, ну. А такое глубокое декольте, это тебе сила тяжести вытянула? Надечка, я же говорю, все постирала. А на это нестирное платье ты просто так литр духов пролила. Быть красивой, это мое обычное состояние. А ты, судя по всему, не выспалась. Что ты взяла? Ну, судя по твоему маникюру, ты его полночи делала, да? Я тебя умоляю, просто захотелось. Хотелось. А вот зачем ты такое обтягивающее платье надела, мне непонятно. Мне жарко. Ну, просто признайся, что хочешь заказать, что вчера тебе в курилке говорили. Мне не надо никому ничего доказывать. А вот ты как раз вот именно поэтому так нарядилась. Я? Ну, что? Это обо мне говорили. Неужели ты не видишь, как ко мне мужской персонал относится? Я, конечно, вижу. Очень хорошо. Я бы даже сказала по-братски. Пойми, уважать и хотеть. Это разные вещи. Знаешь что? Знаю, знаю. Обо мне говорили. Я подписала. А можно вас на минуточку? Да-да, конечно. Александр, я могу вас попросить смотреть футбол? Чуть-чуть поспокойнее, не так эмоционально. А в чем дело? Что случилось? Вчера на прогулке ребята играли в мяч. А Лешка смотрел на них и кричал. Черти кривоногие, дебилы татуированные и гомики зализанные. Копик. Вот, да. Безусловно, я прослежу. Будьте так любезны. Сейчас, сейчас. Вот, вот момент аварии. Хорошо, что вы рядом были. Давайте регистратор, мы видео скинем. И какая у вас машина нам для вратского нужно? А, Никита, так я без машины. Это у меня жена вечером мою пробежку пересматривает. Ну, всего доброго. Э! Так, когда вам повторный прием назначить? Ну, можно во вторник, скажем, часиков восемь. Справка на работу потребуется? А вы даете? Тогда давайте в десять, одиннадцать. Можно в двенадцать. Спасибо вам большое. Привет. Привет. А ты, ковер себя плохо вел, а ты решил наказать, что ли? Да нет, короче, тут это, Даня на маму приехала, а я не успел это спрятать, и пришлось сказать, что это хлопок для ковра. Ты не ржи, ты. Что? Галина Ивановна в окно смотрит. Здрасте. Ну, что? Халан, нормально. Хлопай, хлопай, докажи ему. Мы, девушки, милые и нежные создания. Но когда дело касается спора, кто сексуальнее, мы на войне. И мы с Евой начали перетягивать мужскую часть кафе в свою команду. Каждое в свою. И, кстати, Ренат, нам тут поставщик коняк подарил, а я вот думаю, зачем он мне, хрупкой, изящной девушке? Пусть лучше его распробует настоящий мужчина. Спасибо. Ой, Ренат, а ты ведь хотела отгул взять, да? Да вы же категорически запретили. Ну, тут, как в кино, плохой полицейский, хороший быть. Категорически нельзя брать один. Толк мне отдохнуть. Бери два. И, кстати, чтобы хорошенечко отдохнуть, настоящий мужчина пьет настоящий коньяк. Спасибо, конечно. Пожалуйста, Ренат. Андрюш, ну это не кофе. Это чистый оргазм в кружке с пенкой. Надо тебе звание дать. Лучший бармен месяца. Хорошая шутка. В смысле? Так вы же уже признали меня лучшим барменом года. Да. Татьяна Николаевна вот и диплом памятник подарила. Не знала, что маленькие люди такие. Шустрые. Алло, Галочка. А давайте в этом месяце всем мужчинам по премии выдать. Да-да, только мужчинам. Хороший ход, Ева. Пойду сообщу им о премии. Это же моя обязанность. Нет! Нет! Стой! Так, не переживай. Это просто клиент дурной попался. Нормальную тебе Маргариту принес. Дело в том, что он просил не коктейль, а пиццу Маргариту. Ну, все правильно сделал. От пиццы толстеет, от коктейля веселеет. Заботишься о клиенте, вот тебе чаевые за это. Вот, пожалуйста, американо и шоколадка. А вы к нам на какую должность? Не на какую. Я просто посылку доставил. До свидания. До свидания. Спасибо за кофе, дорогая. Шоколадку можешь оставить себе. Спасибо вам, Татьяна. Да брось. Меня шинковка капусты вообще успокаивает. Танечка, поздравляю, ты победила. В споре, кто лучшая домохозяйка, я тебе не соперница. Игнатов, ты, ты, это чего такое? Ой, вы не так поняли. Да ты дурака из меня не делай. Дома что хочешь, то и смотри. А на работе, извини меня. Что, баба какая-то стрёмная? Ты вот слово красивое в поисковике добавляй. Ты, это девушка моя, белье купила, сбросила фотку. Я ж не знал, случайно открыл. А, вот что, ну, слушай, ты, я хотел сказать, внешность у нее особенная. Ты давай, закрывай это все. Вячеслав Григорьевич, все, все акты подписаны, договора проверены. Все сделал до четырех часов, как вы и просили. Молодец, Сергей. Только отправлять я их буду завтра в обед. Я тебе специально срок пораньше назвал, чтобы ты точно все успел сделать. Понял, понял. Стой. Ты куда документы понес? Да я тебе, честно говоря, это нифига я не доделал, Вячеслав Григорьевич. Вот хотел узнать, сколько у меня времени есть. Завтра все будет готово, я обещаю. Сань, ты чего? Ничего, что-то живот крутит, наверное, съел, что-то не то. Главное, в туалет не сходить. Почему? Там все занято, что ли? Нет, у меня на телефоне три процента. Сейчас хотя бы до девяти зарядиться и пойду. Могу не дотерпеть. Понятно. С вас пятьсот рублей. Чего, за чай и пирожок пятьсот рублей? За шесть пирожков. Мы видели, как вы их руками трогали, чтобы потяжелее выбрать. Сейчас упакуют и принесут. Ну прямо шесть? Дальше этот спор не мог продолжаться. У нас уже кончились варианты бонусов для сотрудников. Поэтому надо было поступить по-взрослому. Надо было выиграть эту войну. Андрей. Да? Вчера я слышал, что кто-то в курилке сказал, что в долбой начальнице. Слышал кто? Что? Кто посмел? Я бы никогда. Я даже подумать о таком не мог. Вам, наверное, послышалось. Окна нашего кабинета находятся рядом с курилкой. Давно? В смысле, я хотел сказать, что не знал, но это все равно не я. Потому что я бросил курить. У тебя пачка сигарет из кармана торчит. А, это... Так это я для мотивации нашу. Ну, знаете, смотрю на эти ужасные картинки на пачке и... Ясно. Чистосердечного не будет. Или будет. Потому что кто-нибудь не из наших. Ну, поставщики, например. Ребята приехали, разгрузились и зашли перекурить. И кто-то случайно сказал, что в долбой Еве Александровне. А что это сразу Еве Александровне? Может, они мне хотели вдуть? Мечтали, слюни на меня пускали. Я не знаю. Ладно. Отгул хочешь? Да. Значит, завтра в обед идешь в курилку. Становишься прям под окнами. И громко, и четко говоришь, что в долбой Татьяне Николаевне. В смысле? Да. Татьяне Николаевне какой-то официал. Говоришь, в долбой Тане. Татьяна Николаевна, ну... Два отгулы. Понял. Завтра громко в курилке, в долбой Тане. Да. И посексуальнее. И с выражением. Сделаем. Я почти решила в дутельный спор в свою пользу. Но не учла, что Ева тоже решила действовать. И чтобы получить эту большую премию, нужно выполнить одну маленькую просьбу. Да, этот документ, он отражает, значит, требования страхователя о выплате страховых возмещений. Да. Чем занимаешься? Пришел к игрушке с клиентом по скайпу общаться. Прошу прощения. А дай-ка я взгляну на этого клиента. Зачем? А за тем, что у нашего провайдера сервер полетел, и мы два часа сидим без интернета. О! Интересный? Ну, в принципе, нормальный. Быстро выключай фильм и удаляй с компьютера все, что наскачивают. И, кстати, бабку прикончил, копченый. Да ну... Ну? Ева, а ты не могла бы зайти в кабинет? Нужно с тобой посмотреть кое-какие документы. Ой, представляешь, я тоже хотела попросить тебя зайти в кабинет, кое-что спросить. Игорек? Будь ты бесен. Надо же, как совпало. Ой-ой-ой, какая погода на улице. Ты только посмотри. Может, окно откроем? Я с удовольствием. Да, приятно подышать. Я живу. Ты хотела документы какие-то обсудить, да? Да, тут есть парочка. Что бы все? Какие-то документы, документы, все о работе. Может, чай попьем? Я б Таню вдул. Я б Таню вдул. Ой-ой-ой, что-то про вдуть говорят. Я просто не совсем услышала, кому именно хотят вдуть. Вроде Тани. Ты не услышала? Нет. Левочка, ну не обижайся. Когда-нибудь и тебе захотят вдуть. А ты подожди. Может, человек ошибся? Ой, почему этот друг должна ошибиться? Я б Еве Александровне вдул. Вот, вот. Человек одумался, понял, что в первый раз погорячился. И вот сейчас сказал то, что собирался. Так, погоди, какой Еве? Чего-то вдруг-то? Танечка, ну уже примета как должна, ей-богу. Это шутка. Не надо Еве. Надо хотеть вдуть Тани. Согласна. Несправедливо. Ну, Евочка, я тебя поддерживаю. Ты все равно очень красивая. Какой Таня? Я бы Еве Александровне вдул. А я бы Таню вдул. И все хотели бы ей вдувать. В смысле? Но Ева явно лучше, чем Таня. Сексуальнее и красивее. Сексуальнее? Не смеши меня, ты ее прическу видел? Я сегодня, когда мимо проходил, думал, что кусты. Как можно хотеть ей вдуть? Можно подумать, твоя Таня смогла бы такую сделать. Ты видел ее пальцы? Толстые, как сосиски. Да, твоя Ева только и может, что прическу и маникюр выставлять на показ. А твоя Таня мелкая, как гномик. А твоя Ева бледная, как мой. Понял? Пора. Садись домой. Да, 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 еду, еду, как раз вот еду. Уже еду. Да, отойди, на секундочку. Так. Ты ешь или еще остаешься? Да еду, 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 я же говорю, сейчас. Просто завтра поспать немножко, подольше хочу. Но не хочу, чтобы Камар об этом узнал. Пусть думает, что я уже на работе. Отойди. Все, поехали. Поехали, поехали, поехали. Мам, дай нам с Машей поиграть в планшет. Пожалуйста. Саша, ты зачем развернулся? У нас там сзади Маша сидит. А мы Веронику должны были забрать. Надеюсь, за ней еще не заезжали. Саша, как тебе? Тебе только мое мнение сказать или все прочитать? Танюш, присоединяйся. Фильм скачал, морковку нарезал, будем полезно перекусывать. Ты же чипсы хотел. Ну, ты говоришь, худеть надо. Ладно, сегодня можно. Так, Саша, где чипсы? Ты уже их съел, что ли? Да ну ты целый час в ванной была. Я проголодался. Чего? Сергей, ты совсем офигел? С чего? Я просто статью читаю. Ну ладно, читай. Доброе утро. Доброе утро, на подпись. Таня. Шпильки. Дураки, они нашли кого слушать. Правда? Правда. И мне тоже. Вот тот твой макияж больше нравился. Правда? Я бы даже сама так красилась. Просто мы бы тогда одинаковые ходили. Палку-то не перегибай. Ну, стало быть, мир? Мир. Я тогда каблуки сниму? Ой, я тогда тоже все вот это сотру, а то чувствую себя идейцем. Дураки они. Слушай, а давай тогда курилку перенесем? Да, точно. К мусорке. К мусорке. Субтитры сделал DimaTorzok Саша глава семьи, поэтому на покупки дороже тысячи нужен не только пин-код, но и его разрешение. Сашулечка, мы к тебе. Просто посмотри, как ты играешь. Очень интересно. Ого, ничего себе! С одного выстрела в голову попал. Вот это да! Видел, Лешка? Ага. Че-то какие-то странные. Че-то сломали, где ноутбук и планшет? А все нормально с ними. Кстати, пока пауза, у Лешки в садике задание было нарисовать кумира. И Лешка нарисовал тебя. Показывай. А чего это мы как-то не очень похожи с Лешкиным кумиром-то? Почему? Ты такой сильный, мужественный, солидный. А чтобы ты всегда таким оставался, я тебе котлеток с пельмешками накрутила. Хочешь сейчас? Так, Таня, хватит играть в рекламную семью. Рассказывай, чего хотели? Я напрягаться начинаю. Да ничего, просто с тобой время провести. И у кролика. Чего? И у кролика. Да, и у кролика. Просто у Лешки в садике уже у всех есть домашние животные, вот и он захотел о ком-то заботиться. Ага, ну, да хорошо, чего плохого, пусть заботится, он пусть ходит к тем, у кого есть кролик, и заботится, эмоции те же, а какашек дома нет. Ну, Сашуль, ну, кролик, это ведь не только развлечение, но и развитие. Да, развитие это точно. Он тут у нас все погрызет, мы ремонт начнем делать и вот так все мелкую моторику прокачаем. Да что он сделает? Он же малюсенький. А ему клетку купи, этот, корм купи, колесо купи, опилки купи, потом игрушки всякие разные купи. Это что, на этого кроля еще одну ипотеку брать, что ли, а? Сашуль, ну, пожалуйста, мы тебя вдвоем просим. Да, пап. Нет, я сразу сказал четко, нет, и все. Потом еще кошку захотите, псину эту самую. Для нашей семьи животные только в зоопарке. Точка. Извините, пожалуйста, но своим ремонтом вы нам мешаете. Ну и что? Вы тоже часто мешаете. И как, простите? Домкрат! Ты же говорил, что мы очень громко сексом занимаемся. Да. Ну, теперь, значит, будем потише. И нужно новое стоп-слово придумать, а то это уже соседи запомнили. И что так смотришь? Ах, ты подозрительный, это все. То есть мы приехали мне за джинсами, сейчас купим мне джинсы и уедем домой? Ну да. И мы и не скупим тебе полмагазина всякой фигни? Нет. Я не знаю, тогда, может быть, какой-то этот светерочек мне новый возьмем. Саша, это не получится. Просто я приехала на два часа раньше, ну, чтобы меня потом не ждал. Короче, на карточке только на джинсы осталось. Кто поможет с уборкой, пойдет со мной на оперу. Экспериментальная постановка, три часа без антракта. Таня, я сейчас реально не могу, жду видеозвонок по работе. А мне к зачету надо готовиться. Ну, тогда так, кто поможет, тот не пойдет со мной на оперу. А что надо сделать? Так, ты сиди, к зачету надо готовиться. Таня, что надо сделать? Пойдем. Саш, ты чего? Ну, мне правда очень понравилось. Ага, сейчас, понравилось. Если бы тебе понравилось, то фитнес-трекер не определил бы наш секс, как фазу неглубокого сна. Неглубокого. Ну, просто я очень устала на работе. Ну, Саша. Все. Никаких, Саш. Все. О, Саш, ты проснулся? Сходи, щиток посмотри, а то у нас розетка только в ванной работает. Пришлось там волосы сушить. Я знаю, Танечка, это я ночью выключил. Зачем? А чтоб ты поняла, Танюш, что фен может работать не только в комнате, где я сплю. Поняла. Саша ушел на работу, Лешка продолжил клянчить кролика и успокоился только через два часа в зоомагазине. Вам какого-то конкретного или кого поймают? Вон того рыженького, как будто нам улыбается. Понял. Аллергии у мальчика нет, мы животных обратно принять не можем, даже с доплатой. В гостях часто с чужими играл, все нормально. Хорошо, вы тогда пока выбирайте клетку, а я достану. Леш, ты меня понял, да? Днем играешь с кроликом, а вечером прячем его в шкаф, чтоб папа не увидел. Это как ты с синими туфлями? Так, неважно. Пойдем еще аквариум купим, а то он клетку будет громко грызть. Пойдем. Приятного аппетита. Роллы. Да. Что, парни, хотите угоститься? Жена приготовила, берите. Да нет, спасибо большое, мы уже наелись. Будешь? Да нет, Сань, я рыбу не ем, у меня аллергия. Да не бойся, это нормально из доставки. Но я же не могу всех угощать, нам не достанется. А у Таньки железная репутация. Тогда давай. Филадельфия? Да. Спасибо. Вячеслав Григорьевич. Да. Мне завтра нужно будет попозже прийти, я в прокуратуру должен ехать. Я был свидетелем ДТП, нужно дать показания. Нет. Почему нет? А потому что я тоже этот сериал смотрю. Ого, ДТП. Ну это серьезно, иди, конечно. Совпадение. Не думаю. Иди работай. Может, хоть музыку включишь? Кстати, точно, мне Танька что-то прикольное на флешку записала. Сказала, должно понравиться. Давай. Чтобы довести девушку до оргазма, нужно полностью сконцентрироваться на ее чувствах. Это серьезная работа, но в нашем подкасте мы научим вас всем... Наверное, что-то не то записала, перепутала, в общем. Угу. Сынок, ну что, давай имя выбирать. Слушай, варианты. Рыжуля, апельсинка, персик, ириска. Ржавый. Так у нас же девочка. Ну и что? Ну ладно, раз так хочешь, пусть будет ржавый. Кто-то? Алло, да? А, Сашуль, все, открываю, открываю. Так. Быстро убирай его в комнату. И лишний раз папу в комнату не зови. Угу. Ох и блин, столько шерсти второго кролика скатать можно. Саш, я спать. Если проигрывать будут, не матерись. Лешке все слышно. Понято. Что за волосня, блин? Теперь понятно, почему три пацаны одной. Вчера за хоккеем я выпил максимум пару литров пила. Но утром было ощущение, что все двадцать. Таня, дай воды. Танюш, в садик ушли все. Воды подать некому. Таня, дай воды. Ай-кейт. Ай-кейт. Доброе утро. Здравствуйте. Леша, беги в группу. Вы знаете, Татьяну и Александру опять пораньше на работу вызвали. Вот поэтому я Лешеньку и привела. Хорошо, но я сказать хотела, что Татьяну в машине из окна видно, они больше могут не прятаться. Мы нашли, кто нам с ремонтом в группе поможет. Я передам. Говорите, доктор, что это? Почки, щитовидка, что, коклюш? Я не знаю, я столько начитался в интернете, пока вас не было. Спокойно, это банальная аллергия. Нужно просто исключить аллерген, и все пройдет. Рассказывайте, что пили вчера, ели? Пили, значит, пиво, и я два литра где-то вечером выпил. А ели что? А ели ничего. Потому что, когда пиво пью, оно калорийное, я стараюсь не ужинать. Интересные диеты. Ну, тогда все сводится к одному, у вас аллергия на алкоголь. Жду, серьезно, на алкоголь бывает аллергия? Конечно. Вот это да, повезло. Главное, раньше-то все нормально было, сколько... Не, ну, если перестанете выпивать, то больше и не повторится. Конечно, нет, теперь-то понятно, точно перестану. Только на праздники, и максимум бутылочки две, а не больше. А вы думаете, аллергия по праздникам отдыхает, да? Доктор, вы что, хотите сказать, что мне вообще теперь нельзя пить? Даже чуть-чуть? Не, ну, если такой способ увеличения губ, щек и глаз вас устраивает, то пожалуйста. Понятно. Больше алкоголя в моей продуктовой корзине нет. А с этой красотой что делать? А сейчас уколчик с антигистаминным поставим, и все пройдет. Понял, понял. Ставьте, доктор, ставьте скорее. Вот. Давайте. Плечо. А? Плечо. А, да, да, конечно. Саш, а видел, я тебе там в портфель положила наше свидетельство о регистрации брака. Да, сделай копию, пожалуйста. Ну, это для Лешкиных документов в садик надо. Угу, спасибо. Таня, зачем в садик Лешке ваше свидетельство? Это я придумала. Просто каждый год подкладываю его Саше за месяц до годовщины. Чтобы он не забыл, начал готовиться. Мудро. Я знаю. После того, что я увидел сегодня в зеркале, я даже к вас буду обходить стороной. Привет. Привет. Не-не-не, мне только поесть. В смысле только поесть? Ты что, опять свое пиво в портфеле пронес? Да нет. Все, закончила я свою карьеру. Раньше Танька пить запрещала, теперь врачи подключились. Врачи? Угу. А что, у тебя печень? Или ниже? Да-да-да, сплюнь, ты чего? Просто аллергия пока. Ну, как просто? Офигеть, какая аллергия? Вчера хоккей решил посмотреть под пивко. Утром встал, все лицо разбарабанило. Капюшон еле натянул. Какая мордочка! Вот такая морда. Походу, выпил я свою цистерну. Могу я принять заказ? Да-да, будьте добры. Мне, значит, бургеры два плюс один. Не-не, на меня не бери, я не буду бургером. Это я себе. И можно все в одну тарелку? Три? А что, и десять? Ну, пить нельзя, так и поем. Кушай, кушай, наш малыш. Должны же быть в жизни какие-то радости. Значит так, к бургерам картошку фри. И соус. Табаско. Один. Пока все. Пока. Стивич, ну давай какие-то посветлее шторы посмотрим. Ну не подземелье же из спальни делать. А это не нам. Это Ольге с первого этажа. Чтобы на детской площадке ты реально за Лешкой следил. А не за тем, как она в нижнем белье готовит. Что он там готовит? Горох с рыбой. Саш! А? Как закончишь, подойди ко мне. Нужно серьезно поговорить о том, что я нашла у тебя в телефоне. А что ты нашла у него в телефоне? Я ничего не знаю. Просто подольше пылесосить будет, нормальную уборку сделает. А-а-а. Старайся. О, вот молодцы, а. Вот лучше в нормальные игры играть, чем постоянно в эту приставку. Во! Ага. Так. Раз, два. Все, Леха. Видимо, судьба тебе играть с половым джойстиком. Рубай давай. Чего ты? Смотри, что я заказал. Набор для доминирования. Наручники, кляп, маска, пледь. Сергей, это что такое? Ты же Лешке полицейский набор искал. Блин, точно. Я просто, это, просто браузер мне похожий товар, видимо, предложил. Я и залип в раздел для взрослых. Алло, Ирина Николаевна, здравствуйте. А, я не поняла, а что это за сообщение? Вы же педагог, ну как вы можете такое писать? Это список новых слов, которые сегодня слышала от Алёши. Я так понимаю, вчера вечером Александр роутер устанавливал? Извините, я поговорю. С обоими. Спасибо. Танечка, у меня что, новая подушка? Такая мягкая. Опять? Опять? Доктор, на 17 минут на работу опоздали. Ну, вы даёте, конечно. Доброе утро. Вы как вошли? Я охранника уговорил пустить. Давайте, начинайте меня лечить. У меня уже вон, не только лицо, а всё тело чешется. Сядьте. Ага, садуй. Всё-таки выпили вчера? Да нет, вы же чётко сказали, нельзя. Я и не пил. После бара пошёл сразу домой, лёг спать, всё. После бара? Да я же говорю, я не пил, только ел. Не мог же я себе такое лицо там надышать. Ну, допустим. А что ели? Ну, как обычно, бургеры. Там у них акция три по цене двух. То есть целых три бургера? Почему три? Шесть. Я два раза заказывал. И это у вас как обычно? То есть часто в таком режиме питаетесь? Ну, не то чтобы часто. Так, по будням, на выходных-то жена контролирует. А что, думаете, от них такое может быть? Ну, вполне. Канцерогены, трансжиры, сахар, всё это факторы риска, тем более в таких количествах. Организм прилично загажен. Так, и что теперь делать? Или всё, доелся, допился, приплыли, капот, да? Да успокойтесь. Тут надо, как и с алкоголем, полностью исключить. Я вам назначу диетический стол номер девять и анализы сдадимся. Хорошо. Дорогие анализы-то? В вашем случае обязательно. Сэкономите на алкоголе и фастуде. А сейчас чего, уколчики на работу? Да. Понял, понял. Так может, вы с собой мне дадите это лекарство? А то у меня опять на что-нибудь начнётся аллергия. На воздух, например. Это рецептурный препарат. Понял, понял. Тогда опять в плечико. Нет, в этот раздавайте в ягодицу. А то доза большая, рука не медь может. Понял. Танюх, привет. Слушай, я могу на вашем телевизоре хоккей посмотреть? Мой сломался, а матч очень важный. Ну ладно, а ничего, что ты с работы уйдёшь? Да никуда я не буду уходить. Меня же за это уволить могут. Ну, на самом деле, я уже смотрю. Просто знал, что ты мне не откажешь. Я через полчаса верну. Просто у меня ключи от вашей квартиры остались с тех пор, как вы в отпуск ездили. Полчаса. Так, всё, контактный зоопарк закрывается. Кролику пора домой. Таня, ну пять минут ещё, пожалуйста. Дай хоть положительных эмоций набраться перед курсачом. Так некогда, надо его в шкаф прятать. Сашка не знает про четвёртого сожителя. А почему? Думаешь, к печенькам будет ревновать? Нет, он нам запретил заводить животных. Серьёзно? Даже твой коронный способ не сработал. Приведонки, не говори такое. Ты вообще откуда про него знаешь? Ну, вообще-то я про его обжор, что он же после бургеров с пивом тебе вообще всё разрешает. А, да, это мой коронный. Ну, так нажарим у бургеров, купим у пива какое-нибудь его любимое бельгийское, и он тебе тогда даже крокодила разрешит завести. О, спасибо за совет. Ты бы лучше в универе на парах так соображала. А то уже весь Сашкин коньяк на взятки вытаскала. Так, всё, я готовить. Давай я его пока к себе возьму. Он макроэкономику послушает, а потом, как договоритесь, обратно заберёте. Ну. Что, Григорьевич, как дела? Да, нормально вроде всё. Всё хорошо? А в чём дело? Да нет, нет, просто интересуюсь. Ну, раз всё хорошо, я пойду. Ты где? Здесь. Ну, чё? Да нет, не получится. Заставил отчёт до завтра делать и презентацию ещё закончить. Так что даже, наверное, придётся задержаться. Извини, дружище, с переездом помочь не смогу. Упей. Семён! Сёма! К вечеру одну половину моего желудка занимали таблетки, а вторую – отварная гречка. Поэтому есть я не хотел вообще. Да и жить тоже. Сюрприз! Сашенька, иди сюда! Так, если ты разделась, то одевайся, я сегодня точно не смогу. Проходи на кухню, я тут. Сюрприз! Таня, Таня, ну ты, ну зачем всё это? Убери! Куда, в спальню? Лёжи есть хочешь? Таня, да нет, я вообще не хочу есть бургеров, вообще! А, поняла! Пиво, пиво для аппетита, сейчас открою. Ёлки, нет, никакого пивка, у меня от него голова вот так пухнет. Да у тебя дешёвая пухнет, а я купила хорошее, бельгийское, даже акцию не стала дожидаться, взяла по полной цене. Танюша, пожалуйста, я тебе серьёзно говорю, давай собери это всё в один большой пакет, завяжи, и я сейчас прямо мусор вынесу. Не-не-не, я ничего не понимаю, ты что, по дороге поел, что ли? Так, я тебе говорю, давай выбрасывай, я пока проветлю. Сашка, ты отказываешься от бургера и пива? Ты что, умираешь? Нет, я прошу, господи, он только пришёл домой, уже начинает чесаться. Саня, 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 успокойся, просто попробуй, один раз откусишь, вместе с тарелкой улетят. Таня, всё, всё, всё. И они в этом смысле улетят, я, конечно, понимаю, что не всегда вкусно готовлю, но мог бы хотя бы незаметно выбросить. Таня, послушай, ты тут ни при чём, это всё, это всё из-за меня. В смысле? Звучит так, как будто ты со мной расставаться начал. Да, да, если сейчас вот это поем, то точно расстанемся. Чего? Таня, ну всё, я тебе говорю, у меня аллергия, не могу, у меня голова вот так пухнет, что глаза вылезают. И всё, съел своё и выпил. Что? 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 Не могу. Всё, началось, отёк к инке. Помогите. Что? Кто? Телефон! Таня, всё, я, я больше не могу. В общем, забирайте вашего кролика, у меня аллергия началась. Сорян, что ваш секрет спалила. Я его, я его, я его отвезу в Королёв завтра. А, да, лучше сегодня. И сама там переночую, да. Хомяк уехал жить к моим родителям в Королёв, но даже после этого животных в нашем доме меньше не стало. Ой, ты хоть упаковку снимаешь или прямо так заглатываешь? Не отвлекай, дай насладиться. У меня сегодня практически второй день рождения. Танюша, а хочешь эротический массаж? Хочу. А ты руки после своего мега-ужина отмыл? Отмыл, конечно. Саша, встань с кровати. Что, хочешь стоя? Или на подоконник залезем, а? У тебя опять аллергия. Наверное, Лёшка на кровать кролика таскал. Вставай скорее, я постельная поменяю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как только я начинал думать, что Альберт превращается в нормального человека, это существо тут же удивляло меня новой выходкой. Привет. Анатомию решил подтянуть? Нет, Санек, это фотки голых женщин. Не, ну я понимаю, семья, жена, дети. Забывать стал? Альберт, это как минимум некрасиво. Ну не знаю, Санек, что у тебя за вкус. По мне так твердые четверочки. Некрасиво, Альберт, то, что ты здесь на голых баб пялишься. Здесь вообще-то люди ходят, и дети могут увидеть. А ты детям скажи, что в чужие книжки подглядывать нехорошо и неприлично. Книжки? Альберт, да ты тут почти порнуху смотришь. А сам сидишь, как озвученный подросток. Не хватает только крема для рук и энергетика. Санек, ты так говоришь, потому что ты ханжа, и ничего в этом не понимаешь. Я ничего не понимаю. Да я в этом деле профи. У меня вот сертификат есть. Это сертификат сбитого летчика. Сколько у тебя баб-то было? Сколько у меня баб-было-то? Ну, Альберт, самцы своих жертв не считают. Конечно, не считают. Все твои жертвы, Саня, записаны в паспорте графе «Жена». Альберт, ты просто не знаешь моего бурного прошлого. Ой, Санек, жалко, что и ты не знаешь своего бурного прошлого. Ладно, все, давай иди к которой многое. Не мешай взрослым дядям жизнью наслаждаться. Вот такой сентябрь я люблю. Люсю одобряю. Видно, умная девочка. А вот эта Клава слишком вульгарная какая-то. Привет, семья. Привет. Так, что это у нас? Какой-то новый флешмоб? На баб пялиться? Ага. Альберт, Анюш, ты чего уже, Алешке невесту на вырастыщешь? Я хочу вечеринку замутить. С одногруппницами в мафию поиграть. А я советую, кого лучше позвать. Угу. О, Авдеева. Отличница. Да. А вот эта с татухой нет. Сегодня у нее цветочек на руке, а завтра вы все с куполами и звездами. О, Тань, ты, Саша, секретаршу, что ли, отбираешь? Девочки, девочки, не ссорьтесь. Молодежь, это вам, чтобы город лучше засыпал. Сергей, ты офигел, что ли? Ну, я тут отбор устроила, а ты? Вот именно, что отбор. Тань, ну, все равно же ничего-нибудь притащат для веселья. Ага. Пусть это лучше будет хорошее вино, а не какая-то парматуха в пакете, от которой в мафии весь город ослепнет. Ну, ладно, ты прав. Пусть лучше хорошее. Кстати, забыла тебе сказать, ты с ними играешь. Таня! Не спорь. Сашка, кстати, очень хорошо играет. Вообще, да. Мы с студентами в мафию постоянно резались, пока у нас вообще гимайфа не подключили. Угу. Ладно, можешь рокершу свою позвать с виолончелью. Спасибо. Танюш, а ты же сказала, что диета закончилась, а ты картошку поджаришь. Это я тебе сказала, что ты за ней в магазин пошел. А за картошкой для Лешкиных поделок я бы тебя час уговаривала сходить. Иди возьми в холодильнике суп-пюре из брокколи, поешь. Леш, ну, делай ей комплименты. Например, платье ее похвали. Так, если помощь нужна, помогай. И еще разговаривай с ней вежливо, понял? Ага. Угу. А что, ну девочка какая-то понравилась. Нет, воспитательница будет скоро решать, кого в гимназию рекомендовать. Да-да, понял, сейчас спущусь. Девушку какую-то подпер машиной, и пойду отгоню. Саша, ты лежи, лежи. Ты так хотел этот фильм посмотреть, я отгоню. Сергеев, какая девушка, а? Там мужик был. Я знаю, Танюш. Я просто так фильм этот хотел посмотреть, а ты бы просто так не пошла переставлять машину. Спасибо. Саша, подойди, а? А? Чего? Да я кофе пролила, вытри правым носком. В смысле носком? Ой, да ладно, я уже видела, как ты свое молоко на полу вытер. Все равно стирать. Давай. Не знаю. Он-то не знал, а я-то с другого города. Да-да. А вот у меня тоже случай был, когда... Да блин! Блин, капец! Че, прям очень важный документ? Ты-то пофиг, последняя капля начинки. Ты есть еще пирожок? Босс мафии Дон Карлеоне прибыл. Дон, стулья принес? Ага, конечно принес. Вот, как раз, чтобы вся семья могла усесться. О, пивасик. Саш, ты не хочешь всех подождать, что за фальстарт? Это не фальстарт, я просто слишком хорошо играю, даю вам фору. Так-то я вообще не хочу. О! А есть, что начал? Или это тоже подготовка к игре, чтобы карты на животе удобно лежали? Катя, к тебе приходит целая толпа девушек. Я уничтожаю самые калорийные закуски. Я, так сказать, санитар стола. Ага, санитар. А можно сегодня без твоих дурацких шуточек? Ты это о чем? Как о чем? Вот это, что не пьешь, залетела? Или, не зевай, птичка в рот накакает? Не знаю, нормальные шутки Лехе про птичку очень понравилось. Угу. Алло, приехали? Ага. Саш, там Клава с Люсей таксисту продуктового высадил, это где? Нормально, ты здесь второй год живешь. Ну, так я за продуктами в другое место хожу, к вам в квартиру. Мы спускаемся. Саша, встретишь девочек, а то мне еще переодеться надо. Окей. Да ну, как раз нужно пройтись по своим владениям. Ага, и давай вот без этого тебе не идет. А шляпа? Да блин. А давай это сфоткаю. Ага. Угу. Давай. Нос выше. Угу. Руки под грудку. Угу. Очень хорошо. Крутани сразок. Да, у меня было. Извините, пожалуйста, вы ошиблись, это не моя жилетка. Мой серый пуховик. Это? Да. Да. Проходим, да, мы, о-о-о, не пугаемся, он тут не греется, это наш консьерж. Не кусается, но и гладить не советую. Танюша, у меня для тебя подарочек. Танюша, у меня для тебя подарочек. Вот тебе новая сумочка. Носи с удовольствием. Ой, Лешенька, смотри, какая тетя Лиля добрая. Спасибо, дорогая, спасибо. Сколько она встала? И 400. Все отцу рассказываю. Угу. Так, у Сашки одни из этих духов были. Хочу ему точно такие же купить. Ты уверена? Мне кажется, это на его духе вообще не похоже. Уверена. Просто только духами от Сашки никогда не пахнет. Держи. Давай. Похоже, но мне кажется, чуть цветочнее были. А эти? Да, это они. Отлично, берем. Сынок? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, 3600. Так, пожалуйста. А вы точно уверены, что вам эти туфли сейчас необходимы? В смысле? Покупаю, значит, нужны. Понимаете, здесь карандашом написано, Таня не тратит, а последние. Спасибо, что сказали. Не будете покупать? Нет, в другой раз. До свидания. До свидания. Да, вообще, зачетно поиграли. Лучше, чем тогда у мешковой. Конечно, тогда вообще никто не знал, правила этого покера еще и денег должны. Да, девчонки, спасибо за игру. Отлично, аж молодость вспомнил. Хотя, если бы в молодости Танька меня в такой компании заслала, она бы меня на колонную карту порезала. Так, все, Саш, давай проводи девчонок, зато следы мафиозной скотки заметишь. Веселенький, у нас город не только засыпал-проспался, но еще и выпивал, а закусывал. Да, я выпивал. Слушай, все, просила же. Ага, понял. Все. Спасибо. Ладно, пока. Пока. Саша, ты такой внимательный, особенно, когда врачом был. Саша вообще весь вечер зажигал, дышаться не давал. А когда он шерифом был, он же Оксану с Ленкой в один доход раздрелал. Да, да, да. А то, что устроили просто бомбу, хотя на разных концах стола сидели. Ну, у меня просто опыта больше, хотя пять побед за один вечер у меня никогда не было. А, так надо обязательно повторить? Конечно, надо повторить просто за компанию побольше. А то мне надо баловаться, не где разорваться. Слушай, Санек, а вот девушек, которых ты провожал, это кто? Я был обижен на Альберта за слова, что я ханжа и не разбираюсь в девушках. Да и вина выпил многовато, поэтому... Настоящие джентльмены о таком не треплятся. Ну, ты сам все понял. У нас были взрослые игры в большой компании. Да ладно. Если бы так и было, с Таней бы уже снимали показания над твоим остывшим телом. Ты думаешь, это была моя идея? Да ладно. Умоляла меня. Как? Ну, в прелести долгой семейной жизни вы начинаете экспериментировать. Сам слышал, я был шерифом, врачом и с двумя. Ох, чувствую, завтра после такого кардио все будет болеть. Фига себе. Взрослые дяди играют в большие игры, а ты сиди, стирай глаза о картинке. Ну, и сколько же у папы осталось конфет? Полпачки у меня осталось, Таня. Полпачки. Они в шкафу. Вообще-то подло использовать ребенка. Ну, вообще-то мы задачу из подготовительной группы решаем. Ну, спасибо, что рассказал. Помоги ребенку, я пойду пока твой тайник почищу. Немножко. Танюш, ты же в свитере? Да. А колготки надела? Да. Хорошо. Тогда возьми, пожалуйста, еще с собой теплый шарфик. Хорошо. Так мило, что ты переживаешь. Конечно, Танюш. А то я тебя знаю, сейчас легко оденешься, замерзнешь на улице, и пойдешь в Грецию в магазины. А зарплата только через неделю. Этому? Алло, Тань. А почему ты меня не предупредила, что Лешку шить в садике научили? Да я как-то не подумала, что тут такого важного. А ничего. Вот в следующий раз думай и предупреждай, пожалуйста. Давай. Леха, иди сюда и неси ножницы. Мы все равно пойдем к зубному. Ты же не хочешь, чтобы у тебя зубки болели? Блин, на пять минут уснул. Леша! Да, Миш. Занюк, она встанет в гостях, и она только что на весы вставала. Поправилась на пятьсот граммов. Сейчас поход домой собирается, так что у тебя максимум полчаса. Понял. Спасибо. Леха, ты печенье будешь, а то мама их, походу, не скоро купит. Через неделю Катин и подруги снова пришли к нам играть в мафию. Город засыпает, просыпается мафия, а Альберт еще не ложился. Да, девчонки, ну сегодня нас побольше, придется мне попотеть. Ну, Саша, в прошлый раз ты до последнего держался. Ну, это, знаешь, постоянные тренировки. Здрасте. О, Альберт, мы сегодня подольше пошумим, нас, видишь, много. Хорошо. Обещаю, я орать не буду, как в прошлый раз. Да, ты уж, пожалуйста, не ори, как в прошлый раз. Пока. Наступила ночь. Город засыпает. Просыпается мафия. Так, девушки, простите, пожалуйста, это Комаров, если я не отвечу, он меня по-настоящему убьет. Да, Вячеслав Григорьевич. Сергеев, я не понял, у тебя почему в офисе нет? А вы почему есть в нем? Вы же уехали. Ненадолго, до магазина. Бланки покупал для заявления о твоем увольнении. Кто-нибудь чипсо будет? Сергеев, я не понял, ты где вообще? Я? Я здесь, в кафешке внизу. Отлично. Значит, через 15 минут у меня в кабинете. Время пошло. Ага, ага, легко, легко, легко. Легонька, уже у вас. Саша, Саша, подожди, Саша. Фух, ты портфель забыл. Фух, ты даешь. Я теперь хотя бы буду знать, где у нас лестница. Саша, ну а как мы без тебя сейчас? Ты же у нас единственный мужчина был. Да ладно, Тань, вы без меня там отлично справлялись. Я в последнем раунде быстро выбыл, вы еще полчаса без меня жгли. Ага. Здрасте. Слушай, мне даже отмазку, Лень, придумать, чтобы тебе денег не давать. Да я не за этим. Я тут видел, Санек уехал, ну и подумал, что вам сложно будет одним играть. Да нас вроде много, справились бы сами. Без мужика-то как-то, ну не то. Ну ощущения-то не те. Ну не знаю даже. Да ладно, я не хуже Санька справлюсь. Я и не пил почти, ну чтобы не подвести никого. И ты играть-то умеешь? Ну, я в такой максимум втроем играл, но думаю, принцип тот же. Ну не знаю, мне кажется, втроем как-то не очень интересно. Ну вон у вас сколько девчонок, может подскажете же? Ой, ладно, заходи. Сань, привет. Здорово. Ты у кого эту кружку взял? Я что-то у нас ни одной игры не припомню. Да это моя. Чего? Короче, воспитательница Лешкиной купил подарок на день рождения, а та не увидела и заставила за нормальным подарком идти. А, понятно. Ну и что, добро попадаете. Нормальная кружка. Так, что я еще у вас не спросил? А в школе в каком классе учились? Физмат, биохим? В гуманитарном. Понятно, понятно, понятно. Да? Сергеев, ты там собеседование не закончил еще? Три часа уже его расспрашиваешь. Пока нет, Вячеслав Григорьевич. Ну давай быстрее, а то Грише придется вместо тебя в Новокосино ехать, а в томойку страховать. Слушайте, ну я стараюсь как могу. Так, такой вопрос. А вот когда вы впервые ощутили, что хотите быть страховым агентом? Ну так, навскидку. Не торопитесь. Гриша, ты что делаешь? Сань, без обид, но ты мне уже третий месяц долг не отдаешь. А мне деньги нужны. Поэтому жду до вечера или эту фотку скидываю Комарову. Ты сколько должен хоть? Сколько брал. Ты что, чай? Серьезно? Вы что, даже не накатите? Зачем? Чтобы расслабиться. А ты не напрягайся, оно само пойдет. Так все, давайте не терпится уже начать. А ты еще умолять будешь меня прекратить. Так, все, начинаем. Подожди, это а в душ? Я в этом, например, еще не успел сходить. Ну, потом сходишь. Все, давайте играть. Кать, ты ведущая. Почему я ведущая? Я хотела играть тоже, участвовать. Да, правильно, Танюк. Вы же лучше Катюха участвовали. Ты все-таки Санькина жена. А то я буду все время его лицо представлять. Ну так пофиг. Так, поехали. А, у вас так обычно, да, начинается? Я-то думал, по старинке. Свет выключим и начнем чекрыжиться. Зачем свету? Мы просто закрываем глаза. Жаль, я смотреть люблю. У нас такие правила. А ты? Так, все. Город засыпает, все закрываем глаза. Город заснул, просыпается мафия. Ты мафия. Можешь убить кого хочешь. Отлично. А двух можно? Да нет, Альберт. Ты вообще играл в эту игру? Да играл. Ну только вы какую-то мудь придумали. Давай проще. Я вот с той рыжей. Начну на кухонном столе. У вас стол крепкий? Короче, мы начнем на кухне на столе. Ну а вы остальные. Подтягивайтесь. Ну что, девчули. Погнали. Да ладно вам. Я могу быть шерифом. Александр Сильвестрович, я сразу скажу. Я не знаю, что может в машине его стучать. Все трясусь, что я тебя спрошу. Вы уже четвертый день разных коллег на утро подвозите и спрашиваете об этом. Мог бы сразу сказать. Ладно, поехали. Теперь что, крёпость у тебя делать? Здрасте, здрасте. А кто это у нас тут? Это же наш подъездный секс-мафиози. Ясно. Танька дозвонилась, да? Да ладно, хорош уже. Не, ну а что, ты произвел фурор. Девочкам понравилось. Слушай, мы тут на днях собираемся в монополию играть. Там надо грамотно управлять. Ты как, сразу в кожаном костюме придешь? Ладно, ладно, всё, я на самом деле по делу. Смотри, мы всем подъездом скидываемся на шлагбаум. Это на который? Не на твой. А я вот в следующий раз ментов вызову на ваши ночные посиделки, дабы не нарушали общественный порядок. Вызывай, вызывай, лысый. Я девочек позову, они быстро заявление накатают за то, что ты им раздевался и показывал, как там это, ты говорил, своего шерифа. КОНЕЦ Папа был финансовым магнатом. Скупал фирмы, поглощал компании, ворочал миллиардами. Теперь ему пришлось начинать эту игру с первого уровня. А где все, а? Пустой цех на моем заводе может быть только после конца света или первого января. А может, они все вместе в туалет захотели? Орангутан, ты тоже в туалет захотел? И тебе мочевой пассажир на мозг давят? Не говори глупость. Да не давить ничего. Вообще ничего не говори. Я не понял, что за сбор? Здесь Wi-Fi лучше ловят. Почему вы не работаете? Или в стране ипотеку отменили, и вам не надо себя из рабства выкупать у банка? Сильвестр Андреевич, у нас забастовка. Ты че несешь? У вас три дня назад была зарплата. Или вы так отметили, что конвейер перестал крутиться? Дело совсем не в зарплате. Просто мы требуем улучшения условий труда. Слушай, Сидорчук, ты здесь главный трудовик, да? Пойдем, побеседуем. А ты, Хал, успокой всех своим убийственным взглядом. А ты каким? Когда в уме пытаешься считать. Прошу, Сидорчук. Саша, а у нас тут возле садика шаурма новая открылась. Она вкусная? Откуда я знаю? Мы же договаривались, что такое не едим. А я тебя случайно в гугл-картах увидела? Обычная шаурма. Сашенька! Бедная, ну я же говорила, что с утра полы помыла. Погоди, ты что, в ботинках? Ключи забыла с машины. Вот так тебе и надо. Леха, да не волнуйся, ну уронили, уронили, ничего страшного. Воспитательница тебя не будет ругать, я все придумал. Смотри, мы сейчас вот здесь встанем, кто-нибудь откроет дверь, толкнет меня и мы скажем, что поделка из-за него сломалась. Ага. Ждем. Александр, вы почему так стоите? Ирина Николаевна, а мы, наверное, поделку завтра занесем. Пойдем, Леха. Ладно, давай, рассказывай, что вам там не нравится, а? Я ж вам зарплату поднял на 10 процентов, живете почти как в районе. Держи. Спасибо, конечно, но почему-то в нашем раю холодно, как в морге. В столовой еда отвратительная, там даже крысы не заводятся. Комнаты отдыха просто нет, просто нет, по определению. Семенов, он принес матрас надувной, кинул его под козырек. Все, вот и весь релакс. Че у тебя там, целый список писать научились? Шучу, шучу. Ну, давай. Нет, туша, туалет на улице, крыша течет, вентиляция, кулер. Ох, понабрал же приверет. Ладно, буржуи, буду работать над вашим райдером, а вы возвращайтесь в цех, запускайте производство. Все. Я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, что вы неправильно поняли слово «забастовка». Сначала вы выполняете все наши требования, и только после этого мы приступим к работе. Да. Ты че, с ума сошел? Пока я буду с этим позиций, знаешь, сколько я денег потеряю? Зато, зато вы правильно поняли слово «мотивация». Все, спасибо, Лиль. Не за что, прощаюсь. Я прошу прощения, я буквально час назад туда заходил, пакет оставил. Я, можно, перед вами загляну? Буквально на секунду. Так прием, через пятнадцать минут только начнется. Сегодня врач еще не приходил? Так это и... Спасибо. Таня, тебе по видео лучше не готовить. Почему? Ну, ты слишком внимательно его смотришь. Ой, что? Так, что? Ты все, что? Чайку? Давай. Вот что мне с ними делать, а? У них столько требований, как у моей первой жены. Хотя, во всем надо искать плюсы. Вот в цеху холодно, значит, дольше сохраняться. Невкусная еда. Ну, на диету сядут, а там какие пузо наели. Селестра Андреевич, мне тут на мысль в голову пришла. Да это что, серьезно? Встречай гостю дорогую. Редко они к тебе заходят. В общем, я тут подумал. Мне даже кажется, я слышал, как это было. Селестра Андреевич, ну хватит. Сейчас серьезно. Рыба гниет с головы. Это в книжке прочитал. Поэтому я предлагаю голову в пакет и выбросить, чтобы не воняло. Чего? Ну, лидеры их устранить, оставить. Сами разбегутся. Слушай, Дон Корлеон, давай буду думать я, а ты мне лучше коньячку принеси, а то голова совсем не соображает. Да не местного, нормального достань. А вот теперь мне мысль пришла в голову. Да? А я не услышал. А что без звука? Извините, ребят, не думал, что это получится. У меня бывает иногда такая реакция, когда не позавтракаю с утра. Я про звук на телефоне. Да, я просто, да, я пошутил больше. Да шучу, шучу. Конечно, конечно. С дороги. Ты что, Сань? Это билеты на хоккей. Майкомаровский принтер скинул. А ему сказал, что в больницу пойду. Надеюсь, еще не успели распечататься. Надя. Спасибо. До свидания. Таня, вставщик звонил, сказал, что свинина еще вчера испортилась. Так что хорошо, что ты ее выкинул. Видишь, какая я предусмотрительная. Да ты вообще у меня умничка. Алло, Саша, не ешь жаркое, которое я тебе сегодня утром собрала. А, съела уже? Да нет, ничего. Ладно, все, давай, мне работать надо. Проходите, мужики, проходите, проходите. Проходите. Так, а вы сказали, что на встрече будет какой-то посредник. Так и есть. Вот он, бон джон, месье. Хотя он еще мальчишка. Всего десять лет. Но я думаю, он поможет нам справиться с проблемой. А? Ну, мужики, ну, ну не с того мы начали. Вот, ну не с того. Вы что, хотите нас вот этим подкупить? Боже упаси, грех это. Это благодарность за многолетний труд. Мы работаем-то всего полгода. Да, но за это время сделали столько, как будто годы отпахали. Значит, да, Геннадий отключает все алкотестеры на заводе, а я проставляю вам коньяк каждый день. Пока не исправим ситуацию, а? Вы серьезно? Да. И врачи говорят, очень полезно для здоровья. Это что ж получается? Мужики, это мы как в раю, что ли, работать будем, а? Ну, а мы тогда, а мы в свою очередь вас будем называть Бахусом. В смысле? Ну, бог виноделия. Ой, ну бросьте вы. Мужики, давай качать директора, а? Давай, давай. Эй, браз! Эй, браз! Саша, Саша, срочно помогай. Мне нужна серьезная отмазка для Швайзмана. Почему я не могу поехать в субботу в Подмосковье на форум страховщиков? Так, 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 значит, пишите. Ребенок вышел в финал городского конкурса, и… У меня нет детей. А, да, точно. Значит, сейчас соседа ограбили, вызывает в суд свидетелем. Явка обязательно. Не, не поверит. Ну, тогда остается, теща попала в аварию, сломала ногу. Перебор, Саша. Слушай, ну все, больше нет вариантов. Отлично. Значит, в субботу в Зеленоград на форум страховщиков едешь ты. Как? Как я весело говорю? В смысле? Я, я, я не могу, я… Причина? Так, ну, вот, ну, это, ну… Все, вопрос решен. Едешь ты. Да ну! Хочу предложить вам блюдо дня. Паста фетучини по акции со скидкой 30%. Натьяна Николаевна. Одну секундочку. Все, эта девушка вернулась за свой столик. Оказывается, она не сбежала, не заплатив, а просто в туалет отошла. Извините, пожалуйста. Акция только что закончилась. Вы что-нибудь выбрали? Да, Анечка. В общем, все необходимые программы установил. Можешь я работать? Спасибо большое, Александр Сильвестрович. Я за что. Извините, а вы мне тоже не поможете. Просто нам двоим новые компьютеры выдали. К сожалению, нет. У меня нет времени. Попроситесь из обмина. Сань, а ты что, это, Смирновый помог, а Давыдовой нет? Потому что только Смирновой отдали мой старый комп. Надо было кое-какие файлы удалить, историю почистить там. Не твое дело. Папа и несколько литров французского изобретения придумали самый лучший тимбилдинг в России. Картошка опять несоленая. Котлеты сгоревшие. Хотя, тогда же полезней. Соли-то белая смерть. Вытряйся. Да ладно, все равно дома мыться. Душновато, нужно бы окно открыть. Да я уже открыл. Не пойму, откуда жарится-то? Вот. Я водички запить. Ты, ты когда мой размер принесешь? Я тебя уже 15 минут в этой примерочной жду. А я это, я сейчас уже подойду. Просто продавец на склад пошел за этой рубашкой. Ладно. Так, девушка, вообще женскую одежду нужно подальше от мужской вешать. Ну тут невозможно сосредоточиться. Таня, блин! Привет, пап! Привет. Это что такое? Я на никого не передала. С ремонта осталась. А чего, она сама не подошла? А я пыталась. Ага. Ну вы убегаете, когда я говорю, что хочу поговорить насчет денег. Ну, что вы преувеличиваете. Ну, в любом случае, спасибо. Отдевайся. У папы было хорошее настроение. Ведь он смог сохранить коллектив. Не понял? Это что за выброс феминизма на моем заводе, а? А, ты тут главный, да? А вы, женщина, если так решили устраиваться на работу, то приходите никогда. Да нафиг ты мне сдался? Ты что с нашими мужиками творишь? Тихо, тихо. Куда прешь, горилла? Я тебе банан-то, блин, оторву, и будешь по-собесам бегать с правки на инвалидность собирать. Женщина, не трогайте моего личного кин-кона. Давайте успокоимся и конструктивно поговорим. Вот, присаживайтесь, пожалуйста. Так. Как ваша фамилия? Сидорчук. А, понятно, госпожа Сидорчук. У вас это семейное бастовать? Ну, в чем претензии? Слушай, ты паразит. Ты чего наших мужиков-то спаиваешь, а? Да мужики раньше на работу ходили, чтобы не пить, а сейчас приходят домой и говорят, им на работе официально наливают. Признаешь, разрешил? Для профилактики, по чуть-чуть. По чуть-чуть, а? Хорош, бабы. Да мужики на работу сейчас сбегают, а не наоборот. Послушайте, женщина. Это ты меня, послушай. Петь, иди сюда, расскажи, дядя. Меня папа в садик отвел с утра. Вот видите, ну какие могут быть претензии-то, а? А я уже в третьем классе учусь. Влад, ребенок целый день там просидел. Да, и нам это уже надоело. Так, женщина, а вы почему не на рабочем месте? А я у вас вообще на заводе не работаю. Я за мужа вышла, он у нас после смены устал. Так, 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 хорошо, хорошо, все, все, снизим дозу. Да я сейчас тебя снижу на полметра от земли. Закрывай свой ларек. Так, давайте так, никакого алкоголя на рабочем месте, кроме того, что мы производим. Договорились, по рукам. Если ты не перестанешь им наливать, то заливать будут твой завод, пожарные. Пойдем, бабы. Я просто не знаю, что делать. Отменить алкоголь я не могу. Рабочие недовольны. Наливаю, жены бастуют. А ты не пробовал жен таким же способом уговорить? Пробовал. Привез шампанское, ликеры, выпили. И? Сказали спасибо, и что они не такие идиоты, как их мужья. На алкоголь их не купишь. Ваш пирожок. Спасибо. Пардон, другая карта. Спасибо. Шазанночка. Ага. Чтоб когда гопники грабили, на хлебушек осталось? Ага. Только это не от гопников, а от Таня. Чтоб она не спалила. Я этой картой расплачиваю за сладкое, пиво, за бургеры плачу. В общем, за всю запрещенку. Слушай, и какое звание у тебя в каблучных войсках? Пап, ну пожалуйста, только не начинай. Так живут все нормальные семьи. Жена меньше знает и крепче спишь. И не на диване. Все семьи, говоришь? Нет, ну есть, конечно, идеальные, честные. Но это те, которых уже спалили. О, понял. Человек быстро привыкает к хорошему. Особенно к бесплатному. Но папа умеет урезать льготы бюджетника. Не понял. А почему не на рабочем месте, а? Так у нас забастовка. Опять? Вы же коньяк отменили. А мы без нашего коньяка, ваш коньяк делать не будем. Понятно. Геннадий. Значит так, слушайте сюда. У меня недавно была рабочая встреча с вашим начальством. Так вы же директор. Я про ваших жен. Мы конструктивно все обсудили и пришли к выводу, что алкоголь на рабочем месте отменяется. Ну тогда все. Тогда мы уходим. А скажи-ка мне, Сидорчук, а ты жене говорил, что я вам всем поднял зарплату на 10 процентов? Нет. А это ты здесь при чем? Ну представь, если вдруг она узнает, что ты это скрывал от нее полгода. Что будет? Плюс тринадцатая зарплата, плюс надбавка, а рука у нее тяжелая. Даже наша медстраховка тебя не спасет. А? Знаешь, я ведь с ней переписываюсь с тех пор. Она мне пишет каждый раз, что она со мной сделает, если я не прекращу вам наливать. А давай я ей позвоню, а? Да звоните. Ничего она не сделает. Ну что вы в самом деле-то? Сильвест Андреевич, ну чего же нету сразу? Это всех касается, пацаны. Если хотите, чтобы они не узнали, идите и работайте. Да, привет, пап. О, привет, сын. Ну как дела у нашего алкодилера? Чудесно. Мои муравьишки получили по своей кислой попе и снова копошатся, как велитым хозяин. Все благодаря тебе. Мне? Конечно тебе. Я как увидел, как ты прячешь деньги от Тани на отдельную карту, чтобы купить пиво и сладкое, сразу понял, как своих прихватить. Спасибо, сын. Пап, ты что там, коньяку напился и бредишь? Ты давай мне пьяный, больше не звони. Что за карта забыли? Так какая карта? Чего ты слушаешь? Человек надрался взрослый и звонит, балуется. Шутит, пранк это, папа. Карта сюда, быстро. Так. Ты что, еще заплатил, чтобы дизайн фитнес-клуба сделали? Нет, нет, нет. Дизайн там бесплатный, если по карте много тратишь. Значит так, Сергей, сейчас едем в магазин и на все деньги, которые тут есть, покупаем свеклу и брокколи. И пока ты этого не съешь, ничего другого есть не будешь. Таня, ну ты чего, серьезно что ли? Ну там 7 тысяч, ну пощади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда Саша баловал меня дорогими подарками. Конечно, чаще всего вместе с извинениями, но в этот раз просто так. Привет, Танюш. Ого, что вы меня на ужин не зовете? У меня из вытяжки с вашей кухни тянет. Ай, потому что сегодня вся еда для Саши. Целый день круги вокруг плиты наматываю. Фитнес-браслет думает, что я марафон пробежала. А что случилось? Его повысили или тебя уволили? А что, я не могу любимого мужа просто так порадовать? Ладно. Вот, Сашка мне новый телефон подарил. Ого, это ж последняя модель. Он только вот-вот вышел. У меня в группе еще кредиты за старый не отдали. Катя, не надо. Я знаю твои способности. Ты, знаешь, за минуту из нового телефона старый сделаешь. Сфоткай мне лучше на свой. Сашке отправим. Давай лучше видео сниму. Давай. Так, давай. Еще другой стороной повернись. Ага, ага. Теперь покрутись. И теперь помощь телефона такая. Потому что тебе не надо там огонь убавить, а то бурлит все. Блин, телефон! Офигеть! Видите, он просто хитом будет. Давай, вылавливай его. Ой-ой-ой-ой. Еще и весь рис для рагу использовал. Теперь сушить не в чем. Таня, вообще-то рис в рагу не кладут. А это сейчас так важно. Сашка так радовался, когда кредит удалось получить и телефон подарить. Он даже спорт перестал смотреть, чтобы на пиве экономить. Ну ничего, зато суп по-наваристи будет. Наесться и успокоиться. А ты ему потом так аккуратненько скажешь. Ну с кем не бывает. Я вот вообще не помню, когда на экран без трещины смотрела. Точно. Катя, скажи, что это ты телефон утопила. Он даже тебя ругать не будет. Зачем? Я ж не самоубийца. Ну, ты, ты, ты же, ты же Катя. Ты все время что-нибудь ломаешь. Он даже не удивится. Не, он точно не... Ладно, скажу. Сергеев, ты когда отчет вышлешь? Через два часа, Вячеслав Григорьевич. Ты это утром должен был сделать? Да. Вячеслав Григорьевич, мы с вами в столовой ели печеночные оладьи. Ну? Говоряю вас, в ближайшие два часа вам тоже будет не до отчета. Ой-ой. Ой. Э-э-э, а что у вас четверо-то? Оказывается, Виталий тоже видел, как вы заходили в кабинет к Вячеславу Григорьевичу и ставили себе печать без спроса. Ну, это шантажисты. Ну, хрен с вами. Но учтите, это разовая акция. Сегодня развожу всех по домам, а завтра вы все забываете. Договорились? Извините, крылья нужно будет подождать 15 минут. За длительное ожидание могу предложить вам бесплатно картошку или мороженое. Ну, давайте мороженое. Хорошо, спасибо, ожидайте. Слушаю вас. Девушка, давайте мне, знаете, вот как мужчине острые крылья. А за ожидание я буду картошку. Да, конечно. Погоди, ты же хотел только минералку взять. Ну, если картошку бесплатно, можно уже нормально поесть. Что? Ничего. Танюш, я дома. Устал? Не могу, как твой телефон, три дня без подзарядки работать. О, привет, Кать. А я думаю, что ты мне на звонки не отвечаешь. В навороченном подарке не разобралась, даже сестру позвала помочь. Саш, присядь, пожалуйста. Катя хочет тебе кое-что сказать. Только не волнуйся. А чего мне волноваться? Вон на твоем новом телефоне кнопку нужно зажать, к нам сразу скорая выезжает. Саш, тут такое дело, я Танин телефон в супе утопила. Чего? В каком супе? В очень вкусном. Чего это? Ну, так случайно получилось, он закипел, я испугалась и... Будешь ужинать? Ты что, издеваешься, что ли? Я не... Ты чего? Я чего? Ты вообще зачем мне в руки его дала? Я не понимаю, она же... Она же криворукая. Так это, она его... Она его сама взяла и в суп бросила. А я-то тут при чем? Молодец, Катя, спасибо. Ну, ты знаешь, у меня теперь новое хобби появилось. Ежемесячно по три тысячи просто так в банк относить. Класс! А ты чего молчишь, а? Тебе же теперь с кирпичом кнопочным ходить. А я уже это и одаренное все высказала. Теперь ничего дороже пульта от телевизора не дам. Офигеть, офигеть! А если бы у нас кастрюля побольше была, ты бы там телевизор утопила, да? Утопила! Утопила, утопила! Нет, я просто... Спасибо, из-за тебя еще дверь слонала. Молодец, Катюша! Спасибо, Катюш. Вроде все хорошо прошло. Супчик с собой возьмешь? Сашуль, хрустни мне спину. Давай. Давай. Сейчас. Вот так. О, отлично, спасибо. Ты у меня хрустнула. Ёлка. Саня, да что ж ты... Да ну все, отойди. Да не трожь. Ой. Ёлка. Ты маску со мной вечером будешь делать? Нет. А скрабик какой хочешь? Кокосовый или с лавандой? Да никакой я не хочу. А нам большой хватит? Тать, ты что, издеваешься, что ли? Да. Ты меня вчера уверял, что ни зефир, ни фисташки не хочешь. В итоге все съел сам, и мы с Лешкой даже не попробовали. Вот я сразу и спрашиваю. Там фисташек-то было? Килограмм. Да, Анечка. Что ж так, я просто устаю. Ты что сделала? Ты что сделала? Иди ко мне, я очень хочу тебя прямо сейчас. Саня, ну-ка прекрати. Я видел, как ты до этого специально окно открыла. Это чтобы мою рубашку выбросить, да? Вот теперь иди и поднимай, пока никто не подобрал. Саша, ну она правда бесячая и не отстирывается. Хотя стой. Давай сначала закончим, потом подберешь. Нет, я просто пойду и подберу. Как оказалось, Саша не собирался прощать Кате сломанный мной телефон. О, а бутерброд она не уронила. Хотя, что его ронять? Он же дешевый, да, Тань? Да, не говори. Катюш, слушай, сходи вон это в хлебный отдел. Мы же купили хлеб. Да, нам осталось только вино купить, а туда мы лучше без тебя с Танечкой пойдем. Просто хочется его купить и выпить, а не посмотреть, как оно по полу разливается. Да, Тань? Да, конечно. Решила подкачаться, чтобы телефоны прямо руками ломать? Молодец. Я лучше в бассейн пойду. Смотри, не утопи там никого. Тань, ну смотри, она еще и ребенка все ломать учит. Ну ты скажи, что-нибудь я не знаю. Катя, иди закинь ты в стиралку. Тут все как ты любишь. Просто бросаешь в воду и ждешь. Саша, больше с Алешкой бокс смотреть не будешь. Почему? А что такое? Хороший спорт, пусть смотрит, нормальным мужиком вырасти. Иди сюда. Второй раунд, второй раунд, второй раунд, второй раунд. Понял. Понял. Очень вкусный, Танечка. Спасибо, Танечка, большое. Ой, сидите, я сейчас все уберу и сладкое принесу. Саша, Ольга, ты у меня такой молодец. Помой и сладкое принеси, спасибо. Сюда. Пора домой, твой любимый мультик начинается. Таня, Леша уже два часа как дома. А это не анимо, это другим детям. Не скоро спать, они галдят еще. Пора домой. Катя, а ты куда так поздно? Нижнюю половину платья искать? Клуб, страсть снимается от Сашиных приколов про хриворукость и твоих поддакиваний. Ну, Кать, ты что обиделась? Ну, он же по-доброму любя. Ага, он столько гадостей, я говорю. Мне кажется, он меньше бы расстроился, если бы я сама в этой кастрюле утонула. Так, Катя, стой, ты никуда не идешь. Иду. Или в клуб, или к Саше. Рассказывать ему, кто на самом деле телефон сломал. Счастливо. Хоть бы колготки надела. Таня, а что такое вокабуляр? Словарный запас. А что? Да тест на него хотел пройти. Ну, тогда уже не буду. Саша, ты что делаешь? Я просто так, это, прикалываюсь. Сергеев, мы покупаем кухню для еды, а не для секса. Измеряй высоту до столешницы. Саша, посмотрел купальник, который мне понравился? Какой купальник? Ну, я тебе сайт открытым оставляла. А, так это твоя вкладка была. А я думал, это я забыл выйти. Нет, не посмотрел. А ты не помнишь, какой сайт? А то я историю почистил. Не помнишь, Саша? Я всю ночь не могла уснуть из-за кошмаров, которые могут случиться с Катей в клубе. Таня, блин, ты меня напугала. Хотя, спасибо, вроде икота прошла. Кать, ты офигела? От твоего дыхания краска на стенах трескается. Таня, у меня стресс. Имею право выпить. Так что все претензии к Саше считают, что он меня в клуб подел. Это было в последний раз. Теперь спирт у тебя будет только в формулах в универе. Нет, 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 Танюша. Ты сейчас не в том положении, чтобы на меня наезжать. И, кстати, знаешь, что подумала? А может, тебе лекции мне не читать, а переписывать? Конечно. Тремя разными ручками по линейке. Тебе там совсем самбукой мозг залило. Не, ну а что? Сашины крики меня так выматывают. Ну, пока он не нашутится, конечно, придется тебе помогать. Или мне ему документальный фильм показать? Да, да, да. Хорошо. Спасибо. Ага, класс. Спасибо, Танюша. Татьяна, не подскажете, а вы 27-го часа свободны? У меня у племянницы день рождения, хотелось бы профессионального аниматора заказать. 27-го. Увы. К сожалению, уже занята. Даты на два месяца вперед расписаны. Обидно. А то у вас столько костюмов разных, и все интересные. Ну, надеюсь, в другой раз получится. Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. И давно ты работаешь аниматором? Да я постоянно в эту химчистку разные костюмы приношу. Чтобы она не подумала, что это для наших с тобой игр, сказала, что работаю аниматором. Молодец. Любимое Танино блюдо? Карбонара. Ага. Любимое Танино цветы? Георгины? Да. И так, мы победили вас со счетом 5-3. Ладно, как и договаривались, проигравшая команда покупает следующее пиво. Давай. 5-3. 0-3. Ты вообще ничего не угадал. Просто у нас денег только на такси осталось. Пиво и чипсы. И чипсы. Никогда не думала, что из-за Сашиных шуток попаду в рабство к родной сестре. Думаю, что с вот этой сумочкой пойду. С этой сумочкой черные сапоги нужны. Точно. Тогда эти здесь поставь, а черные почисти. Ага. Сэси, она отлично. Да, конечно. И готовит, и помогает, и убирает. Угу. Да, можешь ей какой-нибудь подарочек прикупить. Угу. Пока. Спасибо, Таня, что маме позвонила. Я тогда с Сашей сегодня звонить не буду. Таня, смотри, какое платье. Нравится? Да, прикольное. Съедешь за ним в магазин, то еще недоставка не работает. Угу. Слушай, ну через полчаса откроется метро. Ну давай подождем. Ну на такси дорого будет. Так, все, не парься. У меня свой таксист и специальный цариф. Сейчас. О, смотри. Чего так долго? Я уже видео хотела отправлять. Давай, сморося. Я не знала, как повлиять на Катю. Поэтому решила повлиять на Сашу. Ведь это я умела делать профессионально. Сашенька, что ты делаешь? Угу. Да вот пленку наклеиваю на телефон. Суперпрочную. Пока Катя и его не захотела подержать. Потом еще в полиэтиленовый пакет завяжу. А я вот как раз про Катю и хотела поговорить. Угу. Слушай, не надо больше над ней шутить. А то мне, конечно, очень смешно, но она обижается. Какой там и смысл, Таня, чтобы она обижалась? Чтобы она потом думала, прежде чем своими крюками чужие вещи дорогие цеплять. Саша, у нее с криворукостью детская травма связана. Какая интересная. В штанах на попе дырки делали, чтобы оттуда руки нормально могли расти. Да не важно. Ну просто прекрати над ней издеваться и все. Угу. Ладно, сам у нее узнай, откуда такая нечеловеческая ловкость. Не надо. Там, короче, она в детстве, ну там на одном мероприятии в школе, за шнур зацепилась и вот прям вот со сцены упала прям. Да. Ну это хорошо, она раньше хотя бы себя роняла, а не чужие вещи. Ну так на глазах у всей школы, а там еще у нее, у нее юбка задралась, и она потом вот после этого до седьмого класса писалась. Как? От стресса. Ты чего ж ты раньше-то не говорил, а я бы молчал. А ты еще тоже мне поддакивала. А что, я должна была про недержание прям при ней рассказывать? Сейчас самое главное вовремя остановиться, чтобы она опять не начала. Да. Ну на подгузнике мне точно денег не хватит еще. Ну что, салат с креветками понравился? Могу рецепт дать. С каким креветками? Сергеев, ты что опять все креветки и салата съел? А ну и сюда. Танюш! Тань! А! Слушай, а где планшет? Ну Лешке дала поиграть. Ой, это ты зря. Почему? Да я там просто приложение скачал с секс-игрушками для тебя. И открытым оставил. Ты что, нормально, Сергей? Быстро удаляй. Танюш, да я пошутил вообще. Просто идти не хотелось, а ты бы так не принесла. Спасибо. Да. Ну отлично. Мою половину разобрали, столько старья выбросили. Давай теперь твоей половиной займемся. А зачем? Места вроде много освободилось. Может мы просто тебе повесим то, что у меня не помещается? Ага. Лешенька, ну-ка иди сюда. Так, ну что, ты мне помог собрать все вещи, а значит, как договаривались, даю тебе пятьсот рублей. Молодец, клади в свою шкатулку. Молодец. Спасибо. Давай. Хорошо, что он еще в тысячах считать не умеет, да? Завтра снимешь пятьсот рублей и доложишь. Да я же... Завтра доложишь. Алло, что? А, я у вас в клубе забыла свой паспорт. Ага. А напомните, пожалуйста, как клуб называется. Ой, я еще у вас спела побывать. Понятно. Спасибо, я сегодня его заберу. Ого, ага. Лена. Лена. Привет. Я зайду. Привет. А что так, без своих шуточек не выспался, что ли? Да нет, я, честно говоря, знаешь что, я подумал, хватит уже, и, в общем, даже извиниться хотел. Ага. А что, глаза такие красные, ты что, плакала, что ли? Ага, всю ночь рыдала. Не могла пережить без твоих шуточек. Ну и что, а что сказать хотел? Я, в общем, ты прости, Катюх, я, наверное, перегнул просто. Ага. Ну ладно, садись, я кофе сверю. Ага. Спасибо, спасибо. Слушай, ну а как вообще дела? Как ночь прошла? О, благодаря тебе очень весело. Саш, там мокро. Чего ты едешь? Да. Это что, это что, все из-за меня, Кать? Ну да, ты внезапно зашел, и я водой облилась. Катюш, Кать, 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 Катя, ты это, ты давай, прекращай это все стесняться. Я все знаю. Давай мы сделаем так. Я найду нормального специалиста, вот, и все оплачу сам. И все-таки не чужие люди. Чего? Саш, ты что, я тебя головой ударила об дверь, когда открывала? Какого специалиста? Да ну, какого, какого, Кать? От этого твоего, от инуреза. Все я знаю, мне о Тане все рассказала. Только ты не нервничай, чтобы опять не надудонить. Чего? Какой инурез? Кать, ну все, ну какой, какой. Который у тебя до седьмого класса был после того, как ты со сцены голая шмыранулась. Катюш, а моя утятница у тебя? О, Сань, а ты что тут? А Саня тут мне сейчас диагноз поставил. Говорит, что я ничего в себе удержать не могу. Тайны, кстати, тоже удержать не могу. Кать, не надо. Ну, я же ради тебя старалась. Ну, то есть ради нас, тебя. Саша, короче. Таня сама уронила свой телефон. Сейчас тебе видео пришло. Лави, вам теперь есть о чем поговорить. Привет, Тань. Как вчера вечер прошел? Не описывалась от Сашиных шуточек? Нет, все хорошо. Садись есть, пока не остыла. В смысле все хорошо? То есть Саша тебя вчера за телефон не тиранил? Катюша, мы взрослые люди. Мы просто серьезно поговорили и... и легли спать. О, Саш, привет. Слушай, а что ты вчера на Тане-то не шутил? Или каламбуру со словом криворукая закончились? Чего? Ну, я же люблю ее. Мы женаты и должны уважать друг друга. Серьезно? То есть мне ты на улице кричал, осторожно, аварийная идет. Немножко переборщил, прости. Я просто подумал, телефон и телефон, купим новый. Деньги же не главное, да, малыш? Ой. Таня, я смотрю, вы вчера долго разговаривали. Так, все, ешь, давай тебе собираться надо в универ. Если исключат, Сашка опять начнет издеваться. М-м-м-м. Что женщине вау, супер, то мужчине смерть. Таня решила сделать семейную фотосессию. Секрет фотосессии прост. Вас должно распирать от счастья. Но меня распирало по-другому. Сергеев, ты офигел? Чего? Мы эти полы специально для фотосессии покупали. Ну, чего у тебя глобус выпирать? Она же тебе как раз была. Таня, ну, послушай, мужчинам свойственно со временем становиться шире, крепче, в конце концов. С каким еще временем мы их неделю назад покупали? Специально все выходные одинаковые выбирали. Шесть торговых центров, три вещевых рынка сорвали бинго в белорусском трикотаже. Таня, может, ты просто постирала и поло села, наверное? А может, кого-то после пиццы разнесло? Не стирала я ее. Опять на работе пепперони с чужой карты покупаешь? Нет, я не понимаю, почему я-то все время виноват? Может, все врут про твои брокколи, а мы их жрем мешками буквально? Чего? О-о-о, хватит ссориться. Мы же договаривались, я вас по-быстренькому снимаю и еду по своим делам. Давайте. Вы сохранение ссоры сделаете, а после фотосессии с этого момента вгрызетесь друг в друга, а? Давай. Слушайте, я придумал. А давайте мы Лешку передо мной поставим, он все своей грудью-то и закроет. Пузохранитель. А щеки твои мы как закрывать будем? Газель вызовем? Нет, Миш, с таким совершенно нельзя фотосессию делать. Ну, наброшать скоро. Слушай, а ты можешь в фотошопе снимки на минус 10 килограммов обработать? Ну, это дополнительная работа. Миш, мы твои друзья. Тань, ты этот довод использовал, когда я согласился вам бесплатно фотосессию сделать. А мы вам все детские вещи отдаем. А я бесплатно пробил студию, договорился со Светом, объектив по дружбе взял, линзы на работе выпросил и гримера привел. Тань, фотошоп это перебор. Ну, хорошо, Саш, ты заплатит. Отлично. Так, минуточку. Какие деньги? Да небольшие, Сань, для друзей со скидкой. Пять тысяч. О, отлично. Так, все, давай сфотографироваться. Слушай, ты что, не понимаешь, что ли? Ну, я буду неестественно смотреться на этих снимках. Естественными я тебя каждый день вижу. Мне нужна счастливая семья. Шири, улыбайся. Ты что? Давайте. Погнали. Утро доброе. Застряли? Да, полчаса уже тут стою. Капец. О, тут дело серьезное. Отойдите на секундочку. Ага. Спасибо. Начальнику отправлю, а то на работу опаздываю, а мне еще в банк надо заехать. Вы знаете, вы в раскачку попробуйте, прям в раскачку. Удачи. Сергей, стой. Да-да, что-да, что-да, что-да. Погоди. Что? Сейчас, сейчас. Спасибо. Вы что делаете? Что, Григорьев, вы что делаете? Ну, прекратите. Я уезжаю, вернусь через пару часов. Если от моего дивана будет пахнуть вот этим вот освежителем воздуха, переведу на неделю в Open Space. Блин, хвойный. Да, Танюш. Саш, Алешка сегодня освоил открывалку. Ну, отлично. Скоро завтраки нам будет готовить. Да, ну а пока три дня завтракать и обедать будем консервами. Вы знаете, мне платье не очень подошли, а вот юбка как раз. Тогда ее берете? Ой, я пока не знаю. Вы знаете, вы квартирой ошиблись. Вот, судя по квитанции, вам в соседнюю к Платоновой надо. Просто у вас чехол прозрачный, а мне так платья понравились и так примерить захотелось. В общем, если на юбку брать не будет, зайдите еще раз ко мне, я куплю. Отцовство заставляет мужчин совершать невероятные вещи. Вставать раньше жены, менять подгузники и брать на себя все заказы, несмотря на сроки. Представляешь, оказывается, изначально борщ готовился накануне, и его ели только на следующий день. Лиля, я уже понял, что ты ничего не приготовила. Не переживай, поем вчерашний борщ. Ты долго сегодня? Да не знаю, я тут с Сашей вожусь. Ему пузо даже в фотошопе тяжело убрать. Серьезно? Мне проще было из куска пиццы нового Сашу собрать, чем старого проедать. Миша, привет. Я перезвоню. Так, у нас есть пять минут, так что давай по-быстренькому. Ты и доделал, о чем идти попросил. Конечно. А давайте для начала проверим, помните ли вы, о чем вы меня просили. Понял. Ну, собственно, вот. Если вы свое «ага» добавите еще хотя бы пару букв, то я точно пойму, нравится вам или нет. Ну, какие-то у тебя пластмассовые, ненастоящие. Ты как будто манекены фотографировал. Да нет, смотрите, это настоящие люди. Вот они моргают, вот тоже. Это не то, извините. Так, ну-ка, верни это. Вот этот мне нравится. Вот смотришь на него, веришь, что человек по-настоящему проблем с лишним весом. Где ты такого страшного нашел, а? Да, просто... Руки короткие, ноги толстые. Как, блин, вообще живет, а? А, по-моему, это даже и не волос, а мочалка какая-то. Значит так, парик на съемку берешь. А, понимаете... А, я не понимаю, ты что, ему щеки добавил? Или это у него реальных таких? Дело в том, что это мой друг. Ну и хорошо. Можешь меньше ему заплатить. Значит так, берешь этого хомяка и делаешь до и после. И в фотошопе накладываешь на него наше утягивающее бюлё. Понятно? Да нет, я просто обрабатывал его фотографию. Он даже не для рекламы. И вообще, вряд ли согласится. Что ж, понятно. Значит, работу ты не выполнил, так? Так. Тогда завтра можешь вернуть предоплату. Спередоплаты купил. Привет. А, с другой стороны, почему бы ему и не подработать, да? Ну и отлично. Ну что, пойдем? Там уже почти последние остались. Ты, давай еще минут десять, я пару километров пробегу. Хочу, чтобы мышечные волокна кислородом насытились. Немножечко. Кислородом насытились. Немножечко. Саша, даже если в раздевалке больше никого не будет, я не буду тут сексом заниматься. Я в машине тебя жду. Душ дома приму. Смотри, вот здесь респаун на здоровье сделаешь, если вдруг меня ранят. Эти кнопки вообще не трогай, пусть мана копится. Вот это мои союзники, с ними осторожно. Если подстрелишь, меня выгонят из клана. Все, хватит, я ничего не понимаю. Забирай ноутбук с собой. Ты же сказал, что нельзя с ним в туалет ходить. Это не гигиенично. Слушай, забирай куда хочешь. Не буду я за твоей базой следить. Саша, ты чего? Говорил меня смотреть эротику, а сам стесняешься? Да ничего. Я же не знал, что они на кухне будут делать. Я теперь жрать захотел. На, поищи что-нибудь другое. Иду поеду. Миша явно хотел денег за работу. Но для семейного человека с двумя кредитами, тремя кружками сына, транспортным налогом и новым танком М-46 «Фотон» это было не вовремя. А что сбросил? Да мы же смотрим, не хочется отвлекаться. О, я же говорила, тебе понравится. Как думаешь, кому он последнюю розу подарит? Возьми уже. Да и чего там брать, там с городского звонят. Явно приятный женский голос, любезно предлагает влезть в долговую яму. А у меня еще с ипотеки следы от кандалов не зажили. О, Мишка звонит. Не бери, не бери просто. Чего? Ну, мы же разговариваем как-то некультурно прерывать беседу. Это говорит человек, который один раз во время секса ответил на телефонный звонок. На видеозвонок. Да что? В чем дело? Ну, ни в чем. Да я знаю, что он звонит. Он и мне звонил. Он просто денег хочет за свой этот фотошоп. Ой, ну договорились, надо отдать, Саш. Ну, это же не папа, который на юбилее забудет. Этот не забудет. Танюша, отдадим при личной встрече, после зарплаты, а еще лучше с премией в конце года. Саш, ты долги отдаешь так же, как худеешь. Отдай сейчас. Хорошо, Танечка. Хорошо, я вот прямо сейчас отдавать начну. Только мы за сапогами тебе не на следующие выходные пойдем, а на следующий сезон. Ну, вообще, по торговому кодексу он должен сначала товар сдать, ну, то есть фотографии. Потом. Вот, правильно. Мы просто хотим все сделать по правилам. Еще посмотрим, как он сделал. Может, твой баркас и не удалось убрать. Да. Что, какой баркас? Тань, ты вообще за кого вообще? За меня или за кого? Я за сапоги. Ну, тихо, только не сбрасывай. А то он поймет и начнет дальше наяривать тебя. Просто сделает это, что мы спим. Семь вечера? У Лилии с Мишей маленький ребенок. Они все время спать хотят. Они поверят. Все. Да они там что-то поумирали, что ли. Миш, ты поговорил с другом насчет рекламы? Ну, почти. Миш, ты мне скажи, у меня модель будет? Ну, точнее, у тебя будет работа? Да. Ну, и отлично. Какой смешный Хомяк. Ну, то, что надо, а. Давай, в печать. Сорян. А вот и я. Ух ты. А это откуда? С Папов-Тире выиграл. Серьезно? Ничего себе. Да, я посмотрю. Саш, а что они тебе какого-то бракованного дали? Вон, дырка какая. Это, это. Что? Я не совсем выиграл. Случайно выстрелил, а это дырка от пули. Ну, зато за полсеней продали. О, все, пойдемте. Тань. М? А ты зачем средства для потенции гуглишь? Чтобы купить. Просто после белья, которое ты мне выбрал, оно тебе понадобится. Да, бери ты свое кружевное. Блин, все пропустили. Придется заново пересматривать. Да нет, там этот старший сын поехал на дело, но он нарвался на засаду. А Джефферсон устроился на работу, а там уже Карен была. Все нормально. Сергей, ты совсем обнаглел? Ты во время секса продолжал сериал смотреть? Ну, интересно же. А так и дольше получилось. Доброе утро. Ой, доброе утро, Танюш. Блин, так классно просыпаться по будильнику в фитнес-браслете. Слышь, он высчитывает циклы и выбирает наилучшую фазу для пробуждения. Сергей, ты выспался, потому что сейчас 10 утра. Он по ходу цикла считает от момента, когда ты пожрать ночь вставал. Понял. В то утро я спокойно поехал на работу, еще не зная, что стало лицом, точнее животом, рекламной кампании утягивающего белья. Танюш, слушай, тут маршрутка опять полная. Давай позже перезвоню, как попробую в нее залезть. Всем привет. Привет, Сашка-молоток. Отлично выглядишь, такой стройный стал, подтянутый. Ну, спасибо. Ну, в нашем возрасте уже нужно как-то следить за собой, да? Не говори, главное в это дело втянуться. Да, да. Ребята, вы в столовку идете? Ну, да. Слушай, сейчас возьмем там бизнес-ланч. Саня, а ты уверен? Он же калорийный, а ты такой подкачанный. За собой следи, Гришин. Я знаю твой живот убрать. Понял? И вот так примерно в десять раз только главный угол держать. Так ты всего три раза сделал. Ну, так это у меня вчера просто день ног был. Давай, пойду. Саня, говорят, новый айфон выходит. Не планируешь брать? Да не, дорого. Я тоже считаю, что нужно затянуть пояса. Я бы даже сказал, утянуть. Сергеев, ты совсем идиот? Ты зачем это сделал? Ох, Юрий Силов, Григорьевич, да это же просто селфи, так, для себя. Какое селфи? Мне ребята про тебя все рассказали и даже показали. А, вы про систему тренировок? В общем, да, очень эффективно. Какие тренировки? Ты зачем в рекламе утягивающего белья снялся? Это кто? Это ты. Не узнаешь? Татьяна, здравствуйте. Вы знаете, я хотела вас спросить. Александр часто пьет пиво при Алёше? А что случилось? Я просто спросила, зачем он так делает. Он сказал, чтобы пена меньше была. Я поговорю с ним. Со старшим. Хорошо. Присаживайтесь. Ты вообще охренел, а? Сань, я вообще-то работаю. Я знаю, как ты работаешь. Тебя вообще-то попросили в фотошопе убрать лишние килограммы, а не рассказать о них всей стране. Не кричи, я хотел спросить разрешения, но вы с Саней сами почему-то трубку не брали. Значит, у нас была на то веская причина. У нас был день отказа от гаджетов. Да в смысле? Ты вчера просидел весь вечер в инстаграме фотки лайкал. Это Лёшка. Это Лёшка. Это он нас не поддержал вообще. Какая разница? Брал, ну брал. Ты понимаешь, что ты меня подставил? Да я знаю, Сань. Ну, мне по работе срочно надо было. Ты, кстати, заказчикам очень понравился, прикинь? Конечно понравился, потому что я харизматичный, у меня есть стержень. Так, хватит мне зубы заговорить, дедушка. Вы бы пилили отсюда, а то вот завтра станете уже лицом ритуальных услуг. Так, Сань, Сань, перестань. У меня реально горело. Меня уволить могли. Тебя могли уволить? А меня лучше бы уволили. Я теперь звезда офиса. Мемчик месяца. Сместил с первого места бухгалтиша, уснувшую в борще. Да ладно, тебе скоро забудут. Конечно, забудут. Мне уже прозвище дали. Менеджер плюс сайз. А Комаров приказал табличку мне на кабинет повесить. Семен, дружище, ну что мне сделать, чтобы ты меня простил? Ну, хочешь, я фотошоп с фотосессией сделаю бесплатно? Это само собой. Но этого мало. Там еще был моральный ущерб. Ну, и чего ты хочешь еще? Таня, пойдем мне новую обувь купим. Вот и каблуки женские. Да нормальные каблуки. Таня, я сейчас в туалет зашел. Вниз кабинки крикнули, что это мужской. Ладно, пойдем что-нибудь поищем. Ой, Саш, подвинься немного. Тань, ну куда я не клячу. Это мое любимое место. Тут вот не дует и телевизор под правильным углом. И звук диальный просто. Ну, куда ты? Понятно. Пиво пролил. Иди, бери тряпку, замывай. Таня, а это ты из кофейни принесла сыр с плесенью? Или это наш заплеснивал? Ой, это наш. Молодец, что спросил. А ты где? В туалете. Я сначала попробовал, потом спросил. Лейтенант Сергеев. Здравствуйте, гражданка. Ну что, нарушаем? Таня, объясните, почему вы остановились на вафельной разметке? Или, может, вы не знаете, что там нельзя останавливаться? Какая разметка? А-а-а! Ой, а я и не знала. А может, мы договоримся? Я сделаю все, что вы захотите. Э-э-э-э. Тань, ты сейчас подыгрышешь или правда не знаешь, что там нельзя останавливаться? А что за вафельная разметка? Ты что, издеваешься, что ли? Ты как ездишь вообще? Там сразу штраф три тысячи, если поймает. Блин. Значит так. Вот. Учи. От тих до тих. Пока не выучишь никакого секса. Честь имею. Танюша. Доброе утро. Доброе утро. Ой, спасибо. Ты столик для меня специальный купил? Ну. Тяжелый. Ой. Да это... Не надо... Это... За специями полез и дверку шкафчика случайно сломал. Ну, удобно же. Удобно. Ага, живем. Умички. Отлично. Так, давайте теперь поближе друг к дружке. И, пожалуйста, спинку немножечко прогните. Сейчас, извините. Саня, блин, мы же договорились, что ты просто световик, а не световик-затейник. Про советы мы не договаривались. Ты баннеры со мной по городу видел? Видел. Поэтому пусть делают то, что я говорю. Я тоже модель. Я даю профессиональные советы. Хорошо. Девочки, я все-таки согласен с нашим светооператором. Давайте прогнем немножко спинки. Да, и как-то вот так немножко вперед подайтесь. Ага. Девочки, я все-таки согласен. В нашей квартире было две женщины. И обе страдали. Таня от недостатка внимания, Катя от его избытка. В общем, как всегда, угодить им было невозможно. Ты не поймешь, никуда я с тобой не пойду. Ну, мы же только что гуляли. Чего? Ты меня преследуешь прямо до дома. Это вообще не считается. Кать, ну, хотя бы одно свидание. Я же о многом не прошу. Да? А я прошу тебя, чтобы ты исчез из моей жизни. Но ты даже с этим не справляешься. Окей, давай компромисс. Мы идем на свидание, а после, если ты все еще этого будешь хотеть, я исчезну. Вот про исчезну мне нравится, а все остальное нет. Ну, хотя букет возьми. Пока не возьмешь букет, я не уйду. И буду здесь до ночи стоять. И до утра. А завтра тебя как раз в универ провожу. Ладно, давай сюда. Только я его выброшу. Больше не пиши мне и не звони. До завтра! О, Саш, откуда три пакета? Я сегодня уходила, один был. Вы что, без меня так много едите? Да, это Таня просто на балконе нашла те два пакета, которые я типа выбросил. Я основного тут букетик выкину. А чего это ты цветами разбрасываешься или в инстаграм выложила и все, не нужны? Да ухаживай за мной один, он подарки пытается дарить. Вечно меня в карауль, из-за этого нормальные парни знакомиться не подходят. Нормальный вроде букетик. Катюк, так это, слушай, зачем выкидывать? Может, я Таньке его подарю, если ты не против? Да делайся, ничего хочешь. Как же мне избавиться уже от этого Паши. Звучит жутковато. Если дойдет до криминала, то тут Леха недавно огромную яму в песочнице выкопал. Если понадобится спрятать улики, мы можем помочь. За коробку конфет, конечно. Слушай, Саша, тебе смешно, а я уже реально задолбалась его подарки выбрасывать. Слушай, как мне его отшить? Я, честно говоря, не очень много парней отшивал, тут ты сама. Но если вдруг этот настойчивый продолжит тебе дарить, ты не выбрасывай. Зачем добру пропадать? Я могу покупать. Есть тут у меня одна дама сердца, которую этому всему гораздо больше, чем ты, обрадуется. Договорились, бро. Что должно находиться за изголовьем кровати? К зеркалу. Неправильно. Стена или мебель с высокой стенкой. А, да. В какой части кухни правильнее расположить холодильник? Так, собственно, возле раковины. В юго-восточной. Зачем применяется эта практика? Ну, чтобы отгонять, в общем, злых духов в целом. Нет. Это поиск потоков энергии ци. Короче, Сергеев, снимаю эту фигню. Она тебе не для фэн-шуя, а для того, чтобы ты просыпаться успевал, когда я сюда захожу. И роман-то. Помнишь, о чем мы с тобой договаривались? Угу. Договорились. Начали. Я-я, понимаю, что ты хочешь домой, но тут очередь, надо потерпеть. Проходите. Ой, спасибо большое. Спасибо, сыночек. Ой, спасибо огромное. Спасибо. Ой, спасибо. Громче. Сынок, ну все, все, сейчас, сейчас уже. Держи. Саш, я вот эти куплю? Угу. Спасибо. Ну, чего? Разрешил. Я же говорю, сюда во время трансляции хоккейного матча ходить надо. Сейчас еще кушку примерю. Гол! 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 Танюш, слушай, мы вас, наверное, уже в машине подождем. Только купи мне, пожалуйста, какие-то таблетки для памяти. Хорошо. Девушка, здравствуйте. Будьте любезны, витамины для иммунитета. Минутку. И таблетки для памяти для Саши. Не нужны ему таблетки. Скажу, что это они и есть. Но просто, когда я что-то новое из одежды покупаю, Сашке говорю, что уже год ношу. Он переживать начал, что вспомнить не может. А, понятно. Таня, а где пиво? А его нет. Как нет? Ты когда в машину садилась, сказала, что четыре бутылки купила. Ну, это чтобы ты ехала аккуратнее. Саш, завтракать! Да, иду, иду. А, мышь! Мышь! Даня, где мышь? Где мышь? Нигде. Просто это эффективнее, чем звать тебя по 15 минут. Остынет же. Смотри, Лешка, как правильно чистить зубы. Вначале чистим верхнюю жевательную поверхность. Это вот здесь. Затем повторяем с нижней жевательной поверхностью. Саша, а чего вы тут встали? Я этот плакат Лешке уже сто раз показывала, он его наизусть знает. А я... А я не знаю. А без Лешки буду глупо смотреться. Пусть постоит минутку. Интересно же. Так, размести щетку под 45 градусов. Нет, это сложно все. Ладно, пойдем. Простите, пожалуйста, извините. Скажите, а вот вы скворечник уже показали воспитательнице? Да, нам уже пятерку поставили. А вы не могли бы нам дать? А то мы с женой вот с работой буквально ничего не успеваем. Да, верите. Благодарю вас. Слушайте, а может у вас есть какие-нибудь поделки? Да-да, у нас в машине как раз ежик из Шишик тоже за него пятерку получили. Сейчас принесу. Минутку. Минутку. Благодаря Катиному поклоннику больше всего удовольствия получала Таня. О, сколько? Пятьсот. Что-то дороговато. Ну, дай-ка на секунду. Четыреста. Двести. Катюш, слушай. Ты у нас там… А ты что делаешь? Да, Паша мне сережки подарил. Они мне нравятся, представляешь? Если их носить, значит, он вообще никогда от меня не отстанет. Не-не-не-не-не, не нужно. Ты что, ты ему так шанс даешь, а он потом вообще не отвяжется. Тем более золотые. Так, держи. Да это вроде бюджетерия. Да, это вроде бюджетерия. Тогда вот так. Все. Вот, сто рублей. Это уже слишком, он так и стоит в переходе. А доставка? Ты мне еще спасибо должна сказать, что я тебя от этого избавляю. Жадина. Э! Ого. А это мне? Да, Танюш, да я это так просто… Сашка, ты же мне точно такого у метро с первой стипендии купил. Да, я вот его увидел и тоже решил взять, вот. Ты у меня такой милый. Да, Анечка. Саша! Мы эту доску покупали, чтобы Леша плавать учился. А не чтобы у тебя ванной и столик был. Это ты о чем вообще? Если берешь, хоть отмывай ее потом. Пойдем, сынок. Да, Саш. Танюш, представляешь, совершенно забыл, что мы с сегодняшнего дня не едим майонез и купил пачку, а из магазина уже вышел. Ладно. Этот съедим и точно все. Не выбрасываешь? Ну да, ну да. Саша! Чего? У нас беспроводная мышка не работает. Я, кажется, знаю почему. Потому что она была проводная. Леха! Сюда иди! Танюш, да соберу я этот твой шкаф. Ну что ты прямо... Ну вот как соберешь, так остальные клавиши и получишь. А то опять заиграешься и сразу спать ляжешь. А ну! Танюш, ну и вот возьми на свой маникюр. Ой, спасибо, Сашуль. Я тогда на пятницу запишусь. Лучше воскресенье вечер. Почему? Танюш, потому что в свой выходной я хочу отдыхать, а не делать за тебя домашнюю работу. А там начнется, Сашуль, помой унитаз у меня ногти, почисть картошку, лак жалко, почише ногу, я не могу. Воскресенье вечер. Пивка вечером? Можно что-нибудь придумать. Саш, на выпей. Подожди. Это от насморка что ли? А, это антибиотики, чтобы не разболеться. Кстати, алкоголь теперь противопоказан. По пиву отмена, Сережа. Ситуация поменялась. Привет. Смотри, на двери висел. Мне кажется, он в следующий раз ко мне в вакуума полезет. Брать будешь? Двести пятьдесят. Как? Он минимум две тысячи стоит. Тогда выбрасывай. Ладно, двести пятьдесят. И до института меня подвезешь. Угу. Угу. Танечка, Танюша, а у меня для тебя сюрприз на столе стоит. Приходи вечером в гостиницу «Инлайт», номер 308. Там буду я, шампанское и розы. Это будет незабываемо. Да, именно по этому адресу приезжайте быстрее. Эти дебошины в подъезде весь дом на уши подняли. Шумят, музыку громко слушают. Алкоголь распивают. Жду. Альберт, ты чего? У нас же вроде тишина в подъезде. Да я просто хочу выяснить, за сколько вот сюда менты доезжают. Ну, чтоб самому... Ну, короче, будет для статистики. А, для статистики. Ясно? Миза, блин! Так, сколько стоят эти духи? Семь тысяч. Дороговато. Такие Таня я не куплю. Да, Танюш. Саш, я вспомнила, что еще нужно купить. Напиши. Танюш, только говори быстрее, а то у меня один процент остался. Может сорваться случайно. Скриншот экрана пришли мне? Зачем? Чтобы я увидела один процент. Ладно, говори, что там надо. Не сорвется. Разрешите? Не знаю, зачем вы привели ко мне Алексея. Он совершенно здоров. Ни покраснений, ни шумов. Все показания анализа в норме. А рефлексы тоже. Да, мы на всякий случай. Сейчас вирусы разные по городу ходят. Лучше сразу с ними бороться. До свидания. Пойдем. Ну что? Не получилось его дома оставить. Все-таки придется мне полночи костюм для утренника шить. Пойдем. Слушай, Таня, у меня дома штура не нужна, завалялась. 495, 476, 97, 98, 95, 500. Так, этот насчитал 500, а этот? Нифига себе! 723! 723! Берем его. Погоди, Сань, нафига он же сломан? Меня, а главное Танечку, такой результат больше устроит. Делись кассой. Танечка, а ты что это прям вся светишься? Мы что, успели все блюда продать, у которых срок годности вот-вот истечет? Ой, Сашку в последнее время просто не узнать. Такой романтичный стал. Подарки дарит, всякие цветы, третий букет за неделю. Прям как в начале отношений. Ну, поздравляю тебя, правда, на Сашку не очень похоже. Ты квартиру проверила, а он ничего не сломал? Сразу все проверила, в этот же вечер, все на месте. Нет, в этот раз все по-другому. Видно, что он все продумал. Даже подарки специально студенческие покупает, как тогда. А сегодня вечером еще в отель позвал. Вот, в отель. Ой, как классно. У меня просто Силечка, он не такой креативный. У него либо золото, либо бриллианты, либо золото с бриллиантами. А я что-то не пойму. А ты сейчас хвастаешься или завидуешь? Тань, ну вот это же. Оно гораздо ценнее, чем всякие там украшения. А ты сразу после работы собираешься, да? Ну да. Ну, раз такое дело, хочешь, я тебя пораньше отпущу. Заедешь там в торговый центр, купишь что-нибудь, ну, чтобы Сашке тоже сюрприз сделать. Угу. Егор, садись. Слушай, я у тебя там на столе пластырь взял. Ну, ты не против? А то с утра порезался, рука прям болела. А сейчас так хорошо стало, как-то расслабился. Александр Славянский, а у меня там только никотиновый лежал. Да, кофейку шарахнуть. Сань, ты на машине приедешь? Фу, Гриша. Поздравляю тебя с премией. Я, конечно, сомневался, выписывать тебе ее или нет, но Саша так тебя рекомендовал. Поздравляю. Спасибо. Сань, что за премия? Мне же ничего не платили. Да ты мне два месяца долг не отдавал, а тут так удобно получилось. Да ты работал-то не очень. Видишь, даже не заметил. Сергеев, ты здесь? Да, а как вы догадались? Ко мне твой клиент зашел, спросил, что именно в полной автобиографии писать нужно. Ты совсем идиот? В следующий раз, когда нужно будет отлучиться, просто кофе ему предложи, пока тебя нет. А, хорошо. Костик. А? Слушай, у тебя нет знакомых, кто в театр хочет сходить? У меня два билета есть. Я хочу. Ты не можешь. Это в рабочее время. Просто оказалось, что Комаров туда тоже идет. Так бы я и сам сходил. Толку с тебя? Открыто! Павел, здравствуйте. Там на ресепшн доставка привезла лепестки роз. Вам необходимо расписаться. А вы за меня не можете? Заказ был оплачен онлайн, требует паспорт. Хорошо, давайте. Зашуля! Не только ты способен на сюрпризы, Сергей. Ев, привет. Я за Таней приехал. Она уехала на свидание. С тобой. Как со мной? Я же вот. Да. Вот. Так. Ты же ее сам пригласил. Куда? Да, Танюш? Таша, ты где? Тут в нашем номере находится извращенец. Я получила от тебя открытку. Приехала, а тут он заходит. Быстро забери меня отсюда. Сейчас муж принять получишь. Да это я номер снял для себя и своей девушки. Для какой девушки? Для Кати Шумаковой. Шумаковой? Ну да, у моей однокурсницы. У нас отношения. Цветы, духи, шарики. Ты же мне точно такого у метро с первой стипендии купил. Да. И Мишка с присоской. И Мишка. Таня, Таня, не слушай этого извращенца. Я сейчас же приеду. Куда? Куда? К тебе туда. А в этот, как ее, в инлайт. А какой адрес у отеля? Какой? Сейчас навигатор его забью. Понятно все, Сергей. Быстро езжай домой. А ты отвернулся. В итоге Таня все-таки получила свою порцию настоящей романтики. Потому что все сэкономленные на подарках деньги ушли на извинения. Вы такие маленькие. А столько и дети. Таня, что ты не могла Сашу тут ставить, что ли? Это его идея была. И все покупать у меня. Ну ты сама не особо-то против была. Так что неси. Поверь мне, ему сейчас хуже. Он с Лешкой таблицу умножения учит. А он ее и сам на семь очень плохо знает. Здравствуйте. О, что, блин, ты что тут делаешь? Я же сказала, что у нас ничего не получится. А я не к тебе, я к вам. Татьяна, вы мне понравились. Вы такая сильная женщина. Вы меня когда ударили, я сразу почувствовал, как между нами искра проскочила. Какая искра? Я замужем. Ну, вам же понравилась моя клубника? Я заметил, что вы половину съели. У меня ребенок. Я всегда мечтал о младшем братье. А то у меня одни сестры, а так будет кого учить в футбол играть. Я же говорила, он настойчивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После покупки алкозавода, папа работал по 20 часов в день, чтобы его бизнес стал не только интересным, но еще и прибыльным. Девушка, стойте, а вы по какому вопросу? Я по какому? Я... я жена Сильвеста Андреевича. А, вы извините, я просто недавно тут работаю, мы еще не знакомы. Вы, наверное, здесь и работаете, потому что мы еще с вами не знакомы. Повесь-ка. Так этот сварщик без маски работал? И наш коньяк ни при чем? Ха, отлично! Не, ну в смысле, жалко его, очень жалко, да. Вы ему в больницу пошлите от нас подарок. Только не коньяк. Все жалко. Жалко у пчелки. Ева? А ты что здесь делаешь? Что, в машине навигатор заглючил? Нет, почему. Просто решила мужа проведать, который на работе поселился. А что это у тебя там за мисс Самара за стенкой? А, Света, мой новый личный помощник. Так, чего особенного? В Инстаграме за деньги сидит, да кофе с договорами приносит. Обычная секретарша. Обычная, с Людемой, с четвертого размера. Почему ты мне про нее раньше не рассказывал? Что я должен рассказывать? Просто сотрудница, у которой оперативной памяти с трудом на принтер хватает. Все. А почему тогда не взять умного секретаря без прицепа спереди? Ева, я уже брал один раз умного. Забыл? Андрюш, я из-за него чуть на 10 лет с конфискацией не уехал. Теперь все. Только голосовое управление принтером. Ева, извини, но свободное время в этом месяце у меня закончилось. Света, принеси мне срочно бумаги на следующую встречу. Все. Я середина. Алло. Да, Ростислав Анатольевич. Здравствуйте. На ты, конечно же. Ну что, Ростислав, попробовали наш шедевр? Вы что-то хотели? Нет. Не я, не мой муж Сильвестр Андреевич от вас ничего не хотели бы. Аккуратно, конечно. Все. Не могу. Саша, ты тут постой, я быстро. Давай. 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 Тань, так я думал, ты переобоваться ходила. Ой, да нет, это потерплю. Просто я сумочку забыла, она с этими сафушками классно смотрится. Пойдем. Ой, ой, ой. Ой. Девушка, можно плед, пожалуйста? Подожди, не ешь. Тань, зачем тебе плед? Заезжай, не холодно. Так. Ага, спасибо. Так, ложку убери. Руки опусти. Угу. Вот. Все. Тань. Ну, просто мне надоело эту рубашку стирать. Ешь. Ева мучила мысль, что новый секретарь может приносить папе кофе не только в кабинет, но и в посте. Поэтому она решила действовать. Сильвестер Андреевич, я встречу с Захаровым на обед назначила и ресторан забронировала. Окей. А, Захаров это тот, который во время разговора плюется? Эээ. Значит, отмени встречу. Я с ним все решу по видеоконференции. Все, пока. Спекай. Любимый, а это мы, дочь, иди, поздоровайся с отцом. Лазарь, я тут твою приготовила. Любимую. А соус до шамаль. Помидорки без шкурки. Все, как ты любишь. Ева, ты же с ума сошла? Что вы здесь делаете? Садик закрыт, и ты ребенка на алкозавод привела? Нет, нет, мы же просто поздороваться. Хотели устроить сюрприз нашему папочке. А сейчас Милана пойдет в приемную, и той тете расскажет, как она папу любит. А, как она папу любит. Ева, а ты почему полуголая? Мы, конечно, не шикуем, но целое платье можем себе позволить, а? Я специально для тебя так оделась. Подумала, вдруг ты после обеда захочешь десерт. Ешь пока тепленькое. Ева, мне кровь нужна в голове, а не дан, понимаешь? Сильвестер Андреевич, там финны пораньше на переговоры приехали, я их пока на дегустацию отправила, но еще чуть-чуть, и они переговариваться не смогут. Передай, что скоро буду. Мне надо к встрече готовиться. Да, конечно, понимаю, камилец наш. Будешь по лестнице спускаться, юбку придерживай, а то всех рабочих мне из строя выведешь. Ой, а зачем тебе такая старая фотография? У вас с Виланочкой еще здесь прически одинаковые, оба лысенькие. Вот, вспоминать нас будешь. А, понятно, для чего ты этот день семьи устроила. Я тебе сколько раз говорил, что Света меня интересует только как серг с автоответчиком. Все! И этот баннер семейного счастья убери. Ладно. Только в этот раз не забудь заехать в магазин и купить все, что есть в списке. Хорошо. Танюш, а у нас что дома, синие ручки закончились? Нет, это чтоб ты дописать ничего не смог. А ты что так долго отдыхаешь? Да я вот жду. Тренажер кто-то занял, стою, жду. А твое полотенце где? Да мое я там в раздевалочке оставил. Все ясно. Занимайся давай. Вячеслава Григорьевича сейчас нет на месте. Вы перезвоните позже. Лизочка, дайте трубочку, пожалуйста. Я его заместитель и все могу решить. Да, да. Понял. Ну что там? Проктулок запись на завтра перенес. Теперь подумай, как ему об этом сказать. Слушай, Ев, если ты еще раз так глубоко вздохнешь, нам с тобой дышать нечем будет. Рассказывай, что случилось. Так, ерунда. Из-за ерунды шелак за три тысячи не сгрызают. Говори уже. Сильвестра ревнуешь. Как восьмиклассница, себя чувствую. Кому? Гений, что ли? Нет. Новый секретарь. Ничего особенного, да? Ева, ты чего? Она же секс-бомба. Ты как вообще такое допустила? Ну ведь я не отдел кадров, я не могу ему сотрудников выбирать. Ну не знаю. Мой Сергей всегда своих секретарств согласовывает. И у нас жесткие критерии. Если без усов и моложе пятидесяти, не подходит. А я Сильвестру доверяю. Это у нас так, принтер, софтоответчик. Слушай, он с ней больше времени, чем с тобой проводит. Заключат какую-нибудь сделку, отметят. Она ему весь вечер подливать будет. А потом, виляя задом, дверку в кабинет закроет, пару пуговок на блузке расстегнет, волосы растреплет и повалит его на стол. Так что следи за ним повнимательнее. А то он вам скоро духи одинаковые покупать начнет. Слава Григорьевич, здравствуйте. Это вам маленький презент от меня в честь дня директора. Оставайтесь таким же креативным и справедливым. Спасибо. Сергеев, меня клиент предупредил, что коньяк через тебя передаст. Ну что ж, тогда просто с днем директора. Оставайтесь таким же креативным и справедливым. Принц и принцесса поселились в собственном большом замке. Принц всегда опускал крышку унитаза, пользовался освежителем, и поэтому они жили долго и счастливо. У Евы был только один способ следить за папой. Самый надежный, но не самый умный. Привет. Здрасте. Чего слушаешь? Музыку? Уборщиц. Так, для профилактики. А я тут по делу. Слушаю. Как тебе новый секретарь Сильвестра? Света? Чистая. Я ее по всем каналам пробил. Звонки, банковские выписки, общение в соцсетях, фотографии, начиная с детского сада. Никакого криминала. Отлично, хорошо. А это, относится она к нему как? Ну, там, может, кокетничает, какие-то знаки внимания подает. Да вроде нет. Не разбираюсь я в этом. Вот если бы она вооруженное нападение готовила, я бы сразу заметил. А так сидит спокойно, что-то на клавишу там нажимает. Как она ходит перед ним? Вот так? Или вот так? Как она разговаривает с ним? Сильвестра Андреевич, вот ваш кофе. Или Сильвестра Андреевич, вот ваш кофе, горячий, сладкий. Вы же так его хотели. Так? Да вроде нет. Не помню я. Ну, честно. Значит, с завтрашнего дня одним глазом на Сильвестра вторым глазом на Свету. Если глаза слишком близко сходятся, звонишь мне. Understand? Of course. А зачем? Гена, ну, включайся. Она сейчас, она сейчас ему мозги запутрит, разорит и снова в тюрьму отправит. Не разбираюсь в ваших этих женских делах. Может, вы как-нибудь сама за ним проследите? Как? Спрячешь меня в свой нагрудный карман? Зачем в карман? По камере. У меня есть специальные очки. Я их завтра на работу надену, а вечером вам видео в облако солью. И вы спокойно дома все посмотрите. Договорились. Ты это только Сильвестру ничего не говори. Ну, мы же для него стараемся, да? Да, алё, Тань. Катя? А где Саша? А, он уехал, просто телефон его не забыл. Ладно, тогда тебя попрошу. Достань вещи из стиральной машинки, развесь, запиши, что купить надо. Не, не, подожди, так не пойдет. Да, Тань, что нужно сделать? Ева так накрутила Гену, что его фантазия сильно разыгралась. Света, сними мне три копии. Он старался снимать незаметно, но из-за эротических фантазий это получалось плохо. Я сниму все, что вы скажете, Сильвестр Андрей. Блин, опять не с той стороны распечаталась. Свет, я час назад просил круглую печать. С твоей скоростью мне легче документы крови подписывать. Ой, наверное, опять под стол закатилась. Света, ты опять хомячен? конфеты для клиентов, которые по часу здесь диван греют, пока я занят. И отнеси документы в бухгалтерию, пока шоколадом их не измазала. Да. Сильвестр Андреевич, я там кое-что странное заметила. Это Шрёдер, Света. Он нужен, чтобы документы не пришлось жевать, если неожиданно придут дядьки в погонах. Всё? Да нет, я насчёт Геннадия. Он весь день какой-то подозрительный, в бумаги заглядывает, смотрит, что я в компьютере печатаю, как будто запоминает всё. Не обращай внимания. Просто ты ему, наверное, понравилась, а у носорогов такие брачные игры. СМЕХ СМЕХ Света, кашалота ко мне позови. Слышу, сейчас найду. Гена, а чё ты в очках? Вроде не на пляже. Или ты так спишь незаметно, а? Нет, я это, хожу быстро, ветер в лицо. В общем, чтобы не морщиться. А, понятно. Слушай, у меня пуговичка вот под стол закатилась. Не поможешь достать? Только вместе с ламинатом не оторви. Вот там она. А, внимательнее посмотри вот туда. Ага. Там? Да, ты внимательнее посмотри. Она точно там что-то дотянуться не может. А ты внимательнее, или ты внимательнее только можешь по моим документам шарить? Танюша, зачем ты ко мне на работу приехала? Я бы заехал за тобой. Ну, ты бы опять забыл. Так надежнее. В смысле? Опять забыл? Я вообще-то все твои просьбы записываю. У меня вон даже напоминание стоит. Правда? Так приятно. Ну-ка. Да там у меня заметки всякие, ну чё ты. Так, напоминание. Позвонить Тане и сказать, что застрял в пробке. самому заехать в бургерную, пока действует купон. Это, а, шутка такая. Смешно? Нет? Ну, неудачное бывает. Мы в следующий раз говорить, что негабаритный груз будем таскать. Мы хоть погрузчика прикасим. Это вам тимбилдинг для сплочения коллектива. Все свободны. Просыпайся, Джеймс Бонд икс-эксэлевый. Серьезно, Андреевич, вы чего? Что, гамадрелло, рассказывай, как будто меня продал. В смысле продал? Думал, я не замечу, как ты по документам моим шалишься. После тюрьмы я даже во сне чувствую, когда меня кинуть хотят. Понял? Серьезно, Андреевич, ну что вы такое говорите, а? Мы же с вами столько лет вместе. Ну что ж ты терминатор так модернизировался, а? Очки с камерой напялил. Так я же их сам тебе купил. Ах, ты придурок. О, да вы меня не так поняли. Правильно я тебя понял. Я тебя сейчас надую, как лягушонка, если правду не скажешь. Серьезно, ну не надо, не надо. Это для Евы Александровны. О, для Евы Александровны. Ну сейчас сменим насадочку, а ты выбирай дырочку. Не надо менять насадочку. Вот, 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 это она звонит, проверьте. Ева? Угу. Значит, говоришь, как будто все нормально, или будешь летать, как сдутый шарик по заводу, понял? Алло. Ген, где видео в облаке? У меня уже палец, стерся страницу обновлять. А? Скоро, скоро будет. Ах ты, Ева, не угомонилась, а? Даже 200-килограммового видеорегистратора подговорила, да? 170-килограммового. О! Здрасте. Приветствую, я по объявлению за домашнюю пивоварню. Да, сейчас, сейчас. Вот, собственно, здесь и сейчас еще змеевик. Все, как новенькое, в отличном состоянии. А где пряталась, не секрет. На балконе. Ясно. Вот что. Держи. Спасибо. Спасибо. Ева целый день ждала отчет от своей интим-разведки. И, наконец, получила его. покажите. 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 меня. Покажите. 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 все эти проверки. Я тебя одну люблю. Ты меня с тюрьмы дождалась. Ты меня с больницы дождалась. Так с работы тоже дождись, пожалуйста. А секретаршу я завтра сам сменю. А ты давай. Давай. Че остановился, актер озвучки? Шлепай давай, пока не запомнишь, на кого работаешь. Шлепай, я сказал. я сказал. А-а-а-а. А-а-а-а. Сильно, сильно. Ева ехала на завод проверить, появился ли у папы помощник, который вызывал желание только работать. Здравствуйте. у вас назначено. Ты издеваешься? А ты пробовал себе секретаршу на бирже труда искать, а не у сутенера? Ева. Сергей Андреевич, к вам посетитель. Да. Марина, я уже понял. Спасибо. Ева, успокойся. Откуда она здесь взялась? Ты обещал, что у тебя на работе не будет ничего более красивого, чем этот бабук. Марина, принеси мне, пожалуйста, отчеты за прошлый квартал. А ты ей дверь приоткрой. Чего? У нее что, руки из-за груди до ручки не дотягиваются? А ты приоткрой. Он видит. Приоткрой. Марина, познакомься, это моя жена Ева. Она говорит, что очень беременность тебе идет. Очень приятно. Да. Сильвестр Андреевич, если вам еще что-то нужно, потерпите, то я уже не могу. В туалет очень надо. Бики, бики. Очень приятно. Ну что, вопросы есть? Нет. Вопросов нет. Ну тогда приготовь мне кофе. Больше некому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok За успешно сданную сессию родители подарили мне деньги на путевку в Сочи. Наконец-то моя зачетка начала работать на меня. Кать, порывы мои возьми, что я второй год без отпуска, пусть хоть одежда моя путешествует. Да неужели, не нужна мне твоя порывы. Я что, зря месяц ходила, чтобы в эти шторы заворачиваться? Так, подожди, Сашка тебя отвезет, а то такси выйдет дороже, чем самолет. Я сама, да, я бы купила билет на Аэроэкспресс. Да, Танечка, Катя к своей поездке лучше, чем ты подготовилась. Теряешь хватку. Так, билет распечатала, покажи. Он электронный, QR-код читать будешь? А телефон зарядила, а вдруг разрядится, и что ты можешь делать? В аэропорту останешься? Таня, расслабься, у тебя всего лишь на несколько дней на одного ребенка станет меньше. Пока. Ладно. Давай хотя бы чемодан поможем вынести. Ой, все, все, лифтом пользоваться умеют. Давайте, ждите фотки, ставьте лайки. Все, пока. Ну нафига молодой девушке путевка в санаторий для пенсионеров с четырехразовым питанием, если можно потратить эти деньги в сто раз веселее? В общем, я обновила гардероб, пополнила косметичку, закупилась вкусняшками и накачала сериалов. Теперь несколько дней буду тайно отдыхать вот здесь. Танюш, Ацима, я твоим дезодорантом побрызгаюсь, а то вчера забыл заехать купить в магазин. А, а я твои трусы постирать забыла, поэтому держи вот эти. Понял, сегодня заеду, куплю. Сергеев, ну и зачем ты сигналил? Чтоб ты выходила быстрее. Не сработало, теперь еще больше ждать придется. Я в это время губу у окна красила, а сигнал у тебя очень громкий. Ой, спасибо вам большое, что вы оставшиеся после банкета собрали. А, да нельзя, за что. Я переживала, что вы уже уехали. Нет, 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 вы вовремя. Нам вас очень понравилось. До свидания. До свидания. О, пакетик. Давайте. Алло, Саш, зайди, пожалуйста, в магазин. Все-таки придется с вами готовить. Первый день моего фейкового отпуска прошел хорошо. Я приземлилась на кровать и реально кайфовала. Таня, подожди, стоп. Ты нафига мне сейчас всю дорогу про эти шторы рассказываешь, если дома мне их покаешь и то же самое повторять будешь? Слушай, не понял, а что у Кати свет горит? Ладно, сейчас зайду, выключу. Да, мамуль, никто к мне не пристает. Мне Таня свой закрытый купальник дала. Да. Черчелу привезти? Ну, не знаю, мам, если честно, не получится. Да нет, почему не продают? Продают на каждом углу. Просто у меня чемодан прям впритык по весу. Мамуль, слушай, у меня тариф дорогой, давай попозже сдвинемся еще, а? Давай, целую. Выключил? Нет, просто посмотрел и ушел. Ну, выключил, конечно, Танюш. Ой, а я ей сказала, все проверь перед выходом. А она головой кивает, да-да-да, и убежала. Да-да-да, Танюш, так, что у нас тут поесть? Я в смысле говорю, да-да-да, я тебя слушаю, Таня. Ну что, поедим? Ай, блин, блин. Таня, у нас вообще-то мальчик растет, он по-другому должен уметь с дачи давать. Ну, тогда сам его учи, я только так умею. Алло, Вячеслава Григорьевича, здравствуйте, извините, что так поздно. Скажите, пожалуйста, ничего страшного, если я завтра на часок опоздаю? Мне надо этого, сынишку в поликлинику отвезти, прививку сделать. Ага, все-все-все-все, все, спасибо, спокойной ночи. Ага. Ну, что я его ответил? Сказала, ничего страшного, если я опоздаю. Ну, отлично. Ну что, еще одну серию посмотрим? Угу. Танюш, ну правда, вот нафига ты его купила, а? Ну как, чтобы заниматься. Ты же прекрасна, знаешь, что никто с ним заниматься не будет. Таня, да блин, достал твой шар. Таня, весь день его по квартире перекладываю. Все. Вот, а говорил, никто заниматься не будет. Ну, что, не забыли? Да вроде нет. Хорошо. Ой, пойду плиту проверю. Ага, так, а я утюг и в туалет сгоняю быстро. А, мам, ты что телефон забыла? Ой. Лиль, знаешь, как мучной на фигуру влияет? Взяла бы, какие только кофе. Двойной ванильный капучино с карамельным сиропом и шоколадной крошкой для Татьяны. Спасибо. Что? Это же просто напиток. Угу. Запасы еды и сериалов мне бы хватило даже на месяц. Но оказалось, что отдохнуть в моей квартире было много желающих. Катюх, я мармеладку возьму? Ты не против? Ну, если что, я спросил. Да, Тань. Слушай, я в тренажерном зале, давай говори, пока время есть между подходами. Ага. Слушай, на меня, наверное, ничего не готовь. Я тут... Я тут это, протеинчика диетического выпью. Все, решил худею. Ага, давай, Владимир. Так, что у нас тут смузи, экзотические фрукты, свободности. О, уже надо спасать. А тут? Что, только мороженое? Ничего существенного. Так. Алло, девушка, да, здравствуйте. Я вчера с этого номера делал заказ. Там, значит, ведро крыльев, чизбургер и твистер был. Сделайте то же самое на тот же адрес, только квартира. Не 74, а 75, да. Еще одну купил, расширяясь так. Во всех смыслах. Жду. Хорошо. Минутку. Саня, нафига тебе второй регистратор? Да я Танечку на секс-машине уговорил. Да сколько можно? Замки, что ли, поменять? Все, Лиль, говори, я от Сашки ушла. В смысле, в другую квартиру, сплюнь. Да, к Кате Ивановне схожу, а то у нас что-то к рубашке плавают. Офигеть, сколько у нее косметики. И это, видимо, вся ненужная, раз она ее с собой не взяла. Можно немножко попользоваться. Угу. Так. Ой, Лилька. Ну все, Лиль, я, походу, сегодня тут надолго застряну. Надо все попробовать. Сейчас себе кофе, Катин, фирменный сделаю. Она какой-то вкусный в капсулах покупает. Вот, как раз одна осталась, как будто меня ждала. Ага. Ой, вообще. М-м-м, суши. А, это я, шоколадку я. Шоколадное обертывание изнутри. В общем, давай похуже созвонимся. И сейчас... Я сейчас маску на все тело буду делать. Обе руки нужны. Угу. Давай, пока. Класс. Саня, привет. Привет. Не понял. А что, на улице дождь, что ли? Ты что зон сушишь? А я вообще все сушу. Просто Таня не умеет нормально закрывать контейнер с супом. Угу. Спасибо тебе большое. Вовремя подготовленные отчеты. Ну что, может быть, лучше... Сергей, пару что ли забыл утром выключить? А, я сейчас минутку наберу ему. Сергей, до конца рабочего дня еще полторы часа. Слава Леонидович. Нет. Зарядку. Зарядочку ищу. Зарядку здесь. Потерял ведь это. Сейчас найду. Отражаются требования страховать. Саня, здорово. Слушай, а как-то пицца называлась? Вегетарианская? Что-то не могу у меня найти. А, так это сезонное предложение было. Ее уже нет в нем. А, жалко. Давай. Ну ладно, спасибо. Ты что, ему сказал, что она вегетарианская была? Что ты кричишь-то, а? А что мне было сказать, что я всю курицу съел, пока в лифте ехал? Так вот, документы... Документы отражают требования страховщика о выплате страхового возмещения. Саня, ты чего? Первый раз вижу, чтобы ты так в зале выкладывался. Я первый раз за два месяца в инстаграме фотку выложил. Так у меня в комментариях спросили, что за приложение, которое толстым делает. Ага. Ну смотри, не перестарайся. Пипец, самое вкусное. Блин. Так, мальчики, заходим. Заходим, заходим. Никого не потеряли? Нет. Здесь будете играть. Дома я второй раз прибираться не хочу. Леша, ты за старшего. Ага. Тетя Таня, а футбол можно? Здесь все можно. Главное в окно не пинать. Ура, Леха, давай, я на ворота. А теперь меняемся. Танюш, а ты чего так рано краситься начала? Нам в театр-то через три часа аж. Ну потому что я опять перед выходом накрашусь, кумлоки надену и ты приставать начнешь. Прическу мне испортишь, платье помнешь. Мне потом опять заново за десять минут собираться. Ну лучше сейчас. Алло, Костя, привет. Слушай, скажи, а какой размер ноги у твоей жены? Я понимаю, что странный вопрос, но просто, а может быть я могу тебе отдать долг сапогами женскими? Да, вообще не носили, не надевали. Ага, сейчас, 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 пришлю. Держи. Согласился фотку посмотреть. Может возьмет. Нафига ты вообще эти деньги брала? Я думала, это твоя заначка. Думал, она. Ты не против, если я телевизор посмотрю? Да, конечно, Танюш. Мне по работе нужно пару документов, чтобы почитать. Саша, а ты помнишь, мы вчера на ноутбуке фильм смотрели и изображение на телевизор вывели? Да, а что? А то, что ты ноутбук обратно не отсоединил. Мне, да, Миша мне просто прислал, вот, переживает, что свет плохо выставил и меня попросил посмотреть. Быстро все выключил. Серкиф, ты куда собрался? Слушай, у нас лампочка перегорела. Я в круглосуточный схожу. В полодиннадцатого? Я обычно тебя по несколько дней прошу это сделать. Тут ситуация экстренная. Лампочка в холодильнике перегорела. Все, я быстро. За эти несколько дней я очень устала от гостей. Поэтому с нетерпением ждала свое возвращение из Сочи. Капец. Могла бы не вылезать. Задолбали. Ну и какой сюрприз? Хотела показать, что бывает беспорядок хуже, чем у нас? Да нет, я просто подумал, может быть, воспользуемся квартиркой, пока пустая. В смысле? В смысле, сдадим на ночь славянской семье без детей и животных. Чего? Таня, ну, может быть, поиграем во что-нибудь? Типа ты молодая студентка второго курса, Татьяна Архимкова, а я твой похотливый преподаватель астрономии. Ложитесь на первую парту, Татьяна. Извините, Александр Сильвестрович, но астрономия не входит в мой курс. Не спорьте с преподавателем, двигайтесь ближе. А какое созвездие вы мне покажете? Ну, если вы заглянете под футболку, вы увидите там Геркулеса. Не знаю, а может, вы дадите мне ваш телескоп? Сами, Архипова, сами. Это же практическое занятие. Покажите, на что вы способны. Мухи, так сложно. У меня такое ощущение, что вы меня завалить пытаетесь. Я пытаюсь вас завалить, Архипова. Все, я так больше не могу. Тихо, тихо. Да вы офигели! Ой! Катя! Катя, да если бы я вас не остановила, вы бы еще раздеваться продолжили? Ты что здесь делаешь? Я здесь живу. Вообще-то это моя квартира. Не, ну вы, походу, думаете, что ваша. Каждый день туда-сюда ходите. Так, подожди, ты что, все это время тут тут была? Да, в шкафу сидела. И лежала еще, спала чуть-чуть. Ты же в Сочи. А вы должны вот этим вот у себя дома заниматься. Так, короче, ну давайте так. Вы не рассказываете маме про мое путешествие, а я никому не рассказываю про вашу тягу к учебе. Конечно, конечно. Ты уже взрослая, а у взрослых могут быть свои секреты. Так все, ходим стоять. Что? И самое главное. С тебя, Саша. Конфетки, печеньки, пряники и все остальное, что ты здесь схомячил после своего ображаемого фитнеса. Ты что, сюда есть ходил? Ты что, офигел? Я бы просто углеводное окно закрывал, и все. А точно окно? Просто, судя по списку, там целый балкон закрыть можно. Так, а с тебя, Таня, крем, четыре маски, арбузный скраб и молочко для тела. Офигеть! Я хотя бы дешевле заходил. Все, уходим. Сань, что-то у тебя футболка какая-то женская. Миш, ты не понимаешь ничего? Это модно. Таня сказала, в этом сезоне все такие носить будут. Серьезно? Нет. Просто я вчера кучу вещей купила, а про Сашку забыла. Короче, он обиделся, пришлось сказать, что одна ему. Ну, о чем еще оставалось? Ой, добрый день. Наконец-то мы с мужем ЭКГ сделали. Ой, что, в бассейн ходить можно было. Два месяца у вас занятия пропускали. Все, до поликлиники никогда идти не могли. Раньше у вас никогда ничего такого приносить не надо было. Вот так и сейчас не нужно. А мне муж сказал, что идут. Извините. Алло, Сергеев. Ты по поводу бассейна поговорить не хочешь? Алик. Алик, Алик, о, здорово, Санюк. Здорово, слушай. Такое дело, можешь мне там набор пончиков купить? Просто на кассе сидит Танина знакомая, она сразу меня сдаст. Ладно, давай. Да, держи. Ой, Санек. О, это дело. Держи. Да не переживай, я тебя не сдал. Алик, Алик, Алик. А сдача? А сдачи не было. В смысле не было? Если не веришь, можешь пойти спросить на кассе у Танькиной знакомой. Сашуль, не отвлекайся, я здесь. Ага, ага. Нет, 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 Танечка, я так, я так не могу. Я так это, я не могу. Саш, ну кто может прятаться в комоде с трусами, а? Я не знаю, да я не знаю, Тань, после того, что у Кати дома произошло, я уже всего боюсь. Вот. Сашуля, у меня идея. Что за идея? А ты слышал, что клин клином вышибают? Куда? Вы кто? Что ты делаешь? Ты чего? Ты что? Танечка, ты будешь пройти, ты не ты, ну не ты. Да выпусти меня, мне правда страшно. Расслабься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В это воскресенье Таня работала в кафе администратором, а я дома, няней двоих детей. Все, Сашка уснул. Молодец, Леха, а ты теперь в отцовстве не меньше меня понимаешь. Привет. Тихо, тихо, тихо. Привет, хватит вылезти сюда в кухню. Судя по Сашкиным узорам на твоей футболке, одной бутылки пива в благодарность не хватит. Только уснул. Мне бы в телефон такую батарейку, как у него. А вы? Что такие довольные, а? Да мы тут один видос посмотрели, а потом попробовали. Слышал про бразильские сливки? Нет, бразильские. Это что? Это еда. Я просто один рецепт посмотрела в интернете. Вот Миша приготовила. Ему понравилось. Так, подождите. То есть, пока Сашка был здесь, вы вдвоем у плиты стояли? Да. Я вам ребенка не отдам, вы ненормальны. Хотя нет, отдам. Сейчас принесу, забирайте. Миша, зачем ты всем рассказываешь? Что мы с тобой в постели делаем? Ладно, тебе пусть тоже попробуют. Или тебе секс для других жалко? Если ты еще раз Саше расскажешь, я в постели все-таки отчу до базовых настроек. Понял? О, уже упаковал. Ну все, я тебя в лифте дожидаюсь. Догоняй. Все, пока. Давайте. А что там за рецепт ты хотел скинуть? А, сейчас. Вам точно понравится. Посмотреть в этом месте. Все, лайк. Пока. Пап, Сашенька ушел. Можно поиграть в приставку? Ладно, потом посмотрю. Только есть захочется. Давай, погнали. Ну вот видишь, совсем не страшно. Теперь не будешь бояться к врачам ходить? Ага. Молодец. И обувь мою прятать, чтобы я тебя сюда привезти не смог, тоже не будешь. Ага. Главное теперь, чтобы мама не заметила, что ее сапоги стали немножко побольше. Пойдем. Спасибо. Да, Татьяна, спасибо, что про это место нам рассказали. Правда, очень хорошо маникюр у них делают. Еще и бесплатно. А девушка... Все в порядке, я оплачу. В смысле? Ну, просто я мужу сказала, что бесплатно маникюр делаю. Ну, типа у вас тут мастер портфолио нарабатывает. А его сотрудницы услышали. Вдруг проболтается, что я врала. Хорошо. С вас шесть триста. Подожди. Знаешь, как эта штука называется? Нет. Это сельдерей. Запомнил? Угу. Мама спросит, так ей скажешь. Ели сельдерей. Угу. Танюш, я белье на балконе с сушилки снял. Его в шкаф положить. Обратно в машинку отнеси. Почему? Ну, я его неделю назад просила снять. Ой. Леш, это же не пластилин, а мастика для торта. И с чем теперь готовить? Алло, девушка. Все. Отменяйте скорую. Не надо. Отменяйте. Все в порядке. Все в порядке. А я только отвернулся и Лешка съел пару фигурок. Я думал, все. Финиш. Все. А, Леха. Танюш? М? Слушай, а ты с часами в ванной это классно придумала. Чтобы все утром ровно свое время занимали. Я уложился. И душ принял, и умылся, и побрился. Сергеев, две минуты это время, которое нужно зубы чистить. Я их для Леши купила. Но теперь тебя тоже проверять буду. Саша, пойдем завтракать. Я уже столько раз эту кашу в микроволновке грела, она уже светиться начала. Не понравилось? Странно, всю неделю ел. Вот именно, Тань, всю неделю ел. Каждый день одно и то же. Я думаю, в тюрьме, наверное, больше разнообразия. Ну, а что ты сразу не сказал? У нас на балконе целая коробка книг с рецептами. Я бы тебе что-нибудь приготовила. А ты бы эту коробку разобрал. Тань, если бы я тебе сказал, ты бы на меня обиделась, и мне бы даже каша не светила. Кстати, там Лиля Миша приготовила какие-то бразильские сливки, что ли. Он был в восторге. Бразильские сливки? А что это такое? Честно говоря, сам не знаю. Сейчас тебе рецепт кину, ладно? Ага. Алло, да, Ев. Какая встреча? Нет, не забыла, конечно. Я уже в метро. Очень плохо слышно, связь пропадает. Ага, давай, пока. Блин, Саша, все, я побежала. Вечером рецепт посмотрю, если, конечно, отдышаться успею. Давай. Давай. Александр, скажите, пожалуйста, это вы научили Алешку бить в пах того, кто обижает? Да, но я его четко предупредил, что это нужно делать только в крайних случаях, и если обидчик явно сильнее. Ясно. Тогда с вами хочет поговорить охранник. Алешке не понравилось, что он ему сделал замечание по поводу поведения. Пойдемте. 4 800. Сколько? Это что, такие дорогие таблетки? Нет, просто мы видели, что вы пока в очереди ждали, тонометр уронили. Его проверили, он больше не включается. Спасибо. Простите, можно я пояс у вас заберу? Нет, вообще-то я с ним занимаюсь. Да, но он для больших весов, чтобы позвоночник не пострадал. Вам он не нужен? Честно говоря, нужен. У меня на футболке дырка, я с утра не заметил, вот решил и прикрыться. Оставьте мне пояс, пожалуйста. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странно. Ноль промилей. Да я же говорю, но кофе пролил. Ну, я должен был проверить. Обычно трезвые без штанов за рулем не ездят. Так вот они, на заднем сиденье сушатся. Ну вы это, не мерзнете. Ага. Всего доброго. Да. Чтоб у мужа болт стоял, с днем рождения телочка Чпоков тебе горочку. Сергеев, ты совсем больной вот такими стихами мою жену с днем рождения поздравляет? Слав, ну извини, пожалуйста, я в интернете это нашел. Там же сначала счастье, здоровье желают. Я скопировал, но не дочитал. Я тебе устрою Чпоков горочку. Я решила сделать для Саши эти бразильские сливки получше Лили. Поэтому обратилась к профессиональному повару. Ренат, привет. У меня к тебе серьезный разговор. Ты знаешь, что такое бразильские сливки? Чего? Я вытяжку выключу, а то не слышно. Я говорю про бразильские сливки, слышал? Ну да. Если, конечно, я о том думаю. Ну вот отлично. Я сейчас тогда все твои заказы переброшу, и мы с тобой их быстренько сделаем. Со мной? Ну, может, вы с мужем этим займетесь? Да нет. Не до мужа, надо с тобой попробовать. Я же не могу опозориться. А то будет потом еще мою подругу просить. Ты же их раньше делал? Ну да, с женой. Правда, мне это не очень понравилось. Ну вот со мной надо сделать так, чтобы всем понравилось. Считай, это приказ начальства. Я же сюда поваром устроился. Вот именно. Я через час вернусь, чтобы был готов. Видео я тебе скинула. Вот знакомьтесь, это наш самый квалифицированный работник. Александр Сергеев. Здравствуйте, очень приятно. О, столько дипломов. Третье место в веселых стартах. Серьезное достижение. Простите, какое-то недоразумение. Вы подождите меня в кабинете, я и сейчас подойду. Это так. Это что такое? Вячеслав Григорьевич, простите, просто у Алешки так много этих дипломов, а я вот решил сюда их повесить. Они выглядят очень презентабельно. Ну никто же не читает их обычно. Я тебе устрою веселые старты. Все, телефоны выкладываем. После совещания все верну. Давайте. Да, давайте, а то я вас знаю. Будете не слушать, а в интернете сидеть. Давай, все? Отлично. Значит так, рассаживайтесь, я скоро буду. Да, девушка, я вот как раз по поводу того, как получить бесплатную пиццу. Скажите, сколько друзей нужно зарегистрировать на сайте? Ага. И, значит, просто вводим номер телефона, каждому приходит код подтверждения, да? Ага. Спасибо, спасибо, понял. Так, ну что, Ренат, готов поднатаскать меня? Ну да, только это ради премии, если вы никому не расскажете. Ты что, обалдел? Что ли, быстро оденься? Это, вы же сами приказали мне раздеться. Нет, Ренат, я только бразильские сливки хотела научиться готовить. Думала, не нужно уточнять, что в одежде. Подождите. Вы думаете, бразильские сливки это блюдо? Ну да, я же к повару пришла учиться, а не к стриптизеру. А, вы видео-то свое видели? Там из кухонного только венчик. И то его использовать не по назначению. Вот-вот. О, блин. Да здесь ты уже. Слушай, ты извини меня, это какое-то недоразумение. Я бы никогда в жизни тебя такого не попросила. Ну, в смысле, не потому, что ты там какой-то не такой. Нет, короче, прости меня. Ну, проехали. Я просто хотел попросить, если можно, две тысячи возместить, а то потратил на скотч и стремянку. Ну, чтобы все как видео было. А, да, конечно, сейчас принесу, да. Саша, ну в принтере опять бумага закончилась. Дай пару листиков. Так у меня нет, Вячеслав Григорьевич. Сергеев, я же знаю, что ты домой таскаешь. Вячеслав Григорьевич, я зам генерального директора компании. Я уже давно не занимаюсь этой ерундой. Вон, сумка, можете проверить, там ничего нет. Да ладно, ладно, обижай с вами, прости. Вячеслав Григорьевич! Вячеслав Григорьевич! Возьмите, я нашел два листика у меня, вот в столе завалялись. Возьмите! О, Вячеслав Григорьевич, сегодня тоже допоздна. Документы доделывал. Я тоже. Слушай, Слав, если сегодня позже на два часа ухожу, можно завтра попозже приду? Нет. Почему? Ты в следующий раз, когда курьера будешь отчитывать, из-за того, что тебе на два часа пришлось на работе задержаться, и ты на телефоне все игры прошел, дверь закрывай или кричи потише. Так что завтра без опозданий. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, можете брюки прямо на мне пробить? Конечно. Так понравились снимать, не хотите? Не совсем. Просто с размером не угадала. Я их теперь только дома разрезать смогу. Ага. Спасибо. К оплате 1499 рублей. Ага. Извините, а что вы делаете? Дегустирую. Просто ваш промоутер отошел, а я вот дегустирую. Вообще-то нигде не сказано, сколько можно пробовать. Молодой человек, вообще-то тут промо-акция кремов для рук. Просто сейчас перерыв, и это мой обед. Тогда, извините, приятного аппетита и хорошего дня. Сюда вам. Извините. Ирина Николаевна, это Альберт. Он завтра Лешку заберет. Здрасте. Здравствуйте. Просто мы сами завтра никак не можем. Хорошо, я поняла. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Слушай, твоему Лешке конструктор не нужен. Ну, вчера купил для племянника, а у него, оказывается, уже такой есть. Ирина Николаевна. Да? Вы знаете, я все-таки завтра смогу отпроситься пораньше. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Молодой человек. Простите, я там слышал, вы приставку с витриной покупаете? Она просто последняя была, а что? У них падло уже наверняка несколько раз. Он с месяца через два сломается, а вам скажу, что это не гарантийный случай. У меня уже такое было. Спасибо. Я, наверное, тебе лучше в другом магазине куплю. Правильно. Саш, а что это ты за других людей переживать начал? Да у меня просто там все сохранения от приставки. Я в нее играю, когда Танюшу жду. Что ты там электроблитом хотела? Эпилятор. Пой. Я, конечно, получил от Тани за бразильские сливки. Но, посмотрев видео, все-таки решил уговорить ее. Танюша, а я так уже три минуты без перерыва делаю. Поняла, к чему я? Может, так до закрытия делать. Все равно бразильских сливок не будет. Девушка, прошу прощения, а вы не подскажите, вот эта вот веревочка, килограмм пятьдесят пять, выдержит? Да, конечно. Вам накачали для ребенка? Да, для ребенка. Я замки в квартире поменяю, если ты это купишь. Танюш, а ты передумала? Уже разминаешься? Сергей, отстань. Я терчу из этих сливок. В шкафу заниматься. О, Санек, решил цветы в спальне повесить? Круто, молодец. Ну, в принципе, можно и так их использовать. Тань, докуда? Танюша! Сергеев, нет! Да, Танюш? Саш, я тебе там фотку отправила. Посмотри, как тебе этот лифчик. Лифчик? Секундочку. Танюш, ты что тут не то отправила? Тут какой-то список с продуктами. Все то. Потом не говори, что не видел. Купи, что там написано. Давайте вот эти. Просто, когда чесаться начнет, не такой противный звук издавать будут. Хорошо. Хорошо. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. А, тут такая ситуация. Моя жена сегодня оставила вам номер телефона, чтобы вы ей позвонили, когда появится размер ее платья. Но она случайно, ненамеренно оставила старый. Вот. А попросила меня, чтобы я вам продиктовал новый. Она предупредила, что вы зайти можете. Сказала ничего не менять. Так, эээ... Всего доброго. Фигня какая-то. Венгерское кино с субтитрами. Ты еще черно-белая. Просто... Не знаю, мне очень нравится. Оригинальный арт-хаус. Я вообще все фильмы этого режиссера смотрю. Понятно. Не буду мешать. Ну что? Фаматик какой-то. Не уйдет, будет сеять до конца. Открылся наш секс в кинотеатре. А ты пиво уже выпил? Да нет, что-то печень побаливает. Я это, в холодильник поставил. Лучше пока не буду. Так печень же справа. Блин, точно. Справа же печень, а я дурила. Испугался уже. Можно и допить. Вот она где. Туфли новые купила. Классные. Угу. В театр не в чем было идти. Я и взяла. А мы в театр идем? Нет. Мне на билеты денег не хватило. Я все на туфли потратила. Вот, смотри. Лешенька, иди мыться. Рано еще. Так а я тут при чем? Я при чем? У тебя научился. Иди мой ребенка. Иди. А потом себя. Идем. Идем. После нескольких дней уговоров и ночей приставаний, Таня все-таки согласилась повторить все, что было на видео. Танечка, это было круто. Я как будто впервые сексом занимался. А до этого так, баловство было. Мне вот как-то неловко. Теперь хочется всю квартиру перемыть. Ну, тебе же понравилось. Очень. От этого еще больше стыдно. Не переживай, Танюшечка. Никто не узнает. Ты вон, так что же задернула во всей квартире, что у нас скоро воздух закончится. Саша, а помнишь, мы Лили с Мишей одалживали скотч и стремянку? Да. Ну и что? Вспомни видео на третьей минуте. Блин. Точно. Ладно. Мы у них, конечно, ничего уже забирать не будем. Это будет их подарком. Хорошо. Тогда сегодня поедем и новые купим. Только по отдельности. Не хочу, чтобы кассир понял, каким ремонтом мы занимаемся. Ваня, Ваня, Ваня. Блин. Везет же, Саша. Вот я тоже хочу такую работу, чтобы спать и за эти деньги платили. Ну ладно. Договорились? Тогда завтра с утра едешь со мной на работу. Только никто не должен знать, что ты моя родственница. Гри не уверен, что новую практикантку Катю чпукнет раньше, чем я. На уходе слух, что мы с тобой любовники. Ты чего делаешь? Ты ж... Катя. Субтитры сделал DimaTorzok Говорят, что мысли материальны. И если долго о чем-то думать, то это обязательно произойдет. Я всегда мечтал быть единственным начальником. И вот Комаров уехал на конференцию. Так что я, наконец-то, остался в офисе за главного. Пусть и на несколько дней. Тань, а ты не могла, как все матери, кексы купить в садик? Зачем вы морковные котлеты на утреннике? Ты чего? Я же не как эти мамашки. Я забочусь о здоровье детей. Ну просто пока я до двицедовского чата дошла, они уже все разобрали. Ну, хуже, чем на распродаже. Привет, мои хозяюшки. Так, что тут мутим? Котлетки. Морковные. Не переживай, это не тебе, это в садик. Ну вот и прекрасно. Я в том смысле прекрасно, что дети тоже попробуют твои морковные котлетки. Ну ты чего такой довольный? Вам на работе за лишние килограммы доплачивать начали? А у меня сегодня был идеальный день. Много успел сделать? Да нет, наоборот. Комаров уехал, никто не мешал мне спать в офисе. В общем, восхитительно. Пойду помою руки. Блин, везет же, Саша. Вот я тоже хочу такую работу, чтобы спать и за это деньги платили. Нет, в смысле, да ты не подумай. Нам просто в универе сказали производственную практику пройти. Я вот думаю, куда бы устроиться на две недели. Саша! Саша, а может ты возьмешь Катю в ваш офис стажером-практикантов? Она поработает, наберется опыта. Да, я вообще много всего умею. Я могу быстро печатать информацию в интернете, искать там на телефонные звонки, отвечать. Вообще у нас там все несколько серьезнее. Да, они еще в танчики играют и соревнуются, кто из них больше зефирок в рот выпихнет. Так это я тоже могу. О, Катя идеально подходит. Ну ладно, договорились? Тогда завтра с утра едешь со мной на работу. Только никто не должен знать, что ты моя родственница. А то я Гриша устроил, а до сих пор за все его косяки мне прилетает. Так, может я тогда в другую компанию устроюсь? Так, нет уж, там к молодой практикантке быстро кто-то подкатит. А Саша проследит, чтобы такого не было. Так, друзья, ну у меня почти все, но я вас расстрою. Вам котлеток не достанется. О, зато есть чечевичный суп. Подогрей. Простите, не подскажете, а в том доме магазин до скольки работает? До двенадцати. О, спасибо. Да, Тань? Ну что, купил колготки? Да ищу я, ищу. Ты тоже, знаешь, предупреждаешь, что тебе в них завтра на работу надо идти. А не когда я их уже надел на голову и разорвал. Давай. Я хочу тебя прямо сейчас, возьми меня. Эй, Вячеслав Григорьевич, это не вам, это не вам. Это я. Я вас снимает или слушаю? Да-да, сколько? Подъем, просыпаемся. Спасибо огромное. Я поехал сигнализацию на новую менять. Так без вопросов, Санюк. Перелечивать в машине за литрю вскоря я всегда за. Можешь сигнализацию не менять, а за качелью вскоря, так я вообще сюда перееду. Спасибо. Сначала я был не в восторге от перспективы работать с Катей. Но потом я подумал, что из этого можно извлечь выгоду. Блин. Блин. Саша, прости, я опять случайно тебя отправила. Ну, это хотя бы не очередная диета, как похудеть за четыре дня на шоколаде. Она, кстати, не работает. Слушай, ну ты молодец. Отправь мне это на почту. Уже у тебя. Умничка. Работай. Ладно. Алло, Вячеслав Григорьевич. Ну что вы там, еще не соскучились по мне? Недавно только о тебя вспоминал. На шведском столе передо мной один тип последний пончик увел, прям как ты. А ты почему не звонишь, Сергеев? Да, я вам там отчеты отправил и таблицу по фактическим выплатам за прошлый месяц. Посмотрите, пожалуйста. Действительно. Надо мне почаще уезжать. Молодец. Ну, вы же помните, что лучше всего мотивирует сотрудников сувениры из Дьюти Фри? Ты как ребенок, Сергеев. Да привезу я тебе виски, привезу. А вот если ты еще статистику пролонгации по вип-пакетам страхования составишь и лист оповещения о необходимости продлить договора, а если ты узнаешь, какие условия предлагают наши конкуренты, я тебе такую премию выплачу, что ты сам себе виски купишь. Причем тоже в Дьюти Фри. Сечешь? Да-да, конечно, Вячеслав Григорьевич. Вообще запросто. Обещаю, все будет сделано. Молодец. Да. Катя, я там тебе на почту скинул новые задания. Посмотри, пожалуйста. Саш, ты с ума сошел? Я же здесь на две недели, а не на два года. Саш, это же очень много. Да, Катя, много. Но надо как-то расти над собой, работать. Практика есть практика. Надо, Катя, надо. Надо. Тиран. Зато с премией. Ну, ну, давай же! Он хоккей смотрит. Понятно. Да! Танечка, у нас тут отзыв. А это что за роза? А, это... Дома негде поставить. Пусть пока здесь побудет. Мы его в выходные в Королев отвезем. Ладно, хорошо. Дочка, только давай в следующий раз в конкурсе репостов ты будешь участвовать тогда, когда тебе реально нужен приз. Да, я уже Сашке пообещала. Да. Саня, что с тобой? Да, я вчера это, ну, в тренажерном зале со штангой занимался, руки разогнуть не могу сейчас. Странно, тело должно привыкнуть к нагрузкам, ты ведь давно уже тренируешься. Да, давно, но я три месяца один ходил, а вчера с женой. Костяна, это, помоги бутылочку, реально не могу. Поводка. Да. Все, спасибо. Не надо, все. Белье такое дорогое, ну, мне прям очень нравится. Куплю. Правда, придется потом перед Сашкой извиняться. Уже придумала как. Удобно? На кассу. И я. Я тебе говорю, Катя на меня запала. Да что ты лепишь? Ты видел? Она мне улыбнулась. Это еще ничего не значит. Я тебя как первый раз увидел, вообще два дня ржал. Себя-то видел? Так, парни, чего спорим? Гри не уверен, что новую практикантку Катю чпокнет раньше, чем я. Попеть просто надо было. Она со мной даже едой поделилась. Видел я эту еду. Мне кажется, она таким образом как раз-таки от тебя избавиться хотела. Да я тебе говорю, еще пару дней, и мне с ней... Да, 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 да. Стоп, Катя, Катя не подкатывайся. Тебе-то что? Что, сам на нее глаз положил, да? Стоп, Ансур, ты вообще... Вы придурки. У нее парень вот такой же шкаф, лысый. И условка недавно, кажется, закончилась. Ну, не рекомендую. Да, мне очень как-то не нравится, вообще-то. Таня, а чего у вас с Сашкой на аватарке фотки одинаковые? Я реально запуталась. Я сегодня его чуть в кафе не пригласила. Поэтому я одинаковый. Гриша сегодня тоже ошибся. Написал, встречаемся восемь в баре. Ну, хоть буду знать, точно он на работе задерживается или нет. Я сегодня тоже с Мишей поставлю. Молодец. Девушка, вы зачем так громко музыку включаете? Ему еще пару подходов, и я убавлю. Таня, Таня, Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу проколоть бровь. Да, конечно. Хотя давайте лучше нос. Да, ну, подождите, подождите секунду. Таня, какой нос? Ну, тот, в который можно одну сережку надеть, а не две. Потому что вторую ты в канализацию уронил. Это были мои любимые. А скажите, девушка, мне пойдет проколотая губа? Ну... Да, ну, стоп. Подождите. Таня, ну, какая губа? Хорошо, пойдем, возьмем тебе новые сережки. Спасибо. Пожалуйста. Ты слушай, я этот чат-садик вообще не читаю, а? Там анночки сумасшедшие. По две недели цвет линолеум убирают. Пятьсот сообщений в день. Нафиг мне это надо. Да, да, согласен, абсолютно. Вообще бесполезно это в это время. Ладно, давай, хорошего дня. Все, давай. Счастливо. Танюша, я узнал, вот Филатов вообще не заходит в этот чат. Вот его и предложим, чтобы он детей вез в театр вместо меня. Угу, печатай. Таня, а где пиво? Вот разберешь балкон, получишь. Ясно. Вообще-то балкон в другой стороне. Вообще-то, Танечка, я тебя слишком хорошо знаю. И если задание про балкон, значит пиво точно не на балконе. О! Пивко! Саш, а ты видел, какой я вертолет Лешке купила? Он от него вообще не отходит. Так что у нас появилось немного свободного времени, когда нам никто не помешает. Слушай, Танюша, тут. В общем, это, у меня что-то сегодня так, башка разболелась. Правда, аж обидно. Я пойду, наверное, полежу немножечко. Пойду. Леха, нашел батарейки для пульта. Все, давай, сейчас будем запускать. Куда ты, тянь? Так, интересно, каким кулинарным шедевром нас сегодня, Танечка, порадует? Ты имеешь в виду, что мы будем сегодня выбрасывать? Так, Катерина, что вы здесь столпили? Все, отчет принесете мне в кабинет. Ладно, ладно. Сервис, постоянно жалуются надо. Будете? Возьму один. Тебя Таня за пиццу убьет. В смысле, какая пицца? И Нил не купится. Но меня-то надо обманывать. Вон, воротник с кетчупом. Какой бы поделился. Да ну, это... Я поправлю. Ходишь весь растрепанный. Саша, я... Саша, слушай. Александр Сильвестрович, я вам там отчет подготовила. Будут еще какие-то задания? Я отвечу тебе на почту. Угу. Сейчас, Гриша, секунду. Саша! Саша! Прости. Слушай, можно я тут переоденусь? Это туалет вечно занято, а я вот блузку борщом заляпну. А что, у тебя две блузки, что ли, с вами? Три. Сейчас это уже третья будет. Я первого картриджа матпринта испачкала. Ну так что, выйдешь, я переоденусь? Да, 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 да. Ты что, драла, что ли, с этим борщом? Как так можно? Дрась, он мне победил. А что ты смеешься, у тебя вон самого шеринка расстегнута. Трусы из Бэтмена у Алешки украл? Ну, Костя, иди сюда. Ты прикинь, качок с условкой, это Сергеев. А я Ким Кардашьян. Гриша, ты что, переработал, что ли? Да погоди ты. Тот типа парень, который есть у Кати, это и есть Сергеев. Они с ним прямо в переговорке с цирксом занимаются. Что, прям сейчас, что ли? Да нет. Я когда ходил документы положить, захожу, а там она без блузки стоит. И что, как она? Да я не успел рассмотреть, сразу свалил оттуда. То есть, рядом с тобой была полураздетая девушка, и ты сразу прибежал все рассказывать мне. Ну да. Да, офисный сплетник в тебе сильнее мужика. Да инфа сотка, Костя, я тебе говорю. Да ну отвали, Гриш, не мешай. Тебе это нравится? Нет, цветастая какая-то. А это? Ну нет, это вообще ужас. Таня, вообще зачем ты вещи, которые тебе не нравятся, стирать собираешься? Сашка в штанах ручку забыл. Надеюсь, потечет. Просто по-другому он это никогда не выбросит. О, привет. Привет. А нас сейчас таксист со стопроцентной скидкой довез. Представляешь, бесплатно считает. О, это у них акция какая-то? Ну, в качестве извинения. За что? Куда прешь, чумошенька? Ну, собственно, вот за это. Ну вот. А говорил, что мы не сможем тантрическим сексом заниматься. А тебе вон уже как хорошо. Сергеев. Чего? Саш, ты куда? В туалет. Принеси водички. Хорошо. Хорошо. Ну, блин. Саш, надолго не занимай. В последние дни работа была для меня настоящим ранен. Потому что выполнялась без моего участия. Катя оказалась лучшим Сашей, чем я сам. А моя премия становилась все ближе. Ты теперь Саше и кофе варишь? Да нет, это я себе, ну, чтобы лишний раз не бегать. Устала? У меня нет времени на усталость. Да Саня столько работы на тебя свалил. Он сам за все эти годы столько еще не сделал в офисе. Да, не жалеет меня, прям вот не слезает. Слушай, ну, учитывая ваши особые отношения, скажи ему. А откуда вы про нас знаете? Ну, вы вместе приезжаете, уезжаете. Ты его Сашей называешь, когда в офисе сети никто не слышит. Блин, он просил пусть никому не говорить. Ну, понятно, кто станет такое афишировать. Знаешь, учитывая вашу связь, могла бы попросить его не заваливать тебя так, работой. Да он за тракт. В общем, надо сказать Тане, что он не ездит. Нет, она, конечно, сама хотела, чтобы мы вместе работали, но не так же. Погоди, ты ее знаешь? Да, она же моя сестра. У нас с Нимой квартира рядом. Они мне помогли снять. Так ты его родственница? Ну, да. Подожди, а ты подумал, кто? А-а. Саш, слушай, я... Ой, у меня важные дела. Я из-за твоих дел вкалываю тут с утра до вечера. Так, наркокартель, знаешь, тоже себя сам не обезвредит. Так, Саш, давай договоримся, вот я тебя как родственника прошу. Ты мне сейчас ставишь практику, и мы расходимся. Я тут за несколько дней как за год отработала. Катя, это жизнь, взрослая жизнь. Ты же не думала, что будет легко? Надо как-то уметь вертеться. А вот в офисе говорят, что я вот в этом явно преуспела. В смысле? На уходе слух, что мы с тобой любовники. Конечно, ага, любовники. Кто в это поверит? У меня Таня, у тебя вон уголовник, любовников нашла тоже. Какой уголовник? Это, короче, неважно, не обращай внимания. Ну, кто это сказал? Юля? Юля, она сумасшедшая, никто ей не верит. Она вон сказала, что Светлана Сергеевна беременна, а она просто пирожков объелась. А знаешь, Саш, я могу это поверить. Ты чего делаешь? Катя, ты что? Значит так, либо я выхожу в таком виде в коридор и подтверждаю слухи, либо ты мне ставишь практику, и все остальные дни я гуляю. А, ну я пошла. Да стой, 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 куда? Поставлю я тебе практику. Давай-давай. Спасибо. Теперь Таня меня прикроешь. Да прикрой, прикрой, ты сама только вон, прикройся. Держи. Спасибо. Ты только застегнись до конца. После того, как Катя шантажом заставила меня подписать ей практику, всю работу, которую я выпросил у Комарова, мне пришлось делать самому. Что ты, Саня, решил в офисе заночевать? Работы гора. А твоя своячница тебе больше не помогает? Какая своячница? Ну, это сестра жены, или как правильно? Так вы что, все знаете? Ну да, она еще и днем проболталась. Вот же, блин! Блин! Короче, ты пить с нами пиво не идешь? Да нет, еще дня три точно. Ну, давай. Вот, зараза, Катя. Устроишься на завод? Так что у меня за должность будет? Что я, коньячный шериф? Будешь технологом по линии отжима. Ну, в принципе, можно. Иди работай! Смотри, какой пухлый! Наверное, энергии много! Маньки, почему он так взбесился? Я, 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 я сам не знаю. Ладно, пойдем. Куда? Помогу тебе расслабиться. Как? Массаж тебе сделаю. Хи-хи. КОamen! КОamen! До покупки спиртзавода у папы с алкоголем были связаны только приятные эмоции. Но теперь у него появились проблемы, с которыми он еще никогда не сталкивался. Привет, чего так долго? Или ты только курьером спицы быстро открываешь? Так я как бы в ванную хотел принять, расслабиться, а то я между Таней и Лешкой только зубы успеваю почистить. Ну извини, что нарушил твою пенную вечеринку. Дело есть, надо бизнес обсудить. Бизнес со мной? Пап, ты чего, я тебе уже один раз помог или ты забыл? Помню, помню, есть шанс исправить. Да я, ну, тут задание попроще. У меня на заводе каждый день пропадает по тридцать литров спирта. Как будто студенческая общага открылась рядом с цистерной. Так там все просто, можно по запаху и походке определить. Гена, каждого рабочего на алкотестере проверял. Трезвый выходит. Может они просто криворукие и проливают много? Угу. Каждый день по тридцать литров ровно, да? Саша, мне помощь твоя нужна. Устроишься на завод, выяснишь, кто у меня крысятничает. А на свою настоящую работу я кого отправлю? Леху что ли? Скажешь, что заболел. Вот справка, грипп не опасный. Кстати, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Это хорошо. Саш, я бы другого ребенка попросил, но она занята. Куклы, видите ли, наряжает. Так что у меня за должность будет? Что я коньячный шериф? Меня же сразу все раскусят. Здесь вообще все просто. Будешь технологом по линии отжима. Люди по пять лет учатся на эту специальность. А на самом деле, что это значит? Смотреть с умным видом на приборы и записывать всякие каракули на бумажку. Все. Делать вид, что работаю? Да. Ну, в принципе, можно. Завтра на проходной ровно в семь. Да как в семь, блин! Татьяна, что-то Александр давно Алешу не забирал. Ой, да он приболел немного. Понятно. Но вы ему передайте, что все дверцы шкафчиков папа Ефимову уже починил. Какой молодец! Хорошо. Спасибо. До свидания. Саш, а ты зачем Лешкин старый горшок достал? Да я его кину в багажник. Отвезем на дачу к твоим родителям. Зачем? Он же из него вырос уже давно. Так это мне. Просто в уличном туалете осы, мошкара постоянно напрягают. Не могу расслабиться. Саш, смотри, завтра утром Лешке кашу приготовишь. Сюда крупу засыпаешь, таймер ставишь и вот эту кнопку нажимаешь. Понял? Ага. Надюш, а ты чего это пеньерчик надела? Ну, потому что, когда 15 минут назад я это тебе в пижаме объясняла, ты от своего хоккея даже не оторвался. Все, можешь дальше смотреть, я спать. Саш, у меня для тебя подарок. Ух ты! Это что за принт? А это я нашу переписку на футболке напечатала. Тут и обещаешь, что летом мы точно на неделю в Грецию слетаем. Так что носи, не забывай. Блин! Сегодня у меня начинался первый рабочий день в папиной спирторазведке. А вы, простите, что делаете? Солевой конденсат кондера. Вообще-то это моя обязанность. Понятно. Продолжайте. Ты что делаешь? Нет, вы не подумайте. Я просто... Тут парфюм у кого-то был такой приятный. Я подумал, может у вас? Не у вас. Пойду. Я не хотел будить. Все в полном порядке. Не испорчено. Можете работать дальше. Пришлось все фильтры менять. Здравствуйте. Здрасте. Привет, мужики. Ну и погодка сегодня. Хорошо, что на алкозаводе можно не только термобельем согреваться. Да, да. Ну, приятного аппетита, значит. Да, Тань, утюг не выключила? Ну, а я-то что могу сделать? Возвращайтесь. Откуда у меня дубликат? Далеко уехали? Ладно, подумай, что можно сделать. Но за вскрытие довели с тебя гонорар. Поняла? Ну, давай. Я так и знала, что у тебя есть ключи. Блин, вот и делай добро после этого людям. Стоять. Ключи отдай. Тань, глянь, я тебе ссылку отправила, духи разыгрывают. Чем больше друзей в комментариях отметишь, тем больше шансов выиграть. О, спасибо, Лиль, сейчас Сашку отмечу. Только его? Ну да. Я в розыгрыше не верю. А вот он догадаться может, что мне в следующий раз дарить. Точно. Тогда я Мишку отмечу. Да чего? Да это я, нет, я в сумке такой беспорядок. Ну не плакать же из-за этого, Тань. Да нет, я это просто кошелек искала и случайно себе болотчие глаза распылила. Так еще. Ну ты мать даешь. Ой. Давай пойдем. Да. Давай, держись. О. Осторожней. Антон Семенович, дорогой ты мой человек. Ты же современный таможенник. Ну зачем тебе полфуры коньяка, а? Заходи, заходи, садись. На, ты пришли номер телефона твоей жены. Я на карточку ей все переведу. Все. Пока. Ну Сашка, рассказывай, кого Гена из рабочих сегодня будет на руку наматывать. Да никого не будет наматывать. Не сработал твой план, не прокатило. Я ни с кем не поговорил. Он только с уборщицей, и то потому что по мытому прошел. В смысле? Тебе надо было только сдружиться с заводчатами. Ага, думаешь, это так легко? У них сложившийся коллектив. Я шуток их не понимаю. Они говорят, виноградный отжим – это киш-миш за 300 рублей килограмм. И ржут. И ржут, понимаешь? А когда у тебя что-то получалось, осел? Я осел? Нет, блин, я. У тебя нельзя положиться. Какого? У тебя голова, как сыр Мазда. В одну дырку влетела, в другую вылетела. Да я же, я же просто хотел. Один раз попросил. Ты все запорол. Слушай, может, ты мазохист? А хоть тебе нравится, когда на тебя орут? Иди работай. Смотри, какой пухлый. Наверное, энергии много. Ну, Аньки, чего он так взбесился? Я, я, я сам не знаю. Да ладно, не парься. Лысый у нас тут каждый день исполняет. Григорий. А, Саша, я просто не ожидал. Ну, считай, посвящение прошел. Да. Понял. Ладно. Пойдем. Куда? Помогу тебе расслабиться. Как? Массаж тебе сделаю. Не тупи. На алкозаводе, как стресс снимают. Пошли. Папа, конечно, молодец. Быстро внес коррективы в план по внедрению меня в коллектив. Но можно было и предупредить. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я менеджер этого заведения. Ваш молодой человек сказал вино. Можете показать паспорт? Мне нужно убедиться, что вам есть 18 лет. Угу. Спасибо. Сейчас принесут. Не переживайте. Ей есть 18. Спасибо большое. А то первое свидание. Сами понимаете. Понимаю. 700 рублей за вино и положительный отзыв. Договорились. Татьяна, хватит уже 8 километров. Ты завтра так вообще не встанешь. Вот и хорошо. Завтра в нашем торговом центре распродажа. Мне лучше вообще из дома не выходить. Логично. О, Лиль, слушай, вспомнила. У тебя же подушка для беременных осталась. Угу. А можешь отложить мне ее на время? Тебе же она все равно не нужна. Танечка. Таня, поздравляю. Таня, Таня. Не с чем. Сашка опять поправился. Ему на животе спать неудобно. Присыл у тебя одолжить, пока он не похудеет. Там на подоконнике лежит. Спасибо. Оказалось, чтобы найти один алкоголь, мне надо будет выпить другой. Здравствуйте, коллеги. Наш новый инженер Александр. Да. Здравствуйте. Вы пришли посмотреть чертежи установок броженов. Минералочка. О, как это надо. Ура. Милочку. Хорош, хороший спирт, мужики. Домой бы такого, а? Правильно говоришь, надо всегда помнить о доме. О, звучит как тост. Ну что, вздрогнули? Наш человек. Голодный просто, ребят. А где вы такой спирт берете, а? Мы с соседями в спиртзаводе. На этом же его мало. Давайте за наш завод. Ура. А теперь кто? От свежей крови нашей команды. Давайте выпьем за спирт, мужики. Он нас и кормит, и стоит. Вы только скажите, откуда? Саня, блин, тебя на цитаты надо разбирать. Предлагаю убить за Саню. Ну не надо, ну не надо. Божики, я правда, попрошу, что я не надо убегать. Можно по секрету сказать, как мне спирта для себя своровать? Здесь ничего сложного. Мы с мультиками кажем здесь. Короче, сейчас. Танечка, выключи свет, пожалуйста. А он и не горит. Это называется утро, Сергеев. Ох. Ты офигел так пить? А тебя перегара внесло? Мне пришлось сушилку с одеждой в другую комнату переставить. Таня, я папе по работе помогал. На заводе кто-то спирт нагло выносит. Может, они в тебе его выносят? Ты просто не помнишь. Очень смешно. Таня, я должен был помочь отцу. Я ему помог. Отлично. А когда мой папа просил тебя на даче помочь крышу крыть, ты сказал, что не можешь долго на солнце находиться. А тут прям стараешься. Сил не жалеешь. А, Таня, я уже извинился. Это когда макароны руками из кастрюли ел? Я что-то не припомню. Так, Тадюш, мне так фигово. Вот считай, что ты меня уже наказала. Правда, Таня. Ладно. Оживай потихоньку. Ага. Ну, на выходных будешь с Лешкой гулять. А то у нас в семье только ты веселишься. Угу. Держи. Танечка, спасибо вам. А можно трубочку? Так, веди себя хорошо. И никого не обижай. И никого не обижай, понял? Угу. Иди. До свидания. До свидания. Алло, Саш. На меня все косятся в садике. Лешка все-таки видела мой костюм женщины-кошки в шкафу. И всем в садике рассказал. Эту неделю ты его забираешь. Саша, ну ты красавец, а? Вчера из-за тебя не 30 литров спирта, а 31 литр пропал. Молодец. Да я же не знал, что они так пьют, как будто у них печень запасная в раздевалке лежит. А зачем с ними соревноваться, а? Или тебе просто нравится в рабочее время накидываться? А как? Как? Я должен был в коллектив влиться. Ну не литрами же, Саша. Выпил по чуть-чуть, а дальше сказал, что ты на антибиотиках. Для них это святое. Сегодня надо еще раз пойти. Папуля, я с утра обрадовался, что многим почувствовал. Я пить больше не могу, об этом не может быть и речи. Ну через не могу, Саша. Я ж тебя взял для проверки, а не для того, чтобы им приятно было с тобой пить. Аниматор ты мой, алтуферский. Пап, ты не понимаешь, еще немного алкоголя, и на меня уже акцизку можно будет вешать. Можно? Водички. Вода в цеху. Иди отсюда. Ой, сам разберусь, там явно примитивная схема. Никакого креатива. А водичка есть? Привет, Санёк. О, здорово, здорово, Кришеч. Ты как? Да как, как будто бы вместе с виноградом под пресс засунули. Бывает. Здесь похмелья, обычно, производственная травма. Да, да. Ну что? Пойдем, полечимся. Ну, какой полечимся? Не, я сегодня ничего, крепче кофе не могу. Может, аспирин есть, а? Нет, конечно. Здесь все алкоголь влечет. Это же спиртзавод, а не аптека. Да, хорошо. Понятно, понятно. Ладно, тогда пойду, наверное, в аппаратный цех какой-нибудь холодной цистерне. Прислонюсь. Не, ну, слушай, ну, если уж так все серьезно, сейчас птичка с партией полетит. Ну, могу их попросить, чтобы на обратном пути аспирин тебе привязали. Какая птичка? Ну, ты даешь. Я же только вчера тебе рассказывал. Забыл, что ли? Забыл. Ого, вот это аппарат. Самое современное, что на этом заводе есть. Блин, столько всего съесть не успели. Срок годности закончился. А чего так? По акции покупали? Да нет. Сашка перед сном начал снотворное пить, чтобы не ворочаться. Теперь по ночам не ест. Бинго. Тань, ты чего это так нарядилась? Нам же просто Лешку и Садька забрать. Да, просто настроение такое. Так, одевайся, пойдем. Татьяна, а у нас сегодня субботник. Вы забыли, наверное? Точно. Ирина Николаевна, вы не переживайте, я справлюсь. Вы мне только пакет мусорный дайте. Да что вы, не надо. Вы же на куглуках. Давайте в следующий раз. Ладно. Что? Я и так все время хожу, а некоторые мамы еще ни разу не были. Пойдем, пойдем, пойдем. Таня, там Лешка стену разрисовал. Леш, а чуть левее можешь? Ага, хорошо. Это я его попросила нарисовать. Просто по-другому Сашка картину никогда не повесит. Запускай. Че, клещи, мой спирт сосете, да? Нет, Сильверсий Андреевич, мы это, тут вон, птицу бралшинскую поймали. Под дырочков косите, да? А хотите, Гена вас на всю жизнь с такими сделает, а? Не надо, пожалуйста. Короче, я останавливаю это восстание машин. Если не возместите убытки, под пресс пущу, как в Терминаторе. Поняли? Гена! Таня, ты чего там залипла? Создала аккаунт девушки, сейчас Сашке с него пишу. Посмотрим, что ответит. О, Сашка. Таня, я знаю, что это ты. В следующий раз не ставь на аватарку первую картинку по запросу «красивая девушка». Я эту фотку еще три проверки назад запомнил. Ну, что он сказал? Танюша, это тебе. Ничего себе! Ой, спасибо большое! Как же приятно цветы без повода получать. Пойду вазу поставлю. Алло, Мишель. Слушай, а ты можешь Лильку попросить, чтобы она аккуратненько так у Тани спросила? Когда, мол, у нас годовщина, а? А то, кажется, перепутал. Ага. Юль. Таня, а ты чего магнитики перевесила? Ну, чтобы наглядно было видно, где отдыхают наши друзья и где отдыхаем мы. Подумаешь, Болгария. Что случилось-то? Саша, ты чего, офигел совсем? Меня так за волосы хватать и голову назад задирать. Нифига себе у тебя реакция. Это минуты три назад уже было. Ну, просто я не могла понять, мне это нравится или это унизительно. Давай дальше без этого. Ага. Ага. Все. Я побыл хорошим сыном. Теперь нужно побыть хорошим отцом. Так, Леха, что, нагулялся? Давай домой. Да, Танюш? Саша, а вы куда собрались? Гуляйте. Леша тепло одет. Куда еще гулять-то? Мы уже на всех горках перекатались, на всех турниках перевесели по шесть раз. Саша, я видела, как ты в телефон играл. А Лешка сидел рядом и смотрел, как ты играешь. Что ты видела? Видела она. У нас окна даже на эту площадку не выходят. А при чем здесь окно? Наверх посмотри. Да ты... Ну ладно. Хорошо. Погуляем еще немножечко. Да. Так, Леха, давай иди, покатайся на горках. И пожалуйста, дедушке, что он не для этого тебе квадрокопсер дарил. Что это такое? От машины отошел, стучишь? Зря ты сюда полез у тырок. Мне просто так полтинник за парковку накидывают. Миша! Субтитры сделал DimaTorzok Чем дольше живешь семейной жизнью, тем меньше в ней становятся романтики. О, Танюш. А? Ну что, давай. Как раз есть 12 минут, пока жизнь восстанавливается. М-м-м, как романтично. Спасибо, что выделил время. Но я уже кремом намазалась. Ничего страшного. Я тебя покрепче держать буду, чтобы не выскользнула. Так, Сергей, секс по щелчку не включается. Сейчас крем высохнет, и я пойду спать. Тань. Тань, ты что, серьезно? Я тебя просто так, что ли, час с ванной ждал? Ну, все просто так. Отлично поругались. Спасибо за вечер, любимый. Спокойной ночи. Зашибись. Один спать не дает, вторая просто. Помешал, да? Вроде еще не сильно поздно. Да нет, нет, это вообще без проблем. У меня сын в принципе без звука перфоратора не засыпает. Ну, у меня пару дырочек еще осталось сделать, и все. Да без проблем, конечно. Хоть всю ночь пальчиком тихонечко ковыряй. Значит, завтра утром придешь, заберешь. Хотя нет, я сам занесу. Может, у тебя утро в четыре часа начинается. Ты что, у него дрель забрал? Да, дрель у него забрал. Я, походу, один нормальный мужик в этом доме остался. Остальные все глухие. А если там какой-то неадекват попался? Там есть неадекват. Адекватные люди ночью не сверлят. Сашуль, какой ты у меня отважный. Прям настоящий защитник семьи. Иди ко мне, иди. Да куда? Я же вроде наказан. Ну, даю, условно досрочное. За очень плохое поведение. Очень плохое. Сонечка. Офигеть. Офигеть. Мне кажется, даже сознание пару раз потерял. А я вообще ног не чувствую. Надеюсь, мы не очень громко. А то сосед подумает, что мы его перфоратору так обрадовались. Моё брутальное поведение оказалось для Тани лучшим афродизиаком. Танюш, что у нас по завтракать есть? Так. Овощная запеканка, нутовые котлетки, треска с морковью, колбаса. Так, колбаса. Что еще? Что еще? Блин, где же они? А ты что ешь? Да, Танюш, вчера наушники здесь оставил. Не могу найти. Не видела? Ты только не ругайся. Видимо, Лешка вчера играл и провод отрезал у них. Я выбросила, чтобы ты не злился. Ты можешь мои взять? Тань, это были беспроводные наушники. Я их у Сереги на работе взял. Я уже мусор выкинула. Да блин, Таня! Привет, Санек. Слушай, подпишись, что ты против строительства парковки на детской площадке. Вот тут, вот тут и вот тут. Нет. Ты что, Санек? Дети же это цветы жизни. Неужели ты их клумбу променяешь на какую-то парковку? Алик, площадка пишется через О. А заявление про учителя на кредит не очень хорошо спрятано между листами. Я заметил. Счастливо. Я решил пользоваться Таниной слабостью и чаще показывать ей свой мужественный характер. Фух. Ну ты где замораться-то успел? Тебя как маленького за ручку из дома водить надо. Танюш, да там заметил, что диск тормозной скрипит. Решил разобраться, колесо не откручивается. Ну я его ВДшечкой сбрызнул и дёрнул так пожёстче. Фух. Не, можно было, конечно, на сервис заехать, но вдруг по дороге что случится? А я не хочу подвергать тебя опасности. Да? Саша, ты прям такой мужественный. На работу не опоздаешь? Твоя безопасность важнее. Мне, кстати, Камар звонил, и я его сбросил. Ничего, пусть ещё подождёт. Думаешь? Ага. Ну-ка, валите отсюда! Ты меня больше у вас здесь не видел! Давайте, шевелитесь, быстро! А, это кому? Да, какие-то сидят там на леснице пиво пьют. Я вообще не понимаю, почему моя жена с ребёнком должны ходить мимо этих маргиналов. Чё с ними я вообще разговариваю? Сейчас пойду по-мужски разберусь. Стой, не пущу! Я готова получить за них. А, гад! Получил. Всё, Танюш, убил паука. Ну как паука, там целое гнездо было. Вот такие повыбегали, и я их долбанул. Один даже в ногу жалял. Но я вообще не почувствовал. А ты чё, в халатике не замёрзнешь? А ты согрей. Она спряталась за шкаф. В темноте его не видно. Он ищет её. Ищет её с топором идёт. Ищет! Господи, Саш, как тебе не страшно? Да чё тут страшного? Мужика нормального такой фигнёй не испугать. Всё, нашёл. Сейчас порубит её на кебаб. А ты защити меня, мой герой. Иди сюда. Ты когда работать начнёшь? Я работаю, Вячеслав Григорьевич. Почему вчера в офисе не был? Да как ни был, я просто ушёл пораньше на два часика там. Нет, я тебя уволю когда-нибудь. За что? У тебя есть ровно неделя меня переубедить. Кто там безобразничает, а? Сергеев, я всё слышал. В субботу отрабатываешь. Да ну, как это? Да ну! Ну, хорошо. А за 10 тысяч? Я вам ещё раз объясняю. Ни за какую доплату наши девочки не будут делать интимный массаж. Мы хоть и находимся на окраине, но у нас приличный массажный салон. Хорошо. Спасибо. Саша, ну нашла я тебе массажный салон в соседнем дворе от нас. Отзывы отличные. Я в интернете почитала, все очень хвалят. Угу. Ну-ка, Сергей, стой. А, славный корич. Это что, мой заказ? Да. Это же моя пицца. Нет. Сергеев, тебе уже мало чужие продукты из холодильника воровать. Так ты прямо у курьеров забирать начал, да? Нет, Григорий Александрович, если это ваше, давайте я сейчас до своего кабинета дойду, а потом вам лично её обратно принесу. Сергеев, отдай мою пиццу. Господи, сейчас это мы... Я просто думаю, в пакетики привезут, а они без пакетика. И я как-то неудобно так по офису идти все-таки. Это я увидел вашего курьера и решил прикрыть. Ну, я пойду. Спасибо. Мишку порадую. Я смотрю, ты Сашку тоже? Лиль, мы уже сто лет женаты. Я теперь новое бельё покупаю, только когда к врачу идти надо. За трактору иду. Ой, фух, если б знала, что на Лтуфьевском шоссе два с половиной часа простою в пробке, я бы маникюрщицу в машину вызвала. 44, 45, 46, 47, 47. Ой, я думала, ты с дивана упал. У тебя, оказывается, тренировка. Да как тренировка, так? Разминочка. Просто форму поддерживаю, чтобы любимой женщине было приятно смотреть на мужчину с каменными бицепсами. И не только бицепсами. Потрогай, а? Слушай, давайте сначала в душ сходишь и помоешь и каменное, и желеобразное. Ну, я два килограмма сбросил, можем вместе сходить, поместимся, а? Я не пойду, там шторка постоянно падает. Ну, что ж ты не сказала мне, я бы починил, я же мужчина в доме, а? Я тебе уже два месяца об этом говорю. Ну, значит, надо было громче говорить. Ладно, пойду починю. Опа. Готово, Танюш, по три шурупа с каждой стороны. Теперь даже если дом будут сносить, не сдвинется с места. Ага, молодец. Слушай, ну, я там водичку сбалансирую, а ты присоединяйся. Да нет, я устала, я сегодня уже не хочу. Танюш, ты, наверное, не поняла, я как бы не мыться приглашаю. Я поняла, это, видимо, ты не понял, что я посмотреть сериал хочу. Блин, походу моя фейковая брутальность перестала приносить мне секс. Надо что-то с этим делать. Ровнее стань. Саш, только так снимай, чтобы у меня ноги толстыми не казались. Сейчас сделаю. Вот, стройняшка. Давай еще одну. Ага. Чупа-чупс. И чупа-чупс. Да ты экстрасенс. Нет, просто Таня мою заначку на балконе нашла. Ну, не расстраивайся. Саш, а какую помаду лучше взять? Такую вызывающую красную сексуальную? Или такую нежную, розовую, чувственную? Хорошо, спасибо. Ну, что сказал? Обе сказал. Надо еще для туши что-нибудь придумать эротичное. А то, если Саша просто так цвета называй, он не такой сговорчивый. Пойдем? Так, а мне закажи пасту карбонару, ролл с угрём, тирамису и клубничный смузи. Ты такая голодная? Нет, просто в этой доставке минимальная сумма 2000. Сашка все время там заказывает. Ну, вообще-то, Таня, 700 рублей. Да? Угу. Сергеев, подойди сюда, пожалуйста. Сергеев, слушай меня внимательно. Сейчас едешь страховать ресторан на Самойловской. Да? Потом сразу же, не заезжай в офис, продуктовый магазин. Угу. И потом стоматологический кабинет на Дубровке. Так, и что, Григорий, а что это у меня сегодня одни разъезды, а? К нам инвесторы приезжают, мы стол накрываем. А ты им в прошлый раз одни канапе с паштетом оставил, потому что ты, видите ли, такие не любишь. Ты мне просто помечтать не их. Свободен. Наверное, опять такой эпилятор возьму. Зачем? Может быть, понадежнее модель возьмешь? Ты неделю назад точно такой же купила. Он у тебя один раз упал и тут же сломался. Ну, не один, а три. А потом еще ногой несколько раз наступила. Ну, просто эпиляция, это правда, очень больно. Ну, психанула. Ну, очень удобно. Хочу еще раз попробовать. Ну, давай. Такой тонкий. Пришли. Да, Вячеслав Григорьевич, а почему только нас вызвали? Вон Макс Деричев тоже с нами по сети играл. И несправедливо, получается. Я вообще-то хотел с вами обсудить отчеты за прошлый квартал. Но теперь у меня появились и другие вопросы. Саня, ну что, состав же совпал. Я думаю, реально вычислили. Вы совсем дебилы? Я все слышу. Итак. Сергей. Это я. Мам, я хочу лаврушку, можно? Конечно, сынок. Чего? Он что, тебе лавровый лист любит? Да нет. Просто я дома в такой банке от Сашки печенье прячу. Ну, а теперь Лешка думает, что это лаврушка. Ха-ха. Мы с Мишей могли встретиться и в баре. Но дома, под пиво, разговор идет как-то лучше. Фига себе, ты быстро в туалет сходил. За фисташек переживал? Да нет. Просто интересно дальше про твои секс-подвиги послушать. Да я, в общем-то, все уже рассказал. Единственное, мне тут на днях твоя помощь понадобится. Так, говори, пока я трезвый. Короче, что-то мой метод, походу, больше не работает. Танька, видимо, привыкла, что я веду себя как брутал. А я-то что могу сделать? Память истереть? Да нет. Мы с тобой тут кое-что разыграем. Фейковый угон. Ну, короче, ты типа будешь пытаться взломать мою машину, а я выбегу из дома и шугану тебя трубой от пылесоса. Ты серьезно? Сань, ты сколько выпил, пока я отходил? Да ладно, по-моему, отличный план. Таня так заведется, что на неделю меня в постель затащит. Слушай, ты мне, конечно, извини, что я лишаю тебя секса, но я пас. Зря, зря отказываешься. Это всяко лучше, чем два часа до Королева пилить, а потом два обратно. Не понял, а нафига мне в Королев? Ты забыл, наверное. У нас там кроватка старая, подвесная. Ну, Лешкина, в гараже лежит. Лиля давно ее забрать хотела. Я могу совершенно случайно об этом напомнить. Ты что, меня шантажируешь? Ты кто шантажирует? Ты чего? Тебе показалось просто. Лилька же не меняла свой телефон? Ладно, секс-герой забочь. Рассказывай, когда приходить. Значит так, завтра вечером. Только оденься нормально, а не как хиптер. А то в оранжевых штанах и серебристой жилетке Таня тебя сразу узнает. Хорошо. Почему четыре банки? Договаривались на две. Танюш, я не знаю, с кем ты там договаривалась, но я вот четко писал. Четыре банки. Я знаю, что теперь можно редактировать сообщения, поэтому сделаю скриншот нашей переписки. Ты писал две. Остальное я забираю. Танюш, слушай, а ты не хочешь висок себе выбрить? Я вот у одной девушки видел, очень красиво, сейчас модно так. Так, Сергеев, что ты сделал? Жвачку случайно уронил. Так, ну распутывай быстро. Сейчас, сейчас, Танюш, не переживай, только не двигайся. Пожалуйста, все нормально. Я сейчас. Саш, запеканка на яичницу перевезти. Саня, давай сразу на хлопья с молоком. А давай вообще на столовой в офисе переведем? Так легли вчера поздно. Хорошо, малыш. Так, Аль Шанникова. Я. Извините, пожалуйста, вы просто талон потеряли, я думала, вы не придете. А у меня запись только через час. Просто надеялась пораньше попасть. Извините. О, а вы уже погуляли, что ли? Да, да. Быстро вы. Ну, нормально, ты же у Кати два часа сидела все-таки, да? Ай, молодцы. Ага. Давай. Завтра погуляем, а сегодня в приставку порубимся, ладно? Ага. Давай. Наверное, я единственный человек, который с нетерпением ждет, что через пару минут его машину будут угонять. Танюша, ну что там, кто кого ушатывает? Да я не знаю, он оба уже еле стоят. Судья самый бодрый из них. Потому что я спать пойду. Чего-чего-то? Куда спать-то? Ты что, еще пять раундов осталось. Слушай, ну я это не выдержу. Ну скажи, утро в каких трусах победил. Чего я такой? Машину за дверь кто-то дергает, что ли? От машины отошел, слышишь? Зря ты сюда полез, утырок. Мне не просто так полтинник за парковку накидывают. Альберт, ты чего? Ты зачем его ударил? Надо было просто отогнать. Ага, может еще наругать и залку к родителям отвезти? Не трогай, не трогай. Да пусть валяется, скотина. Да, Санек, ты чего? Это мой билет свободной жизни. Да мне за него условку снимут. Что типа дружинник помог органам и все такое-то. Фу, фу, Альберт, кыш, кыш, не трогай. Не надо, ну вдруг у него оружие. Это что? Саня, какое оружие? Он пальцем в замке ковырялся, суки. Конюха, уводи своего героя с трубой. Пусть дома пылесосит. Саша, пойдем. Альберт с ним сам разберется. Это лучшее наказание. Миша! Где Миша? О, Михаил. Миша. Прости, миссия провалена. Какая миссия? Спокойно, спокойно. Я сейчас все объясню. Альберт, тебе лучше этого вообще не слышать. О, привет. Слушай, хорошо выглядишь, кстати. Если фотик поближе будешь держать, это вообще незаметно. У тебя все? Нет, ну как же, все, я вот фрукты принес, там витаминки, мази. Очень хорошие, кстати, вот в синем тюбике за семьсот рублей. Рай, пока. Подожди, я думал, мы как-то посидим, поговорим. Ну, в смысле, я извиняюсь, ты послушаешь. Сань, сейчас негда. У нас это, короче, оказывается, Вильям возбуждает жалость. Мы с вечера из постели не вылезаем. Мишуля, ты скоро? Все, я пошел. Ты пиши, буду отвечать перерывы. И, кстати, я вашему Альберту в таком смысле даже благодарен. Все, пока. Скоро буду. После разговора с Мишей я решил проверить. А вдруг Таня тоже заводит жалость? Танечка, Танюш, ты где? Иди сюда, пожалуйста, очень больно, правда. Ты где? И кто на тебя напал? Бургеры изнутри давят. Танюш, не смешно, правда. Посмотри, как качели во дворе, долбанулся прям. Ой, а ты всем покажи, тут еще зрители есть. Привет, Саш. Я бы тебя, конечно, пожалела, но мне после этого всегда секса хочется. А у меня муж есть. Жесткий у вас двор, Сань. Даже качели втащить могут, да? Что, что, в чем дело? Что происходит? Сергеев, они тебя троллят. Сань, ну без обид. Должь уже было я тебе хоть как-то отомстить. Ты вообще нормальный? Я чуть ребро себе не сломал. Ну, один-один. Ну, раздевайся, Сергеев. У нас там барная стойка расшаталась. Надо подкрутить. Ты, ты, ты чего, шутишь, что ли? Я же тебе говорю, больно, ужасно. Я еле двигаюсь. Ну, ничего страшного, потерпишь. Ты же у меня настоящий мужчина. Брутал, мачо. Это что, угроза? Ты догадливый. Долго тебе замену искать будут. Тормози здесь. Все, я здесь сплю. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Девушки отдыхают Лидия Николаевна, да, извините, пожалуйста, что убежал, просто не было времени Вы переоденьте Лёшку сами, пожалуйста, а деньги за этот месяц у него в колготках Спасибо Здрасте Здрасте Так, а у меня сейчас записана Лидия Николаевна, 70 лет Вы внуки, я так понимаю? Она уступила Мы хотим, чтобы ты машинку нашу оформил Да, без проблем, давайте съездим, посмотрим, оформим, застрахуем Давайте документы В этом вся суть, не на что смотреть, сгорела она Какой вы интересный, а отчего же ее страховать? Или вы боитесь, что ее угонят и еще раз сожгут? На, к голове это приложи, от глупых вопросов помогай Надо ее задним числом застраховать, чтобы мы выплату получили Компания твоя не разорится, а жене сережки купишь И себе он на пирожке останется Простите, это вы мне взятку предлагаете? Да нет, конечно, ну ты же серьезный человек, это откат Спасибо, очень приятно, но я такими вещами не занимаюсь Зря, давно бы ходил в костюме своего размера Знаете, у нас в компании этим вопросом может заняться охрана, мне вызывать? Не надо Надеюсь, у вас есть корпоративная страховка жизни? Это что, угроза? Ты догадливый, долго тебе замену искать будут Пойдем Блин, не прокатило, надо в другую страховую ехать Мы же там выгорят Ты чего этого пухлого припугнул? Мы же все равно им ничего не сделаем Да я так, что-то молодость вспомнил На автомате Ты даешь Здравствуйте Здравствуйте А где Оксана? Какая Оксана? Молодая блондинка, практикантка из университета Муж на прошлой неделе сына приводил, говорит, она теперь принимает Нет, на прошлой неделе Лешу тоже я осматривал Ясно От папы, лишь бы никуда не ездить Что, простите? Нет, ничего, сыночек, да? Поставьте печать, пожалуйста Спасибо А на твоем папе? А чего это он раньше чипсы, лимонад таскал, сейчас яблоки Ой, да это я Сашке на рабочий стол документалку про ожирение скинула Алешка подумала, что это я ему мультик скачала и посмотрел Он мне сегодня еще в 7 утра поднял, чтобы я его на пробежку отвела А Сашка че? Обычно я забывал про работу еще до конца рабочего дня Но сегодняшняя встреча с отморозками не выходила у меня из головы Саш, ты что всю дорогу ерзаешь? На фудкорте туалет закрыт был? Да нет, сегодня, в общем, ситуация была неприятная на работе В общем, мне угрожали Так ты в закрытом контейнере разогревай Ну, извини меня, рыбу как не приготовь, она всегда пахнуть будет Да, Даня, да при чем тут рыба? Какая рыба? В общем, два каких-то мутных типа сегодня приходили Предлагали взятку, чтобы я их машину задним числом застраховал Ну, и я, естественно, отказался И что? А если что, они теперь плохой отзыв в интернет напишут? Да какой отзыв? В общем, они сказали, чтобы я теперь оборачивался почаще А знамя вот Эльджик какой-то подозрительный пристроился Блин, светофор Вот эти угрожали Опасные ребята Таня, знаешь, не смешно Девяностые закончились, а мужики из них походу нет Ой, Саш, ты зря порануешь Мне в детском саду мамашке постоянно угрожает, когда я Илюшке лучшие роли выбиваю Ничего, все со мной нормально Да? А теперь что, думаешь, ничего не сделают? А зачем тогда угрожали? Чтоб ты потом целый день на сиденье ерзал и жену доставал Вот этого они и добивались Лиль, слушай, а Сашка-то у вас как, уже разговаривает, наверное? Много слов знает? Конечно Ага, угу, уле-уле Ну, в принципе, все Молодец какой Я же тебе говорил, что он не сможет рассказать, что это я штуру порвал Хороший мальчик А чего ты только Владика в гости позвал? Можно же было Антона и там Кирюла, Кирюшу в гости позвать Сергей, фрагу уже закончилось, можешь не набирать народ, чтобы его вместо тебя доели А ну и вдвоем тоже будет весело Пойдемте, пацаны Саш, ты картину повесил? Нет, не успел еще Катя к экзамену готовится, попросила полной тишины Ну не буду же я ей в стену сверлить Ну ладно Повесил? Ну нет, нет, она еще занимается Чего так долго? Говорила минимум пять часов Тань, помоги с сумками Ой, еле донесла с почты Мама гостиницу с Озерской передала Так, я это, наверное, пойду за дрелью Саня, ну как-то неудобно перед Таней А кину без звука тебе удобно смотреть? Ты же, да расслабься, я потом сам все пропылесушу Ну ладно Саш, Миша звонил, сказал, что Сашенькину переноску у нас забыл А ты зачем ее надел? Ну так работать удобнее, Тань Сейчас закончу, пусть приезжает, забирает Сашу я, конечно, успокоила А вот себя не получалось Поэтому на всякий случай я решила все рассказать Гене Все на центр Все на центр, я сказал Почему я командую? Потому что я самый старший из вас Мне 17 Алло, Ген, привет Слушай, там Сашке на работе какие-то отморозки угрожают Что делать? Ну, организовать круглосуточное наблюдение И отбить его, если что Хорошо, тогда Лешка молоток резиновый возьмет А я плойку Ты так это себе представляешь? Слушай, давай я своих ребят подключу Хорошо, спасибо Только незаметно Чтоб он не волновался Хорошо Здорово, Ген Может номер не скрывает Только ты мне с неизвестных звонишь Раскусел, здорово Слушай, дело есть Одного у моего знакомого завалить хотят Так это не мы, мы только с рыбалки едем Да я в курсе В общем, пару дней за ним посмотреть нужно Чтобы все было хорошо Не смотрите, что налога не есть Человек важный Ну понял Где мы с ним можем познакомиться? Нигде Он вообще вас видеть не должен Впечатлительный Принял Кидай координаты Хорошо Только Алтухевское шоссе Это не шифр Это реальный адрес Ну ладно Харай ржать все давай Танюша А помнишь, я тебе на днях обещала в ванной плитку поменять и потолок покрасить? Да Обещала? Скоро сделают Сделают? Кто? Соседи сверху Топят нас А ты что стоишь? Ну ты беги, скажи, чтобы они воду выключали Саша Сейчас до стены дойдет Побежим Чаек? Танюша А ты что все молча-то? Даже звука не издала Или тебе не понравилось? Понравилось? Просто в последнее время Наша соседка на тебя Так стала смотреть Я решила лишний раз тебя не рекламировать Танюша Вставай Че разлеглась? Раньше встанешь, раньше сгуляешься А то рано устает, сама знаешь Пирог с вечера не остался Его Лешка дает От будильника сколько осталось? Десять минут Уже утром Охранники Гены Начали следить за Сашей Обычные черные миши Простите Молодой человек А вы не подскажете А вот в той машине Случайно не женщина с ребенком? Да нет Мужики какие-то Спасибо Надо было просто выпить кофе Блин Все-таки вычислили Ладно Днем в офисе пережду Там многолюдно А вечером посмотрим Да не бабки! Ты че? Вообще что ли? Ты чуть не стал первым человеком Которого вернули Ключом от Логана Ладно, извини Мне правда деньги нужны Ты последний, кто Лискин на подарок не скинул Лискин на подарок? Ну да Сань! Сань! Серьезно И за трехсот рублей? Привет, Ев Привет Привет А ты что вчера? Выпивала? На улице вроде не солнечно К чему эти очки? Нет Лешка про поделку только утром вспомнил Переключиться пришлось Пойдем еще к холодильникам Хочу сегодня приготовить пельмени из разного мяса Ну я тоже так часто делаю Миша обожает, когда я говядину с индейкой смешиваю Да нет, я имела ввиду Пачки за триста рублей, за семьсот Ну чтобы хоть не совсем из дешевого Бюджетно? Да Привет Привет А тебе что, магнит в магазине со свитера не сняли? Ну типа того Так давай я домой за кусачками схожу У меня уже один раз такое было Я по видео в интернете научилась Слушай, Таню, да ты меня просто выручишь Только это Два минут через пятнадцать Я до дому быстро сгоняю У меня просто еще джинсы с магнитом Парумаек, толстовка Продавщица была просто невнимательной Я быстро Из-за слежки ехать домой было нельзя Чтобы не подставлять семью Поэтому надо было как-то оторваться Отлично Это мой шанс уйти Эй, алло, я вообще-то на заказ еду Или ты так дорогу переходишь сквозь машины? Мужик, плачу две тысячи, только гони, а Чего в аэропорт-то опознаешь? Да, 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 смертельно Кастич Ушел Еще и телефон в салоне оставил Он в такси прыгал, погнали Так, это, тормози здесь Все, я здесь выеду Вот деньги Держи Да, аэропорт-то еще далеко Я знаю, я узнаю Здесь у меня короткий путь Я срежу Ставить Слушай, мы уже час сходим Александр, выходите Мы вам ничего не сделаем Видишь его, шокером в багажник Чтобы больше не бегал Если я не хочу, чтобы Лешка рос без отца Надо действовать Тихо За мной Он, стой Сейчас Уже я молотил себя копать Твари Сволны Ты зачем ключи в машине оставил? Так у нас еще ни разу клиенты машину не угоняли Да, да Крысы вонючие Думали Сергеев лох? Еще без машины остались, уроды Танечка Телефон Телефон Алло Алло Танюша Слушай меня внимательно Саш, только хотел звонить Тебе две или три картошки чистить? Таня, милая Забудь про картошку Слушай меня внимательно Мы улетаем из страны Бери нам билеты Во Вьетнам Лучше через Китай И это Ботинок мне возьми Бравый, любой Матери не звони Ее телефон может быть на прослушке Чего? Саш, ну мы же договаривались По будням не больше двух банок Таня Я серьезно Уходите из квартиры Бери Лешку Уходите Я перехвачу вас на черном внедорожнике Дай, деньги, деньги Возьми на балконе У меня заначка В ящике Из-под инструментов Помнишь, я рассказывал тебе Про тех двух уродов Они за мной гонятся Я не знаю Их двое Или четверо Они хотят намотать меня На колеса Вместо Зимней резины Ах, Саша Успокойся Я все поняла Нет никаких уродов Я Я точно знаю Таня Кто за мной гнался По твоему По лесу сейчас Влюбленные поклонники Ну Гена Попросил своих ребят За тобой последить Они ничего подозрительного И опасного Не заметили Ну, кроме того Что ты странным маршрутом До работы добирался Это же твой обычный крюк Через Макдак Не понял Так эти Двое терминаторов За мной сейчас Это От Гены? Ну да Позвони ему Он тебе все расскажет А что ты там Про деньги Сказал Привет Ребята В общем Мне тут уже Сообщили Что вы меня Убивать не собирались Извините Что мешал работать Проехал О, пуфля В лесу ты от нас Профессионально ушел Калей здесь служил Приемщик спецназовский Грушта Грятыч Что Какой ГРУ Я так Менеджер Обычный На начальнике Только тренировался Незаметно сматываться Ну что Поехали, наверное Да По домам Конечно Менеджер Да по-любому Блин Под прикрытием Работает Офистак Легенда Саш Вы еще не ушли? Подожди Мне кое-что нужно Быстрее Пока задание Не прилетело А что тут не ухватило? Чтобы они ушли Побыстрее Они опаздывают А Тань, слушай У нас еще время До сеанса остается Давай купим газировку В супермаркете А то в кинотеатре Дороже получится Ну давай Давай Все Извините Простите Ой Извините Капец, Тань Обязательно Это все было Прямо сейчас покупать Ну раз мы зашли Ну что сто раз В магазин бегать? Ой Кстати, этот пакет На пол поставь Вдруг курица потечет Что за фильм? Саш Привет Слушай Такие классные шторы Положила Да Так, Сергеев Я не поняла Это вот так ты про меня На работе говоришь? Ты что? Я же пошутил Это я сейчас Все Иди сюда Я не занят, Таня Сюда иди Даня Даня Паразит Проходи Аккуратно У меня для тебя сюрприз Не открывай глаза А вот теперь открывай Зеркальный потолок Теперь мы можем На себя еще и смотреть Ой Ой, Санька Ну Иди ко мне Мой извращенец А ну-ка Так это Я значит А как Пока клей не схватился Я сниму их И потолок отмою Да И завтра в тренажерку пойдем И на диету сядем Обязательно Я искренне надеялся Что Таня забыла Мое чистосердечное признание Но, к сожалению Нет Ох, ребята, Гены Конечно, профессионалы Все-таки смогли найти Одного бандита Который деньги от жены прячет Да я Я на непредвиденный случай Копил, Тань Какой? Когда у тебя игры На приставке закончатся Или пиво в магазине подорожает? Нет Вдруг у тебя сумка порвется Ммм А поэтому здесь Клей-скотч лежит, да? Короче Купим Лешке личный планшет Чтобы он больше твой не ждал Около туалета Не получится, Тань Там еще машину надо Со штрафстоянки забрать Я когда думал, что за мой хвост Бросил ее в центре Чем быстрее, тем лучше А то там скоро будет Новую дешевле купить Ладно Тут много Можете проводить? Проводили уже Спасибо У нас, между прочим, ЧП У Павлика телефон пропал В красном чехольчике Может, поищите с нами? Павлик? Павлик, Павлик Павлик! Детский сад мне всегда казался райским местным, потому что там требовалось только спать, есть и играть. Но иногда даже в садике были не детские проблемы. А в честь его суматоха, Ирина Николаевна? Рай оно едет, а шторы так и не повесили. Александр, нам сейчас не до шуток. И на шторы вы, кстати, так и не сдали. Ну, а чего на них сдавать? Дети все равно на них рисуют. А вы сразу ватман вешайте и все. Вы можете быть чуть посерьезнее. У нас, между прочим, ЧП. У Павлика телефон пропал. В красном чехольчике. Может, поищите с нами? А вы звонить на него не пробовали? Мы хотели, но он свой номер телефона наизусть не помнит. Да, конечно. У него вместо этой информации имена смешарика в голове. Да и странно было бы, цифры еще не знает, а номер выучил. Слушайте, еще такой сакраментальный вопрос. А зачем Павлику в его возрасте мобильный телефон в красном чехолочке? Манную кашу с доставкой заказывать? Чтобы позвонить, если что-то случится. Так вот, что-то случилось, а позвонить он не смог. Леха, пойдем домой. До свидания. Ну, вот. Ну, неплохо. А померь еще ту футболку, Оверсайз, которую я тебе принесла. Так это она и есть? Отличный цвет. Танюш, эти пельмени вообще для организма полезны. Вот тут витамины В1, В2, антиоксиданты. Не содержат искусственных красителей и добавок. Консервант содержит. Ты мне уже второй раз состав полевого сбора читаешь. Я теперь сама проверять буду. Нет, Альберт, мне вам просто интересно. Мы зачем тебе каждый месяц за консьержа платим? Чтобы ты кого подряд сюда пускал. И нам бы подъезд вот этой вот рекламой заваривали. Прости, Сань, в принципе, внимательнее буду. Ладно, больше не подкидывай. Ну так он намеки не понимает. ПОДПИШИСЬ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Саш, тебе звонят Так это не мне, Тань Лучше б ты со мной так не расставался, как с телефоном А что тогда жужжит? Не знаю У нас, между прочим, ЧП Телефон у Павлика пропал В красном чехольчике Алешенька, а где ты взял этот телефон? У Павлика, он мне не разрешал Я решила взять домой поиграть Значит так, Алексей Алешенька Сынок Чужие вещи брать нельзя Вот представь себе, если бы я взял твою машинку Без спроса Ты бы расстроился? Вот, а если бы я не просто ее взял А я бы ее еще поцарапал То тебе было бы горько и обидно Я уже сто раз извинилась за эту машинку И вообще она общая Но сейчас не об этом Алешенька Завтра же отдашь телефон Павлику Сашенька, можно тебя на секундочку? Да, конечно Ты вообще представляешь, к чему это твой совет может привести? Просто так отдавать нельзя Хорошо, давай подарим Павлику шоколадку Чтобы сгладить ситуацию и коннекты Ему рано дарить Я не об этом Если Алеша сейчас скажет, что это он взял телефон Его все будут считать вором С ним никто не будет дружить Его будут обижать Он замкнется в себе, станет изгоем А потом захочет им отомстить А через много лет, когда начнут пропадать люди Единственным связующим звеном у детективов Будет детский садик Чего ты смеешься, Сергеев? Все проблемы из детства Вот так появляются маньяки, Саша Тань, пожалуйста Ну вот не будет Леха мстить этим детям Это ты потом в суде будешь рассказывать Хорошо, что ты предлагаешь? Павлик, это у которого шкафчик с вишенкой Я ему телефон незаметно подброшу и все А с Лешкой ты уже поговорил Он все понял, он больше так не будет Слушай, Тань, ну ты прям как Робин Гуд наоборот Отбираешь телефоны у бедных и отдаешь их богатым Не смешно, Сергеев Ты тут как будто ни при чем А я-то что? Ну а кто из офиса постоянно бумагу и ручки тащит? Домой, а? Это твои гены, Сергеев Так это ты же меня об этом просишь, Танюша Ой, все Саш, слушай Давай поиграем Ну что? Я в роли проститутки, а ты клиент Очень хорошо Давай поиграем Ты мне нравишься, проститутка Сколько, сколько ты стоишь? Час? Три пятьсот Сейчас Держи, вот Три пятьсот Иди сюда Иди Давай, давай Минуточку Я продлеваю А все, нельзя Мне на новый фен и так хватит Новый фен В смысле? Таня! Ой, какой фен? Ну-ка верни деньги, это же игра Таня! Таня! Я не хотела, чтобы мой сын стал изгоем в садике Поэтому пришла вернуть телефон Ладно, подбросить телефон Но главное же результат Татьяна! Здравствуйте! А я вам Алешу привела Вот Скажите, пожалуйста Там что-нибудь известное По поводу пропавшего телефона? Ой, знаете Вы так все переположились из-за этого Да есть ничего, найдется Завалялся куда-нибудь Это же дети Играют, бегают Ни на что не обращают внимания Я рада, что вы такая оптимистка Но все уже решили, что телефон украли Ну какие воры среди детей Ну неужели вы думаете, что у них прям был план и спецоперация? Один отвлекает кексом Второй крадет телефон А третий обменивает его на пакет со сникерсами Ну Дети у нас хорошие Может родители Ну какой взрослый станет что-то брать у ребенка? Ну у некоторых финансовые трудности Но вы правы Чтобы так подло и бездушно поступить Зная, как переживает ребенок Это нужно быть абсолютно черствым, бессердечным человеком Да, я поняла В том смысле, вы конечно правы Конечно А как родители переживали Когда они приехали, они звонили, звонили Мы вот и сейчас постоянно звоним Но никто трубку не берет А как? Это потому, что он на беззвучном Вот поэтому вы его не слышите Да он точно где-то в садике Надо просто хорошенько поискать Так, не теряйте времени Занимайтесь воспитанием детей А телефон обязательно найдется Татьяна, кстати Я совсем забыла Александр мне в прошлый раз напомнил Что вы не сдали деньги на шторы и на обои Я конечно понимаю, что тяжело всю сумму сразу Может быть А вот Ну вы знаете, там еще надо деткам на утренник Купить праздничные наборы Пожалуйста Конфеты Вы знаете, у нас У Алешки сейчас строгая диета Там аллергены всякие исключаем Ну, я поняла Спасибо Да вы издеваетесь Ну вот куда? Ну куда вы по помытому? Ну для кого тряпка на входе лежит? Ну уж будьте любезны А как в них на стоп нажать? Два раза удавайте по левому наушнику Ладно Наверное, пока не буду брать Ну ладно Что, неудобно? Ну я же не могу себе каждый раз по уху стучать Чтобы подслушать, о чем Сашка рядом по телефону треплется Это же заметно Действительно Вот они и допрыгались Им-то ушечку-то и влепили Обалдеет Не понял А куда диван с кабинета Семенова и Белова несут? Не знаю, у них вроде бы ремонт Вот, выносят Да блин Что такое? Да я неделю всем отпуски двигал Чтобы эти двое одновременно ушли И кабинет освободился Полежал на диване Молодые люди! Молодые грузчики! Люди! Добрый день Здравствуйте Вот, хотела платье вернуть Хорошо Вот чек Карта Деньги на карту в течение двух недель вернутся Хорошо Всего доброго Спасибо Может к кафе пойдем? Я так проголодалась Нет У меня под пальто только лифчик и колготки Просто вспомнила, что сегодня последний день, когда платье можно вернуть Пойдем Не надуют хоть? Проходи Чай будешь? Да Это чего? Это я портрет в конкурсе репостов выиграла Специально фейковую страничку завела, чтобы шансов больше было Круто, чего не вешаешь? Ой, да я думала, там фотографию можно будет выбрать А они с аватарки срисовали Вот Похоже Так Это ты Саша У меня тебе задание небольшое есть Вот номер руководителя нашего филиала в Челябинске Позвони мне, пожалуйста У него там куча вопросов, они недавно открылись Хорошо Обязательно позвоню Блин, забыл Дай я его имя впишу, чтобы ты знал Ой Упала случайно Да При мне звони Виктор Вечером я пошла забирать Лешку из садика Я была уверена, что спасла своего ребенка от позора и унижений Но на этом все не закончилось А, Ирина Николаевна, а что здесь случилось? Нашли пропавший телефон в шкафу у Павлика Ну, Павлик телефон потерял и у себя в шкафчике нашел Это же дети, бывает Нет, потерял Павлик Селезнев, а нашли у Павлика Агеева Ну, ничего страшного Может, взял случайно Ну, теперь телефон у правильного Павлика Все в порядке Нет, не в порядке Мальчик украл телефон Ну, вот вы прям так сразу украл Одолжил ненадолго Он же ничего плохого не хотел Просто это не первая жалоба на него Так обидно, такой креативный, умный А теперь у него в личной карточке будет такое Кто вообще эти личные карточки читает? Это же дети, гибкая психика Сегодня украл телефон, завтра спас котенка Нет, все намного сложнее К нашему директору участковый приходил И это отразится в личном деле у Павлика То, что он неблагонадежный и склонный к воровству Вот вы так говорите, как будто его уже в криминальные авторитеты записали Создать в нашем садике преступную группировку И будет финансовые махинации с монополией проворачивать Ну, после такого, скорее всего, переведут в садик попроще А что касается характеристики Я даже не знаю, в какую школу его возьмут Если только вон, в соседнем районе И то, если повезет Это... Это в которой дети на уроках труда пиво варили? Да Только там тоже конкурс Шесть человек на место Слушай, а что ты не говорил, что Сашка вас так крекеры любит, а? В смысле? Он их еще не пробовал Он пока на детском питании А, ясно Я имел в виду, что он играться с ними любит Пирамидку сейчас, вот такую выстроил Саня, блин, у нас надо спрашивать, что можно ему давать, а что нельзя Сына, ну-ка, блюй Сына, блюй, блюй, блюй Это как? А вы, блюй, блюй, Саня Ты представляешь, что мы наделали? Не мы, а ты Ну ты же меня не остановил? Мы сломали судьбу чужому ребенку Ты представляешь, каким он в этом садике попроще и в школе попроще вырастет? Ой, разрешите, я пройду Ну какие вы вежливые Че, не узнаешь меня? Вы, наверное, меня с кем-то перепутали Нормально, не помнишь, как жизнь мальчика сломала? Павлик? Павлик, Павлик, я, между прочим, пользу обществу хотел приносить А из-за тебя уголовником стал Это какая-то ошибка, я не хотела, я не знала, что все так закончится Сегодня все и правда закончится Не смешно Таня, да как мне не смеяться, когда ты жжешь буквально? Танюш, рубашка моя любимая А тебе что важнее? Испорченная рубашка или испорченная жизнь чужого ребенка? Ты преувеличиваешь Угу, ты думаешь? Там в чате группы такое пишут Уже объяснили, как именно Павлик повлиял на российскую экономику А когда начали писать, что из-за него продукты подорожали, его мама вышла из чата Ну так давай во всем признаемся А, мы теперь кристально честные? Всегда будем говорить правду? Ну, может тогда признаться Лиле, что это ты ее ароматическую смесь выбросил? А думал, что это муксор? Или сбегай в магазин, верни банку пива, которую тебе про Вить забыли Или консьержу, скажи, что он нам уже два раза долг отдавал Он в следующий раз отдать забудет и выйдем в ноль Нельзя говорить правду Если скажем, придется признаться, что это Лешка телефон украл Ну, не извинится, все наладится, ну не переживай ты так Саша, вот ты не читаешь этот чат, а я не хочу, чтобы нашего ребенка мечтали отправить в детскую колонию Я не могу так подставить Лешку Ну и ломать судну Павлику я тоже не буду Да ладно, хорошо, я схожу в этот садик, поговорю со всеми Скажу, что это дети, что нельзя ребенка так травить за одну единственную ошибку Явно найдутся родители, которые встанут на его сторону Ну и все уляжется Утюг! Ну утюг же! Саш, а что это такое? А, да, Танюш, смотри, это распечатка нашей с тобой переписки Где ты три раза говоришь, что чипсы не будешь Так что, держи слово Пивку подай, пожалуйста Спасибо Сашенька, вставай Я придумала, как нам с тобой проснуться Не надо уже, все, хватит Я проснулся Проснулся Блин Саш, я просто макияж смыть забыла Саш Какая-то стрёмная фотозона Лучше бы он на улице просотографировал красивые обуви Нормальная фотозона Главное, за ней не видно, во что Лешка одет Таньке фотку скинуть надо А мне капец, если она узнает, что я его в этот свитер одел Мы торопились Здравствуйте Вам что-нибудь подсказать? Здравствуйте Мы подарок выбираем для дедушки Вы можете что-нибудь порекомендовать? Да, одну секунду, сейчас Для дедушки? Ты же сказала, что что-то Сашке пришла купить Ну да Если бы я сказала для мужа, он начал бы мне всякие отвертки предлагать А Сашка, он как-то больше по массажерам, по этим креслам-качалкам А сколько ему лет? Я шел в детский сад, уверенный в том, что смогу уладить вопрос с телефоном Но что-то пошло не так Понятно Да что вы все носите с этим телефоном? Ну подумаешь, ошибся, Павлик Взял один раз чужое Ну неужели нужно гнобить за этого маленького ребенка? Клянитесь, в каком мире мы живем Ведь каждый из вас Каждый из вас совершал ошибки И что? Вы из-за этого стали хуже? Нет Каждый может оступиться И это несправедливо, что маленький мальчик должен страдать из-за лицемерия взрослых людей Где наше сострадание? Где человечность? Вы посмотрите на себя Ну что же мы делаем? Неужели мы не можем простить ближнему его маленькую ошибку? Кто без греха? Нет, кто без греха? Пусть первый кинет в меня Танюш, где мои носки? Значит, Павлик Вы серьезно? Смотрите Танюш, где мои носки? Саш, ты не думал пойти в художники? С чего это? Принесешь твои инсталляции из носков в какую-нибудь галерею А то что так я любуюсь? Ну ты можешь, наконец, положить в тюркоте свои трусы? Я тебя в них уже второй день вижу Потому что я же тебе новые купила, целую упаковку Я хожу в этих трусах, потому что ты мне купила неудобные боксеры У меня в них птенцы выопятся А в этих все прекрасно вентилируется О, мой Виктор Да Надо тебе штаны купить, рубашку и пиджак просмотреть Тебе уже на работу не в чем ходить А еще и шляпку такую прикольную увидела Да, Нюш, подожди, я как раз хотел сегодня поговорить В общем, в этом месяце надо немножечко подушаться На сколько? Процентов на 15 Давай тогда возьмем только самое необходимое Ладно, тогда пойдем сразу за шляпкой Миш, что нам в магазине там взять? Да ничего, Лиля греческий салат приготовила и фруктов много к вину Понял, понял, понял Ну что? Ну, говорит, тортик какой-нибудь, ну и колбаски там, ветчинки Пойдем в колбаски сразу Ага Фух, еле ушла оттуда Опять на что-то скинуть спросили? Да нет Там чей-то папа пытался меня на свидание пригласить Не, я, конечно, все понимаю, но рядом его жена стояла А я обогнала, что это жена, потому что она его потом сумкой по голове ударила Гаврилов Вы поэтому бежали? Ну да, мало ли еще мне прилетит Вообще, сколько можно, когда я уже перестану его водить и забирать? Когда сама начнешь себе на жизнь зарабатывать, тогда и перестанешь Если Лешка к этому времени своих детей в садик не начнет водить Что такое случилось, что вы аж в соседнем дворе прячетесь? Не важно Да, сколько надо, столько и поводишь Там в садике все нормально? Да А, только еще чей-то папа просил узнать, переодел ли Саш трусы А куда мы идем? Куда скажешь, мой босс? Сергеев? Какой тебе Сергей? Ну, взывай меня просто, Шурочка Нет, 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 нет Помогите! Субтитры сделал DimaTorzok Ничто так не бодрит утром, как семь пропущенных вызовов от начальника Для комаров я уже два часа в офисе Шапка! Дмитрий Николаевич, прошу прощения, я с юроделом там разбирался Не слышал ваш звонок Извините Да ладно, Сергеев, проходи, присаживайся Может мне сразу подальше, или вы шепотом кричать будете? Да нет, расслабься, Сергеев Я завтра улетаю в отпуск Поэтому в ближайшие две недели, кроме жены, тебя никто кричать не будет Садись, садись Саш, у меня к тебе вот просьба небольшая По-дружески Так Мы же друзья? Конечно, друзья, Александр Григорьевич А на ближайшие две недели так вообще лучше Так вот, мне нужно на кого-то свой зверинец оставить Присмотришь? Сергей Григорьевич, ну правда, ребята, конечно, косячат иногда Ну, не идеально работают, ну, так что прям за зверинец, ну, зачем? Да нет, я про домашних животных, за кошкой присмотришь? А! А я не понял, да, за кошкой, конечно, присмотрю, само собой Так, когда забирать? Нет, забирать ее никуда не нужно, там просто еще рыбки, цветы всякие Ты неделю все это будешь вывозить Поэтому после работы будешь приезжать сам лично, вечерами Сергей Григорьевич, ну вы же живете на другом конце города Это я что, каждый вечер туда-сюда таскаться буду, потом еще обратно ехать? Что-то как? А я тебе после отпуска премию выпишу Двойную? А губа не треснет? Ну, может и треснуть Ну, мне тоже так кажется Вот тебе инструкции, кстати, ключи, держи Кошку зовут Белла, ласковым ее называем Беляшик А, ну я думаю, ты быстро запомнишь Инструкции Пожалуйста, ваши колготки Спасибо Тань, ты зачем пятерку берешь? У тебя максимум тройка Понимаешь, короче В общем, моему грабителю Тройка на голову давит Не очень удобно Ну, тогда пятерка нормально Вот, пришлось переклеивать Смешно у вас А мы вот с Танькой решили записки друг к другу писать Люблю своего Сашулю Сашулю Блин Чего ты? Довольно мило Да я ей написал на крутикатлет на вечер Я думал, по делу надо писать, а не романтичные Таня Привет А я вот еду ем Привет, Сашуль Привет Ух ты, а что это такое? Леха шалаш себе сделал, представляешь? Ага, интересно Тань, ну ты куда, куда? Если он его закрыл, он, наверное, не хочет, чтобы мы туда лезли Это его личное пространство, наверное Тань Сергей, ты что, вообще по дому ничего не делал? Да у меня фильм через 20 минут заканчивается, дай досмотрю-то Танюша, а почему ты на полу предлагаешь всегда с утра? Ну потому что приставать начинаешь уже после того, как я постель заправила Да, Елена Николаевна, все понял, лично разберусь Спасибо, до свидания До свидания Алешка, давай, иди в руку, давай Алло, Танюш, у меня к тебе просьба будет Ты теперь, когда по своим распродажам ездишь Алешку с собой больше не бери, пожалуйста Почему? Да потому что он единственный в группе, в тесте Написал, что 1 плюс 1 равно 3 Уж будь добра Привет Алло, Танюш, а тебе какое средство для посуды брать, с алоэверой или с цитрусом? Возьми с яблоком А с яблоком нет? Ну как нет, я утром в магазин заходила, там целая полка с ними стояла В магазине, может быть, стояла Но я задерживаюсь на работе, в магазине не успеваю Так что выбирай с того, что есть Как выяснилось, полтора часа в пробках до квартиры Комарова Были самой лёгкой частью моей командировки на другой конец Москвы Да тут грёбаные джунгли О, приятно познакомиться, Белла Лосось с тунцом Меня бы так кормили Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс Иди кушать Кыс-кыс-кыс-кыс Комар кошку под себя выбирал Ешь, давай Так, отошла Свежей рыбы не дам Блин Не могла потерпеть? Кыс-кыс Ну иди сюда Я не уеду, пока не поешь Третий раз? Ты серьёзно? Татьяна, добрый вечер А почему вас так давно не было у меня на занятиях по стрепластике? А мне муж уже купил серёжки Спасибо вам большое Ваши занятия очень помогли А, понятно Ну, до свидания До свидания О, привет, Танюк Слушай, вам видеодомофон нужен? Да нет, это дорого Слушай, я вам по дешёвке предлагаю Вам даже ничего устанавливать не надо Ну, платить только 200 рублей в месяц за пользование и всё А как это ничего устанавливать не надо? Ну, я себе тут телефон с камеры купил Буду в окошко фоткать, кто пришёл И вам отправляют Тань Так это лучше обычного Тань Какие все жадные стали Ну, всё, готово Как тебе? Класс Спасибо большое Пожалуйста, я с тебя 500 рублей Ты что, с меня деньги возьмёшь? Тебе не стыдно? Таня Я слышала, как ты у Саши взяла 1000 рублей на маникюр Так что, гони 500 Наговорились Из контактного зоопарка в квартире Комарова Я вернулся уже ночью Привет, Саш Привет Тебе что, Таня, посадила холодильник охранять что-нибудь? Да нет У меня к тебе просьба одна есть У меня тоже, в следующий раз при свете жди Ну, чего хотела? Саш, можешь мне занять, пожалуйста, 3000 на учёбу? Ну, как на учёбу? Мне нужно купить пиджак, чтобы в нём шпоры спрятать Мама Занять, ты сказала? Ну, если хочешь, можешь подарить Есть вариант заработать Ты кошек любишь? За 3000 очень люблю Так, ну-ка Так, держи, это ключи Квартира, между прочим, недалеко от твоего универа О, клёво! Да тихо ты! Тихо, клёво, что наработать рядом с учёбой А что делать-то надо? Да там, не пыльная работа, значит, за кошеком присмотреть Рыбок покормить, цветы полить В общем, инструкцию на Ватсап скину Это на две недели, пока мой начальник в Таиланде Пусть почаще ездит Ну, всё, собеседование ты прошла А вы приняты Давай, давай, выживайся Спасибо Давай Танюша, решил пошалить с утра Таня, просыпайся, блин А что, что случилось? Лёшка, походу, наручники нашёл Лёшенька, иди к маме Здорово, Санёк Привет Твой Лёха Щенков любит? Конечно, любит Постоянно просит нас с Танькой купить Уже не знаю, какие отговорки придумать Ну, тогда с тебя 300 рублей А это как связано? Да у меня друзья попросили щенка пристроить Вот я и не хочу его Лёхе показывать Вот ты Мой билерт Держи Псину покорми Уже неделю Катя следила за квартирой Комарова И зарабатывала мне премию Рыбки Так Так, Катэ Надо с тобой селфи сделать А то Саша спрашивал, жива ли ты? Ну-ка Так, смотри сюда Блин Фу Привет Сразу говорю, шпор нет Я не за этим Приезжай скорее в институт. Препод, а по менеджменту сын родился. И что, будем имя ему выбирать? Да нет. Он уже сел на кафедре отмечать и сказал, что первые 30 зачетов просто так поставит. А я в эти 30 раз бываю? Да, да тут уже человек 50 прошло. Он вообще не считает. Поняла. Так, все, скоро буду. Э! Какой 2,44? Блин. Алло, Крис? Блин, слушай. В такое дело я просто не у себя дома и у меня нет никаких вещей. Только футболка и трусы. Нормально так зачет уготовишься. Так получилось, потом расскажу. Можешь мне какие-нибудь шмотки привезти? Могу, но Сергей Иванович через час в роддом уезжает. Если не успеешь, завтра спахмелье. Он уже не такой добрый будет. Ничего делать. Не знаю, там женская одежда есть какая-то. Мать твою у парня есть? Да блин, я не у парня. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Ну что, выбрал пуховик? Слушай, да вот, по-моему, очень хороший. Подожди. Это что? Нет? Даже не видно. Нет, эта куртка нам не подходит. Иди другую себе выбирай. Стоять. Продукты верни. Жалко, хороший пуховик. Кость, привет. Слушай, ты же сегодня на машине. Надо срочно в наш филиал за договором съездить. Александр Сильвестрович, я в окно вижу, что вам припарковаться негде. Я вам свое уступать не буду. Вы заедьте с другой стороны здания. Там всегда есть место. Таня, а где эта сережка, которую мы сегодня утром нашли? Там девушка пришла, говорит, что это ее. Ну пусть вторую такую же покажет, тогда отдам. Нет, второй. Это, оказывается, пирсинг оттуда. Шутка. Но больше вещи посетителей не бери. Алло, Миш, слушай, я Тане хочу браслет купить с премией, так что будь готов, что Лилька тоже будет клянчить подарок. Подожди секундочку, у меня вторая линия. О, тут начальник звонит, так что извини, это ты вторая линия. Ага, давай. Алло, Слав, у вас роминг, все понимаю, так что я быстренько. Значит, с квартирой все в порядке, цветы поливаю, животных кормлю, соседям улыбаюсь. Саш, не тараторь, мы уже в Шереметьево. В тайш-штормовое предупреждение объявили. Мы поэтому раньше вернулись. А, понял. Что, еще куда-то полетите? Нет, прямым рейсом в кровать, сутки не спали. Так, спасибо тебе большое за помощь, ключи завтра в офисе передашь. Один вопрос, Вячеслав Григорьевич, а вот то, что вы раньше вернулись, на размер моей премии ведь не повлияет? Нет, а вот на мое настроение повлиять может. Все, понял, до свидания. Алло, Кать, слушай, мой начальник тут пораньше вернулся, так что все, больше к нему на квартиру ездить не надо. Почему? Плохо. В смысле, а зачем ты ее платье брала? Где? В универе? Все, выезжаю. Да, конечно, возьму тебя во что переодеться. Блин, сейчас. Мам, какую шоколадку? Волшебное слово. Превышение. Так, ты слышала, о чем мы с дядей гаишником говорили? Да. О, выбирай любую шоколадку. Любую. Держи. А хочешь, мы тебе целую коробку конфет возьмем? Ага. Ну, тогда пойдем? Я ехал к Комарову так быстро, как будто у меня был безлимит на превышение скорости. Саша, осторожней, меня уже даже не печинает. Ай, блин. Да брось ты это платье назад. Мы его уже не постираем. Все, не злись. Я ей так вон тайной одеждой наказана. Ай. Ой. А ей карман на юбке сильно нужен был? Да куплю ей новую юбку. Блин. Сиди уже. Главное, сейчас комара обогнать. Блин. Чуть-чуть не успели. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. А может я их отвлеку, а они же меня все равно не знают. Лучше бы я тебя не знал. Сиди здесь. Я сейчас. Наконец-то мы дома. Больше летели, чем отдыхали. Кто там еще? Сергеев. Странно. Премия что ли так срочно нужна? Сам поблагодари его за кошку. Я спать. Вячеслав Григорьевич. Здравствуйте. Сергеев, ты че приехал? Мне маленьких, болтливых человечков в Таиланде хватило. Да я вот так решил узнать, как дела, в общем, как долетели. Ты в офисе лишний раз до принтера не дойдешь, а тут через всю Москву приехал, чтобы узнать, как у меня дела. Да. Че хотел говорить. В общем, ой. Как будто живот с утра скрутило и до сих пор вот я быстренько в это самое... Сейчас, ой. Половина проблемы решена. Теперь надо незаметно подкинуть платье в шкаф. Да, бывает же. Че, у тебя там раковину, что ли, у нас скрутил? Свитер старый, немножко растянулся туда-сюда. Я быстро в спальню и пойду. Стой. Там Наташа спит. Так я же ненадолго, я же будить не буду. Подожди, ты че, шутишь, что ли? Слава Николаевич, да я быстренько, на секунду. Сергей, ты вообще обалдел? Тебе че там надо? Слава Николаевич, ну просто... У меня там шкаф, у него ручка отваливается, и я не... Я быстро прикручу, и все. Сергей, куда ты? Стой! Что ты, что ты, что ты, как ты самый? Вот больше объясняться. Ты че, ты идешь, что ли, совсем? Иди отсюда! Ой, ой, да че он такое? Откуда это? Да у вас упал? Сейчас все объясню. Дань, что ты там делаешь? Да Сашка два дня назад мою плойку сломал, а я его на две недели секса лишила. Самой уже надоело. Надо теперь тоже че-то накосячить, чтобы наказание отменить пришлось. Жестко. Не знаю, не знаю. Я думал, что после таиландских трансвеститов меня трудно удивить, но ты скук. Точно не мерил? Да Вячеслав Григорьевич, ну вы чего? Куда? Я нет, конечно. Я, хотите, я Катю позову, она все подтвердит. Нет! Хватит сюда людей водить. Езжай домой. Я так устал, что даже кричать на тебя не могу. Понимаю. До завтра, Вячеслав Григорьевич. Ключи верни. А то я не усну, если буду знать, что они у тебя. Да. Держите. Положи. Да, да, Танюш. Саша, я тебе что в сообщении написала? Чтобы я вызвал сантехника. Что я жду, сантехника, Сергеев? Я вообще-то тебя имела в виду. Сообщение надо было с Игоревой интонацией прочитать. Там еще смайлик подмигивающий в конце. Все, потом поговорим. Ну, еще раз извините, недопонимание вышло. Ну, раз уж вы здесь, может, посмотрите слив на кухне? Слушай, это самое... Я, в общем-то, случайно на твои туфли наступил и каблук сломал. Ты возьми мою карточку и купи себе новую, ладно? Ну, ладно. А какие сломал? Бежевые, черные, белые или с узорами, которые я на прошлой неделе купила? Я думал, единственные. Танюш, а ты чего это раздетая лежишь? Спину намазала, жду, когда высохнет. Ну, так я могу, как бы, ускорить этот процесс. Саш, ты чего? Ну, как чего? Алешка уже спит. Ага. Эй, эй! Ай, блин! Чего жжет так? Я согревающим гелем от боли в спине намазала. Гелем? Я думал, это крем обычный. И, блин! А куда мы идем? Куда скажешь, мой босс? Сергеев? Ну, какой тебе Сергеев? Ну, называй меня просто Шурочка. Нет, 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 нет. Помогите! Помогите! Слава, что случилось? Так, давай договоримся, в Таиланд будешь отдыхать, не полетим. Хорошо. И платье не носи бордовое. Какое бордовое? Ну, вот это вот. Я тебе лучше новое куплю. с премией Сергеева. Не знаю, как еще намекнуть. В общем, не могли бы вы позаниматься индивидуально с моим малышом? Жену свою попросите вам помочь. Чего ее попросить? Она ничего не умеет и не знает. Ну, давай, показывай мне своего малыша. Не поняла, Сергей? А-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас поступить в первый класс можно только со знаниями пятикласса. Поэтому готовить ребенка к школе надо заранее. А мне в твоем возрасте для развлечения за столом хватало буквок в тарелке? Доброе утро. Ой! Саша, ну ты чего? Лешка же заметит. Ничего он не заметит. У них гаджеты с утра отбирают в детском садике. Так он мультиков пытается на весь день насмотреться. Ладно, пока не забыла. Пойдешь в садик, поговори с преподавателем по английскому. Надо начинать Лешку к школе готовить. А что там готовить? Мы его до семи лет вырастили. Что еще надо? Саш, для хорошей школы нужно начальное знание английского. Саш, я серьезно. Это ненормально, что Леша к семи годам из английского знает только слово PlayStation. Надо обязательно договориться об индивидуальных занятиях. Ладно, договорюсь. Ну, ты уверена, что она согласится дополнительно заниматься даже за деньги? Ну, конечно, согласится. Она же в детском саду работает. Тем более, я слышала, она не замужем. Деньги лишними не будут. Да, жалко у меня мужа нет, чтобы он это все оплачивал. Если аккуратненько с ней поговоришь, она тебе скидку сделает. Ты это умеешь. Тебе девушки на фудкурте всегда картошки побольше кладут. Окей. Кстати, окей. Лешка еще окей знает. Окей, PlayStation. Лешку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, муж у вас вчера купил эти колбаски, они оказались с плесенью. Ой, извините, мы сейчас вернем вам деньги. А почему в упаковке только одна колбаска? Потому что он только на последний заметил. Поэтому я вместо него и пришла. Извините, мы все решим. Будьте любезны. Александр, вы просили характеристику на Лешу для лица. Ах, да-да-да, Ирина Николаевна, спасибо. Так, вы влияет на себя с знанием, активен, открытый, коммуникабельный. А вот родительная ответственностью не отличается, регулярно заплатить деньги. Ирина Николаевна, ну зачем писать, вы бы просто вот напомнили семьсотого. Вы читайте, читайте. Отец придумывает различные отговорки, чтобы прогуливать субботники. Придете в субботу, перепишу. Будем. Будем всей семьей. Леша, в следующий раз рисуй, пожалуйста, домик, не похожий на печень. А то воспитательница думает, что ты хочешь сжечь маму с папой. Здравствуйте, Александр. Доброе утро, Леша. Доброе утро, Елена Васильевна, доброе утро. Вы сегодня замечательно выглядите, просто как английская королева. Спасибо, конечно, но ей за 90. Нет, я не в том смысле, а в том, что вы лучший педагог по английскому языку в этом садике. Не потому что единственное, я просто... Я поняла вас. Александр, мне очень приятно. Вы что-то хотели спросить? Да, да, хотел. Деликатный такой вопрос. Не знаю, занимаетесь ли вы этим в свободное от работы время. Доброе утро, Елена Васильевна. Доброе утро. Так вот, не знаю, как еще намекнуть. В общем, не могли бы вы позаниматься индивидуально с моим малышом? Это что, сейчас было? Да вы не подумайте, я же не просто так, за денежку, конечно. Вы за кого меня принимаете? Я вас-то не хотел обидеть. Просто, извините, слышал, что у вас нет... Может, нет, это тут ни при чем. Ну, денежки же лишние никому не помешают. Я ни за какие деньги не собираюсь этим заниматься. Я не продаюсь. Точно? Просто мне придется кого-то еще просить, а я вас давно знаю, и вы мне как педагог очень нравитесь. Жену свою попросите вам помочь. Так, чего ее просить? Она ничего не умеет и не знает. В институте еще, конечно, как-то что-то могла, но сейчас-то уже столько времени прошло. Если вам так, учительницу захотелось, видеоуроки в интернете посмотрите. Да какие могут быть видеоуроки? Нужен же личный контакт и, в общем, притереться. Так, Александр, давайте закончим этот разговор, пока я вам в лицо перцовым баллончиком не брызнула. До свидания. Понял. То есть, не понял. Подержи. Вроде бы месяц только начался, а мы уже сотрудника месяца меняем. Комар с больничного вернулся. Дай сюда. Так, ребята, девчонки, все угощайтесь. Печенька. Спасибо, Саня. Сейчас, секунду. Да, Танюш? Как тебе печенье? Оценил начинку? Я вчера весь вечер для тебя эти сексуальные предсказания для печенья писала. Подожди секунду, я перезвоню. Так, печенье все обратно положили. Обратно. Как скажете, мой страстный укоротитель. Только не наказывайте меня, пожалуйста. Блин, у такси сейчас такой спрос высокий. Вообще машин свободных нет. Ой, может так рукой поймаем? Давай. О, а я еще ничего. Могу мужчину привлечь. Почем картошка? Это ужасно. Саш, можешь съездить в пиццерию застраховать? Так, пиццерию я могу. Ага. А они как раз через неделю открываются? Могу Костика попросить. Он как раз сегодня, кажется, свободен. Костик, зайди сюда. Девочка, всем пока. 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 Наконец-то. Я думала, она никогда не уйдет. Так это ты за нее так копалась? Да. Сашке же жалко 500 рублей за новый замок отдавать. Он мне сам куртку починил. Теперь приходится всегда последней уходить. Ой. Все, пойдем. Представляешь себе, ущипнул меня и говорит, позанимайтесь индивидуально с моим малышом. С вращенницей. Даже синяк остался. Ну, нормально, а ты чего? Начала под музыку раздеваться. Отказалась, конечно. Страшненький? Нет. Вроде обычный. Я тебя не понимаю. Сама каждый раз мне жалуется, что у тебя полгода секса не было. Тут нормально, он уже предлагает, а ты отказалась. Ну, это как-то неправильно все. Что неправильно? Сексом 35 лет заниматься? Ну, нет. Он мне просто деньги за это предлагал. Ты еще и от денег отказалась? Вполне тебе поменьше надо с детьми общаться. Я смотрю, ты деградируешь. Свет, у меня, конечно, древняя профессия, но не настолько же. Еще лет пять мужичков ты подшиваешь, и сама им будешь приплачивать. Я бы на твои вместе согласилась. И на своем тоже. Я просто думала, что сначала на свидание ходят, переписываются по ночам, потом уже только друг друга в общественных местах лапать начинают. Сейчас только манейки так делают. Нормальные мужики сразу ясно и четко обозначают свою цель. Ну, ладно. А сделай мне тогда еще и педикюр. Ну, другое дело. Поднимай, 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 поднимай. Саня! А? Помоги диван наверх перенести. Ой, сейчас, минуточку. Что, что? Да, сейчас зайду. Меня Вячеслав Григорьевич к тебе позвал. А это что? Электробегуди. А это? Термощетка. Щетка. Так. А это что такое? Мультистайлер. Спасибо большое. Таня, ты никогда в жизни этим пользоваться не будешь. Зачем тебе все это? А это не мне. Это для Саши. Список надо составить, чтобы щипцы для волос показались ему не такими уж бесполезными. Пойдем? Угу. Да, здравствуйте. Молодец, вы не могли бы одну бутылочку вон в тот кабинет отнести? Ладно. Спасибо. Это кто вам сказал? У нас в переговорной нет кулера. Зачем тут эта бутылка? Уносите. Уносите. Извините, коллеги. Не свалил комар. Значит, сидим. Значит, сидим. Угу. СМЕХ Торты решила приготовить? Не совсем. Это нам с Сашкой на ночь. Угу. Я тут вспомнила, нам с Мишенькой завтра нужно съездить по очень важным делам. Вы Сашенька не посетите? Конечно, с удовольствием. Ой. Саш, ну вот что ты обувь распинал и на место не поставил? Чего, чего? Не успел, торопился очень. А, понятно. Ну, как дела в садике? Да, собственно, никак. Училка отказалась с Лёшкой заниматься, еще и перцовым баллончиком угрожала. Я вот думаю, может, хорошо, что она к Лёшке нашему не подойдет. В смысле угрожала? А ты что сказал? Ничего. Предложил заниматься, не бесплатно, конечно. Она на меня так посмотрела, как будто я ей предлагал номера с машин воровать. Вот она молодец, а. Она же бюджетница. Вот сразу видно, что не за деньги работает. А что теперь делать-то, а? Мне кажется, она просто испугалась, что заведующий узнает, что она халтурит и уволит её. Да, кстати, глазки-то у неё забегали. Да, поэтому в садике с ней договариваться нельзя. Подойди к ней после работы и аккуратно узнай про её свободное время. Про деньги пока молчи. А что, она бесплатно, что ли, с Лёхой будет заниматься? Он у нас, конечно, милый парень, но собеседник пока так себе. Да нет. Сделаем в конце ей какой-нибудь хороший подарок. С чеком. Ну, чтобы, если подарок ей не понравился, можно было бы его обменять обратно на деньги. Так, ты поговори с ней, а я пока буду искать подарок. Я не настраивала твой телефон под свои пальцы. А если бы даже и настраивала, я бы никогда не влезала в твое личное пространство. Потому что уверена, что ты от меня ничего не скрываешь. Блин, Танюш, ну, извини, что засомневался. Ладно, пойду в душ. Лёшка, сынок, иди сюда. Дай пальчик. Ну, спасибо. Так, всё, беги играй, только папе про пальчик не рассказывай. Угу. Угу. Так. Света, сиськи. Нет, 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 ты мне, ты мне разрешила. Ты у меня про стакан молока спрашивай. А это что? Что это? Сгущённое молоко. 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 Всё. Таня, да чё сейчас такое было? Да я там статью в интернете прочитала, решила проверить, правда ли, что нельзя получить оргазм с открытыми глазами. Конечно, нельзя. Ты, ты так на меня таращила, что у меня всё желание отбило. Извините. Да. Да давай, пожалуйста, без экспериментов. Если статья написана, значит, до тебя её уже проверили. Угу. Давай это ещё раз. Ну, тут ничего не подходит. Либо препод на парах задержал, либо проспал, потому что к зачёту готовился. Ни одно интересное объяснительное. Да, я думал, твои официанты поизобретательнее. Вот что я сейчас комару скажу, почему я на работу опоздал? О, есть! Что случилось? Да, это самое, тут меня гаишники остановили, видимо, из-за телефона. Вот комару правду и скажу. Всё, давай, пока. Василий, Елена, Елена Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, я хотел сказать, может быть, я вас до дома подвезу? Александр, я сейчас не готова с вами никуда ехать. Я, я, я должен попросить прощения за вчерашнее. Я, я прекрасно понимаю, что я не должен был к вам вот так вот прям приставать в садике. Ваше начальство могло это всё увидеть. Да, у них появились бы вопросы к такому преподавателю. Это, это точно. Я вот что думаю, может быть, мы всё-таки ещё раз обсудим детали нашего с вами сотрудничества? Вы это так называете? Ну, я могу и прямо, конечно, просто тут в садик, не хочу вас компрометировать. Да, да. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте так, давайте вы просто приедете ко мне домой, и мы в спокойной обстановке, приватно всё это обсудим. К вам? Я не знаю, а как же ваша жена? Да что жена, жена не против, к тому же она, она всё время на работе. Ну, хорошо. Ладно, а может быть, мне как-то одеться по-особенному? Ну, одет. Здравствуйте, помашь Елена Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Как по-особенному? Наверное, как учитель английского языка. Ладно, скидывайте адрес, завтра вечером я приеду. Хорошо, хорошо. Хорошо. О, Саня, ты что себе джинсы с дырками купил? Да нет, блин, отвертку забыл вытащить из штанов и машинки постирал. Молодец. Ой, спасибо, Лизонька, за уколчик. Да, не за что. И вам, ребята, спасибо, что заметили эти красные пятна, а то, не знаю, уже бы задохнулся наверх. Спасибо. Ну, все хорошо. Все хорошо. А вот, Таня, чтобы больше никаких сососов на видных местах. Мне сейчас укол пришлось от аллергии делать, чтобы надо мной не издевались целую неделю. Все, давай. Мам, мам, я сам еще вытур взял. Зачем? А мы разве к чете Лиле не поедем? Мы же всегда такой тур берем. Лиле, да ладно. Просто ты наготовишься, да все равно до торта никто не доходит. Пойдем. Я был уверен, что педагог идет учить Алешу, но она планировала позаниматься со мной. Иду, иду. Ну, здравствуйте. Заходите, заходите. Я... Привет, Саша. Привет. Да, точно. Я сам бы хотел на ты перейти тоже. На ты, значит. Так, ну, раздевайтесь, да, начнем. Да. А куда мне проходить? А, так, собственно, в детскую. Не, в спальню же. А может, лучше в гостиной, на диване? А, можно и в гостиной, на диване. Вы тут, ты тут, главное. Да, слушай, если голодная, может быть, котлеток рыбных Таня приготовила с лучком? Давай лучше выпьем сначала. А, очень интересно. Наш человек. Можно и выпить, как говорится. Да я обычно так не делаю, но просто сегодня случай особенный. Ну что вы, что вы, у всех, как говорится, свои методы, да? Да. Добрый вечер. Да, ну, че-то. И чуть-чуть. Так, сейчас. Держи. Значит, что у нас тут? О, как раз. Только закуси, чтобы это не пахло. Ой. Так, ну, как говорится, let's go. Ага. Можно только я в душ сначала? Конечно, конечно, в душ можно. Почему нет? Значит, это в душ это вот прямо и напрямо. Саш, Елена Васильевна пришла? Начался уже урок? Привет. Пришла. Только она в душе. Чего? Ты что, на нее пролил что-то? Да нет, я неудобно было спрашивать. Может, у нее воду отключили? Ладно. Хорошо, что я пораньше пришла. Тоже аккуратно послушаю. Получается, два урока по цене одного. Саша? Ну, давай, показывай мне своего малыша. Ой, 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 как? Не поняла, Сергей? Да я ничего не знаю. Она должна была с Лешкой английским заниматься. А я слышала, что урок начался у тебя. Я не понимаю, что происходит. Зачем вы меня тогда в детском саду за попу ущипнули? Я вас не щипал. Кто тогда? Там были только вы и Лешка. Лешка! Лешка, паршивчик! Леха! Я же тебе говорила, четко спросить про репетиторство, а не совращать хороших педагогов. Их так мало. Татьяна, Александр, я с Лешей позанималась. У него, кстати, нормальный уровень. Но странно, конечно, что он столько спортивных терминов знает на английском. А так это у нас просто приставка игровая с фифой. А, понятно. Ну, будем заниматься и остальное выучим. Вы уж извините, что так получилось. Да, ничего страшного. Просто кто-то теперь будет записки с моими посланиями носить. Они сам разговаривают. Я не против? Это рисунок Елене Васильевны. Спасибо, Лешка. О! Слово «тичер» без ошибок написал, Леха. Вы зачем на мою машину кирпич положили, а? Он тут был. Я понятия не имею, что это значит, но я обязательно разберусь. Просто хочу понять, кто это, кто это вот урод, который это все сюда положил. Офигеть! Он бы еще в подъезд заехал. Эй! Ты знаешь же, что дорогая вещь. Вельзя так с ней. Офигеть! Как быстро вы эту истеричку ушастую поймали! Будешь мне еще камни на машину складывать? Субтитры сделал DimaTorzok Парковок во дворе не хватало. Поэтому по вечерам мы с соседями играли машинами в «Тетрис». Таня, нафига мы столько еды покупаем? У тебя что, где-то вторая семья есть? Ты два дня назад тоже самое говорю. Это что такое? Новый вид парковки? Дебильная? Что теперь делать? Через забор и кусты домой пробираться? Вообще-то такие вещи кирпич на капот кладут и все. Саша, ты что, пещерный человек ко мне не общаться? Ну позвоним в полицию, приедут, разберутся. А нафига? Меня вообще такой аргумент сильнее бы убедил. Камень на место положи, ты ландшафтный дизайн бабулькам под окнами портишь. Давай, пролезай. Да ладно, ладно, лезу. Ну раз, сейчас. Саша, блин! Мы теперь индейку ножом, что, землю есть будем? Да я тут при чем? Это все из-за него! Собирай быстрее! Ты решила всему дому презервативы с толью своей бумагой показать? Я иду. Может, хотя бы огурец ему в выхлопную засунем? Кстати, Саш, мне Альберт тебя помог в крайней прокладке поменять. Гостиву пил он за это. А, конечно, без проблем. Вот, сосед, держи. Спасибо, Танюх. Если реально надо будет тебе прокладку дома заменить, ну, ты зови. Что, Санька опять на диету сажаешь? Да хочу, чтобы он пива поменьше пил. Правильно. Мне-то больше достанется. Ой. А мне даже понравилось в лифте застревать. Да, неплохо. Можно будет как-нибудь и повторить. Ага. Так, только давайте не сейчас, пожалуйста. Это служба ремонта. Мы уже минут десять ждем. Сейчас дверь открывать будем. Вы одеты? Да, да, да. Почти, да. Танюш, какое у нас полотенце для рук? Маленькое. А чуть поконкретнее? Ну, коралловое. Только не перепутай. Бордовое мое для лица, а кунцовое Лешкина. Разобрался, Сань? Да, да, Танюш, никаких проблем. Весь ужин Таня молчала. Но мне казалось, я слышу, как она думает про эту белую аудюху. Блин, а? Скоро от газона одна табличка остается, чтобы по нему ходить нельзя. Чего делаешь? Подожди. Полиция, слушай. Здравствуйте. Я хочу пожаловаться. У нас сосед во дворе машину криво поставил. Мешает. А чего, у него под стеклом телефон нашего отдела лежал? Нет. Ну, вы же полиция. Разберитесь. Девушка, неправильная парковка, это не наша работа. Всего доброго. Подождите, подождите. Вы же обязаны отреагировать. Я так просто не отстану, пока вы не решите проблему. Молодец, молодец. Хорошо. Только мне нужно, чтобы вы помогли. Подойдите к этой машине. А сейчас, сейчас иду. Спущусь сейчас. Давай, давай. Так, я на месте. Что делать? Вас ждать? Нет, поднимите телефон кверху и машите из стороны в сторону. А долго махать? Сейчас мы спутникам сигнал поймаем и долбанем ракетой в то место, чтобы там вообще больше никто не парковался. Как свист услышите, сразу отбегайте. Вы издеваетесь? Девушка, я же вам сказал, что это не наша работа. Вот угонят эту машину, звоните. Саша, меня так заводят, когда ты читаешь. Жалко, что у нас презервативы закончились. Почему же закончились? У меня еще осталось парочку в тумбочке. Да, уже не надо. Я надеялась, ты за ними в магазин сходишь, заодно и капусту купишь. Я там щену завтра готовлю. Ну, теперь чего уж. Ой, Саша, было круто. Ой, где моя резинка? Опять слетела. На, держи, у меня. Ой, спасибо большое. Ты такой заботливый. Не, что ты, Танечка, ты просто каждый раз после секса по полчаса ее ищешь. Заставляешь меня встать, кровать перебираешь. А я, может, впрочем, устаю, Танюша. Хочу спать. Танин метод борьбы с неправильной парковкой не сработал. И я перешел к народу. Эй, мужчина! А, вы зачем на мою машину кирпич положили, а? А где? Это не я. Это он тут был. И что это значит? Что у меня на капоте стройка началась? Да я понятия не имею, что это значит, но я обязательно разберусь. Вот, вот. А вам это зачем? Вы что, здесь местный Шерлок? Ну, Шерлок, не Шерлок, а я здесь все-таки старший по подъезду. Серьезно? Простите, что я так наехала на вас. Ну, я просто думала, какой-то странный мужик стоит, фоткает. А вы, оказывается, по делу. Да, я? Оказывается, для дел. Нет, просто хочу понять, кто это, кто этот вот урод, который это все сюда положил. Когда разберусь, скажу больше так. Не делать. Спасибо. Я очень рада, что этот кирпич с нас познакомил. Мне тоже очень, очень. Да, собственно, я тут не последний человек. Любую проблему могу решить, так что обращайтесь. А мне консьерж тоже самое говорил. Алик, что ли? Смешно. Что он может там решить? Лампочку вкрутить? Это так, пешка. Нет, действительно, если какие-то вопросы, обращайтесь напрямую ко мне. Хорошо, спасибо. А как с вами можно связаться? Как вас найти? Или вы всегда здесь стоите? Всегда я здесь не стою, но вы можете записать мой номер. Меня зовут Александр. Мой номер 8-926. Таня, ты чего так разогналась? Мне кажется, велотренажер сломала. Надо быстрых километров погнать, чтобы, если что, я тут давно занимаюсь. Алло, девушка, да, здравствуйте. Скажите, я хочу узнать, когда курьер приедет? Я интервал до четырех ставил, уже шесть, я из офиса должен уходить. То есть, как это давно доставили? А я вам перезвоню. Сергеев, к тебе тут утром курьер приезжал, так я у него твою посылку забрал, чтобы ты хоть раз до конца рабочего дня досидел. Держи. Ой, Лиль, после работы еле иду. Вроде администратором работаю, а бегаю больше официанток. Офигеть! Он бы еще в подъезд заехал. Я перезвоню. Сашина идея с камнем мне не нравилась, но это уже был перебор. Офигеть! Эй! От овца, а! Еще и глухая. Да, Лешка, блин, мы с тобой в одной команде вообще-то. Еще раз подстрелишь меня, отключу джойстик. Иди погуляй пару минут. Алло. Александр, здравствуйте. Это вас Вика беспокоит. Ну та Вика, которая на капот камни складывают, помните? Конечно, помню. У меня же определитель номер есть. Что-то случилось? Да. Я только что видела, кто это делает. Вы же старше по подъезду, наверняка всех жильцов знаете. Ну, вы опишите, вот и посмотрим, всех или не всех. А, женщина такая, лет сорока, мелкая, ушастая. Куртка у нее еще некрасивая, горстичного цвета такого. Саша, это трыдец какой-то. Не знаете таких? Сейчас нет, честно говоря. Давайте, как мысли появятся, перезвоню вам. Кто звонил? А, это, так, Комаров по вопросам рабочим. Ну, короче, мне это Ауди достало. Тротуар, это еще цветочки был. Теперь на площадке стоит. Просто беспредел какой-то. Так, а, и ты решила ей, значит, камень на капот положить, да? Замечательно, Танечка, молодец. А мне в прошлый раз не разрешила. А сколько ты знаешь? Я ничего про камень не говорила. В окно видел тебя. Так, Танечка, значит, давай договорились. Ты больше к ней не лезешь. Кому к ней? На шине, Танечка, Ауди, она моя, Логан, он мой. Что непонятного? О, понятно. Надеюсь, в первый раз поймет. Ага. Танечка, у меня к тебе одна просьба будет. Ты, пожалуйста, перестань в пабликах писать о том, как нужно вести себя с мужчиной в постели. Ну, что-то такого. Завязалась беседа, я высказала свое мнение. Да? Ну, хорошо, тогда ты, по крайней мере, проверяй, с чьего аккаунта ты заходишь. Мне уже четыре парня написали. Предлагают встречаться? Нет, ты полюбуйся. Фух, с ума сойти. Ага. Это? Может, еще разок? Пятый? Ну, можно и пятый, если еще хочется. Ну, ты подожди, я хоть водички попью. Ага. Не надо, не надо. Лежи, я сейчас сам схожу за водичкой. Так, Сергей, подожди. Чего? Я не поняла. Я пришла с работы, ты на меня набросился. Сейчас не пускаешь на кухню. В чем дело? Это-то... Блин, я там это... Короче, мясо забыл из морозилки вытащить, как ты просила. Он решил тебя отвлечь маленечко. А он там сейчас в водичке лежит, размораживается. Скоро будет. Саша, я красиво накрасилась? А нам сколько до выхода? Десять минут. Тогда красиво. Так, я перекрашиваться. Не подходит. А тебе когда систему переустановили? Да сегодня утром. Меридиан попробуй. Да пробовал уже. Один, два, три, четыре, пять. Ну, не подходит. Ну, не знаю. Слушай, иди уж, вы кому раз просею, какой тебе пароль поставили. Да, конечно, сейчас. Чтобы он понял, что я в три часа дня только компьютер включил. Пять налей. Может, шесть? Может быть, шесть. Неа. Алло. Тань, слушай, я тебе вторую часть случайно из рецепта апельсинового пирога скинула. Я сейчас тебе полностью правильно для этого супа пришлю. Да? Ну, давай. А то я сразу заметила, что что-то не то. О, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Что, повезло вам. Последнее свободное место урвали. Да, да, это точно. Сегодня на час раньше домой вернусь. А мне уже в восемь выезжать. Ну, если, конечно, до этого времени припаркуюсь. А, да. Послушайте, а вы можете, вы можете встать прямо вот здесь. Да, да, можете подпереть меня, я выхожу только в девять. Серьезно? Да. Спасибо вам большое. Да, да. А вот теперь мне понятно, почему вы старший по подъезду. Что вы? Пожалуйста. Спасибо. Саш, смотри, каких лебедей из шин мой папа для сада сделал. Что, не понравилось? Понравилось. Только я им летнюю резину привез, потому что нам ее хранить негде. А не потому, что она нам не нужна. А так понравилось. Таня, что это такое? Это что такое? Мы договаривались не брать из отложенных на отпуск денег. Это напоминалка. Ев, ну у меня же выходной. Скажи, что ты случайно в кармане набрала. Извини, но надо срочно приехать в кафе. Я вызвала сантехника, ключетка электронная у тебя. Сможешь им открыть? Хорошо встаю, но теперь звук буду, Наноч, выключать. Ну-ка. Да ладно! Все в нашу машину! Здравствуйте, а папа забыл телефон, он уже уехал на работу. Пап, я все правильно сказал. Правильно, Алеша, молодец. Только папа забыл рассказать, как отключается громкая связь. Алло, Вячеслав Григорьевич, здравствуйте, ЕТ. Да мы-то играемся с Лешкой, конечно. Я уже, уже еду. Да, да. Все отработаю, конечно. Сначала мне пришлось бежать до метро, потом вызывать такси до кофейни. Так что домой я возвращалась уставшая, злая и пешком. Ты что, больная, что ли? Куда выскочила? За автографом, к мастеру парковки. Тебе вообще, что ли, на людей плевать? Вот только не надо тут трагедию раздувать, а? Что надо? Мне надо, чтобы ты парковалась нормально. Все, женщина, я услышала. И весь район тоже услышал. Давайте уберите ваши ручки, дайте проехать. Ничего, постоишь. Тебе не примыкать чужие машины подпирать. А мне старший по подъезду разрешил. И, между прочим, за камень он с вами разберется. Я видела, что это вы его туда кладете. Какой еще старший по подъезду? Очень странно, что вот такая вот, как вы, его не знает. Ну, ничего, скоро познакомитесь, он вас уже ищет. Давайте это. Танечка, а ты, ты почему не дома? Неважно, кто у нас старший по подъезду? Я? Я один, не знаю. А он вообще существует? Это он этой дуре губастой разрешил так парковаться. На этой белой тачке, оказывается, малолетка вот с такими подушками безопасности ездит. А-а-а, серьезно? А я думал, это мужик, вот это новости. Да, ну ты что с ней там поговорила? Еще как поговорила, даже не знала, что я так орать умею. Молодец, Нанюша, и правильно. А теперь забудь, и все. Я уверена, она больше сюда не сунется. В соседнем дворе будет парковаться, да? Ну и все. Переделай, пожалуйста, отчет. Это никуда не годится. И сделай это до того, как пойдешь на обед. Уж будет добра. Спасибо. Ты же сказал, что он все хорошо сделал. Да неудобно получилось. Я, походу, его лазанью замороженную съел. Надо его занять чем-то, пока не заметил. А я пока в магазин сбегаю. Саш, а какие лучше взять? Так, вот эти не бери. Эти бери. И мицеллярку, это тоже не надо. Она кожу сушит. Спасибо. Откуда он? Да ему Комаров обед в одно время с бухгалтерами поставил, чтобы он по два часа вместо работы с коллегами не болтал. Теперь только слушает. Какой он сказал мицеллярку не брать? Да-да. Саш, а ты не видел мои сережки? Такие вот круглые, золотые. Так ты же сказала, ты их больше не носишь вроде. Сергеев, где они? Сейчас. Вот. Просто эти зацепки все потерялись, и я вот. Я думал, что детектив про камень и неправильную парковку закончился. Но меня ожидало продолжение. Тать, ну вот весь рукав белый, а? Ну, сорок минут перед зеркалом просто так, что ли, стояла? Ой, не заметила. Ну, знает же, что дорогая вещь. Нельзя так с ней. Офигеть. Офигеть. Как быстро вы эту истеричку ушастую поймали. Чего? Это... Ничего, попалось? Будешь мне еще камни на машину складывать? Ну, что не будет, девушка, не будет, не будет. Вы, пожалуйста, езжайте уже. Нет, Александр, а пусть она мне сама ответит. А откуда она твоими знает? Я не знаю, откуда. Чего она знает? Да просто повезло, угадала. В смысле? Я Вика. А? Ну, Вика, которую на капот кладут. Ну, бывает, бывает, девушка кладут на капот. Таня, все, пойдем по лестнице. Так стоять. Вы что, знакомы? Нет. Ну, конечно. Это же Александр, старший по подъезду. А, а что такая легенда слабенькая, почему не бизнесмен? Какой старший по подъезду? Вы все неправильно поняли. Я просто сказал, что я живу в этом подъезде, девушка. И я старый, ну, в смысле взрослый. Ну, помолчи. Что он тебе еще рассказывал? Ничего. Телефонами обменялись. О, как. Так все, я не могу. Я на работу опаздываю. Стоять. Я? Ключи от машины все равно у меня. На метро поеду. Танюш, ну ты хотя бы намекни, зачем мы сюда пришли. И можешь дальше не разговаривать. Наказание я тебе придумала. Догадываешься, какое? Это, телефон тебе новый купить. Хорошо, давай купим. Только, ну, не дороже 30 тысяч. Больше просто нет на карте. Спасибо. Ну, вообще, мы приехали номер менять. Тебе. Ну, что ты? Ну, что ты номер меняешь? А мне зачем новый номер? Чтобы ни одна швабра губастая его не знала. У меня же к симке все банковские карты привязаны. Бонусы всякие. Ну, я только неделю переоформляться буду. Чего страшного? Тебя же из должности старшего по подъезду сняли? Ну, вот времени у тебя полно. Так, ходят, подходят. Ну, давай хотя бы красивый возьмем. А то здесь ни одна цифра не повторяется. Запомнить невозможно. А ты что, кому-то диктовать собрался? Нет, никому. Молодец. Так, мне еще нужно в машину карточку под стекло записать мой номер. Зачем твой-то? Твой зачем, если я на работе машину оставлю? Ничего страшного. Мне позвонят, я перезвоню тебе, и ты спустишься. Пока. А, рейтинг Форбс? Ты уже там? Ты всего лишь на одну строчку выше меня в Форбсе. Да, но меня печатают на той странице, которую еще читают. Ладно, мне этого упыряне жалко. Через неделю я буду сверху. Ну, ты понял, в каком смысле? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Папа не знал, сколько денег ему нужно для счастья. Поэтому на всякий случай пытался заработать все. Что делаешь? Я с таким серьезным лицом обычно коммуналку оплачиваю. Смотрю, какой у нас прожиточный максимум. А, рейтинг Форбс? Ты уже там? Листай вниз. Ниже, 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 ниже. У меня пальцы уже устали. Папа, да ладно. Двести первое место. Поздравляю. Это, это как, как триста первый, да? С чем поздравляешь? Тебя на работе с новым степлером. Поздравляю? Достижение примерно одного уровня. Папа, ты, ну-ка, ты серьезно? Двести первое, это же, это же круто. Тебе до Абрамова всего десять миллионов осталось. Девять миллионов сто семьдесят пять тысяч. Которые за неделю все равно не заработаешь. А там дедлайн какой-то? Деньги в мире закончатся? Нет, свежий Форбс выйдет. Он как флюорография раз в год обновляется. В общем, у меня неделя, чтобы заскочить в топ-двести. Если заработать уже не успеешь, смысл переживать. Есть, конечно, способ опогнать Абрамова. Он меня раньше кидал, часто, по мелочи. Верну ему должок оптом, так сказать, за один раз. И, я так понимаю, способ не совсем честный? Как и сам Абрамов. У него фишка есть. Чем больше денег со сделки отмыл, тем круче тачку покупает. И много у него таких отмытых тачек? Да столько же, сколько в области непостроенных школ и поликлиник. Ладно, мне этого упыря не жалко. Через неделю я буду сверху. Ну, ты понял, в каком смысле? Да. Прикольно. Слушай, еще портретик не сделай. Извините, может, вы гостей начнете фотографировать? Да, извините, я фотоаппарат настраивал. Дай, мне реально надо работать. Давай я завтра приду, тебя поснимаю нормально. Михаил! Да, иду. Извините, вы Александр? Да, я, я Александр. Я, Ольга, вы мне по поводу найденного кошелька звонили. Да, да. Вы сорок минут назад должны были еще прийти. Вот ваш кошелек. Спасибо. Только там на полторы тысячи меньше. Почему полторы? Мы же суммы вознаграждения тысячи обговаривали. А потому что я посреди торгового центра с ребенком. Он шарик увидел, клянчит. Попкорн увидел, клянчит. Сидели мы тут за вас, значит, и вы платите. Все, пойдем, Алешка. Отойдите, пожалуйста. Спасибо. Сашуль, я дома? Ой. Танюша, Танечка, ты у меня такая секси сегодня. А может быть, мы в коридоре, а? Ой, Сашульечка, слушай. Да я что-то не хочу в коридоре, понял? Лучше в спальню. Ну ладно, тогда в следующий раз. Почему? Мы просто с Лешкой сегодня там игрались и, в общем, светильник разбили в гостиной. Так что коридор был моим единственным шансом, пока ты не разозлишься. Ну что там происходит-то? В шесть утра, блин. Застали. Эй, ты не обнаглел? Вообще люди еще спят. А мне ехать надо. Меня какой-то козел подпер и номер не оставил. И что? Из-за него весь дом должен страдать? Вообще, если так спешишь, такси бы уже давно вызвал. На время посмотри. Мозгов вообще нет. Леш, слушай, ты не выйдешь, не отгонишь машину. А то я наорал на мужика, а только потом понял, что это я его подпер. И напомни днем купить батарейки для пульта от сигнализации. Вячеслав Григорьевич! Вячеслав Григорьевич, прошу прощения. Я по поводу Титова хотел поговорить. У него там в этом месяце 14 часов переработок. Вы можете по пробуску посмотреть. Может, мы ему какую-нибудь премию организуем? Сергеев, я в курсе, что ты его на ночь случайно в переговорке закрыл. Так что лично решайте эти вопросы, а не за счет компании. Таш, привет! А тебе какая блузка по фотке больше понравилась? Розовая или зеленая? Таня, ну я даже не знаю. Дай мне минуточку подумать. Ну, с одной стороны... Сергеев, ты на сайте магазина цены ищешь? Кто? Сергеев. Все, ладно, бери розовую. Спасибо. Александр! Да-да? Добрый день. Добрый день. У нашего фитнес-клуба для вас специальное предложение. Да? В следующий вторник к нам приезжает фотограф и будет снимать для спортивного журнала... А, я понял. То есть, вы хотите, чтобы я попозировал без проблем? Не совсем. Вы могли бы в этот день в клуб не приходить. А мы вам абонемент на месяц подарим. Что ты... А вместо абонемента можно протеиновые батончики? Да, пожалуйста. Спасибо. Здорово, Санюк. Привет. Чего это ты решил лифт помыть? Ну, просто в чистом-то приятнее как-то. Вроде каждый день ездим. А ты откуда узнал? Ну, так камеру установили. Я теперь все вижу, что там происходит. Ясно, ясно. А это давно установили-то? Так сегодня? Ну, пока до четвертого подъезда, а завтра во всех уже будет. Ясно. Ну, давай. Ладно, давай. Алло, Танюш. В общем, наш сегодняшний секс переносится в шестой подъезд. Да. Сейчас пойду его мать. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok А у него сейчас здесь встреча. Официант! Да более знакомый крик. Сильвестр. Герман Викторович, извините, я пытался его убрать. Это же Сергеев. Многие пытались исчезнуть. Стой! Я еще не расплатился. А, Силя, я тебя умоляю. Я малоимущих не обираю. Мне подачки не нужны. Ты всего лишь на одну строчку выше меня в форте. Да. Но меня печатают на той странице, которую еще читаю. Сильвестр Андреевич, освобождай поляну. Керпельман развелся. Сейчас будет сидеть на твоем месте и входить в такое же состояние. Керпельман развелся и ушел от жены к тебе. Не буду мешать. Вы хоть свечи зажгите, романсик. Смешно, Силя, смешно. Ну, как мое представление смотрелось? Заметно было, что симулирую? Очень правдоподобно. Мне даже иногда казалось, что вы, правда, пьяный, как свинья. Окуляры настроим, чтоб меньше казалось. И за папкой следи. Так. Открыло, листает. А что-то фотографирует. Отлично. Подождем. Пускай снимет со всех сторон свое банкротство. А ты чего вернулся, Силя? На пассажок забыл выпить? По тебе соскучился. Папочка тут вот моя. Вот эта, что ли? А что у тебя там? Бумаги с работы наворовал? Благодаря этим бумагам скоро ты ко мне будешь в ресторан бегать. На собеседовании. Понял? Смотри, как романтично. Они столько лет вместе и даже в магазине за ручки ходят. Да что мы как эти за руку идем? Потерпишь. Так мне придется краснеть за тебя. Да я уже поклялся, что не буду развесные сладости есть. Ты всегда обещаешь. И постоянно попадаешь с сотрудником. Не умеешь аккуратно их объедать, будешь со мной за ручку ходить. Ну-а-а. Нет, Сергей, я передумала. Я с тобой в карты на желание играть не буду. Да ну ты чего, Танюш, это вообще тут ни при чем. Я просто так смотрел мимоходом. Саш, сходи в магазин, купи чайник чаю. Сейчас Катя придет, а я пока в ванной полежу. Хорошо. Что-то забыла выключить. А я тут это... Так иди и все доставай. Таня, это что? Это как гель для депиляции? Да. А почему он на полке с шампунями стоит? Ну ничего же страшного не случилось. Ты же им голову не успел помыть? Голову не успел. Но я не только голову шампунем мою. У меня теперь нога и попа лысая. Дай сюда. А я еще думаю, что он такой довольный, сосредоточенный, старается как-то аккуратно все делать, а он на время секса футбол слушал. Танюш, да ну извини, правда, ну бывает, там принципиальнейший матч. Ну извини, пожалуйста. Мама, а что, ты сегодня за рулем? Да. Папа по дороге договор должен дочитать. Угу. На сегодня у папы было запланировано два дела. Подняться в рейтинге Форбс и хорошенько это отметить. Доброе утро, Генчик. Ну что, тебе 50 или с твоим весом можно сразу 200 налить, а? Серьезно, Андреич, я же на работе. Ой, в честь моего успеха даю отгул. На обед, а? Там как бы это, не совсем успех. Я посмотрел на сайт, и вы все еще на 201 месте. Ф5 нажми, обнови страницу. Да я уже два раза перегрузил, ничего не изменилось. Абрамов он наоборот 7% набрал. Не понял. Я ему схему эту левую так подробно расписал, он же в ресторане на нее клюнул. Да, алло. Доброе утро, Силя. Уже видел табличку? Держись. Не люблю смотреть на стариковские слезы. А, я не понял. Ты что, сайт-хак? Нет, мы просто с моими юристами внимательно твой дешевенький вброс изучили. Ты его что, за своей домашней гориллой заставлял, что ли? Не побялся, значит? Нет, конечно. Поначалу просто хотел забить. Потом кое-какие расчеты подкорректировали, риски подсчитали. И в итоге нарисовался вполне себе вменяемый бизнес-план. Немцы даже предоплату внесли. Не думай, что твоя папочка мне столько бабла принесет. Это что, я сам себя кину? Ну, типа того. Кстати, по традиции, после сделки взял себе новую тачку. Блестит, как твоя лысина. Вот, полюбуйся, когда ты все такое увидишь, Силя, а? Германа, ты где? Лучше бы я в столб въехал. Сильвестр, я перезвоню, если мне позволят. Кого это он горилла назвал, а? О, Саня, привет. Здорово. Смотри, я купил себе контейнер, а то у нас с тобой одинаковые были. Ты надоел их путать. Слушай, извини, уже неудобно было. Нет, все, все, больше правды нет. Запомнил. Свой погреешь, мой поставь, ладно? Договорились. Алло, Танюш, слушай, я тебе там фотку контейнера скинул, посмотри, где такое купить. Да, просто коллега себе такой же взял, говорит, очень удобный. Спасибо. Да, Танюш? Саш, угадай, что я тебе купила? Ремень, как я просил. Правильно. Ну ладно, пока. Давай. Все, узнала. Ремень он хотел. В следующий раз записывать буду. Вообще вспомнить не могла. Так, слушай, блин, руки все в этой краске. Возьми, посмотри, кто там. Не определен? Это, наверное, со спортбара звонят, подтвердить бронь. Ответь. Да, Сергеев. Да, конечно. Десяти с десяти. Все очень качественно. Нам с женой понравилось. Спасибо, до свидания. Чего, с какой женой? Саня, это опрос был. Насколько сильно вам понравились товары из секс-шопа «Яблоко Адама»? Ага. Это вы с Танейкой так на днях зашли чисто поржать. Ну, чтобы не подумали, что мы чисто поржать, купили там наручники простенькие. И за то, что вы в прошлом месяце купили товаров на семь тысяч, вашу золотую карту поменяли на платиновую. Ну? Поздравляю. Если в офисе узнают, считай, ты уволен. Понял. Что, в инсту? Нет, фотку для коллажа я делаю до и после спортзала. А, прикольно. Месяца через три сделаешь после? Вообще, я сейчас сделаю после, а до делал два месяца назад. А, ну да, заметно же. Танюш, ну ты что, так и будешь дуться на меня? Я с тобой на квест больше никогда не пойду. Ты, оказывается, знаешь все европейские страны, где легализована проституция. А вот Миша молодец, он не знает. Офигеть. То есть я три очка выиграл, помог уровень пройти, а молодец, Миша. Мы с тобой в Европу никогда не поедем. Ну? Ирина Николаевна. Да? Простите, а вы не скажете, почему князя вы всех пригласили на день рождения Сережи, а Алешу нет? Они разве не дружат? А вы знаете, за Сережу мама пришла. Вы можете у нее лично спросить. Я, кажется, догадался. Я ее несколько раз бабушкой Сережей назвал. Угу. Сергеев, а балкон? Ты только половину разобрал. Так я сейчас пивка попью и доделаю. Как раз отстоится, пока ты будешь убирать. А мне обязательно этот мультик до конца досматривать? Конечно, обязательно, Танечка. Я вообще думал, ты знаешь, кто такой Марио. Давай, там он в конце принцессу спасает. Смотри, смотри. А то он с игрой не получится. Усталость какая-то, постоянная раздражительность, недосык. Тогда я назначу вам этот препарат два раза в день. А дорогой препарат? Ну, тысяч четыре. Это хорошие немецкие свечи. То есть как это? Четыре тысячи? Так еще и два раза в день туда вставлять? Ну, в общем-то, да. Да. Ну, что тебе прописали? Прописали ложиться пораньше. Саша, когда я предлагала секс на парковке, я думала, что это будет как-то дольше и романтичнее. Танюша, прости, пожалуйста, что-то я переволновался, как пацан. Ну, сама понимаешь, атмосфера, экстрим, парковка. Поехали. Успел. В смысле успел? Сергеев, ты что, специально во время этого торопился, чтобы за парковку не переплачивать? Тань, да у них здесь парковка триста рублей частое. Ну, триста! Так, все, не обсуждается. Гриша, привет. Привет. Че, как дела, поправился? Да все хорошо, денечек отлежался и простудок, как и не было. Ну, отлично, хорошо. Слушай, а можно твой градусник? Ну, конечно. Не-не-не, не сбивай, не сбивай. То есть, Комар тебя с 37,8 отпустил, да? Ну, да. Спасибо. Да он меньше меня, вон, два раза. Дричь. Ага, а из хобби никакого спорта. Только чтение и рисование. Значит так, Алешка, если еще раз к тебе подойдет тот мальчик и толкнет тебя, или заберет твою игрушку, сразу давай в сдачу. Угу. Ага. Если что, я с этой папой как-нибудь справлюсь. Папа, наконец-то обогнал Абрамова в рейтинге Форбс. И, похоже, сделал это сразу на несколько лет вперед. Группный скандал разгорается вокруг предпринимателя Германа Абрамова. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Все его активы на данный момент заморожены. В отношении Абрамова уже возбуждено порядка десяти уголовных дел. Я взял расследование под личный контроль. Так что в его прозрачности и тщательности можно не сомневаться. Лучшая короткометражка. Семь раз пересмотрел. Семь раз пересмотрел. Андреевич, свежий выпуск. Я не смотрел, хотел, чтобы сами. Ну-ка, давай сюда. Так. Не понял. Как 201-й? Вон, тут опечатка, видите? 52-й и 53-й места. Карпельман два раза. Не опечатка это. Он жене после развода половину отдал. Не могли потерпеть и развестись после выхода журнала. Сергей Стан Андреевич, вы куда? Куда все бедные ходят? На завод работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В институте сложнее всего списать у старого и опытного преподавателя. Но я никогда не боялась трудностей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Привет, Кристинка. Привет. Аккуратнее лекции переписывай. Тебе по ним еще по пересдаче готовятся. Очень смешно. А ты что такая веселая? Вместо билетов анекдоты учила? Да потому что, считай, я уже сдала. Смотри, что у меня есть. Вишневый? Зря. Апельсиновый лучше в экономике разбирается. Супер. Ты не заметила? Значит, препод точно не спалит. Почему? Я заметила. И психиатр тоже, думаю, заметит. Ты на состав посмотри. Состав сока за 40 рублей тебе только химию поможет сдать. Явно не макроэкономику. Вот. Формулы и теория мелким шрифтом напечатаны. Мне в типографии даже скидку сделали за изобретательность. Офигеть. Ага. Да он у меня и меня. Короче, в нем витаминов столько, что мне хватит семестр со стипендий закончить. Давай. А ты что, я же на шоколадке напечатала? Да нет, это с черникой для зрения полезно. Ну, мне завтра еще мелкий шрифт читать. Сама понимаешь. Возвращаю. Удачи. Александр Солестрович. Здрасте. Мы с Анной хотели отброситься у вас в пять. Билеты в театр купили. Завтра отработаем. Можно? Ну, если завтра отработаете, можно. Идите. Спасибо. Гриша, задержись на минутку. На вот, возьми. Саня, ты что? Мы же просто в театр. Да и у меня есть вообще-то. Поезд будет запасной, если лучший юрист. В декрет идет? Я тебя уволю. В театр, а вот. Это высокоэффективная программа для максимально быстрого достижения результата. Активные нагрузки в течение всего занятия. Ни минуты без движения. Тяжелые веса. Также при первом посещении вам дается специальная диета как раз под ваш запрос. Скажите, а какие дни есть свободные? Новая группа только набирается, поэтому любое удобное для вас время. Любое удобное. Хорошо. Спасибо. Ну что, узнал про новую программу? Узнал, Танюшка. Очень популярная программа, поэтому мест нет вообще. Я как-нибудь по старинке. Ой, Саш, смотри, какая миленькая уточка с утятами. Да-да, миленькая. Подарите девушке розы. Танюша, пойдем мы уже отсюда. Давай, пойдем. Саша, мы только пришли. Да? Тогда давай это, постоим, посмотрим на озеро, на солнышко, как оно отражается. Саша, ты мне такой романтик. Ну ладно, чего ты, не смущай. Подарите девушке розы. Чтобы у меня получалось соблюдать Танины диеты дома, приходилось заказывать пиццу на Катин адрес и спокойно есть там. Да, здравствуйте, девушка. Вы не положили бесплатную колу за баллы? Заказ на имя Александра Сергеева. То есть, как это моя жена позвонила и аннулировала бонусную карту? Как? Да, давайте оформим мне новую. На имя Екатерины Шумаковой. Угу, спасибо. Да, Танюш, долго? Так я это, искал самый свежий йогурт на трех, на трех стеллажах. Да? Угу. Сейчас, скоро буду. Ага. Танюш, да ты не злись так, купим мы тебе эти сапожки. А что ты взял, что я злюсь? Ты просто так на весы давишь, там 30 килограммов показывает. Да ну правда, купим. Ну, Сашуля, зачем ты постельное белье гладишь? Всегда и без этого нормально спали. Да я как-то просто решил попробовать. Молодец. А я уже ванну сама почистила. Так что помогать уже не нужно. Угу. Танюш, слушай, так если мы на неглаженном раньше нормально спали, может, и... Гладь давай. Блин. Танюш, как классно, сертификаты на впечатление, это же такой крутой подарок. Можно выбрать все, что хочешь. Да. Ну-ка, ну-ка. О, гонки на выживание, давай пойдем? Я давно хотел. Да? Да, мне кажется, шумно и бензином воняет. Ну, ладно, давай. Полет на авиатренажере. Тоже очень круто, по-моему. Блин. Саш, да ты каждый день в приставку играешь, это же то же самое. Тогда мастер-класс по фехтованию? Ну, не знаю. А что ты хочешь? Смотри, вот тут семейные фотосессии есть. Вот тогда в следующий раз сразу ее и дари. Понял. Таня, сегодня твоя очередь с Лешкой уроки. Что делать? Чего? Я не слышу. Вода включена. Какая вода? Саш, ты что офигел? Где сок? Откуда я знаю? У нас Таня за продукты отвечает. Саша, блин, я поняла, что ты у меня был. У меня весь диван пиццы провонял. Тихо, что ты кричишь? Таня сейчас услышит. Знать тебе вон сто рублей, купи себе две пачки сока, а там еще на моральную компенсацию жвачкой останется. Саша, блин, мне нужен мой сок. На нем шпоры были на коробке. Как я теперь экзамен сдам? Где он? Коробка, коробка. Это здесь, рядом. Только давай быстрее, пока не очень глубоко. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый, добрый, добрый. Всего доброго. Вот здесь твой шум. Или в этом. Блин, я не помню. И? Значит, лезь в оба. Кать, ты в следующий раз не оставляй свои вещи без присмотра. Вот так. Какие продукты у себя в квартире? Сейчас. Слушай, я... Вот, Таньке, мясо в супе за пять секунд вылавливаю. А пачка сок это вообще не проблема. Сейчас найдем. Ага. Она? Капец. Она вся мятая, еще и рыбой воняет. Как я ее на экзамен возьму? Фу, блин. Так давай новые напечатаем, а? Блин, надо было это предложить еще до того, как я сюда залез. Угу. Вообще-то не вариант. Типография уже закрыта. Открывается она в десять. Экзамен в восемь. Еще пока они сделают. Ладно. У тебя беспроводные наушники есть? Есть. Это что, там наушники еще нашел? Да нет. Давай я тебе завтра билет продиктую. Ну, а что, у тебя вон волосы длинные. Препод вообще не заметит. Ну, поскольку все мои варианты сдать экзамен гниют в мусорке, то давай. Ну, вот. А что, тебе на работу не надо? Надо, надо, но... Я комару скажу, что опоздаю. А? Только это... Таня, про пиццу ничего не рассказывай, ладно? А то я за чипсы на балконе и так на две недели секс лишен. Руки. Сашуль, такое дело. Мы сейчас сидели, Лешка книжку читал. Тут на стул муха села. Но он ее книжкой и прихлопнул. Молодец. Это я его так учил. Вот. Просто книжка электронная была. Здравствуйте. Это Татьяна Сергеева, мама Алеши. Мы тут за уроки сели. А в дневнике написано, что все десять параграфов надо выучить. Понятно. Спасибо большое. До свидания. Сергеев, это ты в дневнике параграфы дописал? Тань, ну ты бы за сериалы свои села. А у меня тут реально решающий матч. Ну, ребята бьются. Понятно. Таня. Таня. Таня! Ну, это же знание, в конце концов. Тань, может, все-таки откроем окошко? Очень душно. Ладно. Но больше вечером денег Альберту не занимай. Ладно. Лучше потерплю. А скотина. Алло, Саш, алло, алло, прием. Тебе меня слышно? Саш, проверка связи. Да работает все, просто жевал. Кстати, Кать, конспект красиво написан, молодец. Спасибо, целый семестр специально для тебя старалась. Понял, препод пришел. Доброе утро. Или, может быть, кому-то больше нравится здравия желаю? Сейчас узнаем. Боевой дядька. Перед сном, наверное, отчисленных пересчитываешь? Я что-то смешное сказал? Нет, извините, это у меня нервное. Кать, ты давай там аккуратнее. Ой, фух, устала. Многовато, конечно. Но зато мусорные пакеты можно год не покупать. Так что, считай, сэкономила? Осталось только придумать, как ты все это домой пронесешь. Ну, хотя ты столько накупила, что тебе можно на улице до зимы жить. Все нормально, у меня план. Какой? Задушить Сашу вот этим чеком? Ну, вообще-то, мы с тобой вот для этого в магазин нижнего белья заходили. Надо только переодеться. Надену, а сверху новым плащом закрою. Сашку отвлеку, а пока он там будет на кровати обалдеть, быстренько все пакеты в шкаф уберу. Да, ну ты плащ не покупала. Ну, теперь придется. Отлично. Отлично. Ну, Шумакова, тяните билет. Они все одинаково сложные, если не учили. Билет номер девять. Экономические формации. Прекрасно. Диктую ответ на первый вопрос девятого билета. Если будешь не успевать, кряхти. Значит так. Общественно-экономические формации бывают нескольких типов. Нескольких типов. Первая. Капиталистическая. Вторая. Коммунистическая. Третья. Саша, не так. Феодаль. А у меня для тебя сюрприз. Тань, я сейчас не могу, у меня важный звонок. Важнее этого? Третья, твои две недели без секса закончились, освобождаю тебя условно-досрочно. Так, нет, это, это, это по работе, это по работе. Ничего не знаю, ты дома, а значит сейчас я, твой начальник, пообщайся лучше с ним. Ну ладно, подождите две секундочки, у меня сейчас. А, я сделаю все, что ты захочешь. А, нет, конечно. Я. Хорошо. Очень хорошо. Хорошая. Шумакова. У вас все нормально? Да, Саша, да. Да, Саша, ой, извините, Владислав Евгеньевич. Ой. Да. Ой, ну хорошо. Не оставайтесь, пожалуйста, прошу. Шумакова, это у вас. Свереныш мой. Да-да, быстрее. Таня, подожди, я в трусах забылся, подожди, я. Шумакова, вы обнаглели? Это что за порнография? А ну-ка, собирайте вещи и вон из аудитории. Да это вообще не то, что вы подумали, я просто хотела списать билет. Я сказал, вон. И на пересдачу голос и пучок, и на столе только лист бумаги, а вторичка. Все, Танька, я устал. Давай теперь ты и сверху. Давай. А вот так вот, Вячеслав Григорьевич. Потому что я за свое дело, извините, отвечаю. У меня ребята пакивают, а вы зарплату поднять не можете. Все, я все сказал. Нет, разговор о коне. Сань, ну что я сказал? Чего там же ничего не сказал, что не было. Не видишь? Ничего не сказал. Ни в какое. Я, мужики, извините, но сделал все, что мог. Ясно. Просто несли. А вы что здесь стоите? Работаете? Ребята, чего у вас стоят-то? Работаем, работаем. Работаем, работаем. Вячеслав Григорьевич, извините. Пойдем. За это нас и ценят на рынке страховых услуг. Вот прошу, ознакомьтесь. Знаете, а мне сегодня звонили из другой страховой компании с более выгодным предложением. Предлагают скидку 30%. Да ладно. А что за компания? Просто я еще свою машину не застраховал. В смысле, мы надежная компания с многолетним опытом. И вы платите за качество. За это нас и ценят на рынке страховых услуг. Сань, ты что делаешь? Сейчас, подожди. Сань, ты Комарову отправил? Я знаю. Я ему и планировал. В смысле? Сейчас, подожди. Может, пораньше отпустят? Учись. Когда я перезвонил Кате, было уже поздно. Естественно, Таня узнала про Катин сок и про мою пиццу у Кати. В общем, вечером меня ждали две очень злые женщины. Смотри, даже не задержался нигде. Не бойся, без тебя ругаться не начнем. Девчонки, я быстренько в туалет, а то что-то по дороге приходило. Стоять, Сергеев. Мы дольше терпели. Опять пиццу по вечерам наворачиваем. Катя, уже договаривались. Да? А секси по телефону? Мне теперь Таня стыдно в глаза смотреть. Не волнуйся, Катя, этого больше не повторится. И у тебя Сергеев тоже. Кать, ну ты же прекрасно понимаешь, но я не хотел. Странно. А по телефону казалось, что очень хотел. Слушай, давай так. Я помогу тебе подготовиться и перестать. Как? Выучить уже не вариант. Мы даже с тобой список вопросов прочитать не успеем. И списать тоже никак, потому что препод теперь будет за мной следить. Слушай, может, ему взятку дать? Давай ему взятку дам. Пусть дядя купит себе новый пиджак, чтобы студентов отчислять. Он не берет. Вот мой одногруппник Валера может подтвердить. Правда, придется ехать в воинскую часть где-то под Воронежем. Да. Так, стоп. А может, у вас на курсе есть какие-нибудь халявщики, которых препод весь семестр не видел? Ну, есть один Рябов, КВНчик. Помнишь, он на 1 сентября на линейке что-то пробурчал в неработающий микрофон? Его с тех пор вообще никто не видел. Бинго! Есть идея. Офигеть. Что, думаешь, силикон? Да какой это силикон? Это же жидкие гвозди. Кто на силикон такую полку садит, сразу отвалится. Блин, я забыл, что Таня дома. Сорян. Силикон. Саш? Саш? К нам сегодня мама Якушина придет. Надо будет подарок директора обсудить. Ну, Якушина, а, Якушина, хорошо. Мы встречу перенесли, в кафе с ней вдвоем сходим. Почему? Ты трусы свои с батареи снял и Майку бы с пятен надел. А тебя обычно для этого неделю нужно упрашивать. Да, и за костюмами для утренника я с ней сама съезжу. Еще и книгу взял. Танюш, ты все? Больше в ванну не пойдешь? Нет. Хорошо, я тогда в ванну пойду спать. Подожди, тогда я в ванну пойду. Косметику смою. Ну, просто я думала, что мы не сразу спать ляжем. Подожди, подожди. Сколько это стоит? Что, лифчик? Да. Да, 500 рублей. Такой ножок. Сергей, блин! 3000 он стоит, предупреждать же надо! Как 3000? Как 3000? Таня, блин! Таня, ну ты что, не слышишь, холодильник пищит. Ну там столько продуктов пропасть может. Вот именно. Это тебя лучше любого будильника будет. Давай, одевайся, ты опаздываешь. Шумакова. Надеюсь, в этот раз без секс-инструкторов по экономике справитесь. Справлюсь. Здравствуйте. Рябов моя фамилия. А зовут меня, когда грустно и скучно. Я КВНчик. Проходите. Рябов. Так я смотрю, вы ни на одну лекцию мою не дошли. Ну так по расписанию только электрички ходят. Тяните билет, Рябов. О, билет. Опять как в электричке. Мы с вами целый номер написали. Девятый билет. Что ж, берите листок, ручку, присаживайтесь и готовьте. Да, обязательно. Там только восемь, а у меня пятнадцатый. Шумакова, вы ничем дельным друг другу не поможете, только одинаковых ошибок наделаете. Вы про кредит на свадьбу и ипотеку? Рябов, вы сегодня замолчите или нет? Да, да. Позвольте я кофту сниму, а то у нас вроде случай на экзамене, а я как будто на банщика учусь. Зачем они ремонт делали? Вообще ничего не изменилось. Еще и на месяц закрывались. Да, здесь не было никакого ремонта. Блин, Сергеев, а? Еще и табличку где-то о закрытии нашла, чтобы сфотографировать. Само-со-со. Ну и вот. Короче, я на основной вопрос ответила, а потом он мне начал по всей твоей спине гонять. И прикинь, пятерка. Да. Надо мне почаще пиццу есть, тогда вообще весь учебник на спину поместится. Офигеть, конечно. Подожди, а как так получилось, что ты Зарябова на тройку сдал? Короче, мне билет попался, который я тебе в прошлый раз диктовал. Я на ММА хожу. Слыхал про такое? Ребят, я... На, разминась. У меня, кажется, Кадык сместился. Посмотри. Субтитры подогнал «Симон»! КОМАРОВУ КОМАРОВУ На работе подходило время ежеквартальной премии. И в такие дни Комарову я делал больше комплиментов, чем Таню. Самый лучший босс, не сильно занят? Заходи, Саш. А что это у тебя за пакет? Чехол для шаурмы купил? Ну почему? Нет. Это мне клиент подарил ваш любимый коньячок, и я решил вам его занести. Сергеев, я с подчиненных дань не собираю. Ну что вы, зачем сразу дань? Я подумал, может мы его вместе, так сказать, в неформальной обстановочке потребим, поболтаем. На бирже труда поболтаешь. Там обстановка максимально неформальная. Так что, пока я тебя не уволил, прячь коньяк, иду и работать. Хорошо, хорошо. Ой, Вячеслав Григорьевич, представляете, заказал пиццу, одну бесплатно привезли. Ну, очень вкусная, но мне много. Берите. Не пытайся скидываться, не буду. Да нет, нет, ну что вы, я бесплатно. Берите, какая вам нравится. Вот большая мясная или поменьше, но тоже мясная. Никакая мясная. Давай со своими ароматами по лестнице прогуляйся. Аппетитно гуляй. Вячеслав. Там что, лифт сломался? Комаров там сломался. Дедочка, вы знаете, что с тем? От коньяка отказался. От пиццы тоже. А, так Вячеслав Григорьевич перешел на ПП и ЗОЖ. В общем, на все аббревиатуры, где есть правильное и здоровое. Интересно. Я заметил, конечно, что он немножко подкачался. Но так, чтобы прямо с головой в это дело. Мягко сказано. В столовой он теперь не ест. Каждый день я ему заказываю диетическое питание. А утром я бегала ему за абонементом в фитнес-клуб. В общем, за его здоровьем я слежу теперь больше, чем за своим. Так, ну, диета это точно не мое. Вот фитнес можно попробовать. Александр Селестович, я за абонементом вам не пойду. Не-не, Лизочка, я сам, конечно. Скажите, где находится эта комариная качалка? В соседнем бизнес-центре. Кстати, Вячеслав Григорьевич для всего Меридиана скидку выбил. Правда, только на вечерней тренировке, чтобы мы с работы не сбегали. А скидка это очень хорошо. Ну, значит так, маленькая мне, большая вам. То есть, наоборот. На фитнесе энергия нужна. Здравствуйте. Здрасте. Проверка счетчиков. Надо сверить показания. Конечно, проходите. Я так понимаю, у вас муж показания снимает? Да, а как вы догадались? Катя, это что такое? Зачем тебе столько тестов на беременность? Я понимаю, один или два, но это уже перебор. Ты вообще в универ ходить успеваешь? Тань, философия, методология, экономика. Вообще-то твой учебник ты мне выдала, у тебя с универа остался. И что? У меня этот предмет только аж в следующем семестре. Я этот учебник даже не открывала. Ну и все. Пока все потели ради квартальной премии по три месяца, я решил заработать ее в тренажерном зале за пару подходов к начальнику. Спасибо. Вячеслав Григорьевич, и вы тут? Вот это да! Вашу бицуху издалека видно. О-о-о! Точно. А ты, Сергеев, как здесь оказался? Дверь с пельменной перепутал? Да нет, просто, ну, как-то решил заняться собой, тренировки, правильное питание, ПП. То есть иду за вами и по служебной, и по спортивной лестнице. А что вдруг сейчас созрел? Зеркало дома появилось. Да нет, как-то, правда, это уже пора, пора немножко. Сейчас взял пробное занятие, но потом с премией уже возьму абонемент. Если, конечно, заслужу ее, это не мне решать. Понятно, Сергеев, о деньгах ты думаешь, а не о калориях. Уважаемые посетители, в зале единоборств начинается тренировка по боям без правил ММА. Ну что, Вячеслав Григорьевич, пойдем на тренажерчики? Поболтать и в офисе успеем. В нерабочее время, конечно. А ты думаешь, я сюда ради гантелек записался? А зачем? Если просто водичку попить дороговато, выходит. Я на ММА хожу. Слыхал про такое? Конечно, слыхал. Вон, только что объявили. И смотрю, конечно, увлекаюсь. Только утром в записи, чтобы не опаздывать на любимую работу. Ну вот и отлично. Пойдем вместе на тренировку. Увидишь все в прямом эфире. Как нет? Нет, Вячеслав Григорьевич, вы что? Я это все... Тыщу, вот эти кия, это все не умеют, не мое. Ну так для этого и ходишь, чтобы научиться. Или ты рядом со мной пришел постоять? Нет, стоять не пришел, я пришел заниматься. Ну ладно, попробуем разок. Только вы вперед, я все-таки зам. Блин, я перчатки уже сделки оставил. Я быстренько сбегаю, а ты иди. Я с вами схожу. А в туалет ты тоже со мной пойдешь? Нет, в туалет не пойду. Ну тогда увидимся в зале. Здрасте, ребят, я... Можно? А, разминась. Лиль, ну мы же договорились, никакого сладкого. Тань, это... Так, не оправдывайся, ты потом еще сама спасибо скажешь, когда минус пять килограммов на весах увидишь. Тань, это не мой. Меня девушка просила присмотреть, пока она в туалет с ребенком сходит. Работаем, работаем. Режче, режче. Режче, до конца опускайся. До конца. Работаем, не останавливайся. Я тут просто... Хорош, стоим по парам. Мага, бери новенького. Я какого новенького? Меня нельзя, у меня уже есть пара Слава Комаров. Ну, я имею в виду, для тренировки пара, пара Славик. Он сейчас придет, и мы с ним вместе будем. Нет у нас никакого Славы. Ты за последний месяц единственный новенький. Да? Странно, странно. Я тогда... Ладно, я тогда за ним схожу, и мы вместе уже придем. Тормози, нам восьмой нужен. Ну вот, вы можете быть восьмым, вы же тренер, или пусть кто-нибудь отдохнет. Я сейчас, я... Некрасиво сбегать. Раз пришел, давай работать. Пойдем. Ааа! Аа! А-а-а! 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Распечатайте, пожалуйста, один листик. Да, конечно. Девушка, мне в одном экземпляре надо было. Второй я себе распечатала. Отличная идея. Спасибо. Сколько с меня? Это подарок. Спасибо. Слушай, я уже домой зашла, надо ужин готовить. Давайте на Мишу голосовухами пожалуешься, я потом послушаю. Я тебе перезвоню. Лешенька, ты плачешь? Что случилось? Саша! Данечка, не кричи, умоляю. У меня в голове звенит. Что случилось? Ничего, все нормально. Меня в семь мужиков в час избивали, а я за это шестьсот рублей заплатил. Ты можешь нормально объяснить? Могу, но не хочу об этом вспоминать. Я на тренировку по ММА сходил. Вот. Блин, у меня кровь капает, и я не пойму, откуда. Что мне делать? Кричи, принеси три таблетки анальгина, а лучше пять. А лучше весь неси. Таня. Что? И раскроши хорошенько таблеточки, а то я их глотать не могу. У меня, кажется, кадык сместился. Посмотри. Танечка, тебе в наушниках спать-то удобно? Не очень, но приходится. Леш, выключи планшет. Спать пора. Ладно. Слышь, опять свои гонки включил. Удобно все-таки, что они на расстоянии работают. Тань, а ты это только сегодня вот начала слушать? Сашульчик, то, что ты вчера ночью смотрел, я тоже в курсе. Ой. Это не я. Может, ты к соседям подключилась? Угу. Хорошо. Саш, тут у туалета фикусу, видимо, тоже плохо. За ночь половина листьев пропала. Надо будет другое место поставить. Нет, Тань, надо просто это туалетную бумагу купить. Вчера я плакал в такси после тренировки, потом во время ужина, а Таня говорит, что и во сне всхлипывал и просил остановиться. Привет, привет, ребята. Не обращайте внимания, роль горбуна у сынишки в спектакле репетирую. Привет, Сергей. Здрасте, здрасте, Вячеслав Григорьевич. Не то, чтобы я вас не уважаю, просто боюсь, вы мне руку доломаете. Да ладно тебе, Саш, ты как себя чувствуешь? Я спину не чувствую, Славик. А так нормально. Вы зачем вчера так со мной поступили? Ну так ты сам виноват. В следующий раз не будешь врать, чтобы под премию подмазаться. Ну, могли бы просто сказать, зачем же нам эти перекачанные посредники. Ну как зачем? Зато вон они тебе как все хорошо объяснили самым наглядным образом. Да, да. Мне только теперь больничный нужен лет на шесть желательно. Терпи давай. Ты, Сергеев, упрямый. Через силу шевели извилинами, а по-другому премию не заработать. Ну что, карбонару и морепродукты вок. Пожалуйста. Цветы пик. Отличность. Да, такие классные. Да, такие классные. О чем они говорили. Так, цезарь, карбонаро, воксмарь продуктами. Работаем. Все. Спасибо. Спасибо, Гриш. Значит, в четыре часа еще раз придешь и намажешь меня. И можешь быть свободен. И об этом никогда. Да, без проблем. Да. Александр Селивестрович, добрый день. Фитнес-клуб, центр спорта. Вы вчера у нас были на занятии и... Нет. Нет, чтобы вы не предложили, мне ничего от вас не нужно. Я к вам больше не ногой. Хорошо, как скажете. Просто вы у нас паспорт забыли, когда договор оформляли. Хорошо, я после работы к вам вечером заползу. Поняла. Будем ждать вас. И еще. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Вы порекомендуете наш клуб друзьям и родствам? Нет. Я сирота-интроверт. Никогда сюда не звоните. Спасибо. И мы можем предложить вам консультацию дерматолога, чтобы определить, что вам лучше подходит. Лазерная апелляция, апелляция воском или шугаринг. Нет, спасибо. Я уже знаю, что мне больше подходит. Только воск. А вы уже были на консультацию? Да нет. Просто у вас за спиной прайс-лист висит. Остальное в два раза дороже. Оформляйте. Добрый день. Здрасте. Час до вас ковылял, а работаю в соседнем здании. Вы мне по поводу паспорта звонили. Да, вот он. У меня сейчас лицо может не совпадать с фотографией. Александр Сергеев. Да, да, да. Все верно. Спасибо, что выбрали наш клуб. Будем ждать вас снова. Прощайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Петрами ярче. Раз, два, амплитуднее. Девочки, почему у Славы лучше всех получается? И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четырючки. Раз, два, три. Закончили. Саша, иди из машинки вещи развес. Да, Нюш, я сейчас не могу. Леша портрет мой рисует. Попросил попозировать. Ага. Ну тогда ладно. Ага. Пап, можно уже в свою комнату рисовать идти? Нет, сынок, еще минут пятнадцать, и матч закончится. А в воскресенье, как договаривались, идем в зоопарк. Индет. Ага. Саша, ешь быстрее, приходи в спальню. Мне помощь с уборкой нужна. Ладно. Приступим к медитации. Когда вы нашли полчаса, в которой вас никто не побеспокоит и не зайдет в комнату, сядьте в воздух и дышать. Танечка, пойдем в спальню. Саша, потерпи двадцать минут, осталась самая развязка. Вот именно. Сейчас как раз я думаю, кто там убийца, поэтому к фильму мы сможем вернуться минут через сорок. А? Танюшечка, просыпайся, любимая. М-м-м, ну Сашулечка, ой, я всю ночь на твоей руке спала? Да. Ты такой милый. Батичку будешь? М-м, незаботливый. Сергей, тук-тук, привет. Здрасте. Как удобно, что ты теперь стационарный, всегда на одном месте. Какая шутка смешная, Вячеслав Григорьевич. Вот всякие сегодня шутки были, но такой еще не было. Сходи в бухгалтерию, разомнешься. Ну, Вячеслав Григорьевич, ну пусть кто-нибудь другой сходит, ну, вы же знаете, как у меня сегодня все болит. Нет, мне надо, чтобы это ты сделал. Других добровольцев, готовых на все ради премии, у нас нет. Понял, понял. Вячеслав Григорьевич, нет, сходить, конечно, можно, это не проблема. У меня вот только один вопрос. Скажите, а если я, ну, вот так вот пойду, или, ну, вот так, например, нормально будет? Или надо как-то ярче бедрами? Или, может быть, амплитуднее? Ты это о чем? Да так или ни о чем, просто видел вчера ваш настоящий ММА, вы один на шестерых девчонок, ну, реально заруба бесправильная. Да, я хожу на танцы. Я для супруги сюрприз готовлю. А что такое? Ничего там смешного нет? Так, Вячеслав Григорьевич, ну кто же говорит, что тут что-то смешное есть? Я просто боюсь, что весь офис будет ржать, когда увидят ваш танцевальный каминг-аут. Амплитудия! Я вообще почему у вас лучше всех получается? Ты что? А? Шантажируешь меня? Ты серьезно? Да, абсолютно серьезно, Вячеслав Григорьевич. Я вообще очень серьезный человек стал, особенно после того, как меня 10 бойцов на ногу натягивали. А я слово «стоп» прохрипеть не мог даже. Ладно, сиди, шантажист. Вячеслав Григорьевич, а с премией-то что будем делать? Удаляю или опубликуем? Удаляешь. А премия будет тебе вечером. Папарацци долбанный. Сергеев, тебя мало на ногу натягивают? Нет, 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 достаточно. Удаляю. Сашуль, ну как? Тань, ты же колготки зашла подтянуть. Ты откуда это платье вообще взяла? Ну, видимо, кто-то оставил, а я решила примерить. Красивая же. Берем? Бери. О, оплата прошла. Прошу вас. Не понял. Ну, просто если бы она сейчас карту искала, мы бы минут 20 ждали еще. Понял. Пожалуйста. До свидания. О, Саш, вон какой-то супермаркет. Давай заедем. Тань, выбирай магазин и по левой стороне. В правой шее не поворачивается. Это они нам сигналят? Не останавливайся. Вдруг у них пистолеты. Точно есть. Так, что же делать? Господи, что делать? Так, ты все заблокируй. Дверь и окна все заблокируй. Здорово, братан. Да, да. Ты что в зал не ходишь? Привет. Привет, братан. Да я это, с вязки потянул, когда гильотину делал. Вот. Ну, сейчас отлежусь немножечко и приду. Понял, понял. Жена твоя? Да, да. Маникюр делает. Здравствуйте. Ладно, Саша, давай, выздоравливай. Да, давай, да, до свидания. Саня, а это кто? Откуда у тебя такой братан? Да, расслабьтесь, это мой спарринг-партнер с тренировки. С той тренировки, после которой ты плакал? Тань, ну, ну чего ты? Ну, зачем ты тоже вот это? Ладно, боец. Приготовлю тебе сегодня на ужин кашу. Раз ты ничего твердого есть не можешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Совсем скоро у Алёши закончатся последние дни беззаботного детства. И он пойдёт в первый класс. Мы решили устроить ему праздник, чтобы он думал, что его ждёт что-то весёлое. Ммм, туфли с шортами? Чувствуется папкин стиль. Хм, да не-не-не. Это он разнашивает, чтобы послезавтра на линейке ничего не натирала. А. Ну что, Лёшенька, мы тебя поздравляем. Уже через несколько дней ты пойдёшь в первый класс. Учись хорошо. Будешь нашему Сашеньке помогать уроки делать. Кстати, Лёха, репетиторы сейчас неплохо зарабатывают. Давайте, ура! Ура! Кстати, Алёша идёт не просто в первый класс, а в первый А-класс. О, круто, круто, круто. А что это значит? Туда только Алёш берут? Нет, там самый крутой педагог в школе, Пантелеева. Её на форумах все хвалят. Как будто она не только детей учит, а ещё и на работу в Газпром пристраивает. К ней, наверное, такая очередь. Ну, конечно. Я ещё в феврале заявление написала, а в марте Сашка Лёшкины документы отнёс, чтобы в её класс попасть. Саш, Лёшке через полгода в школу. И что? Мне уже час в будильник поставить? Саш, ну ты что, забыл? Надо документы в школу отнести, чтобы Лёшку в А-класс к Пантелеевой взяли. Так, если ты эти документы отнесёшь, его сразу в институт возьмут. Саш, я не успеваю, мне срочно в кофейню надо. Оказывается, я виновата, что у Евы в пробке настроение испортилось. Так, всё, держи. Я побежала. Ладно, отнесу, только доиграю. Мне нужно Миши диск вернуть, пока он не заметил, что я его брал. Пока некоторые клювом щёлкали, а остальные вообще наплевали, у кого их ребёнок будет учиться, мы подсуетились. Да, Саш? Саш, ты что, замер? Забыл, куда торт засовывать? Нет, 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 не забыл, я просто не Комаров должен звонить, а я телефон там, на диване оставлю, я сейчас быстренько. Давай, давай. Так, держи. Уже. Теперь, перед первым сентября, я начал волноваться сильнее Алёши, потому что засунул будущее сына в диван. Ребята, вы представляете, а Танечка нашла Сашенькину кофту, которую вы недавно за комод уронили. Роняли. Я каждую неделю должен отодвигать комод и протирать за ним. Если признаюсь, что это Лёшкина, Таня по размеру поймёт, что на этом три года лежит. Лиль, Миш, смотрите. А? А? О, Танюш, спасибо большое. Держите. А мы думали, что она уже никогда не найдётся. Вот, а я нашла. Она нашла. Я вас благодарю. Математика 350 рублей, чтение 400, английский язык 1900. Ты чё, английский такой дорогой-то? Ну, в магазине в последнем экземпляре оставался. И чё, на него аукцион был? Ну, просто я просто так за ним торопилась. Ну, и скорость немножко превысила под камерой. Там штрафик небольшой придёт. Танюш, вот, вся программа на сегодня выполнена. Сашка, ты такой молодец. Всю неделю свои нормативы выполняешь. Так, ну-ка. А что ты делаешь? Хочу выложить твои достижения. О, как? Так, то есть ты женщина, 60 лет, 45 килограммов? Просто при таких данных меньше всего бегать надо. Ой, Тань, всё! На следующий день я сразу пошёл в школу, чтобы посмотреть, в какой класс распределила Лёшу моя безответственность. Так. Простите, а вы не посмотрите там Алексея Сергеева? А сами? Я просто... Да, конечно. Так, в А его нет. Нет, да? В Б тоже нет. Так, в В... А, вот, В взяли. Поздравляю, там отличный учитель. В, слава богу. Да, это... А где вы его там нашли? А, вот. Сергеев Алексей Семёнович. У меня Александрович. А, так, сейчас поищем. А, вот. Последний. В Г. Спасибо. Танюш, представляешь, Алёшку вместо А-класса взяли в Г. Но это даже лучше. Туда можно не с портфелем, а с пакетами ходить. Здорово, да? Надо срочно идти договариваться с Пантелеевой, чтобы Алёшу взяли в А-класс. Или первое сентября Лёхи станет для меня последним. О! Танюш, слушай. Здорово. Здорово. Вы случайно не в магазин? В магазин. Возьмите меня с собой, а? Я только паспорт возьму. Ну ладно. А тебе что, без него не продают? Продавать-то продают. Просто я не очень хочу покупать. А вот если поймают, то он понадобится для оформления. Кошмар. Уходим. Ну не знаю, Таня. Странно всю эту машину первого сентября украшать. Что ты думаешь, Сашка реально не заметит царапину, когда всё это снимет? Ой, Лиль, ты же знаешь, какой он ленивый. Эти поздравления до ноября провисят, скорее всего. А там он уже не вспомнит, была царапина или нет. Поехали. С утра. Здравствуйте. Простите, а где я могу найти Пантелееву, Веру Сергеевну? Просто хочу пообщаться с лучшим учителем этой школы. Это я. Спасибо большое за комплимент. Проходите. Ой, здравствуйте. Извините, у вас просто столько заслуг. Я думал, вам минимум лет 70, и линзы в очках толще, чем этот стол. А вы молодая, красивая девушка. Благодарю ещё раз за комплимент. Вы по какому вопросу? Я, собственно, по такому вопросу. Мой сын идёт в первый класс, но почему-то не к вам. А вас так хвалят. Если бы не работал, честно говоря, я сам бы ещё разок сходил в начальную школу. А как ваша фамилия? Сергеев Алексей, Алёшенька, сынок. А как давно вы подавали документы? Собственно, вот две секунды назад. В таком случае я не могу вам помочь. Все классы уже сформированы. А может быть мы первого сентября заранее придём, а те, кто опоздают, те в Г пойдут на наше место. Ну так нельзя, у меня же отчётность, журнал составлен. Поэтому, извините, ничем помочь я вам не могу. А может быть я смогу вам чем-нибудь помочь? Например, мне кажется, здесь нужны новые стулья. А то я пока сидел, у меня уже всё затекло. Вы поймите, у меня класс полный. Тридцать человек. Три ряда. По пять пар. По два человека. Ну не будет же ваш сын стоя учиться. Будет. Будет, как миленький. В него так даже больше влезет знаний. Ну вот. Вот неужели нельзя засунуть Сергеева между Семёновым и Семенцовым? В этом списке тридцать фамилий. Больше детей я не возьму, иначе будет страдать процесс обучения. Если кто-то откажется, то пожалуйста. Вера Сергеевна, я вас умоляю. Вы возьмите сынишку к вам. Если жена узнает, что ребёнок в Г-классе учится, или что они там делают, она убьёт меня. Да что это за предрассудки? У нас же не Советский Союз. Никто уже не формирует классы по силе. А моя жена из Советского Союза. И поверьте, она меня репрессирует. Я вас прошу, возьмите. Ну он нормальный ребёнок. Да не могу я. Не могу. Если бы вы хотя бы в мае принесли документы, то я бы с радостью. А так, если только кто-то откажется. Позвольте, я помогу. Не стоит. Я сам. Тем более в ответ я всё равно вам ничем помочь не смогу. Я знаю. Тань, смотри. Я решебник с правильными ответами ко всем заданиям нашла. Ну и что из этого учебника для первоклашек я, по-твоему, сама не решу? Ну вот хоть бы... Я уже представил, как все родители на школьной линейке будут плакать от счастья и только я от боль. Но тут я заметил единственный одент на парковке учителей возле школы. Алло, Костя, слушай внимательно. Сейчас я пришлю тебе фотку. Мне нужно, чтобы ты срочно съездил в партнёрский автосервис и купил мне левое зеркало на Одинд Икс-20. Одинд Икс-20. Адиот. Да они там все стандартные, значит, красного цвета. И привези мне сюда. Адрес сейчас скину эсэмэской. Да, подожди. И возьми комплект отверток в автосервисе. Жду. Да. Точно, точно, конечно. Деньги сейчас скину на карточку. И тысячу, которую должен, тоже скину. Давай. Лиль, а можно я у тебя все эти покупки оставлю, а потом постепенно по одной коробке забирать буду? Тань, ты купила кроссовки, сменку, ботинки для Алёшки. Тебе зачем это прятать? Блин, привычка. Пойдёмте. Только потуже затяни. Да, если Комаров спросит, скажи, что мне помогал. Ну, естественно, не зеркало прикручивать, а кафе страховать. Слушай, зачем мы всё это делаем? Ты что ли зеркало снёс? Снёс не я, но если мы этого не сделаем, то голову снесут мне. Ну, вроде готово. Не надо ещё какую-нибудь тачку бесплатно починить. Он-то, кажется, всю ржавчину уже съела. Всё, всё, Костя, спасибо, на сегодня акция закончена. А теперь срочно дуй в офис, там меня некому прикрывать. Давай, 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 давай. Спасибо, спасибо. Вера Сергеевна, а у меня для вас сюрприз. И надеюсь, в эти новых обстоятельств вы всё-таки возьмёте моего сына к себе в класс. Ну, я же вам уже сто раз сказала, что мест нет. Если ваш сын в вас пошёл, то ему очень трудно будет в школе. И что это за новые обстоятельства? Кто-то отказался? Нет, нет. Ну и вы не отказываете себе в удовольствии смотреть в новое боковое зеркало заднего вида своего автомобиля. А? Странная реакция, но главное для меня, что вы улыбаетесь. Александр, это не моя машина. Нимаша, я проверил. На всей парковке единственный Один. Может, вы не узнаёте свою машину с новым зеркалом? Нет, я на этой парковке вообще машину свою не ставлю. Здесь же дети на велосипедах, самокатах, они обязательно её поцарапают. Я паркуюсь вон там. Что получается, я просто так кому-то зеркало поменял, что ли? Ну почему? Это машина нашего географа, он у Лёши через пять лет преподавать будет. Но только, к сожалению, места в начальных классах он не распределяет. Всего доброго. Костя, далеко уехал? С Пантелеевой договориться не получилось. Но оставался вариант, что кто-то из учеников откажется. И я даже знал кто, потому что запомнил одну фамилию из списка. Здравствуйте. Извините, вы не заняты? За день до учебного года. Да нет, конечно, я здесь косынку раскладываю. Вы знаете, я прошу прощения, но я к вам по очень важному вопросу. Я отец Андрея Семенцова. Кто? Отец Андрюша Семенцова. Мой сын в этом году идет в первый класс, и я хотел с вами поговорить, чтобы он случайно чужое место не занял. Приятно познакомиться. Слушаю вас, мудрец. Я, как отец Андрюши, подумал и решил, что для моего сына будет лучше учиться в другом классе. Не в А, как сейчас, а в Г, если можно. Понятно. А почему, если не секрет? Буду откровенен. Андрюша ленится. И мы даже к первому классу готовились с репетиторами. Что будет дальше, вообще непонятно. И не хочется, чтобы он тормозил лучший класс лучшей учительницы в школе. А скажи-ка мне отец Андрея Семенцова. Вот я, как бабушка Андрея Семенцова, хотела бы знать, почему мой внук, который знает уже два иностранных языка, ментяй. Что? Какая-то ошибка какая-то. Семенцов, я сказал, ну ерунда же. Конечно, Семенов. Семенов моего сынишки фамилия. А у Семенцов просто очень звучное, красивое. Я вот перепутал. А так Семенов. Андрюша хочет в Г-класс. Танечка, какая ты молодец. Какой крутой и трогательный подарок для Лёши. Ну ты чего так растрогалась? Ну ничего, Лёша стал уже большой. Но когда он вырастет, его ждёт много чего интересного. Я не из-за этого. Просто ты сейчас так быстро страницы перелистывала, что было заметно, как я с каждым годом жирею. Ничего не сказала старику золотая рыбка. Повернулась и ушла в глубину моря. Теперь всегда буду через голосовой помощник заметки со сказками включать. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Спасибо. Не за что. Заметка 2. Выходные Лиля попросила приехать к ней и покрасить волосы. Найти причину отказаться. Даня, ты могла и так мне об этом сказать? Прости. Смородин? Малинка. Дачная наша. Вафель. Сергеев, зайди ко мне. Я тебе документы по новому клиенту передам. Ну что, Григорьевич, подождите. Ну почему мне? Давайте кому-нибудь другому отдадим. Мне и так сегодня новый. Там банкир какой-то крутой с ним делал, не в проворот. Не, тебе. Даже парочку. Да почему? Твой банкир-кондиционер полез чинить. Человек, ну попроси уже дождаться меня. Игорь, подождите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катя, опять ты свое обручальное кольцо в бассейне? Не оставила. На! А то придешь домой без кольца. Что Борис скажет? Теперь на каждую тренировку в этом топике будешь наливать кольцо. Поняла? Не благодарю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все в порядке. Через несколько дней скрепка выйдет естественным путем. То есть... Вы мне только скажите, вы зачем ее глотали? Доктор, я на работе, в общем, контейнеры с едой иногда путаю. Ну, чужие беру случайно, конечно. Вот коллеги решили за это подшутить. Да, жестко. Вот такие коллеги, доктор. Четыре часа по магазинам туда-сюда бегала. Портфель в одном месте нашла, пенал в другом, кроссовки в третьем. Зато все купила. Лешка к первому сентября готов. Я молодец? Конечно, молодец, Танюша. Где сам первоклассник-то? Блин, Лешенька. Я его в торговом центре, в детский городок отвела, чтобы не мешался. Саша, поехали быстрее. Черт, не взбивайся. Да, Таня! Я решил не признаваться Тане. Пусть лучше она сама обо всем узнает в людном месте. И, может, пощадит меня. Сильвестер Андреевич, а может, вы перепаркуетесь подальше, чтобы нас никто на такой дорогой машине не увидел? Боишься учителей на всю жизнь в депрессию вогдать? Нет, просто с нас не на шторы, а сразу на спортзал и библиотеке начнут собирать. Привет. Ну, вы же не согласились, чтобы я Лешу пристроил в школу, где все это уже есть? Папа, ты же обещал, что не будешь лезть. Леша уже взрослый и все понимает. А ты? Что я? Молчу, молчу. Надо, в конце концов, найти класс. Хочу выискать. Вон где табличка, а? Понял? Таня! Танюша! Не совсем сюда. Нам бы он туда немножко подальше. В смысле? Лешу воглас не взяли? Ты представляешь, я из Пантелеевой разговаривал и к этому директору уходил глухо. Просто бесполезно. Может быть, это из-за того, что я тогда в мае документы не принес. Но сейчас уже кто скажет, из-за чего. Сейчас непонятно. В смысле не принес? Мы что, теперь в Б будем заниматься? В? Сергеев, не молчи. Лешка хоть в школу будет ходить, или мы просто так сегодня красиво оделись? В школу, конечно, в школу. Сюда. Только в Г-класс. Там даже лучше, там пинокольм, даже интереснее, чем Пантелеевой. Да? Своеобразное. Врать не буду. Зато не скучное. Пойдем туда. Вот туда. Сейчас сама все увидишь. Хоровод. То есть у всех будет и математический, или языковой уклон, а у нас хореографический. Ну, да сегодня же праздник, и все веселятся. Пойдем, пойдем, и мы будем веселиться. Пойдемте. Идемте все. Здравствуйте. Лешка, иди ко мне скорее сюда. Здравствуйте, меня зовут Маргарита Алексеевна. Я классный руководитель вашего целеустремленного сына. Это видно по его лицу. Поверьте, я изучала физиогномику. А вы что такие неразговорчивые? Устали? Ну-ка, быстро возьмите морковку для поднятия энергии. Кладись в это каротином. Можно мы просто в класс пройдем? Вы попали не просто в класс. Вы попали в экосистему. Поэтому, пожалуйста, осторожно скачите по кувшинкам в наш биоциноз. Видишь, какая, я говорил, неинтересная. Ну, такие слова, знаешь, био, что-то... Как здорово вы все придумали. Это вам. Это тоже вам. Ну, я поскакал в био куда-то там. Ага. О-о-о, Сергей, я тебя убью. Осторожно! Вы наступили на жабу. Она тоже зеленая. Чуть повнимательнее. Скачите. Прикольная школа. Привет, Генчик. А у нас сегодня акция. При заказе трех котлет. Моя компания впала. Ой, Геночка, у меня давно такого секса не было. Аж звездочки перед глазами. Значит, тебе все понравилось? Еще бы, с Непролом такого не спытаешь. Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папин организм еще не перестроился на образ жизни олигарха. Поэтому утренняя тарелка устриц вскоре о себе напомнила. Наконец-то доехали. Бабуин, сотри с регистратора мои стороны. Хорошо, Сильвест Андреевич, мне с вами нужно пару вопросов обсудить. Я-то бегу. Пять минут потерплю и в эконом-классе. Отойди ты. О, что-то рано сегодня шкафяра с лысым приехали. Стоит уже эта федовозка дорогущая. В смысле? Думаешь, что они того? Гомосеки? Ты чё? Весь завод уже знает, что Генчик у него днем телохранитель, а вечером телоласкатель. Ладно, пошли в цех. Если опоздаем, то накажут своим любимым педагогическим методом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гадёныши, зараза, а! Сильвест Андреевич, шаг назад, на расстоянии общаться будем. А что случилось-то? Худшее. Нам с тобой служебный роман приписывают. С кем? С тобой, Дубина. Так мы же, это, мужики. Тем более. Вот тебе повезло, олигарх достался. А мне ты. Да это фигня какая-то. С чего вы вообще взяли? Рабочих подслушал. Для них вообще кто ногти подстригает и вкусно пахнет, то уже голубизной отдает. Селестер Андреевич, это шутка, наверное. Вы их в прошлый раз за пьянку оштрафовали, вот они им встят как умеют. Думаешь, ничего серьезного? Уверен. Мы же повода никакого не даем. Вы вам даже со мной за руку не здороваете. Не знаю, может я ничего не так понял. Но ты все равно локаторы расчехли и прислушивайся. Понял? Танюш, погладь мне, пожалуйста, рубашку. Ты же неделю сам гладил. Говорил, у тебя нормально получалось. Я так думал, пока меня не начали спрашивать, почему мы развелись. Погладьешь? Спасибо. Танюш, а ты молодец. Как тебе удалось Лешку от планшета отучить? Раньше не отрывался. А я на него только развивающую игру установила. Леш, ну поиграй в планшет. Ну тебе разве не интересно, сколько цыплят в курятнике живет? Застраховал, Карпетян. Да, и его тоже. Слава Григорьевич, здравствуйте. Гриша, спасибо за подушку, тогда очень выручил. Слава Григорьевич, увидимся. Ладно, Гриш, ты все понял? Тогда жду отчет к обеду. Спасибо. Саня, это что было сейчас? В смысле? Я же не мог просто мимо Комарова пройти с подушкой, на которой в обед собираюсь спать. Спасибо, Гриша. Что делаешь? Я хочу забытые вещи в Инстаграм нашей кофейне выложить. Может, хозяева увидят, заберут. Это правильно. Потому что я что-то не видела этот шарфик. Сегодня кто-то забыл? Нет, это я мой, я вчера купила. Сашке фотку покажу. Скажу, что за ним никто не вернулся. Пришлось забрать. Положи, пожалуйста. Ясно. Так. Как оказалось, на всем заводе только два человека не считали папу и Гену геями. Это были они сами. Ну, как там мой коньячок удалось за месяц пятилетний нахимичить? Еще бы. Будет лучшим на рынке настоящий эликсир для голубых кровей. Чего? В смысле, для аристократов. Вы же аристократ? Элита? Я об этом. Вот наша раздевалка. Герман Сергеевич, а давайте мы раздевалку посмотрим потом. А сейчас пройдем на склад. Оксана, шеф, себя? Ага. Со своим? Не видела. Вроде один. Ладно, я пойду. Сильвестер Андреевич, можно к вам? Заходи. Вызывали, Сильвестер Андреевич? Шевели болками. Будем с нашим каминг-каутом разбираться. А что разбираться? Я же сказал, ложная тревога. В смысле? Эта тема на заводе номер один. А может быть и в стране. Они реже баб обсуждают, чем нас. Значит, через полчаса ты должен привести того, кто этот слух запустил. А что тормозим? Или забыл, как дверь открывается? Сильвестер Андреевич, может, все-таки показалось. Про нас от старшего технолога. Да собаки в будке шепчутся. Я директор. Меня бояться должны всегда. А не только, когда я сзади подхожу. Приведи мне его. Живым! Тут такое дело. Наверное, это я слух запустил. В смысле? Привет, Генчик. А у нас сегодня акция про заказе трех котлет. Моя компания подал. Наталья, ну вы чего? Ничего. Булочки к парчу принесла. Бери, не стесняйся. Спасибо, я вам мучное не ем. Не, ну куда ты? Может, пойдем на кухню? У нас там такой разделочный стол. Не пойду. Я не могу. Странно. Кольца на пальце нет. Или, может, из этих, а? Из этих. Только не говори никому. Скажи честно, ты идиот? Ты же нас обоих подставил. Мы же приезжаем, уезжаем, здесь работаем. Иногда вечерами остаемся. У меня даже диван в кабинете есть. Мягкий. Эх, ты. Извините, Сильвей Страндович. Ты не мог другое придумать? Ну, есть любимая девушка, импотент. В детстве игрался с ножницами. Да что первое в голову пришло, то и сказал. Я сейчас ей пойду и все объясню. Что ты объяснишь? Что в слове натурал ты всем ошибок сделал? Поздно, разговором уже не отмажешься. Ну, а что делать? Сегодня же зовешь эту мультиварку заводскую на свидание. В кино читаешь стихи и зачпокиваешь мою репутацию обратно. Понял? Сексом с ней заняться. Да, да. Стараешься изо всех сил. Пыхти, чтоб я на Рублевке слышал, как мой авторитет восстанавливается. Геннадий, а что мы стоим? Выполняй! Я не понял, а тут что, всем кроме меня зарплату повысили? Почему я один с собой еду в контейнере ношу, а? Ладно, пойду поработаю. Давай. Приятного. Спасибо. Народ, Сергеев поел. Можете обратно контейнеры в холодильник убирать. Давай, давай. Да, Танюш. Сашуль, привет. Ты вечером хочешь пиво с Рыбкой купить? Конечно, хочу. Ну, отлично. Значит, Лешку забрать из школы точно не забудешь. Деньги на пиво у него в пенале в боковом кармашке. Все, пока. О, Танюх! Слушай, я тут Лехе самокат починил. А что с ним было? Кронштейн отлетел. А ты знаешь ли, не шутка. Ну, если захочешь меня как-то отблагодарить, я буду не против. Ладно, спасибо. Я только в квартиру поднимусь. Ты же кошелек забыла, да? Нет, в интернете посмотрю, есть ли у самокатов кронштейн. А я сказал кронштейн? Я имел в виду руль. Так, Татьяна, про дыхание не забываем. Ровнее, никуда не гоним. Илья, простите, пожалуйста. Там беговая дорожка, я на ней бегал, и она какой-то странный звук сдала такой. Пип! С ней все в порядке, она не сломалась. Да все нормально. Она всегда так делает, когда километр пробегаешь. А, да, конечно. Да. Так, десять раз еще работаем, и потом отдыхаем. Хорошо, хорошо. Наташа, стой! Опять? Блин. Меня же на выходе уже обыскивали. Я не об этом. Слушай, если ты вечером свободна, а я узнавал, ты вечером свободна, может, сходим куда-нибудь вместе, а? Да, можно. Сильвестр Андреевич твой не против? А я у начальника на свидание не отпрашиваюсь. Не знал, какие ты цветы любишь, поэтому взял все. Это тебе. Ген, тебе если неудобно, мы можем просто рядом идти. Да нормально. Сейчас до кафе дойдем, присядем. Извините, пришел хозяин брони, вы обещали столик освободить. Давайте я вас пересажу. Моя дама хочет сидеть у окна. Пусть подойдет минут через двадцать. Свободен? Это откуда? Ты же только в туалет ходил. Там рядом тир оказался, вот тебе настрелял. Много еще одного, а они почему-то резко закрылись. Тир. В столовую. После фильма отдам. Да не стесняйся, если тебе кто-то мешает, просто пальцем покажи. Погибай, секунду, у меня давно такого секса не было. Аж звездочки перед глазами. Значит, тебе все понравилось? Еще бы, с неправым такого не спытаешь. Чего? Ну как? Ну ты такой внимательный, все желания угадываешь. Ну сразу видно, кто вас парит за женщину. Слушай, а сложно с залой замухаживать? Сложно. Хорошо. Молодец. Саш, позанимайся с Алешей, мне надо ногти накрасить. Сегодня же твоя очередь. Ну мне там много красить. Так и скажи, что не можешь решить задачки для первоклассника. Ну да, не могу. Ну пожалуйста, помоги. Ладно. Папочка сейчас разберется. Так, что тут у нас? Ну-ка. Это, так. Сейчас, сынок. Алло, Кать? Слушай, помнишь, ты там вискарь просила мой для препода какого-то? Зайди к нам. Нужно кое-что сделать. Танюш, а как там погода сегодня? Диплом. Тогда пиджак не буду надевать. Интересно, а вот тут сейчас стоит? Я не знаю. Слушай, а новый супермаркет через дорогу, до которого час работает, не знаешь? Давай! Ну ладно. Забирай свой телефон и сиди с ним хоть час. Только не дергай меня каждую секунду. Утром Гена пришел сообщать папе о том, что они все еще геи. Как ты мог так облажаться? Ты что, ее всю ночь мужскими именами называл? Нет. Я очень старался. Она сказала, что ей все понравилось. Если б ей понравилось, она бы разговаривать не смогла. Господи, я не думал, что буду с охранником эту тему обсуждать. Ну извините. Не профессионал я в этом деле. Я немножко по другим стволам спец. Иди ты, со своими стволами знаешь куда? Куда? Заткнись. Все самому придется исправлять. В смысле, вы сами с ней? Молчи, кашалот. Мозгами буду исправлять. У меня, в отличие от тебя, есть еще рабочий орган. С этого дня мы больше не знакомы. Это как? Привез на работу, отвез домой. На заводе никакого общения. Если что-то срочное, пиши смс-ку. Без смайликов. Ага. Не надо отвечать. Молча растворился и ушел. Понял? Понял. Сергеев, я почувствовала, как ты направо к Макдаку повернул. Тринадцать. Четырнадцать. Отлично. Так, какое следующее упражнение? Ты отдохни пока. Не-не-не, я нормально, вообще не устал. Что будем делать дальше? Давай начнем делать трицепс. Пойдемте, трицепс. Первый раз в жизни вижу, что Сашка так хотел спортом заниматься. Да просто он машину на платной парковке поставил. Пока все не выполнит, я его не отпущу. Скоро второй час пойдет. Ой. Ой. Подтвердить свою ориентацию папа решил по-настоящему масштабно. Скандал шоу продолжается. Мы снова в студии. Напомню, что тема выпуска «Алигарный багажонец». У нас в гостях Елена, Ольга и Анжела. Все они любовницы бизнесмена Сергеева. И это при том, что у Сильвестра Андреевича есть вполне законная супруга, которой он в ЗАГСе клялся верности и которая родила ему дочь Милану. Как говорят сами девушки, их все устраивает в таком любовном пятиугольнике. С Еленой бизнесмен проводит все выходные. Ольгу регулярно водит в отпуск, а Анжеле и вовсе купила сапняк по соседству. И пока мы ждем результаты ДНК-теста всех четверых детей, новый поворот в этой истории. Любовница номер четыре. Встречайте, Оксана. Офигеть, сколько волосы оба. Как он еще не стерся. Походу, мы зря на него катили. Саша, к нам идет очень важная клиентка. Она своими маникюрными студиями нам полугодовую планку по страхованию закроет. Ты представляешь, какая будет огромная прибавка к зарплате тому, кто ее оформит? Понял. Так, веди себя нормально. Карина, познакомьтесь, это Александр. Я вам очень много о нем рассказывал. Здравствуйте. Здравствуйте, Карина. Очень приятно. Именно он посидит с вашей дочкой, пока я буду оформлять ваши студии. Проходите в соседний кабинет. Так, Саша, посмотри за машей. Я Вика. Какая разница? Посмотри. Ну, здравствуй, Вика. Ева, успокойся. Я сам заказал это шоу. Ну, потому что работяки по другому информацию не воспринимают. Расслабься и пересмотри, как комедию. Еще раз, да. Целую до вечера, пока. Серьезно, Андреич, прокатило. На заводе, да. Все только про ваших любовницах говорят. Поверь, сия. Конечно. Я специально доплатил, чтобы эфир на час сдвинуть под наш обед. Здорово. Ну, а меня вы как отмазывать будете? Я же для них все еще гей. Что? Меня как отмазывать будете? Никак. Ты нас в эту голубятнюю затащил? Сам и разгребай. Ну, вообще, Геннадий, я не уверен, что ты... Серьезно, Андреич. Ну, пожалуйста, у вас же вон как с телеком получилось. А ты в газету напиши. Или на радио дозвонись. Кстати, голубой огонек лучше не смотри. Все, Геннадий, свободны. Идем. Идем, идем. Идем. Сейчас он там пока что погуляет. Посмотришь, Алешка открыл чипсы в эту газировку, вот там взял и начал просто употреблять. Я вообще не понимаю, это как ему в голову такое пришло. Никогда раньше себя так не вел. Слушай, ты не поверишь. Он еще крем ночной для лица взял и начал так втирать его в себя. Какой крем, Танюша? Да какой. Вот этот вот швейцарский дорогой. Таня, ты... В следующий раз, когда будешь его подговаривать, чипсы открыть, делай ты потише. Я вас с другой стороны стеллажа услышала. А... Так, удобно? Все, Сашулечка, отдыхай. А я пойду все-таки куплю себе эти шортики. Таня, никаких шортиков. Сейчас две минуты закончатся и поедем домой. О-о-о. Пошло, пошло. Понеслась. О-о-о. Таня, ты чего делаешь? Таня! Блин, ноги зажала. Таня! Это что такое-то? Все не бежит. Миш, а какой твой самый любимый хоккейный клуб? Подожди, не говори. Почему? Это Лиля через Таню хочет твой пароль от Инстаграма узнать. У меня Алешка так что-нибудь спрашивает, потом половина подписок удалено. Что ты взял? Мне действительно очень интересно. Да блин, Сергей! Тридцать минут ждала. Рекорд. Давай. Вы что, блин, пенсионеры? Таблетки в холодильнике храните. Сергеев! Опять в холодильник полез. Таня, я за таблеткой, голова разболелась. Понял. Видели? Видели. Все видели. Я вообще лучше всех видел. Клянусь. Пять раз на десяточку. Сомнения есть? Да нет, Ген, ты чего? Мы и не сомневались. Ты вообще самый натуральный натурал. Из всех. Закрепим. А если я возглавлю родительский комитет, то сама буду выбирать музей и спектакль, куда пойдет наш сын. А я смотрю, вы класс решили украсить. Да, мы уже почти закончили. Мы просто два часа назад пришли. Молодцы какие. Саша, вот это вот Семенова, моя главная конкурентка. Ты, ты что делаешь? Ты что думаешь, самый умный? Кто же станет главой родительского комитета? Семенова, моя главная конкурентка. В нашей семье в школу ходил только Алеша. Но он приносил домой столько заданий, что хватало на всех. Миш, туда не ходи. Там русалки голые. Если Таня увидит, то вообще не даст эту игру закончить. Саш, ты скотч и клей с работы принес? Да, вон, возьми в сумке. Мне кажется, я скоро буду канцеляркой больше денег выносить, чем зарплата из офиса. Так. О, спасибо. А нафига вам столько скотчей клея? Логан решил по дешевке отремонтировать. Да не, Таня там английский алфавит для школы обновляет. Хочет, чтобы классуха ее сделала главой родительского комитета. Там работы капец. Мне кажется, сикстинскую капеллу проще было реставрировать. Блин, вот ты попал. В смысле? Я камеру видеонаблюдения возле шкафа с канцеляркой давно выключил? Нет, Саня, ты еще не понял. Мы тебе капец с этим родительским комитетом. Ты и так чаще Лешки в школе появляешься. А теперь круглосуточно будешь первоклассник развлекательный. Не, не, не. Это не про меня. У меня теперь полноценные выходные. Таня тусуется со школотой, я дома отсыпаюсь. Такая семейная идиллия получается. Слушай, мы с тобой как будто о разных Танях говорим. Если ее назначат главой родительского комитета, то отдыхать ты будешь только на работе. Слушай, вон она там сидит, буквы свои клеят. Меня не трогает. Нормально все будет. Я ее лучше знаю. Саш, ну ты же видишь, я не успеваю. Пойдем, со скотчем и картоном немножко поиграешь. Пойдем. Ну да, ты же ее лучше знаешь. Ты что делаешь? 11 вечера уже. Таня, пожалуйста, не надо. Я когда тебя целовал, у тебя губы в жире были. Я все видел. Это гигиеничка. Чтоб губы не сохли. А я думал, жир. Тогда уже доем раз начал. Сначала я не поверил Мише, но в 6 часов утра, докрашивая английскую букву Z, я хотел только одного. Чтобы Таня никогда не стала главой родительского комитета. Все, Тань, реновация алфавита закончена. Сейчас лягу на часик поспать перед работой. 15 будильников, чтобы не проспать, уже поставил. Так, Саш, некогда, некогда. Я отвезу алфавита Лешку в школу, а ты езжай и купи подарочный сертификат для Маргариты Алексеевны. А, сейчас только Комару напишу, чтобы он мне там одеяло в пододеяльник заправил, я на работе отдохну. Тань, какой сертификат? В спа, на массаж. Подарю ей на день учителя, и тогда она точно назначит меня главой родительского комитета. Слушай, давай серьезно. Тебе это зачем надо? Ты хочешь первую узнавать, сколько на обои сдавать? Сергей Финь, ты что против? Да, Танечка, я против, потому что если бы я хотел бегать за 30 детьми, я бы пореже покупал контрацептивы. Знаешь что, Сергей, вот это все ради Леши. И я хочу быть рядом, когда он начнет в школе осваиваться. А если я возглавлю родительский комитет, то сама буду выбирать музей и спектакль, куда пойдет наш сын. А если назначит какую-нибудь другую мамочку, то она, конечно, поведет всех на порнофильм. Сергей, я не поняла, ты что сопротивляешься? Я же вроде как ради нашего общего сына стараюсь. Просто мне кажется, Таня, что ты сейчас получишь новую должность, а я получу кучу новых обязанностей. Ну все понятно, тебе просто на Лешку наплевать. Да где мне наплевать? Я с тобой вон эти буквы до 6 утра раскрашиваю. У меня сейчас глаза в кучу, я с двумя Танями спорю, Таня. Сергей, все, это не обсуждается. Едешь в спа-салон и покупаешь сертификат на расслабляющий массаж. Тань, ну, 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 а деньги откуда? Из бургерных возьмешь. Считай, это вложение в образование сына. О, я думала, ты гибче. Вы с Мишей такое вытворяете, даже мне потом трудно. Чего это мы там вытворяем? Не, Миша, Саша все рассказывает. А Саша потом просит меня все эти ваши акробатические трюки повторить. Таня, какие акробатические трюки? Я ногу в коленке еле-еле сгибаю. Ты о чем? Сергеев, блин, а? А я еще ведусь. Ну, думаю, если ты соглашаешься, значит, ничего такого. Таня еще не стала главой родительского комитета, а я уже впахиваю поначалу. Поэтому я решил сделать все, чтобы ее не назначили. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен какой-нибудь подарочный сертификат. Знаете, на процедуру от старения, например, или от двойного подбородка. Есть такое? Ну, вот прям такого нет. Ну, давайте я вам дам прескурант. А? Вы ознакомились. Очень хорошо. Так. А вот же, вот антицеллюлитный. Антицеллюлитный массаж. Давайте его. Я вам советую лучше расслабляющий. Сегодня, кстати, на него как раз есть скидка. Нет, спасибо. Это тоже будет расслабляющее, только для меня. И можете прямо так и написать. Значит, антицеллюлитный массаж для Маргариты Алексеевны Зубовой. Зубова. Вы знаете, я вам как девушка скажу, на самом деле это очень обидно. Давайте мы просто сделаем сертификат на определенную сумму и пусть она выберет сама себе процедуру. Нет, ни в коем случае. Так и печатайте. Антицеллюлитный. И можете даже шрифт пожирнее взять. Да, да, конечно. Сань, ты там еще пятна не вытер? Да нет, там уже камера не видит. Нормально, все. Что ты хотел, Гриша? Ничего. Свободен. Сергеев, ты мне когда документы отправишь? Слав, да я правда, я хотел тебе уже отправлять документы. И включил комп, а у меня эти идиотское обновление системы началось. Ну, просто... Ой, как хорошо. Ну, раз ты сейчас все равно свободен, тогда в Балашиху поедешь. Нужно опись составить. Слава! Слышь, закончились обновления. Просто вот так... Я тогда документами займусь, наверное. Как из Балашихи вернешься. И в следующий раз тише проси Костю отскринть, как у него обновления устанавливаются. О, здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. А я смотрю, вы класс решили украсить? Да, мы уже почти закончили. Мы просто два часа назад пришли. Молодцы какие. Саша, вот это вот Семенова, моя главная конкурентка. Класс украшает коза. Еще и приперлась бы раньше. Танюш, слушай, ну если она так хочет получить место главы комитета, может нам уступить, а мы сами Лешку куда-нибудь сводим, отведем. Ксюшки, я тебя прошу, не начинай. А кто поможет шкаф передвинуть? Мы! Да. Что ты стоишь? Иди двигай. Главное, чтобы Зубова увидела, что не только Семенов помогает. Давай! Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, давай быстрее, пока никого нет. Маргарита Алексеевна. Да. Мы вас очень ценим как преподавателя, поэтому хотим вручить вам от нас небольшой подарок. От Сергеевых. Таня сама лично выбирала. Как интересно. Маргарита Алексеевна, я только хотел попросить, откройте, пожалуйста, дома. А то мы торопимся, там пробки. Лешка раньше школу закончит, чем мы домой доедем. Александр, школу оканчивают, а не заканчивают. Да, Саш, лучше помолчи. Откройте прямо сейчас, мы хотим увидеть вашу реакцию. И запомните, это от Сергеева. Да, с удовольствием. Ну и ладно, пусть Таня поорет на меня неделю или две, но зато у меня будет 11 лет свободных выходных. Вы это серьезно? Спасибо вам огромное. Как, как, как это, что значит, почему, спасибо, я, вам что, понравилось? Очень. Это такой точный подарок и как раз для меня. Ну я просто переживал, думал, может быть, вы как-то обидитесь. Почему? Мне еще никогда не дарили такую дорогую косметику. Какую косметику? Я, мы, мы же, как подарок? Маргарита Алексеевна, пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Сашенька, ты такой молодец, что потратился. И все, теперь на меня точно выберет. За весь день я очень сильно устал таскать парты. Но еще больше устал думать, как антицеллюлитный сертификат превратился в сертификат магазина косметики. По надписям на партах узнал, кто часто ставит двойки. И, кстати, правильно ставит. Все почти с ошибками написано. Ты, ты что делаешь? Ты что думаешь, самый умный? Ну что, съел я два куска торта, всем же хватило. Я про подарок твой с жирным намеком. Решил скандал устроить, чтобы твою Таню главой родительского комитета не сделали. Это я твой целлюлит на косметику заменил. Так. Танюша, слушай, а если она так хочет получить место главой комитета, может нам уступить? Хорошо увидел. Купил нормальный подарок. Обезжиренный. Тебе-то это зачем? Потому что если выберут не твою жену, то будет моя. Ну так она вон как хочет. Вы здесь 7 метра тусуетесь. Ты не врубаешься. Я уже трижды отец, я уже дважды был мужем главы родительского комитета. Оля, вы все знаете, вам полегче будет. С меня хватит. Я уже все спектакли по два раза смотрел. Я на всех выставках был. Я в зоопарке каждую обезьяну по имени знаю. У меня выходных дома уже 10 лет не было. Я тоже хочу дома выходные. Не мешает Таня, я сказал. Парту сам дотащишь. Пойдем покажу. Вот смотри, по акции цена хорошая. Ну вот какой из них лучше взять, черный или белый? Ты разбираешься вот в этих характеристиках? Ну, сейчас, подожди. Держи. Дружище? Да. Слушай, я тут сегодня первый день работаю. Добро пожаловать в команду. Спасибо, спасибо. Вот это в полосатом свитере пригрузило меня с телевизорами по акции. Скажи, какой из них первым надо впарить? С белым корпусом продавай, у них матрица иногда лагает. Понял. Вот этот черный берем. У этого матрица лагает. Уверен? Пинпосудка. Блин, Саш, я, кажется, телефон в обувном на третьем этаже оставила. Сейчас сбегаю. Подожди. Я сбегаю. Ну, я побежал. Не надо. Вот. Держили. Сашенька скоро учиться ходить будет. На столы прикрепите, чтобы он об углы не ударился. Нам тоже больше не нужны. Вот сняла и решила вам отдать. Блин. Тань, вы что, уголки сняли, что ли? Хотя вы, наверное, себе сами купите. Я вам там ссылку кину. Конфликт с Семеновым меня вообще не пугал. В отличие от перспективы стать мужем главы родительского комитета. Саша, иди скорей. Я кексы приготовила. Знаю, Танечка. Запах из духовки тебя выдал. Тебе какого? Чайку? Так, это не нам. В школе всех учителей угостишь, чтобы они на зубы вынадавили. Какая я мать замечательная. А мать замечательная что, под домашним арестом? Сама сходить все отнести не можешь? Мне срочно на работу надо. Там пожарная проверка пришла. Огнетушитель у нас в машине. Все, пока. Судя по сочувствующему взгляду аптекарши, слабительное достаточно мощное, чтобы Таню вообще в школу больше никогда не пустили. Сынок, беги в класс. Натрий пикосульфат. Слабительное средство. Маргарита Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. А я вот вам тут кексики принес. Это от моей жены. Она любит такое готовить. Скажите, у вас еще много уроков? Один, а что? Просто переживаю, чтобы успели. Поесть, поесть успел. Здравствуйте. У меня к вам пару вопросов. У кексики. Не против? С утра не завтракал. Попростите, но это не вам. Жена готовила? Да. Она у вас молодец, конечно. Простите, вы спросить что-то хотели? Да. Дети же в субботу в зоопарк пойдут? Да. В эту субботу? Да. В смысле, которая на этой неделе, а не та, которая на следующей. На этой неделе. Понятно. Да вам не много будет? Не хотите учителям оставить? Спасибо. До свидания. Такой странный этот Семенов. Почему странный? Просто у человека хороший аппетит. До свидания. Ну, спасибо, что подбросил. Все. Давай, до завтра. Ага, до завтра. Пока. Алло, Танюш. В общем, я сегодня поздно буду. Да я уже у подъезда. Тут такое дело, представляешь? Меня коллега на парковке спросил, на машине я или нет. Но я сказал нет, что не хотел его подвозить. А он, кажется, сам меня подбросить решил. Да, ну вот, я и дома. Уже неудобно было отказывать. Сейчас поеду обратно за машиной. Ну, кто ж знал, что он такой любезный, зараза? Ага. Таня, может, ты сначала сериал посмотришь, а потом мои рубашки погладишь? Не переживай, я их не прожгу. Да я знаю. С выключенным тюгом это очень сложно будет сделать. Подставить Таню с кексами не получилось. Поэтому я решил сделать школе щедрый подарок. Естественно, от имени Семенова. Чтобы продвинуть ее. Расслабься уже, делай, что хочешь, мне плевать. Я сегодня у врача был. Чего? В смысле, со здоровьем что-то не то? Пока нет. Скоро оно точно закончится. Жена в четвертый раз беременнаю. В четвертый. Ладно. Ну, это же хорошо. Зато тебе четыре стакана воды в старости принесут. Теперь у меня выходных не будет до конца жизни. Буду дома по очереди с детьми плакать. Ладно, что ты про увеличуешь. Сейчас вон старшие подрастут, будут помогать нянчиться. Прикольно придумал. Пойду забронирую себе столик в баре в четверг. Лет через десять. Таня, мы зачем опять сюда пришли? Ты забыла что-то? Нелевчик расстегнулся. А мужчина сюда не заходит. О, все. Пойдем. Мне стало жалко Семенова. Скоро у него у самого дома будет полкласса. Поэтому я решил прекратить нашу войну. Поэтому давайте поблагодарим Сергеевых за такой чудесный подарок. Теперь дети будут лучше усваивать материал, а родители реже отстирывать мел со штанов. Аплодисменты. Итак, сейчас я готова назвать, кто же станет главой родительского комитета. Я размышляла на досуге и приняла решение выбрать вас. Поздравляю. Поздравляю, Танечка. Подождите, стоп, стоп. Вы перепутали. Это Сергеева Т. Т, а не А. Нет, Александр. Я выбрала именно вас. Я вижу, какой вы заинтересованный папа. Все время в школе. Поздравляю. Стоп, стоп. Отбой. Подожди. Подмена. Подождите секундочку. Тек, тек, тек. Я не хочу. Я не хочу отбирать эту должность у своей жены. У тебя, Татьяна. Саш, а мне кажется, Маргарита Алексеевна права. Ты сам поехал за сертификатом. Сам кексы отнес. Еще и доску для класса подарил. Хотя тебя об этом никто не просил. Подождите, обомните. Секунду, подожди. Ты же сама все это придумала. Это же не, это же ты. Она же кексы пекла. А я просто что? Я развез. Это же тогда любого курьера можно назначить главой комитета, что ли. Саша, не переживайте. Я все подскажу. И вообще, мне кажется, что мужчина, глава родительского комитета, это великолепно. Да. Что ж, на этом наше собрание окончено. Всем хороших выходных. Спасибо. Маргарита Алексеевна. Пожалуйста. Поздравляю, Александр. Очень рада за вас. Да, спасибо. Я тоже очень рад. И вас поздравляю. Тоже. Будем вместе, так сказать, впахивать. Я тут, в комитете, а вы дома с четвертым ребеночком. В смысле, с каким четвертым? Понял. Боитесь глазить? Ясно. Я думал, после третьего уже ничего не страшно. Да я не беременна. Может, поправилась немного, но... Ну, хамить не обязательно. Да я... Я не понял. Ты чего? Ты собрал, что ли, про четвертого ребенка? Я? Нет. Может, у нас действительно будет четвертый ребеночек. Когда-нибудь. У меня теперь много свободного времени, но сначала я выспаюсь на выходных. Слушай, ты сейчас... Ты не по-мужски поступаешь. Я же просто пожалел тебя. А я просто поздравляю тебя с назначением. Удачи на новой должности. Саш, ну ты что, до сих пор не скрупил кишечем? Ну давай быстрее. Мы так на лекцию в планетарии опоздаем. И звонила мама Степы, просила его в Бутово подбросить. Они не успевают забрать. А-а-а, ну, ну, куда? Аккуратнее, чуть телефон из рук не выбили. Да в телефон не играй, а скручивай кишечник. Да не играй. Я мне 30 человек прислали чек за 75 рублей за пластилин. Ладно, Петя, в туалет отведи. Ты в туалет хотел? Да. Пойдем. Так, стоп, не Петя. Где Петя? Петя! Ты? Пойдемте. Посмотрите пункт 7.9. Риск нападения неадекватных фанатов. Вас устраивает? Неадекватных фанатов нет, а формулировка полностью. А это кто? Это Александр. Твой страховой агент. Наклонитесь. Раз. Два. Да не дергайтесь мне за грудь, вас надо взять. Ну, ну, расстегните платье, так лучше пойдет. Давайте, Ольга. Да вы что делаете-то, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда Комаров поручал страховать вип-клиента, мы с компьютером работали круглосуточно. Он заряжался от розетки, а я от холодильника. Саша, в третью неделю почти не видимся. Ты как будто в командировку на диван уехал. Осталось чуть-чуть, Танюш. Завтра уже с бузовой раскидаюсь и все. Чего ты с ней так долго возишься? Договор в рифм составляешь? Да нет, юристы ее, ты понимаешь, ко всему придираются. Вот буквально каждое слово по десять раз утверждаем. Достали. Зато работа интересная, со знаменитостями. А Бузова песни тоже страхует? Блин, песни. Хорошо, что напомнила. Я еще с авторскими правами не разобрался. Логие. А может мне тогда с тобой посидеть? Вдруг еще что-нибудь помогу вспомнить? Нет, Тань, сегодня я точно до утра. Так что ты иди, отдыхай. Блин, закончится. Слушай, принеси что-нибудь пожевать, там, не знаю, колбаски или пряничков каких-то. Так, остался только соевый соус и шампиньоны. Все остальное ты уже съел. Ну тогда сделай чаю черного и три ложки сахара. Нет, четыре. Сколько? А тебе только вообще наливать? Глюкоза для мозга полезна. Для мозга – да. А живот от такого режима скоро в дверь не влезет. Саша, ты слишком много ешь. Да не, пожалуйста, только не сегодня. Дай мне закрыть эту сделку. Я завтра буду от радости прыгать до потолка, заодно и похудею. Да расслабься, это всего лишь очередной проект. Нет, не всего лишь. У меня комар даже сам кофе носит, чтобы я не вставал и не отвлекался. А ты мне даже чаем не можешь принести. Да все, делаю ромашковый с сахаром. Будешь умный и спокойный. Угу. Так, форс-мажорное обстоятельство. Так, а ну-ка отойди от дороги быстро. Только на площадке можно играть. Я сейчас спущусь, ремня у меня получишь. Таня, а ты что, Алешку с площадки забрала уже? Давно, мы уже за продуктами сходили. Знаешь, давай не будем одежду покупать в магазине рядом с домом. Почему? Да я просто пацаненку вот в такой же куртке и шапке сейчас обещал ремня всыпать. И на орал еще. Неудобно как-то вышло. Саш, у нас есть магнит? Да, возьми у меня в ящике для инструментов. А тебе зачем? Лешке задали эксперименты провести. Я еще ложек возьму и сережки свои, которые ты мне подарил. Покажу, что железо магнитится, а золота нет. Таня, это самое, как его. А ты зачем? Может, я с ним позанимаюсь сегодня? Ты в прошлый раз домашку делала. Хорошо, Сергеев, позанимайся. Только пока каким-нибудь другим предметом. Магнит мне теперь самой понадобится. Пойду все свои украшения проверю. Ань, да ну ты... Саш, ты чего? Оденься. К нам сейчас соседка в гости придет. Чай хотели попить. Но она же врач. Да, а что? Просто у меня там на спине что-то выскочило. Навязываться неудобно. А так, может быть, сама заметит. Таня, иди сюда. Я вчера специально сфоткал раковину, почему моя пена для бритья стоит на другом месте. Ты ее опять брала? Да. Извини, больше не буду. Подожди. А почему на фото твоя зубная щетка стоит так же, как и сейчас? Так, это... Тань, все, нет времени. Пену мою больше не брать. Танюш, я тут новую прозу интересную в интернете нашел. Мы такое еще не пробовали. Да, я вам не показывала. Им Селестер Мандрич, им очень нравится. Танюш, блин, ну ты чего, издеваешься, что ли? Ну ты зачем мне такое, про папу рассказываешь? У меня все настроение пропало. Ну как это, ну... Ну просто завтра вставать рано, а ты пока не перехочешь, не отстанешь. Да ну фу! Три недели усиленного питания и сидения за компьютером вышли мне не просто боком, а двумя боками и огромным пузом. Саш, что там копаешься? Счастливые трусы выбираешь? Танюш, это финиш. Я нагнуться не могу, я... Я нагнуться не могу, чтобы носки надеть. Смотри, как разнесло. Офигеть, ты как будто одежду у пятиклассника отобрал. Я что теперь делать? Я опаздываю на работу. Мне выходить надо, что, по галстукам закрывать? Ну, надень другой костюм, у тебя же их несколько. Да я все перемерил, на двух пуговицах разлетелись, а третий вот здесь на подмышке по шву разошелся, когда я дышать начал. А клетчатый? Мы же специально тебе покупали его на вырост. Ты? Я шавуха его после корпората испачкал и на шкаф наверх бросил, чтобы ты не ругалась. Он там нестиранный лежит. Ну здорово! Ну, тогда поехали в магазин за новым. Так не могу, все, выходить надо. У Бузовой в графике время на мой шоппинг не заложено. А она завтра на гастроли улетает. И все, сделка сорвалась. Что я комару скажу? Так, успокойся. У меня есть идея. Какая? Пойдем. Куда? За мной. Тань, у меня уже печень в селезенку упирается. Ну вот, по тиджаку будет незаметно. Быстренько договор подпишешь и снимешь. Хорошо. Но если он растянется, я не виноват. Ничего, все будет хорошо. Удачи, секси-страховщик. Бузовой привет. Спасибо. Я открываю мир других мужчин. Да нет, я тебя умоляю. Ну что, Леша, попробуешь сам меня до школы довезти? Посмотрим, как ты уже дорогу выучил. Пойдем. Нет, 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 Леша, а в другую сторону? А мы так с папой каждое утро ходим? Вот, потом идем обратно. Здрасте. Спасибо, сынок. Принято. Татьяна, здравствуйте. Привет, Алексей. Извините еще раз, что вчера дали вам не тот кубок. Вот ваше первое место. Да ничего страшного, главное, что разобрались. Ну, хорошего дня. Спасибо. Я прошу прощения, от него что, пахнет пивом? Ой, Саша помогал Лешке делать поделку, которая выиграла. А он раньше никогда кубков не выигрывал. Вот и решил отметить по-настоящему. Ну, может, не знаю, что он вернуть придется. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Александр Сергеев, компания «Меридиан». Лицо-то у меня не медийное, вдруг не узнали. Так, приступим. А где, собственно, сама виновница страхования? Готовится к концерту. Мы сейчас с вами документы утвердим, а Оля подъедет уже на подписание. А, понятно, понятно. Тоже вата тут у вас немножко. Вы можете снять пиджак, если хотите. Нет, нет, спасибо, я так, так, в тепле лучше думается. Оказалось, у Бузовой были отличные юристы, но очень плохой кондиционер. Так, Александр, мы посовещались и решили в пункте 3.6 увеличить страховую сумму на 50%. Так, давайте посмотрим, какая часть Ольги Игоревны так резко подорожала. Извините, это не я. То есть это, конечно, я, но не тем, чем вы подумали. Я имею в виду, в общем, пахнуть не будет, я обещаю. Давайте вернемся к договору. Да, да, конечно, конечно, да. Спасибо. Итак, значит, по поводу извращенцев, которые поджидают Ольгу Игоревну после концертов, посмотрите пункт 7.9. Риск нападения неадекватных фанатов. Вас устраивает? Ага, неадекватных фанатов нет, а формулиров по поводу. Ну вот, через три недели, наконец-то, утвердили. Сейчас я себя поправлю и... О, прошу прощения. Александр, с вами все хорошо? Да-да, все отлично. Может, вам нужен перерыв на несколько минут? Нет, нет, это не поможет. Полчаса? Нет-нет, вы знаете, это все из-за жары. Душно тут у вас очень. Давайте без подробностей. Нет, я все-таки объясню. Такая ситуация неловкая. Я просто спину кремом помазал и пленкой обмотался, чтобы лучше. Или вот она, по сути, издает такие пупукающие звуки. Итак, к итоговой сумме. Значит, в рублях считаем или в бускойнах? Извините, пошутить хотел. Конечно, в бускойнах. Опять пошутить хотел. Ладно, сейчас я пересчитаю и вернусь. Значит, так. Здравствуйте. Мне нужен комплект учебников для второго класса. Одну минуту. Не рано ли Лешка только в первый пошел? Рано. Но Сашка уже умудрился девочке из второго класса в рюкзак кофе пролить. Тань, да возьми ты и гантели полегче. Ты же завтра руки поднять не сможешь. Не могу. Я из-за этих минут 15 возле той женщины тяжело вздыхала, стояла, чтобы она мне их быстрее отдала. Думала, это те, которые мне нужны. А теперь же как-то неудобно. Она смотрит. Лешенька, ну как тебе? Хорошая. Иди примерь. А ты же говоришь, он капризничать начал. Только сам хочет себе одежду выбирать, спорить с тобой. А ты что думаешь, мы просто так сюда за час до закрытия батутов пришли? Ну сейчас на что угодно согласиться, лишь бы успеть. Надо запомнить. Тебе этот цвет как-то не очень идет. Оно твою фигуру невыгодно облегает. Ты его один раз постираешь, оно испортится. А тебе оно ноги укорачивает. А тебя полнит. А у тебя цвет. Вот еще одно такое же платье смог для вас найти. Спасибо, но уже не нужно. Константин, договор почти готов. Осталось только одобрение вашего принтера. Хорошо, только Оля уже уехала на концерт. То есть как? Это что, сделка отменяется? Почему? Мы сейчас поедем на площадку, и она подпишет его там. Конечно, давайте так и сделаем. У нас сегодня дедлайн, так что я сегодня за ней хоть в тур по Золотому кольцу России. Металлическая, все выложили? Да, все выложил, арматуру на улице оставил, как знал. Тогда карман проверьте, а то так пищало, как будто у вас там килограмм свинца. Ах, это, наверное, у меня новый ремень, бляшка такая вот очень металлическая. Рубашку расстегните. Вы что, вы издеваетесь, что ли? Я не буду расстегивать рубашку на людях. Я стесняюсь раздеваться. Что у вас там? Да ничего, у меня там пирсинг, у меня там... Уберите руки! Пирсинг у меня там! Я сейчас все вам объясню. Кость, ну что за дела, а? Сказал, через минуту будете. А это кто? Это Александр. Твой страховой агент. Оля, Ольга, Игоревна, я прошу прощения, я сейчас все объясню. Это с утра произошла неловкая ситуация с биджачком. И я вот надел этот корсет, чтобы не опозориться. Но у вас получилось. Ольга, вы не подумайте, я вообще женские вещи не ношу. Это был первый раз и точно последний. Это хорошо, что вы быстро одумались, пока не затянуло. Нет, не в этом смысле, конечно. В общем, ладно. Мы с вашими юристами подготовили договор, мы учли абсолютно все риски. Прошу вас. И риск встречи с мужиком в женском корсете тоже? Нет, нет, но на будущее я учту. Ольга, раз уж я все равно перед вами так опозорился, можно я сниму эту штуку? Дышать просто невозможно. Да, конечно, проходите туда. Ой, спасибо. Вы знаете, честно говоря, я когда вас увидел, а еще и в таком виде, я думал, я сейчас просто в обморок грохнусь. Да ничего страшного. Ольга, все в порядке? Ольга, я вам помогу. Ольга, да блин, что делать-то? Константин, кто-нибудь, помогите! Ольга, послушайте, не дышите, Ольга, я знаю прием. Ольга, наклонитесь, давайте, я помогу. Раз, два, да не дергайтесь мне за грудь вас надо взять-то. Ну, ну, расстегните платье, так лучше пойдет. Ольга, ну, вы что делаете? Папа, помогите, подержите ее, я вам, через рот попробую. Да куда вы тащите меня? Лягте на спину, я вам, я вам на грудь сяду, лягте. Таня, зачем тебе кошачий корм, путеводитель по Китаю, трансформер? Ну, Сашка не поверит, что Лешка случайно купил только платье моего размера. А вот все вместе он мог натыкать. Ну, точно, перешницу добавлю. Ольга, я тут у вас пледик взял, а то после шокера морозит немножко, ничего? Бери, конечно, вот я тебе успокоительное принесла. Нет, ну что вы, не хватало, чтобы я тут напился и еще раз опозорился, нет-нет. Расслабься, все уже забыли, надеюсь. Правда, извините меня, мне очень неудобно и стыдно. У меня одна просьба, не рассказывайте об этом моему начальнику, если можно. Да мне это зачем? Ты смотри сам на корпоративе, не расскажи, что ты бузову лапал, а то мои 20 миллионов подписчиков тебя съедят. Да, действительно. Вы не обижаетесь, значит? На что? Ты мне за один день жизнь и спас, и застраховал. Да, точно, точно. Ну, тогда я пойду, Ольга. Вам желаю, в общем, хорошего концерта. Спасибо. И полис через год можно продлить, когда закончится. Это, кстати, можно сделать онлайн. Вот, и всего доброго. Ой, спасибо. До свидания. Саш, а ты можешь Лешку из школы забрать, а то я, походу, поздно приеду. Да нет, я тоже только через час. Ты прям никак пораньше не можешь. Че там Лешка один в классе будет делать? Да нет, за это не переживай, он с Антоном Васиным поиграет. Просто я только что на подъезде к школе с его мамой встретилась. Спасибо. Я ДПС уже вызвала. Молодец. Саша, дай тебя сфоткаю. А, сейчас. А это зачем? В сториз. Подожди. Сейчас кофту сниму. Бицепсы показать хочешь? Нет, просто это Мишкина кофта, он у нас ее дома забыл. Давай. Они все это сняли на видео, естественно. Все потом, как вводится, в интернете появилось. Вот, пожалуйста, ваш набор из девяти куриных кусочков, картошка фри и напиток. Спасибо. Простите, но здесь восемь кусочков. Да, простите, я сейчас вам принесу другую. Спасибо. Печуся. Ты это сейчас по весу прямопределил? Да. То есть всего раз в месяц сюда ходишь есть, да? Да. Да. Здравствуйте, девушка. Добрый день. Будьте добры, второй ряд, первое место, пятый зал, набежащий сеанс. А на фильм ужаса? Наверное. Ладно. Пожалуйста. Спасибо. Быстрее, быстрее. Быстрее. Все нормально, вроде спит еще. На маникюр успеем. И клюквенный морс. Вам блюдо одновременно подать или по готовности? Просто одно придется подождать немного. А какое придется подождать немного мое или... А давайте, знаете, одновременно вместе сразу. Да? Вместе же пришли. Да? А ну идите отсюда! Нашли место тоже, где целоваться. Идите! Быстро! Это еще бы секс здесь устроили. Чтоб я вас больше здесь не видел! Таня, ушли. Теперь у нас точно не будет секса на крыше. Да почему? Потому! Вдруг кто-то так же, как и ты, зайдет. Свою самую запоминающуюся премию в жизни мне пришлось потратить на новый костюм. Не обращайте внимания, у меня свои методы. Это стрейч? Там лайкра в составе для большей эластичности, поэтому он ценится. Очень хорошо. Я беру! Тогда на кассу, прошу. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Хорошо. Так. С вас 7500 рублей. Карты. Хорошо. Так, у вас карта не считается. Сейчас, давайте другую попробую. Нет, все равно не проходит. Дулякте на спину, я вам, я вам на грудь сяду, дулякте! У меня тут на днях был инцидент с электричеством. Наверное, размагнитились. Давайте тогда наличные. Да, давайте. Давай зайдем в твой кабинет, обсудим рабочие планы на неделю. Вячеслав Григорьевич, зачем мы? Пойдемте сразу к вам, хвостом. Так мы возле твоего кабинета стоим. Ну, стоим возле... Вячеслав Григорьевич. Ой, ой, господи. Ой, 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 ой. Это что такое? Уборщица не убралась, наверное. Это как так-то? Это что такое? Я думаю, обычная рабочая атмосфера. Не обращайте внимания. Такой легкий, знаете, беспорядок. Ну, очень, очень удобно. Сергей, ты что, ты совсем больной? А? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты можешь пережить крики начальника, выдержать его глупые приказы, но сложнее всего терпеть чувство юмора своего босса. От нас ушел не сотрудник. От нас ушел друг. Вячеслав Григорьевич, ну перестаньте. Я же месяц назад еще предупредил, что ухожу. Да шучу я. Эх, жаль терять такого сотрудника. Думаешь, легко найти человека на твое место? Ну, я уверен, пол офиса готов. О! Так они хотят твою зарплату, а не твои обязанности. Куда уходишь-то? Да в строительную фирму. У-у-у! Ты что, это, по алфавиту идешь? Взял страхование, потом строительство. Смотри, так и до стриптизы недалеко. Не дай бог. Погоди, ты же в строительстве не разбираешься. Месяц назад тебе скорую вызывали. Вешал картину, дрелью, порезался. Ну, у меня там с директором фирмы общие дела, общие темы, общие родители. Понятно. Так что по строительству, если что, обращайтесь. Если что, по страхованию обращайтесь. Месяц Григорьевич, это вот вам, так сказать, от меня за годы мудрого руководства. О-о-о-о-о, вот сразу, Максим, видно, как ты вырос в нашей компании. Взрослые вискарики даришь. Молодец. Ну, желаю тебе успехов и карьерного роста. Спасибо. Максим, у тебя хорошее чувство юмора. Поможешь мне одного клептомана разыграть? Все равно ведь уходишь. С удовольствием. По рукам. Маргарита Алексеевна, доброе утро. Здравствуйте. Я хотела вам сказать, как здорово, что вы задаете детям проводить дома эксперименты. Потрясающе. Действительно, потрясающе. Какие? Я ничего не задавала. Ну, на прошлой неделе. Оставить на тарелке немного еды, поставить в темное место и смотреть, как плесень будет развиваться. Татьяна, вы что-то путаете. Да? Возможно. Леша, а это папа тебя попросил его прикрыть, когда я тарелку под кроватью нашла? Угу. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я ваш личный тренер. Итак, по вашей программе у нас первые четыре тренировки в отдых. Потом кардио, пресс, ноги и попа. На седьмую тренировку сделаем спина, плечи. Ага. И на восьмую. А восьмую не надо. У меня горячую воду только на неделю отключили. Спасибо. О, у меня теперь есть нефтяная вышка, и вы мне платите аренду, если попадаете на ее поле. Ваш хобби. Знаете, мы уже разобрались в правилах. Можно мы теперь сами поиграем? Ой, простите, пожалуйста, что-то увлеклась. А можно я с вами останусь, а? Но я буду поддаваться, и скидку вам сделаю 10%. 15%. Ладно. Извините. О, наш офисный Робин Гуд идет. Забирает бумагу у богатой компании и отдает ее бедненькому себе. Раньше ворам руку отрубали. Может, вам ее хотя бы степлером шлепнуть? Нет. Моя месть веселее. Давай, как договаривались. Полюбуйтесь, коллеги. Вот. Вот первый раз в жизни приходится увольнять человека за воровство. Как это можно воровать у собственной компании, у собственных коллег, а? Тем более маркеры. Но зато теперь будет чем раскрасить свою унылую жизнь безработного. Простите. Позор, Смирнов. Позорище. И это только маркеры. А что будет потом? По карманам будешь лазать? Чтобы духу твоего здесь не было. Вот. Вон отсюда. Ну, это ж надо. Согласись, Сергей. Да, да. Позорище. Ворюга. Вот. Вот ты честный человек. Сразу видно. Значит, будешь сегодня мне вечером помогать сумки проверять у сотрудников. Да. До конца рабочего дня из офиса никто не выходит. Всех будем проверять. Да. Пойду. Пойду поработаю. Вячеслав Григорьевич. Еще немножко. Сергеев, ты что, убери сумку со стола? А, я заберу. Сейчас так. Вячеслав Григорьевич, я пройду. Сергей, а ты что делаешь? Я тут зимой земельку рыхлю, а то цветы у нас сохнут. Ты аккуратнее, аккуратнее. Да, да, да. Ну, все. Так и хорошо. Сергеев, а ты что-то в шкаф прячешь? Чего я прячу? Я куртку беру. Ой, замерз что-то зябко. Очень холодно. Сергей, а? Ты себя хорошо чувствуешь? Да, да, просто немножко вспотел. О, сейчас, секундочку. Простите, кажется, жена звонит. Ага, алло. Эти девочки говорят, алло, да, 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 Танюшечка, как? Что ты, как кран протек? Какой же ты, как же так произошло-то? Ага, да, понял, понял, понял. Ну, ладно, можем сегодня с наручниками. Разрешаем. Что, простите? Ой, извините, чуть-чуть я в свои мысли ушла, расслабилась. Простите. Ничего, бывает. То есть вы, Лаврова, утверждаете, что это ваша личная помада, а не офисная? Ну, конечно, моя. Ладно. До свидания, Лаврова. До свидания. Да, да, до свидания, Лаврова. Ну, не знаю, не знаю, Сергеев. Вот чую, врет она. Я взгляд вора сразу узнаю. Ну, что, мы теперь всех поверили. Остались только ты, да я. Давай сначала ты меня проверишь, а потом я тебе. Ну, Вячеслав, Регорьич, да смотрите, что угодно. Ну, правда, ну, ей-богу, вы меня не знаете, что ли? Да, Сергеев, да жучу я. Я тебе верю, верю. Да ты что? Уж кто-кто? А ты мне точно ворованный канцелярский нож в спину не воскнил? Не, не воскнил. На нас с тобой, так можно сказать, держится баланс бумаги, маркеров и степлеров в офисе. А давай завтра инвентаризацию проведем. Посмотрим, кто что со склада брал. А за воровство уволю. Как Смирнова, по всей строгости закона. Не знаю, Вячеслав Григорьевич, надо ли... Подожди, Сергеев, ты что? Ты воров защищаешь? Нет. Да нет, ну где же я защищаю? Я говорю, надо ли было воровать. Не надо было воровать. Инвентаризация, так инвентаризация. Все, точка. Да, до завтра, Сергеев. До завтра, Вячеслав Григорьевич, до завтра. Так, осталось купить авокадо и грейпфрутовый сок. Какой-то у тебя странный список продуктов, Тань. Это не список, это тест. Сашка с Лешкой должны были поставить галочки около продуктов, которые мне нравятся. Ну, какая-то заботливая мамочка. Ой, да нет. Просто хочу купить продукты, которые им обоим не нравятся. Чтобы после них мне тоже в холодильнике что-нибудь оставалось. Понимаю. Пойдем, грейпфрутовый сок там. Угу. Клабица. Ты что, косметику собралась продавать? Да, так, если что, Сашке и скажешь. У меня уже слишком много. Не знаю, как хранить, чтобы он не ругался. Хитро. Хитро, Тань. За время моей работы в офисе много вещей случайно закатывались ко мне в портфель и выкатывались у меня дома. Таня, аккуратно. Саш, мне так приятно, что ты за меня переживаешь, но тут всего 200 калорий. А клавиатуру не закидай крошками. Значит так, теперь все, что у нас с такими надписями, нужно вернуть в офис. Иначе меня вышвырнут из офиса. С надписью пошел вон. Сынок! Так, сынок, извини. Папа тебя потом новой принесет. То есть купит. Танечка, ты кофе допила? Почти, а что? Сынок, извини. Это тоже. Таня. Тоже козерный. Сынок, прости. Стой. Ай, что ты зацепилась? Саш, по серьезному? Конечно. А вдруг проверит? Танечка. Так, тогда. Да блин! Мишонки. Стоять! Дарацину мне мама подарила. Дарацина остается. Дарацина остается. Дарацин, не ваун. Саша! Часа называется. Есть что постирать? Четыре часа. так мука и сыр еще записал да записал давай список этого магазина чего какой список я думал я сам схожу ну мне надо сходить не еще в химчистку зайти надо да подожди подожди офигеть сергеев а чё такое взять пиццу сказать думал мука все равно для нее чипсы сказать что чили неразборчиво написал майонез женщина сказала это очень полезный мне не идти я хотела узнать долго ты еще или нет можешь не ждать секса уже не будет недели две и зеленку принеси танюш а чё ты постель-то не заправила вот сейчас заправлю утром я понял что вынес с работы почти всю мою квартиру и чтобы вернуть все обратно до приезда комарова мне понадобилась помощь профессионал там внутри что-то обрякает да это бутылка виски как вечеринки забрал чего ты ничего мужики говорю ну к лифту несите вон туда быстрее там складывать а дальше сам доброе утро сергеев да ты чё так рано куда катишь креслица какие-то нашему охраннику вниз отдавал он многие больные и он клал их на стол на кресле конечно вот и сейчас возвращаю обратно чтобы отчитаться по генометализации молодец молодец давай зайдем в твой кабинет обсудим рабочие планы на неделю зачем мы пойдемте сразу к вам просто того затрону кабинет стоит уста и вот это что такое это что это уборщица не убралась наверно это как так-то ну она еще уберется ничего вы проходите проходите вячеслав григорьевич но в общем это это что такое это моя обычная рабочая атмосфера не обращайте внимание такой легкий знаете беспорядок ну очень очень удобно ну я предлагаю обсудить план на неделю сергеев ты чё ты совсем больной а не что целый отдел вынес я специально эту инвентаризацию устроил чтобы посмотреть что именно ты с работы унес я думал там ну бумагу ну маркеры ну ну так что ты зачем спер мы ими же уже лет пять не пользуемся ты в каком году это сделал а попугайчики мне вообще сказали что они сдохли они живы карандашницы тебе зачем тем более столько сергей чайник кофеварка да если война начнется сергей ты сможешь выживать и вести дела фирмы еще лет пять ну скажите не пять конечно я хотел сказать я да просто кричите на меня висал кригорьевич кричите в течение дня все вернуть на склад все аккуратно это это из дома я это не это мое личное случайно вынес по инерции на склад блин как дела раскулаченный сергеев тяжело вячеслав григорьевич конечно тяжело ты же столько вещей перетаскал можно полноценную копию нашего офиса построить все григорьевич нужно ребят прошу мне помочь что сил уже нет а я половину еще не перенес нельзя но ты же сам как-то справлялся когда домой все уносил поэтому и на склад все сам перетаскаешь еще скажи спасибо что я тебя заставляю это все не в портфеле переносить да слушай сергеев это никак не пойму а как-то умудрился с тела что вынести я его шуруповертом разобрал шуруповерт тоже унес но уже вернул какой-то талантливый человек сергеев зря такому таланту пропадать будешь месяц по выходным работать месяц вячеслав григорьевич ну я же все вернул ну как месяц то ну пощадите ну я же вон таскает вячеслав григорьевич стойте стойте пожалуйста не увольняйте его это я во всем виновата это я ему на мозге капала что у нас на работе монитор плохой вот возвращай пожалуйста да нет все говоришь вернул да нет конечно мы не будем его увольнять кто же у нас по выходным два месяца работать будет что пригодчик вы же сказали что спасибо большое вячеслав григорьевич а вот вам пирожные из нашей кофейни спасибо и что контейнер вернули тоже спасибо вычисла вычисла в григорьевич ну еще поговорим сегеев саша я правда за 10 минут все успею я уже знаешь что купить хочу беру и сразу обратно клянусь нет саш это парковка не подойдет то только 30 минут бесплатно стоять можно блин машину эвакуировали так зови официантов молодой человек давайте пиво 0 5 сергейф я думал ты счет попросишь да ну куда я же только завтра за ней смогу поехать сегодня уже на такси поедем давайте литр давай что смотрите гандбол наши играют нет македония против боснии и герцеговины не знала что ты настолько увлекаешься гандболом ну вот теперь увлекайся не мешай пожалуйста очень важный матч маме мы не будем говорить что ты мой телефон игрался и случайно поставил 5000 на 8 герцеговину домофон таня открой ты слышишь стань да здравствуйте там ваша жена орет вы ее на балконе закрыли спасибо большое еще нет допрос прости я на наушники твои наступила как так ну тань ну тань а 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 П-п-п-проверкай. Давайте пройдем в мой кабинет. Там коньяк, сигары и планшет, чтобы вам удобно было написать сумму. Срок вам на устранение неделя. А иначе закрою ваш завод. Все, логопед перебанный. Задолбал ты меня. Прощай. Задолбал ты меня. Задолбал ты меня. Для многих проверяющих у него был настроен автоплатеж. Тут рабочие спрашивают, можно ли курить электронные сигареты на рабочем месте. Ну, если на электричество сбросится, то пусть курят. Что еще? Еще интересовались по поводу корпоратива? Да. Кто из артистов будет? Какие подарки? Сильвестер Андреевич, здравствуйте. Меня зовут Алексей Иванович. Из прокуратуры? Нет. До свидос. А я к вам с проверкой. Опоздали, уважаемые. На прошлой неделе были. Сказали, прекрасный завод. Все у нас в норме. И это был тост. А я к вам из другого ведомства. Из министерства труда. Труда. Дорогой мой человек, что ж вы сразу не сказали? Я очень, очень люблю труд. Так плохо, что у нас низко его оплачивает. Мир труд май. Давайте пройдем мой кабинет. Там коньяк, сигары и планшет. Чтоб вам удобно было написать сумму. Ага, значит, вы меня не помните. Пожалуйста, хватит. Я ведь говорил, хватит штрафы выписывать. А ты, видно, работник месяца. Ну вот, твой портрет на стенку и повесит. С ленточкой в углу. Ну у вас там правда много нарушений. Вы могли бы сами все исправить. Ну что ты к этим нарушениям пристал? От них еще никто не умирал. Хотя это мы сейчас исправим. Гена? Пожалуйста, не надо. Гена, давай поближе к берегу. Рыбу прикормим. Ты уточки взял? Здесь вот такие окушки. Пожалуйста, не надо. Я сделаю все, что хотите. Так вот с тех пор я и за... Зарекаетесь, да. Ну кто старое помянет? Как давно это было? Это было 28 лет, Три месяца и пять дней назад. Так что теперь я буду вас за-за-за-закрывать. За мной! Альперт? Здоров. За кем наблюдаешь? Да соседка с восьмого этажа, муж изменил. А ты тут при чем? Ну просто мои комплекции. Ну плюс-минус. Ой, Юля. Фу! Слушайте, вы бы шли с малым, а то нам муж что-нибудь тяжелое скинуть. Пойдемте. Да, Константин Юрьевич, документы получил. Сейчас отправлю к вам нашего лучшего страховщика. Да. Ну часа через полтора ждите. Долгопродный все-таки не близко. Ну ничего, ничего, конечно, мы все успеем, да. Сань, ты что сделал? Отманул себя от долгопродного. А кто-то думает, что у нас лучший страховщик. Ой, ой, ой. Олег! Зайди ко мне. У меня для тебя очень ответственное поручение. Не понял. Да ладно, Сань. Зато в Долгопродный точно не поедешь. Миш, а поможешь Сашке игру в подарок выбрать? Вот это. А, у него уже есть такая, каждый день играет. Я знаю. Это моя. Просто подари ему свою, пожалуйста. Проверка была сверх тщательной. Как будто папин завод собирались отправить в космос. А где у вас курилка? Безопасность прежде всего. У нас не курят. А по госту положено для персонала. А ваш технолог без шапочки? Да он каждый час свой шар дезинфицирует. Температура по помещению ниже положена на целый градус. Пропустите. Это бордовый. А должен быть красный цвет. Две кабинки. А на ваш штат, рабочих, положено три. Огнетушитель. Просроченный. Да переставить надо. Ах да, он еще и просроченный. В кабинете директора количество электроприборов превышено. У вас на заводе очень много нарушений. А может быть мы вам выпишем очень большую благодарность, а? Сто тысяч. Срок вам на устранение неделя. А иначе закрою ваш завод. Понятно. Ну, в таком случае я фиксирую еще одно нарушение. Это проявление неуважения к сотруднику министерства. Вот. Знакомьтесь. Сильвейстр Андреевич, что делать будем? Тут за неделю не управиться. Да без тебя знаю, невымерший динозавр. Мы пойдем другим путем. Хорошо. Сделай, чтобы выглядело как казнь или как несчастный случай. У тебя в голове несчастный случай. Ты совсем дебил? Или ностальгия по девяностым замучила? Остынь, Кармен. Надо на этого битбоксера компромат найти. Всю жизнь его проверь. Может, он в садике комочки из каши воровал. Да? Или в школе сильно увлекся анатомией с математичкой. А может быть, он не за косички, а за щетинку дергал физрука. Че б стал небоскреб. Фас! Ай, блин! Блин! Руку повредил, Тань. Все, нафиг, я домой. Подожди! Чего? Держи! Ты че делаешь? А, рука уже прошла, я смотрю. Ну, отлично! Значит, занимаешься дальше. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Продолжай. Слушай, такой тренер хороший. Он тебя прям так подтянул. Так здорово. Технично все делаешь, стараешься. Ни одной ошибки. Татьяна, немножко выше ручки. Александр. Понял, понял. Выше, выше. Продолжай. Просто не хочу, чтобы он меня поправлял. Для этих спортивных календарей только проститутки фотографируются, да? Не говори. Выредилась вся и трясет тут своим богатством. Тоже мне спортсменка. Явно сюда спонсора ходят искать, а не заниматься. Спасибо, Светлана. С вами закончили. Девушки, а не хотите сфотографироваться для календаря? Вы такие потянутые, будете отличной рекламой для нашего фитнес-клуба. Конечно. Я первая. Меня Таня зовут. Я здесь уже несколько лет занимаюсь. Ну, что, начнем? Может быть, с гантелями? Пойдемте, здесь свет лучше падает на глаза. И на грудь будет очень красиво. Нет, Санек, не парься. Татухи, панды и песочных часов в тюремных кругах ничего не значат. Точно, Олег? Ты уверен? Абсолютно. Ладно. Спасибо. 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 Молодой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь недавно переехали к нам. Пожалуйста, не паркуйте здесь больше свою машину. Это мое парковочное место. Спасибо. В наше время папка с компроматом страшнее пистолета. Папа предпочитал, чтобы я наносил и то, и другое. Серьезно, Андреич, можно? Да, заходи, дорогой мой человек. Мамонтенок родненький. Садись, пожалуйста. Ну, рассказывай, что нарыл. Каким грязным бельем мы заткнем рот этому логопеду. Вот, киш-пиш, свеженький виноградик. Кушай. Кушай, Геннадий. Ну, рассказывай. Начну с финансов. Давай. Что там, взятки, микрокредиты или еще хуже, ипотека? Зарплата белая, левак не получает, долгов нет. Брал только мультиварку в кредит, выплатил в сопережение. И как он еще с голоду не сдох, а? Наверное, что-то готовит в мультиварке. Ну, а в интимном плане гей, садомит или бывшая женщина. Кушай виноград. Спасибо. Жена 20 лет не изменяет. В инстаграме других женщин не лайкает. Любит жену, на годовщину подарил мультиварку, на которую брал кредит. Какая веселая жизнь у него. Но с законом, там у всех рыльца в пушку. Кушай, киш-миш. Спасибо. Ну, в общем, ни разу не привлекался. Коммуналка платит вовремя, налоги заранее, штрафов нет. Два раза выезжал за границу, но ни разу не покидал родину. Как это? Ну, в 2000-х в Крыму отдыхал. Офигеть. И что, все? Не совсем. Ну, не томи, драматург-мутант. Не держи паузу, говори. В процессе слежки из объекта произошел инцидент. Ох, Геннадий, не люблю я этого слова. После этого мне хочется взять коньяк и нервно стряхивать пепел с сигары. Ну, в общем, там... Ой, держи паузу. Ох, Геннадий. Ох, Геннадий. Два... Ох, Геннадий. 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 Эта, весь салат себе накладывай и помой миску. Тань, так там еще на одну порцию осталось. Ладно, тогда не надо. Ага. Ай, Саш! Таня, ну, пожалуйста, ну, ещё разок. Спасибо, Таня. Папа много лет работал с заводами. Но теперь ему впервые пришлось поработать на заводе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо, Сильвестер Андреевич? Пустяки. В моем возрасте электрофорез даже полезен. Точно? Пустяки. В моем возрасте... Здорово, мужики, что мы с семьей собрались. Работаем дружно. Вместе. Мне вообще надо в шесть утра вставать и с мамой вместе. Идти на смену и пахать, пахать, пахать. Сильвестер Андреевич, срочно на улицу. Краски надышались. Я вернусь, ребят. Я обязательно вернусь. Я вернусь. Давай, Мальчик, давай, давай. Быстрее, быстрее. Все, Генчик, тайм-аут нужен. Конечно, Сильвестер Андреевич, отдохните. Гена, при пожаре спасутся только ты и жираф. Скажи честно, ты идиот? Да. А говорил, не достану. Во! Ого. А где вы его нашли? Места надо знать. Молодец, Гном. О, Сашуль, а Зончик нам зачем? Мы на машине. Так, я помню, как я в прошлый раз с тобой обои выбирал. Обратно, скорее всего, по отдельности поедем. Выходим. Добрый вечер. Кто вызывал скорую помощь? Таня, здрасте. Здравствуйте. Ой. Душите. Душу. Че, Таня? Сергей, я не поняла. У тебя сердцебиение спокойное. Таня, ну ты же уже была вчера медсестрой. Была. Надо как-то что-то новенькое, наверное. Таня. Ну что, я, если... Таня. Саш, а ты почему левой рукой пишешь? Ты же правша. Да почему, Таня? Математику вчера с Лешей забыли сделать. Вот хочу сейчас быстренько написать, и нам выбегать пора. Похоже? Так, пять. Ее два. Ее два. Шесть. Ты куда мне... Ну куда ты мне такую скорость выставляешь? Я так... Я не могу так бежать. Так. Ты вчера без 5.11 в магазин вышел и успел купить пиво. Значит, ты еще быстрее бежать можешь. Я вчера все рассчитал. Все. Теперь это твоя норма. Так. Я больше не могу. У меня сил нет даже тебя обзывать. Ты... Ты этот... Бегемот я. Доброе утро. Я смотрю, вы теннисный стол собираете. Ну, это меняет дело. Здорово. Правда? Конечно. Закройте завод. Сможете его потом сдавать в аренду. Алексей Иванович, ну хорош. Неужели ты не понимаешь, что закрыв завод, я не восстановлю бизнес? Ничем побочить не могу. Вы не исправили больше полови требований. Задолбался и не исправлять твои требования. Бау! Спокойно. Берегите нервы. Обратитесь к психологу. А, кстати, у вас его тут тоже нет. Нет. Ах ты гад! Бестр Андреич. Заткнись. Все, логопед гребанный. Задолбал ты меня. Вы не посмеете. Ну, чего я это не посмею? В чане с коньяком твое тело растворю, а потом следующему проверяющему дам этот коньяк попробовать. Скажу, на гадах настоял. Твое последнее слово. Бешком долго. Прощай. Сильвестр Андреевич, прошу вас, не надо. Я отменю все нарушение. Я сказал, что все в порядке. Сильвестр Андреевич. Сильвестр Андреевич. Я скажу, что все в порядке. Кукушка, кукушонку. Кукушка. Я же больше не заикаюсь. Пожалуйста. Так это вы специально все придумали. Ну, как говорится, клин клином вышивается. Я тогда честно был виноват. Ну, время такое было. Ой, я после этого лысый стал, а Генчик тупой. Хотя нет, Генчик раньше стал. А, ладно. Раз уж так случилось, даем срок на исправление. О-о-о-о. Три месяца. Ходит полгода. Ход. Силя. Леха. Силя. Леха. Вы так все здорово придумали, Сильвестр Андреевич. Я даже не заметил, как вы патроны вытащили. Учись, мясной паштет. По стволе патрон был. Ты че? Я что? Мог его реально за-за-за-за... Ты б-б-б-б-б... Гемот. Баран! Я че, заикаться стал? Если это не пройдет, я ж тебя за-за-за... Застрелить. Затрись! Давай быстро за каменьком стресс снимать. Бутылку? Две! Завтра суббота, а я с утра с детьми в аквапарк попросил. Маргарита Алексеевна, там мужик какой-то, ребенка ворует, извращенец. Называйте полицию! Придется. Как я сказал, отдай! Отдай! Кто из них, извращенец? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как меня назначили главой родительского комитета, в выходные я уставал больше, чем в буднях, и хотел только одному – спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое ощущение, как будто бы не я весь период пиво пью, а они. Да, Сань? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Алло, ты что, все проспал? Да нет, нет. Саш, если бы я хотел посмотреть хоккей со спящим человеком, я бы дома с Нилей остался. Ты сейчас из Алешкиной школы вообще не высыпаешь, понимаешь? А чего так? Таня уже к ЕГЭ заставляет готовиться? Да нет, у нас классуха гиперактивная. А я же теперь глава родительского комитета, так что по выходным вместо снов теперь детские мероприятия с ней смотрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маргарита Алексеевна, ну вы где ходите? Я тут час уже один поезд стою. Так я вам специально пораньше сказала, чтобы детишки без очереди прошли. В краеведческий музей не бывает очередей. Стихи. Александр, надо было подстраховаться. Это эксклюзивная специально провизионная выставка костюма обряда коми-прямяков. Такая только здесь, не в Сыктывкаре. Крошки мои, за мной! Маргарита Алексеевна, еле дотащил эти баулы. Давайте в следующий раз детки возьмут с собой рюкзачки, чтобы каждый сам свой обедик носил. Александр, вы рановато разложились. Мы хотим еще раз пройтись по музею, чтобы поближе познакомиться с антогенезом беспозвоночных. Пойдемте. Такая... Вы собирайтесь. Будьте добры, мне большой сладкий попкорн и колу литр. Александр, вы дурной пример подаете детям. Там же сплошной сахар. Будьте любезны только воду. Тогда с газом. Без газом. А то в своем шипении будете отвлекать детей от мультфильма по правилам дорожного движения. Дети, пойдемте. Сделайте, как она говорит. Ну и вот, завтра суббота, а я с утра с детьми в аквапарк попрощу. Я уже понедельника жду, чтобы отдохнуть на работе. Так чего ты не откажешься от этого комитета? Пусть кто-нибудь другой по утрам с малолетками развлекается. Таня не даст. Она же гордится мной. Да и знаешь, идиотов, которые готовы по четыре часа спать, на мое место не найдется. Пусть тебя просто выгонят. Слезь из завтрашнего аквапарка и все. Как? Резиновую шапочку с собой не взять? Зубы у меня новую заставят купить. А что, если случайно проспать? А это можно. Тем более у меня годы тренировок. Ну блин. Саня, я пока тебе совет давал, нам еще одну воткнули. Давай, иди домой отсыпайся, я без тебя досмотрю. Можете ответить на пару вопросов для анкеты? Это быстро. Давайте. Что больше всего понравилось в нашем барбершопе? Что у вас маникюр не делают. В смысле? Ну, в смысле, пока я сижу и стригусь, никто не садится на два часа и не делает маникюр. Понял. Спасибо за высокую оценку. Оценка очень высокая. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, становись. Нормально, проходите. Да нет, ну как же, тут вот чуть-чуть не хватает. Да это ерунда, ничего страшного. Ну как ерунда, правила же не просто так придуманы. Я все понимаю, нет, мы маленькие еще. Саша, сэкономить не получится. Билеты я уже купила. Идем, сынок. Я не хотел экономить, но просто правила безопасности же. Угу. Да что вы? Танечка, у меня к тебе просьба. Хватит оливковое масло в ванную носить. Давай договоримся, если ты его берешь и делаешь маску, то всегда возвращай на кухню. Да хорошо. Чего ты так злишься? Да потому что я привык, что оно в ванной. Взял банку, и теперь у нас картошка с шампунем. На. На. Нет, Тань, ну это вообще какая-то фигня. Ну, правда, не возбуждает. В смысле, ты же сам предложил поиграть с едой. Ну, я думал, как ты с клубникой, со сливками там. Я тебя, в принципе, только из-за сладкого уговаривал. Ты даже лучше просто обычным сексом заняться. Чтобы потерять должность в родительском комитете, мне всего лишь надо было отключить все будильники и хорошенько выспаться, чтобы опоздать в аквапарк. Сынок, ты хочешь безоцарости? Хватит дрейхнуть. Саш, вставай скорее, в аквапарк опоздайте. А мы что, не уже? В смысле, будильнику уже звонил? Представляешь, ни один, кроме Лешкиного, не сработал. Повезло, что ты научил его включать. Давай быстрее, а то опоздаете. Действительно, хорошо, что научил. Спасибо, сынок. Давай, иди, собирайся. Утоплю его телефон в этом дебильном аквапарке. Танечка, мы, конечно, с тобой подроды. И все можем с тобой обсудить. Но так посвящать меня в свою сексуальную жизнь не стоит. Да это и все автозамена в сообщении. Мы с Сашей жестко потратились в торговом центре. А не то слово, которое тебе пришло. Ну, а что купила-то? Маргарита Алексеевна, что, не получается детей успокоить? Ну что вы, это ритмическая зарядка по вальдорской педагогике. Ну что, готова провести это чудесное субботнее утро на горках? Хлорка с кричащими детьми вместо теплой кровати. Конечно, готов, Маргарита Алексеевна. Ну, я тогда помогу девочкам переодеться. А вы, пожалуйста, помогите мальчикам. И будьте любезны. Сфотографируйте шкафчики, чтобы ничего не перепутать. Маргарита Алексеевна, боюсь, что если я начну фотографировать в мужской раздевалке, нас или побьют, или... Крошки мои! За мной! Так, ну, ребят, давайте, чем быстрее переоденетесь, тем больше поплаваете. Пойдемте, пошли, пошли, пошли. А ты чего? Я не могу переодеться. Почему? Из-за уборщицы? Не переживай, но ты не такое видела. Нет, я плавки дома забыл. Плавки забыл? Ну, в моих ты просто от тяжести утонешь. Давай тогда у Маргариты Алексеевны спросим? Да. А ты мотоциклы любишь? Обожаю. И что? Это тебе. Тут часа на два хватит. Распихай по карманам. Если что, я вон там в бассейне тебе завидую. Аккуратно. Давай. Отлично. Мне будет видно Степанова, а когда Зубова поймет, что одного ребенка нет, я стану отцом, которому нельзя будет даже смотреть на детей. Не то, что отвечать. О, Танюх, иди сюда. Здорово. Чего? Слушай, Танюх, у меня к тебе есть просьба небольшая. Нет, я тут начал встречаться с одной женщиной. Она немножко странная. Ходит, обо мне у всех расспрашивает. Она мне реально нравится. Я вот подумал, может, ты ей расскажешь за меня? Ну, прилично, что-нибудь. Альберт, ну ты даешь. Ну ладно. Девушка, добрый день. Здравствуйте. А вы языком подъезда? Да. С Альбертом знакомы? Конечно. Ну, здорово. А может, тогда расскажете о нем немного? Ну, он добрый. У него умелые руки. А, не-не-не-не, девушка, вы меня неправильно поняли. В письменном виде нам характеристика для дела покрашить нужна. Там про руки хорошо сказали, вот прям про руки. Можете. Куда, куда, куда. Александр! А? Не тратьте силы, здесь можно стоять! Правда? Простите, пожалуйста, в смысле я могу здесь стоять! Да-да, ничего, ничего страшного. Маргарита Алексеевна, а вам не кажется, что кого-то не хватает? Точно. Где тренинг по плавы? Я договорила, чтобы он с нами позанивался. А давайте так, давайте мы сейчас все вместе к нему пойдем, зато и пересчитаемся. А давайте. Ага. Дети, мне тофе в друг другу там! Привет! Я тебе плавки привез. Беги, переодевайся. Не надо, пап, все уже скоро выйдут. Все-таки опоздал. Ну, тогда поехали домой, маме с уборкой поможем. И на дачу. Подожди, пап, я поиграть хочу. Дай денег, пожалуйста, я заканчиваю. Ося, и пойдем, говорю. Трындец! Александр, гражданин Берген говорил, что стернословие предельщик поощряет ограниченность. Если вы хотите ругнуться, нырните под мост. Говорит, Алексей, ну там мужик какой-то, ребенка ворует, извращенец. Вызывайте полицию! Трындец! Трындец! Вот, бери! Сашенька подрастет, носить будет. Ого, откуда у вас столько? Да Сашка никак не может запомнить, когда Лешке кроссовки на физкультуру класть. А рядом со школой обувной. Вот, пожалуйста. Спасибо. Значит, можем. Все, поехали. В ванной хотя бы покупаешься, если в аквапарке не получилось. Ладно? Ладно. Стоять! Отпусти ребенка! Отпусти нас! Я тебе, я тебе ребенка не отдам, урод! Понял? Ты что говоришь, дебил? Мелкого отдал! Мелкого отдал! Быстро! Тебе что надо? Забирай свои трусы и вали, куда шел! Я тебе сказал, отдай! Отдай! Кто из них, извращенец-то? Чего ты тупишь? Голый, конечно! Ложики! Этого держите! Он маньяк! А, тебе что, просто жалко стало? Господа! Стойте, господа! Это глава нашего родительского комитета! Кто? Этот? Этот! Этот! Говорил, надо было в платную школу отдавать! Прикройтесь! Закак! Отпустите! Варенье для Лешки, к чаю. Шпроты на ужин, для бутербродов. Яблоки и апельсины для шарлотки. Соевый соус просто так. Ну, просто потому, что он закончился. Понятно. Ну, значит, зря себе накрутил. Может, все-таки проверишься? Танюш, ну, я сам свои ящики на балконе разберу. Ну, правда. Ну, зачем тебе это надо? Ну, ты отдохни. Ну, пожалуйста, ты устала. Нет, Сергеев. Я сказала, я сама справлюсь. Не мешай. Ну, ладно. Так, я не поняла. Ты там не прятал ничего, что ли? А что ты так сопротивлялся? Погоди. Ты меня развел, что ли? Танюш, ну, просто очень важная игра. Очень. Помощь сначала, перед тем, как есть. Их мужик в магазине грязными руками трогал. Че ты? Какой мужик? Ты, Саш, я видела, как ты перед этим попу чесал. С мылом. Танюша, слушай, я взял твой телефон и случайно уронил в туалете. И вот трещина на весь экран. Блин, Саша, а можно было как-то аккуратнее играть? Да ладно, че ты бросаешь? Я специальную картинку скачал, как будто трещина. Вот. Видишь? Понял. Молодец. Смешно получилось. Я это... Я сейчас... Саш, пойдем спать. Тань, давай я серию досмотрю, а ты иди лошайся. Да ты можешь в постели посмотреть, ты же в наушниках. Да ну, тебе в глаза будет светить. Да и сериал смешной, я могу засмеяться случайно. Угу. Остатки пирога Лешка доел, так что его нет в холодильнике. Пойдем. Фу. Да. Все-таки после ссоры секс самый классный получается. Так мы не ссорились, Танёш. Так я про это и говорю. Фу. 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 Итак, а сейчас мы узнаем, кто выиграл бесплатное фитнес-питание на две недели Крутим барабан Внимание И это у нас Лиля Волкова На самом деле у вас было немножко больше шансов, чем у всех Остальных С чего этого друга? Я на наших бумажках написал ваши имена Просто на мне не очень охота две недели есть вареную грудку с какой-то травой Саша, ты бесплатно Миш, это невкусно Да, классно, Алешка Очень круто получается, молодец Сергеев, ты нормален? Тань, да я уже 10 дублей сделал Ну вот тогда смотри, наслаждайся Зашулечка, может отложишь книгу, я наконец надену съедобное белье Ты не шучу, ты как-то не в настроении Может завтра, или может тогда без белья А то ты такой вкусный ужин приготовила Я так наелся Сергеев, ты че, белье сожрал? Да Тань, да просто ты так долго готовила Я завтра обязательно заеду и новое куплю Спасибо Саш, ты кормушку для птиц сделал? Да, сделал Давай сюда, а то мы уже в школу идем А это в школу? Тогда не сделал В смысле? Я думал, ты во дворе хочешь повесить? Я вот из пивной бутылочки смастерил Ну с синицем-то какая разница? Клюют и клюют Вячеслав Григорьевич, здравствуйте Привет А что это у нас сегодня на велосипеде? Да вот, решил недельку поэкспериментировать Удобно, полезно Да и ты с работы раньше времени сбегать не будешь А я-то тут при чем? А вот при чем Так Ну, хорошего дня Ев, смотри Мы карточку с нашей фоткой сделали Как тебе? Ух ты Слушай, классно получилось Мне тоже очень нравится Алло, Сашуль Тань Я не понял Ты зачем ноутбук только что купила? Мне смс-ка пришла А? Я перезвоню Что случилось? Что-то я слишком обрадовалась В инсту выкладывать ее со всех сторон Со всех сторон? Ну да, наверное, не надо было Танюш, может хватит? Ты уже почти весь тюбик у меня втерла Ну извините Если не нравится, можешь в автосервис обратиться Ха-ха, очень смешно Блин, самое тупое, что никто не хочет покупать этот сертификат в аквапарк Я уже цену в два раза сбросил Да, я больше переживаю, что у тебя синяк может в субботе не зажить А что у меня в субботу? Ты меня на конкурс бикини записала? А что, ты что забыл? Лешкиного класса велосипедная прогулка Надо мазать чаще, а то будет больно кататься Ёлки Давай еще, Маш Давай Ой, такая погода хорошая Жалко, Катя с нами не поехала Мы тут на свежем воздухе прохлаждаемся А она там в душной квартире томится Заботы, Глеб Ильичок Вот, подписывайте штраф о нарушении тишины, и я пошел Гулянку здесь устроила Ну я сейчас покажу, огни Москвы Подождите Есть идея Играет музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жалко, что Катя осталась дома готовиться к экзаменам Я столько ягод в жизни не ел Сейчас узнаем смертельную дозу голубики Ну, можешь пойти воду в баню потаскать, если не нравится? Нет, я сюда отдыхать приехала, пока твоих родителей нет Они же думают, что на даче люблю только навоз таскать да траву косить Ой, какая погода хорошая Жалко, Катя с нами не поехала О, Тань, я тебя умоляю Это для нас сто лет на улице романтика А для нее это испытание, как форт Боярди Ей там одно сейчас, знаешь, как тяжело к экзамену готовиться? Надо кучу учебников в голову запихнуть Она их даже поднять все вместе не может Да, права Мы тут на свежем воздухе прохлаждаемся А она в душной квартире томится Кать, тут же капец как душно Знаю, но если на что открывать окна, они выбаливаться будут Ой, Саш, ну аккуратней Заводи, клеить еще Клевая кофточка, Кать, где купила? Я тебе потом сайт скину Маманя Посмотри, что в шкафу дошли Так, Сергей, давай грядки поливай Сыночек, подожди Девушка, вам очень идут эти туфли Цвет, вы знаете, прям ваш И очень изящно смотрится Спасибо Саш, можно тебя на минуточку? Конечно Сергей, ты не офигел ее комплиментами забрасывать? Это ее муж нас на парковке подрезал И наше место забрал Туфли десятку стоят Пусть теперь покупает, вот Девушка, вам очень идут эти туфли Спасибо Продавец посоветовал комбо взять так дешевле, чем все по отдельности Ты же просто попить хотел взять Так в том-то и суть Газировка комбо дешевле получается Будешь? Блин, Саш А точно моего размера не было? Точно, только этот остался Мы ведь можем и на диету сесть Таня, мы и так сидим на диете На более жесткую диету Может, все-таки есть мой размер? Сейчас принесу Девушка Да? Простите, у нас вот с сынишкой возник спор У вас же есть штраф за утерю ключа от камеры хранения? Да, полторы тысячи Вот, вот Поэтому всегда нужно за ним внимательно следить, верно? Да Спасибо Спасибо Короче, дешевле ему новую сменку купить Она семьсот стоит, а ключик полторашку Больше ему ключ не давай Сама таскай Наконец-то дома Так долго ехали У меня даже полоса от ремня безопасности на животе осталась Слушай, как-то подозрительно чисто Полы блестят, обувь расставлена Подушки на диване аккуратно лежат Действительно, Танечка, это очень подозрительно Нужно срочно осмотреть камеры видеонаблюдения Кто-то пролез в дом и прибрался, негодяй Саш, я серьезно У нас так чисто было только, когда мы сюда заехали А потом я за вами с Лешкой отмывать не успевала Танюш, правда, хватит паранойить В этой квартире убираешься только ты В смысле, только ты и я А вообще, нам невероятно повезло Бесплатная Светана Чего? Ну-ка дай Наверное, в чике между пивом твоим затерялась Да не-не, я все проверил Это нам подарок от невнимательной кассирши Так, стоп, это надо вернуть, пока не заметили Или ты хочешь на доску с фотографиями алкашей, которые в магазине воруют? Таня, соберись Я эту сметану никому не отдам Нам просто фартануло Если хочешь, я буду ее есть с небольшим чувством вины Открылась Чем дело? Это полиция Попался? Фартовый Здравствуйте Мы эту сметану вернем обязательно Нам ее подбросили, вы представляете? Да мы даже не пробовали Понимаете, мы не воры У нас ребенок маленький Чего? Вы, видимо, после вчерашней вечеринки еще не протрезвели Простите, какой вечеринки? Вы, может, дверь перепутали? Я в эту дверь вчера полчаса стучал Но никто не услышал Видимо, я в ритм музыки попадал Послушайте, мы только что с дачи вернулись У нас скоро штрафы за превышение скорости придут Я вам фотографию покажу Квартира ваша? Да Шум был у вас Вам отвечать Вот, подписывайте штраф о нарушении тишины, и я пошел У меня таких, как вы, еще семь квартир с алкашами Минуточку, я ничего подписывать не буду Не будете? Нет Что вы там про сметану говорили? Кто из вас украл? Так, давайте я все подпишу Ручку возьмите Мы не воры Всего доброго Офигеть Так вот, значит, как у нас с Катей Кокзай много появится Гулянку здесь устроила Ну, я сейчас покажу, обни Москве Подожди, Таня Ты наорать на нее всегда успеешь Она ничего не поймет И через неделю здесь автопати у тебя устроят Нужно сделать так, чтобы она навсегда это запомнила Ну да Кричать сейчас точно не стоит А то полицейский нам еще один штраф за шум выпишет Нет Есть идея О, Санька, ты опять в душ Третий раз за сегодня Да я это Как-то жарко Где? Лап, с стиралкой Лап, с стиралкой Положи Танечка Вот, держи Косметика, как ты и просила Точно я все правильно купил? Крем для комбинированной кожи Шампунь для сухих волос Бальзам против ломкости Все верно Так и купил Сашульчик, спасибо Ты так хорошо меня знаешь Конечно Блин, Сань, как ты все это запоминаешь? Я постоянно что-то не то выбираю Я ничего не запоминаю Я покупаю израильскую косметику Там все этикетки на иврите Понятия не имею, что там Да, без пивка, конечно, грустно Сейчас Будет тебе пиво Ты что, забыл, как пиво выглядит? Подожди Ёлки-палки, Саш Базилик закончился Сходишь в магазин? Можешь пиво купить? Только немного Да без проблем, Танюш Спасибо Пойдем Ого Таня, туфли такие крутые Фирменные Я, кстати, для этой марки Втащи еще делал Не, туфли подделка А вот сапоги реально дорогие Ты когда это так в брендах Научился разбираться? Просто сапоги Таня прятала Когда купила А, понятно Я решила зайти к Саше и Тане Чтобы прощупать почву Спалили мою вечеринку или нет? Привет, Тань Я так зашла Проверить, не забыла ли конспекты Так съездили Не очень Проходи, заодно поможешь Прибраться ты же вроде Сама все хорошо отмываешь Нет, представляешь У меня браслет пропал Таня Так, привет Привет Короче, нет нигде браслета Нет и все Ты точно его не брала с собой на дачу? Да точно Я четко помню, что вот прям вот сюда его положила А, ты-ты Кать А ты же на выходных здесь была? Угу Точно, Кать Не видела такой вот маленький серебристый С маленькими камушками? Нет, а разве у тебя такой был? Конечно Мне Сашка прям перед выходными подарила Прямо перед выходными подарила? Ну помнишь, я тебе его показывала В нашем ТЦ на первом этаже? Ага Ну вот Я Сашку все мимо него водила Все показывала А потом психолола и прямо сказала, что он мне нужен Ой Я купил Она день даже не поносила И вот все Ты точно не видела? Угу Капец Было столько малознакомого народа, что мог кто угодно взять Признаваться не вариант Придется покупать Блин, нафиг я вообще это все устроила Точно Блин, простите, что не сказала Я его надевала на консультацию перед экзаменом Фух Интересно И как? Однокурсницам понравилось? Очень У меня когда будут деньги, я себе тоже такой куплю Все, не переживайте, я вам сейчас принесу его Ничего себе Сработало? Ну? Это получается у тебя браслет будет, который ты так долго выпрашивала? Кстати, идея моя Так что считай, что это я его тебе подарила Угу Почаще бы Катя вечеринки устраивала Чтобы я от тебя подарки получала Но все равно Когда принесет Надо будет ее отчитать Нет, нет, нет Стоп Мне, знаешь, тоже компенсация нужна Катя со своими друзьями Три моих игры на приставке прошли Ты думаешь? Может быть, одного браслета достаточно? Таня Мы вообще-то это не из-за подарков делаем А чтобы Катя не превратила нашу квартиру в притом Помнишь? Угу Саша, попробуй суп Как тебе? Все, Таня, кажется, испортился Кислый и горчит Вообще-то я его сейчас готовлю Ага Так, круто Так надо, может, посолить просто? Ну, посоли Саша, иди сюда Иду Слушай, давай выбросим все, чем мы не пользуемся Ну, места в шкафу уже нет Давай Ага Так, значит, вот Коврик Ты одно время спортом дома хотел заниматься, да? Самоучитель по испанскому языку Так и не дошло дело Книжка по саморазвитию давно лежит Так, все, хватит Давай потом, наверное Все настроение испортилось Танюша Ау А ты в курсе, что британские ученые выяснили Что нужно чистить зубы не две минуты, как раньше, а пять? Да? Да Иначе остается риск возникновения кариеса и воспаления десен Что-то таймер поставлю Я тоже поставлю Я браслет принесла Саш, ты, конечно, молодец Дорогие подарки даришь Да подожди, блин, я тут тумбу двигаю Тань, здесь тоже нет А что ты ищешь пыль, чтобы таймер на время хоккея занять? Да, если бы Наушники беспроводные Представляешь, вот такое впечатление, что сперли Прям помнишь, что вот здесь оставил И нету Слушай, у Лешки в комнате не нашла Кать, а ты их случайно на консультацию вместе с браслетом не брала? А? Нет Вот О, браслет Ну вот А когда пропали? Так прямо перед отъездом Вот сидел здесь, в них играл И сейчас Нет, нет, странно просто Ты никого случайно не приводила на выходные? Нет, я училась Вот, даже палец от слюны сморсился Ну, в конспекты листала? Я-то верю, верю Просто, ну, как-то Ладно, обидно Вот Хорошие наушники, вот такие были А, эти, так Я забыла, я же подружке дала послушать на выходные Ну, чтобы она мне разрешила конспекты переписать Так Завтра верну Ну, Кать, ну, надо же предупреждать как-то Видала, как отыграл? Не хотите пройти в спальню с лучшим актером по версии Александра Сергеева? Слушайте, там тумбу отодвинули, здесь столько пыли Давай сначала приберемся, потому что Как бы, ну, здесь Убираться чуть-чуть Шмапу дай Мм, конштюк, ловкий трюк, шутка Прикольно, никогда раньше не слышала Танечка, ну ты можешь просто выбрать любое стоп-слово Ты уже 15 минут этот словарь листаешь Подожди, я хочу какое-то адекватное слово найти Меня твоя оседрина не устраивает О, кандибобер Танюш? Танюш, не спишь? Танюш, не спишь? Танюш? Ты что, ешь, что ли? Так и знала, что не спишь, Танюш Посмотри, пожалуйста, вот здесь билеты на завтра в кино Надо сейчас выбрать, пока не раскупили Ну, ну, посмотри, правда Треть, пятый Слава, что такое? Переел, что дышать не можешь? Снимешься, ну и минут 15 без них посиди Очень помогает Я в группе постоянно делаю Сергеев, это вообще-то специальная дыхательная гимнастика Меня этому один монах в Таиланде научил Нет, я понимаю, что гимнастика я тоже практикую иногда И чтобы в офисе, что она не снимала больше Хорошо Привет, проходи Раздевайся Ты чего, эту музыку начала классическую слушать? Да нет Это я соседке сказала Что у нас Лешка по музыкальным конкурсам ездит А то она так свою дочку расхваливала Проходи Саш, ты меня зачем к тебе звал? Сам не мог зайти? Вячеслав Григорьевич, там просто клиенты в офисе Я картридж в принтере менял И вот заляпаться Может, вы мне как-то отпустите сегодня немножко пораньше? Знаешь, Сергей, мне уборщица про твои рубашки еще месяц назад все рассказала Какие рубашки? Ну, как какие? Вот эти Вот, например, ручка потекла Или вот кофемашина обрызгала И, конечно же, моя самая любимая рубашка Я суп пролил Это борщ Ну, борщ А вот, кстати, есть и чистая рубашка, в которой ты сегодня на работу пришел Так что переодевайся и продолжай работать Да, ну, да Ну, испачкайте же Если бы я знала, сколько будет стоить эта тусовка Никогда бы ее не устроила Привет, Леша Че, папа еще на работе? Ага На, передай ему наушники, я пошла Катя, стой А можешь купить мне самокат? Чего? Леша, у тебя карманных денег больше, чем у меня Вон, у Тани выпрашивай Ну, купи, пожалуйста Ты же маме и папе купила подарки За то, что у нас дома притон строила Чего? О, Катюшка, не слышала, как ты пришла Что, с Лешкой в приставку рубитесь? Таня То есть ты знала, что я здесь устроила вечеринку И заставила меня покупать браслет и наушники? Катя, у меня, по-моему, воду не отключила, извини Таня, открой! Это была Сашина идея, с ним разбирайся Семья, всем привет О, наушники нашлись Саш, ты офигел меня на деньги разводить? Там, в машине окна забыл закрыть Я сейчас... Таня, это обсуди Сергеев, стоять! Давайте все вместе разберемся Давайте Да Слушай, Санек, а вы, Санюха, курите? Альберт, нет, конечно Тогда беги на балкон, у вас там что-то дымится О, кажись, штора загорелась Таня, ты что, свечи забыла потушить? Пап, можно чипсы? Да ну, зачем они тебе? Они же невкусные, со вкусом селедки, гадость Написано сметана и лук Да, действительно, сметана и лук Ладно, беги Раньше прокатывало Никак не могу привыкнуть, что он читать научился Танечка, а хочешь я тебе удобрения посоветую? У меня очень хорошее есть У меня дома все комнатные растения от него зацвели Не поможет Почему это? Лешке в школе постоянно аппликации из листьев задают А до парка Сашке лень дойти Вот, пожалуйста Давай я его полью, ладно? Давай Алло Тань, я ногу сломал Срочно скажи, где у нас полис лежит Кошмар! Так, Саша, он в спальне, в верхнем выдвижном ящике Я сейчас приеду! Не надо Не надо Я просто хотел к зубному попасть А ты сейчас начнешь, сам ищи Давно пора запомнить, где у нас документы лежат Все, спасибо, пока Дурак Мы поговорили с Катей и нашли способ, как ей подготовиться к экзамену без прихода в полиции и алкоголь Леш, да хоть из уважения попробуй А то я полдня эту смородину в крапиве собирал Ну Да, чтоб, как у Кати Энергии на всю ночь хватало Опа Тань, ну мне Мне правда нужно готовиться к экзаменам Но ничего страшного Наденешь свои беспроводные наушники и будет, как на твоей прошлой подготовке Да, Кать, кстати Твой новый браслетик очень хорошо к тяпке подходит Тань, мне нужно целый учебник вызубрить А я еще название даже до конца не прочитала Когда делаешь, сядешь на свежем воздухе и все выучишь Псс, Тань А может, она и в бане тоже воду натаскает Ну, чтоб уж на всю жизнь запомнила Сергиев, хватит твоих идей, иди сам таскай Ева, это что такое, а? Ну, куда ты? В Цезаре и руками Я кому серебряную ложку в интернете искала? Ой Ева, она что, духовка сломалась или ты? Твое любимое шампанское На вид? Твое любимое шампанское Каждый день папа ехал на свой любимый завод с волнением Потому что никогда не знал, какая проблема возникнет сегодня Семен Абрамович, что за вопрос, дорогой? Конечно, придем к тебе на юбилей Да для меня самого праздник смотреть, как стареют мои конкуренты Все, спасибо за приглашение Побежал зарабатывать тебе на подарок Пока, целую Че, это что за толпа с плакатами? Большого коньяка, что группа поддержки появилась? Фанатский сект Это экологи Видно, в тайге всех тигров пересчитали Пришли сюда пооррать Фитерстан! 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 Подожди, а что вы сделали экологам? Я думала, у тебя на заводе самая вредная Это продукция Есть одна труба, которая в местную лужу выходит Которую они почему-то речкой называют Ни одной проверки к ней нет претензий У этих целых три ваттмана Вы когда фильтр установите? Полгода ждем! Вот нечем заняться людям Полгода трубу рассматривают, да? Бабы, долго нам этим конкурсом стен газет любоваться? Поезжай! Не могу, они под колеса лезут А так, ну открой, высунься, сморчись как шарпей Они разбегутся, поезжай, я сказал! Подожди, надо с ними поговорить как-то О чем? О чем с ними говорить? После их демонстрации больше мусора остается, чем мы сливаем Бабуин, поезжай, я сказал, не обращай внимания Не тревогу! Танюш, представляешь, Миша с Лилькой Вчера в кинотеатре переспали Прямо в зале Ничего себе, я бы так не смогла Это извращение какое-то Ладно Маршрут перестроен Ладно, поедем тогда сразу на работу Александр Сильвестрович, Вячеслав Григорьевич говорит, что ваше письмо не получил Вы точно отправили? Как же получил? Конечно отправил, вот смотрите Ой! Простите, это у меня попрощик на накопчике выскочил Я суток эфировал, чтобы посмотреть и не закрыл Ага, вы тогда сами проверьте, а я пойду Да-да-да, извините Еще приблизил Яблочный штрудель Значит, яблочный штрудель мы пока убрали из меню Чтобы поэкспериментировать Со следующей недели сможете попробовать лимонный и абрикосовый Да, но насчет яблочного вы не переживайте Он обязательно вернется Задавайте еще вопросы Что вам интересно узнать про нашу кофейню? А, так, я на минуточку оставлю вас с нашим директором Она подробно расскажет про новые акции и скидки Насчет Сергеев, ты обалдел такое спрашивать в прямом эфире? 70 человек прочитала Да потому что, Тань, задолбался тебя ждать Ты 20 минут не отвечаешь В следующий раз сразу пиши в списке, какие конкретно брать Обычные ежедневки И чтобы в прямой эфир больше не заходил Все, пока Какие обычные Слушай, может с тобой вместе жим поделаем? Ты меня подстрахуешь, я тебя Не, извини, я лучше один Миш Что-то со мной никто в паре не хочет заниматься Вон, три мужика уже отказались Может, ты со мной жим поделаешь? Нет, нет, спасибо Ну, просто Володя со всеми хорошо общается И всем все рассказал Какой Володя? Фитнес-тренер С которым ты в прошлый раз в паре занимался С которым ты в прошлый раз в паре занимался и страховал Извините, пожалуйста Извините, пожалуйста, даже передаю Спасибо, спасибо Ты должен установить фильтр глубокой очистки Вот на эту трубу Ева Это не сеточку на три винтика прикрутить Это комплект за 70 тысяч евро Единственное, что он очистит, это мою банковскую карточку И что? Что ты из-за этого вообще ничего не будешь делать? Нет Эти фильтры ни на одном заводе не ставят Даже на том, который их производит А ты поставишь? Или что, мне нужно тоже с плакатом стоять, кричать возле забора, чтобы ты меня услышал? Евочка Если хочется покричать, для этого есть другой способ Нет Фильтр, все Это наше новое, стоп-слово, фильтр Пока ты его не установишь, ничего не будет Ты куда? Трубу ремонтировать Саша, убери из интернета объявление о продаже тостера Таня, я ничего не буду убирать Ты вечно понакупаешь всего и не пользуешься В итоге у нас склад Саша, ты его без трусов фотографировал Все в отражении видно Ой, Сашуль, подними, пожалуйста Угу О, ты уже убрал? Спасибо Парал Сашульчка, ну что, все готово? Таня, скажи, Татьяна, у нас есть свежие киви? Очень хочу киви Упругий киви Есть у нас киви? Ого, какая у тебя рука мягкая Саша С тобой все в порядке? Да, да, да Смотри, какую я сделал поделку Лешке в детский садик Это кричащий дельтаплан А? А? Нравится? Блин, я же говорила, не надо было самый дешевый клей покупать Так, Саня, быстро в душ тебе, надо освежиться Нам нужен срочно свежий киви Будет Будет свежий киви Да Я хочу самый, самый, самый свежий киви Танюш, скажи, а что мы сегодня Леша в записке надвижим? Почему он на первый урок опоздал? В смысле? С чего ты взял, что он опоздает? Таня, у тебя в ноутбуке открыта статья «15 способов повязать шарф» Я знаю, ты пока лучше не выберешь, из дома не выйдешь Напиши, что живот болел Ну че, хорошо После двух недель воздержания, папа решил сделать первый шаг навстречу сексу Ты че гуманую трубку не берешь? На мои звонки должен до первого гудка отвечать Извините, Сильвестер Андреевич Телефон сушил Я его в речку уронил, когда трупы фотографировал Ага, что там, с фотошопом? Айтишника никуда не уронил? Нет Он только что все закончил Я его даже в туалет не выпускал, пока фильтр не дорисует Ну как получилось? Очень реалистично Траву сделали позеленее, воду почище Даже тень от фильтра нарисовали Я предложил там лебедей нарисовать Но вы сами все увидите, фотографии у вас на почте Молодец! Двухкамерный папарацци Иди охраняй невидимый фильтр от невидимых воров Давай Девочка, для тебя и для экологов очень хорошие новости Да, только что установил Ленточку разрезали Вот послал тебе доказательства Так что вечером жду романтический ужин С продолжением Что? I love you too My darling Сильвестрыч вызывал? Проходи, гость Не-не-не, не садись Штрафовать за опоздание я тебя не буду Но я придумал тебе небольшое наказание Ты отнесешь в ремонт Мой ноутбук И все? Такое простое наказание? Ты его открой Вот так он и завис Ты, значит, за меня в сервисе покрасней А я потом за ремонт оплачу по чеку Сань Или штраф Криш, я по поводу пятничного тимбилдинга Ты идешь? В сауну? Конечно Слушай, я так давно в саунах не бывал Такой вопрос А если я немножко повыше пояса Простыню завяжу Нормально будет? Саш, мы здесь все не фитнес-модели Че стесняться-то? Да нет, я тут другое дело Я, короче, полгода назад У комара Пять отгулов взял Типа аппендицит вырезал И? Комар посмотрит А шрама-то нет Ну не ходи Ага Сейчас Слушай, Танюш А давай эту игру Мишке на день рождения подарим Ему понравится такая, правда? Так у него только через 4 месяца день рождения Я как раз за это время смогу ее пройти Держите И откройте, пожалуйста, багажник Конечно Нет Это по какому праву? Что мы нарушили? Я не разрешаю вам трогать багажник Вызывайте понятых, адвоката Да не уж Да я просто хотела После зарплаты показать Я вам еще штраф За сопротивление сотруднику При исполнении выпишу Пройдемте Солнышко, твой спаситель Окуни уже дома А ты как раз к ужину Может быть сегодня начнем с десерта Ну погоди Десертик хочет отдохнуть После долгой готовки Ты проходи Проходи Ой господи Совсем забыла У меня же тут лазанья Ты сегодня можешь даже ручки не мыть? Ох, господи Горячая еще только из принтера Ты ее пока не трогай, хорошо? Ева, это что такое, а? Ну милый, ну куда ты? В цезарь ей руками Я, 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 я кому серебряную ложку в интернете искала? Мне? Ну конечно Ой Не, она что, духовка сломалась? Или ты? А, да нет, все, все нормально Ты же просил романтический ужин Вот я нарисовала его в фотошопе Ты же так проблемы решаешь Твое любимое шампанское Налить? Это была шутка Розыгрыш Я знал, что ты догадаешься И думал, вместе с тобой посмеемся Фильтр на трубе стоит Только не ври У меня резиновые сапожки, фонарик Я могу съездить, проверить Не надо Не надо Ну что ж, тогда Приятного вам вечера Леха, пойдем в приставку играть А он наказан Чего это? Разбил что-то? Он в ноутбуке оставил запрос Что сказать родителям, чтобы не пустили в школу Да, нет, да Прощать его надо Это я искал На всякий случай что-нибудь новенькое Для комару, если опоздаю Леш! Сынок, иди мороженое дам Иди Слушай, Миш, правда, спасибо, что помог с этим столом Иначе я бы, наверное, еще год его ремонтировал Да, если бы ты не приехал Через неделю и правда был бы год И еще одна маленькая просьба Ты можешь сказать Лиле, чтобы она больше не передавала нам Свои веганские ужины Но она Нет, 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 мы все понимаем Лилечка тренируется для своей кулинарной книги Нам станет очень приятно И нам очень неловко отказывать ей Но просто, ты понимаешь, мне после работы нужно мясо Я так уже в травоядное скоро превращусь Саня, я бы мог поговорить с Лилией Но она вам ничего не готовит И книгу никакой не пишет Таня! Таня! Офигеть! Из-за папиного воздержания Тяжело было всем, кто попадался ему на глаза Ева, солнышко У меня для тебя кое-что есть Лучше, чем фильтр С бриллиантами А я почему должен пешком идти? Скажи мне, пожалуйста Доброе утро, Сильвестер Андреевич Ты почему прапост не проверяешь? Так вы же директор И что? У, я вас знаю А вдруг это маска? Чтобы всех проверял, даже у самого себя, понял? И у этого проверил Сильвестер Андреевич, ваш кофе Стоять! Стучать разучилась? Нет, дверь открыта была Дверь открыта была Ты не мужу в постель кофе несешь Здесь не проходной двор Закрой и постучись Живо! Да, все, это не мои проблемы Что ваши фуры задержали? К вечеру! Бутылки должны быть здесь Мне плевать, вот в руках Больше сюда не звони Все! Где мой второй телефон? Быстрее! Процент брака за отчетный период Составил всего 0,73 Чего? В смысле всего? В рублях, знаешь, сколько это? Сильвестер Андреевич Ну, это правда, очень маленький процент На других заводах там На других заводах вы будете работать, если не исправитесь! Быстро в цех, я сказал! Добой никто не уходит Пока 0,73 вновь не превратится в... А что здесь так холодно, а? Мозг еще сильнее решил уменьшить? Это кондиционер работает Вроде нормально Для полярных медведей нормально А мне дует, дует! Выключай, поехали! Вячеслав Григорьевич А я тостер к нам в офисе принес Ну, мы им не пользуемся Стоит у нас на полке Спасибо, неплохо нам пригодится Надеюсь, мне зачтется Ой, кажется, я вспомнил Мы его хотели в ремонт отнести А мы хотели на этой неделе квартал закрыть Если сохранения у кого-то слетели Ты будешь восстанавливать Так, я мадрел Машину помой Утром увижу на ней грязь Ей и позавтракаешь Грязью, а не машину, идиот Селечка А может, ты на завтра выходной возьмешь? А то боюсь, что ты не выспишься Ева Это точно ты? Ну, что тебя кто-то еще встречает в такой виде Ну, Елочка, ты мне что? Фух, сексуальную амнистию объявила, что ли, а? Или сама не вытерпела, а? Ну, чего же мы? Ну, мы же с тобой договорились Да Мы ставим фильтр Мы умеримся Да Мы можем даже на несколько раз помириться Я помню, но как-то рано Или это что? Аванс был, что ли? Милый, ты случайно что-то с головушкой не ударялся? Мне же от тебя сегодня письмо пришло Там все документы Все чеки Я даже позвонила в эту фирму Все узнала, уточнила И правда От воздержания, видно, провалы в памяти начались Какие чеки, а? Милый, даже Гену сказал, что вы все установили Ты вообще на работу сегодня ходил? А почему твой охранник знает больше, чем ты? А почему мой охранник знает больше, чем я? Я ничего не понимаю Документы, синяя печать, чеки, накладная Все в порядке Откуда это у тебя? Сельвестр Андреевич Вы и раньше на меня орали На последние две недели реально страшно было Я когда с парашютом прострельным прыгал Не так боялся, как у вас в кабинете Видно же было, что вы из-за этого фильтра нервничали Ну да? Из-за фильтра? Из-за чего же еще? Ну вот я его и купил А 70 тысяч евро откуда? Ты что, банк с автоматом ограбил? Кредит взял Надеюсь, вы меня теперь еще лет сто не уволите То есть, получается, у нас фильтр поставил не Сильвестр, а Гена На что ты намекаешь? Договоренности Значит так Либо ты сейчас оплачиваешь этот кредит, либо я Без либо я Ладно, динозавр, я почищу твою кредитную историю Потому что ты только у меня в рабстве можешь быть Понял? Спасибо, Сильвестр Андреевич Свободен Девочка, а... Кредит Либо я Саша, может еще банку поддать? А то смотрю, подмерзаешь Снимай полотенце Баб тут вроде бы нет Или ты что-то скрываешь от нас, а? Смотрю, у вас настоящая гейша в отделе работает Субтитры сделал DimaTorzok 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 В двух словах не объяснишь Ну, это хорошо, что у тебя словарный запас больше двух слов Выкладывай Короче, нужна твоя помощь Нужно как-то по-особенному извиниться перед Танькой У тебя же с романтикой явно лучше, чем у меня А за что извиняться-то собираешься? Сейчас, сейчас Короче Не могу сказать Саш, ну так позвони Тане, спроси у нее, на что она обиделась Ну, если она, конечно, сама определилась Да нет, я знаю, на что она обиделась Просто не могу сказать Вопрос очень пикантный А Ну, тогда скажи, извини Только говори очень пикантно Ты что, издеваешься? Саш, ну а как я могу тебе помочь? Мне нужно больше деталей Инстамодели, вон, когда фотосессию заказывают Формулируют лучше, чем ты Что случилось? Ладно Лельки нет? Ты уж спрашивал Да Короче Таня сделала мне сюрприз Интимную стрижку У-у-у Да мне уф В общем, ну, я не удержался и рассмеялся И еще вдогонку пошутил, мол Ты теперь с утра будешь в два раза дольше бабку делать Ты бы еще щелбан за стрижку поставил Прямо туда Короче, накосячил сильно Танька со мной не разговаривает Ну, что делать? Ну, сейчас что-нибудь придумаем Обычные методы тут не подойдут Нет, не подойдут Слушай, а может Тебе сделать тоже интимную веселую стрижку? Ну, Таня посмеется Поймет, что ты запарился Это разрядит обстановку и все сгладит Слушай, а это как вариант? Слушенька, это единственный вариант Ага Только где, как, ну, кто, где они это делают, Таня? Кое? Да я этих салонов по Москве знаю тысячи Ага Сейчас нагуглим Что? Ничего Вот, смотри В пяти минутах от твоего дома Нет, нет, нет Надо подальше И от дома подальше И от работы подальше Ну, развлекайся Ну, что, нашел? Да нет тут пока, Танюх, твоего браслета А что, дорогой был? Очень Как память У него Сашка в самом начале наших отношений на ярмарке выиграл А сам браслет, ну, где-то рублей двести стоит Ладно, нет так нет Танюх! Кажись, нашел! Ой! Альберт, спасибо! У тебя золотые руки Ой, да ладно Моё красное, твое зеленое Ага, извините, пожалуйста Да У вас на табло пять свободных подпочечных мест А на самом деле только четыре Исправьте, пожалуйста Но этого не может быть У нас система автоматическая Отслеживает, сколько машин заехало Я знаю, ну просто перепарковаться некогда Это с продажи Вот попробуй Цитрус и мята Очень вкусно пахнет А, нет Я только что-нибудь с розами и с пылой клубникой покупаю Почему? Ну так Сашка хоть в душе не пристает Переживает, что будет как женщина пахнуть Две Возьму две Проведя 20 минут в интернете и столько же в панике Я все-таки нашел салон, в котором было свободное окно уже сегодня Тянуть было нельзя Потому что мне очень хотелось передумать Здравствуйте Здравствуйте Я вам звонил, вот записывался недавно Виталий меня зовут Да, подождите, парни Мастер сейчас освободится Можете пока на диванчик присесть Спасибо Я даже представить себе не мог, что на таком ограниченном пространстве Можно так креативить И что интимная стрижка может быть настолько дороже обычной Виталий, здравствуйте Виталий Да, я, да, здра... Я Виталий, здравствуйте Следуйте, пожалуйста, за мной Да, да, да Вам нужна помощь с выбором или вы уже определились? Если бы у меня был выбор Что, простите? Я говорю, выбор у вас очень большой Я, честно говоря, даже теряюсь Вы не волнуйтесь Сейчас мы вместе с вами что-нибудь подберем Подождите А это что, это вы меня будете стричь? Да А, ясно А мастеров у мужчин у вас тут нет? Я, кажется, видел там одного на ресепшн Да, это мастер, только он кофемашины чинит Вам вряд ли подойдет Нет, мне действительно не подойдет Я, знаете, слушайте Я же кошелек в машине оставил И просто как-то неудобно будет, если вы меня подстрижете А я как будто уйду Вы подумаете, что я ушел, не заплатив Я так не могу Давайте я сейчас быстро в машину за кошельком Я сейчас Я не готов был настолько раскрываться перед незнакомой девушкой В общем, я решил взять все в свои руки И до прихода Тани самостоятельно спасти наши отношения Танечка, а зачем ты это выкладываешь? А я думала, мою фотку никто не лайкает, потому что мне худеть пора А у меня, оказывается, на телефоне интернет отключен был Представляешь? Так Таня, это перебор уже? Вот перебор Согласна Да Здравствуйте, вы готовы? Здравствуйте Да Мне греческий салат и бокал вина А вам? Мне тоже греческий салат и бокал вина И еще пинаколаду, мохито, дайкири и секс на пляже Хорошо Лилия, а еще кто-то подойдет? Нет, я просто Сашеньку грудью перестала кормить Я сто лет всего этого не пробовала Я сразу отбросил в сторону рисунки с короной, скорпионами, дельфинами и прочими сложными узорами Я решил сделать усы Во-первых, это показалось мне самым легким из смешного А во-вторых, что бы Таня ни говорила, усы не шли После всех страданий оставалось дождаться Таня Да, Вячеслав Григорьевич Сергеев, ты где? Я, я, я на объекте, на работе, в общем, это, можно сказать, весь в мыле Так, давай, заканчивай, чем ты там занимаешься И приезжай по адресу, который я тебе сейчас скину Вячеслав Григорьевич, простите, а может кто-нибудь меня сегодня подменит? Сергеев, новосибирцы прилетели, договор подписать сегодня хотят Так что, если ты не научил никого свою подпись подделывать, приезжай Почему сегодня? Они же через неделю собирались Скидки на авиабилеты Откуда я знаю? Они из Новосибирска сюда добрались У тебя путь короче, справишься Давай бегом Скидки на авиабилеты Скидки на авиабилеты Спасибо за ожидание Но нам ничего не подошло Всего доброго, до свидания Фу, за 15 минут успели Но 25 тысяч за платье, это реально очень дорого Зато фотки бесплатно Так О, Таня, ты чего тут? Пришла за своей косметичкой Чего? Так О Карандашик Вот теперь все Здоровья, здоровья Все, я хочу простить Сергеев, к тому, что ты на работу опаздываешь, я привык Но к тому, чтобы на обед пусть и деловой опаздывал, это что-то новенькое Больше не повторится, честное слово Знакомьтесь Артадий Как это, я Саша Геннадий Тоже Саша Александр Я думал, мы с вами как-то в ресторанчике или в караоке где-нибудь подпишемся Так в бане можно и поесть, и попеть Двух зайцев, так сказать Да, ясно, ясно А может, мы все-таки как-то по очереди, за зайцем Это я вот на улице заприметил Ресторан грузинской кухни неплохой Сергеев, от чего людей по всей Москве-то таскать? Здесь уже все забронировано Да я еще что-то спину после самолета Вообще не чувствую Так что попаримся И все подпишем, да? А-а Да? Пошли Понял, понял Раздевайся Я понимал, что если хоть кто-то увидит мою новую прическу То я стану историей, которую будут рассказывать на каждом корпоративе Поэтому я завязал полотенце вокруг себя так сильно, что не чувствовал ног Саша, может еще панку поддать? А то смотрю, подмезаешь Правда, Сергей, ты что, стесняешься, что ли? Снимай полотенце, баб тут вроде бы нет Или ты что-то скрываешь от нас, а? Чего вы к парню пристали? Вот увидите, не зря он самое здоровое схватил А как скинет, мы тут все застесняемся Страхует нам и бизнес и психику Ребят, я просто немножечко брезгливый Вы бы тоже не особо терлись Тут мало ли кто парился Какие вы москвичи нежные А к нам никакая зараза не пристает Ты бы полотенце еще до самой груди бы натянул А второе вместо шапки на голову намотал Для полноты образа Если бы я мог, я бы накрылся еще десятью полотенцами Так, мужики, ну что, попарили? Теперь в купель Давай за мной! Сергей, ты с нами? Или что, боюсь я свою гордость застудить? Желаю, мне буквально одну минутку отойти надо Носик припутывать Девушка, девушка, простите, пожалуйста А у меня, это, вы знаете, такая просьба необычная У вас бритвы, нет? Чего? Нет, я имел в виду, может быть, ножнички Или зыркалка Нет, ну это невозможно Ничего не получится Я сделаю только хуже Осталось потерпеть совсем немного И я смогу добраться домой до уютного домашнего обстоятельствования Потерплю ради Танюши Здравствуйте Здравствуйте Тя, Николаевна, я документы из кофейни на подпись привез Все в порядке, муж еще на работе Но спасибо, что учли комментарий к заказу А, тогда вот, две пары туфель, как вы заказывали Ага Вторая Отлично Носите на здоровье Спасибо До свидания До свидания Струнный квартет с новой программой Нет Литературный вечер поэтессы Сапоженской с автограф-сессией Тоже не очень Может, выставка реставрации города Свердловска? Не хочу А все, Танечка, больше ничего нет Ты в следующий раз заранее реши, куда ты пойдешь Прежде чем делать укладку по видеоуроку из интернета Ага Ну, давай я тебя хоть пофоткую с этой прической Ну, давай Вы к нам так неожиданно приехали Чему мы, конечно, очень рады Но у нас тоже для вас есть сюрприз Саша, я там коньячок заказал Дорогой, хороший Сходи, принеси, а то там что-то не торопится Вячеслав Григорьевич, не подумайте, что наглее Но, может, вы все-таки сами А то коньяк-то дорогой Если уроню, боюсь, не отработаю Не-не-не Саша, мне еще одеваться, полотенце искать А то у нас заряженный, по полной, как говорится Давай, давай, сходи А, ладно Сергеев, от того, что ты медленно несешь коньяк Он выдержание не станет Смотрю, у вас настоящая гейша в отделе работа Да нет, Александр Вы не гейша Вы гусар И коньяк вам не подходит Вам не коньяк нужно пить, а шампанское Давай, Сергеев, молодец Умеешь посмешить? Давай, 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 пей Парни, парни А почему Лешка с ребятами не играет? Танюх, до него пока не очень получается Сюда, обратно! Ну тогда забери у них наш мяч и сам с ним поиграй Да ну... Танюх, Танюх, они сейчас закончат и заберешь Два гола осталось, они до пяти играют Ха-ха, давай! Макет, еще один в каде, и ты, Санюх, на пятьсот рубликов встрял Давай, выбивай его оттуда! Ну с Альбертом все понятно Ну ты-то, Сергеев, как добылся поставить деньги на детей во дворе? Это скучно, скучно Каждый день с Лехой так гулять Хоть какое-то развлечение Сюда! Пойдем, сынок, летим в адбунтон Сюда, парни! Сюда! Ну, Тань Зря ты, видимо, мускатный орех в салатик положила У меня, похоже, на него аллергия Все, салат не буду, без обид Пойду наварю себе пельмешек Ты, ты что делаешь? Извини, Сашуль, ну просто странно получается Ты десять лет ел мускатный орех, и ничего А тут расчихался Ну пиво теперь, получается, тоже нельзя? Спасибо Ой, Лешка еще такой маленький Я уже копия тебя Чего там? Фотки какие-то новые пришли? Нет, замечание оставили Что он спал на физкультуре Тань, какой-то странный шампунь жидкий и не пенится Плохой, да? Больше не буду его брать На, вот этот попробуй А? Нормально? Там не щиплет, ничего? Не-не-не, вот Это гораздо лучше Во всей этой истории с интимной стрижкой был единственный плюс После того, как я рассказал о своем позоре Тане, она меня простила При этом сразу несколько раз Да, Сашка Я тебя, конечно, такого не ожидала Комров и новосибирцы тоже не ожидали Я теперь у него в телефоне, как Саша Гусар записан Могло быть и хуже Если бы там снежинку сделал А мог бы быть снегурочкой Тань А если медведь, я был бы Винни-пухом Или стрелы Был бы индейцем Этим Александр Пухлое Облако Таня Насмеялась? Да Ну я за ночь еще что-то придумаю А? Кто там? Что там? Комаров Ну-ка, дай-ка Ой Надо распечатать в рамочку поставить Ну где ты еще такой статный будешь? Тань Выше с Комаровым свой общий чат с приколами про меня создайте Я вообще-то думал, ты меня уже простила Ну после сегодняшнего, да Вот и отлично Ладно, пойду уберу это все А то до сих пор смех слышу Прощайте, поручик Сергеев Ирина Николаевна Очень тороплюсь Переоденьте, пожалуйста, Алешку Хорошо, я побежал Александр, стойте Клянусь, не могу На все сдадим потом Правда, опаздываю ужасно Да подождите вы Что? Алеша уже не ходит в садик Мог сказать раньше Не видишь, кто сомный До свидания Извините, пожалуйста, а можно около продуктового остановиться? Я пять тысяч разменяю, чтобы вам сдачу не искать А, ничего страшного, у меня есть Тогда просто подождите, я молоко быстро куплю Хорошо Минута ожидания десять рублей Сань, ты что, решил по всем правилам заниматься? Чего? Ну, в смысле, интервальный бег Полезен для здоровья, с ускорением Ага, да нет Просто станька Кто смотрит, кто не смотрит Опять смотрит 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 А почему без сабли? Или что, стража на входе отобрала? Что, Григорьевич, я наделся, мы не будем об этом вспоминать Сергеев такой не забывается Нет, ну, конечно, если вас это задевает, вы можете вызвать меня на дуэль Пусть добры мне беточки куриные Простите, беточки закончились А попробуйте свинину по-гусажски, вам понравится? Саша, Саша, реально не причем Может быть, это Новосибирцы сегодня утром в бухгалтерию за копией договора заезжали Вот, разболтали Пожалуйста Спасибо Наверное, это Маргарита Алексеевна Саша маршрут до музея скинула Мы разошлись, разошлись Может, кровать вам застелить, а? Правильно говорить, постелить Застилают утром Таня, Таня, Таня Таня, Таня, Таня После того, как меня назначили главой родительского комитета Свободного времени хватало только на то, чтобы подумать, как оттуда свалить Да, да, Маргарита Алексеевна, конечно, парты я привез Ну что вы, кто же их согласится бесплатно собирать? А, папы, папы нашего класса Понятно, да, значит, опять я Хорошо, спасибо, да, до завтра Сейчас ты тебе кто навтыкал? Таня и начальник уже вроде звонили Лехина классуха Задолбала со своими заданиями Александр, ну, родительский комитет Это такая же работа С одним отличием Вам за нее не платят Главное, ржет в конце А Таня-то в курсе, что ты какой-то другой женщине прислуживаешь, кроме нее? Таня только рада Я теперь с Лешкой больше времени провожу И она утверждает список музеев для посещения Их, кстати, всего 400 в Москве Думаю, скоро на второй круг пойдем Опять классуха Купите 100 простых карандашей Вот у меня вопрос А почему не 200? Прикинь 200 Это ничьи звук на телефоне и все Да бесполезно Это на джойстик дозвониться Я тебе говорю Слушай, она тебе чаще, чем Таня пишет Кстати, странно, что Таня тебе до сих пор к ней не ревнует Да, странно Миша Так это же отличная идея Уйти от Тани классуха? Нет Сделать так, чтобы Таня меня к ней приревновала Она меня тогда даже на родительское собрание не пустит Спасибо Да не за что Мы же друзья Должны помогать друг другу Жен обманывать Ух ты У нас сегодня пирожки Не надейся Это Лешкина классное чаепитие Понятно? Да Среди по непонятному Пусть они разговаривают Таня А? А ты не находил случайно мое кольцо? Нет А когда ты его видела в последний раз? Ну я когда готовила, его сняла Может укатилась куда-то Может я его не снимала Что? Точно Я его в пирожки закатала Тьфу ты ну ты Саш А? Поможешь? Помогу, конечно Начнем? Угу Ну что там? Пока нет Данюшечка А ты скоро будешь крем смывать А то мне в ванной надо Какой крем? Для депиляции, которую ты на усики намазала Вообще-то Я кефир пила, Сергей Шутка Так Юмор Надо же понимать Понятно Ну я в ванной тогда Я решил действовать в этот же вечер Чтобы освободить все следующие Да, Маргарита Давай на партию Я отшлепаю тебя укажечкой Вот еще омега-3 выпей Тань, ну хватит витаминов Ты мне бессмертным хочешь сделать? Пей, это полезно Блин, теперь полный желудок, воды и таблеток За них позавтракать не смогу Ну хорошо Да просто там ничего приготовить не успела На работе перекусишь Поехали скорее Ты, Нюш, а где Альберт? Он вроде просил его подвезти Да тут я уже Трогай давай Там мужики эти от подъезда не отошли еще Альберт Последний раз ты нас в это втягиваешь Да-да-да-да-да-да Понятно Сань Ой, извини Подожди минутку, говори Короче, одна половина дела за кальянную Вторая по классике за бар Не можем определиться Сейчас Танюш, слушай Мы тут с коллегами все решили в кальянную пойти Ты же с нами? Забыл точно Ты же не любишь кальянную Да-да-да Да Точно в кальянную Да Ну Тогда в другой раз Сегодня все в кальянную решили Доброе утро Доброе утро Танечка Что-то совсем плохо выглядишь Ты не заболела? Можете домой? Да нет Я просто просмала И накраситься не успела О да Так, парни Пора выдвигаться на конференцию Но сразу скажу У меня весь багажник И задний ряд Танька вещами для дачи завалила Так что Кто-то должен будет поехать с Пищукиным Играем? Давай Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Йес Так, Костя, не расстраивайся Встретимся на конференции Гриша, давай Сань, ты не так понял Я с тобой еду В базовый пакет рисков Входит удар молнии Грабеж Также падение деревьев Входит Отлично Я хочу друга застраховать Он у меня с ума сошел Саш Ты что несешь? Какие деревья? Это просто Комаров Заставил меня С открытой дверью работать Типа я много времени На всякую фигню трачу Так, про что я говорю? А Короче, план провалился Танька не ревнует Странно Я думал, она тебе даже К моделям с упаковки Колготок ревнует Я тоже так думал Минут 15 во сне остановил И нифига Она меня с утра Даже первого в ванную пустила Слушай, может ты постоянно Во сне кому-нибудь пристаешь? Она и привыкла Так же пожар И бой Бой Стекол Я понял Комар твой прилетел Давай через час У нас с рейд в танках Танечка, да возьми ты обычный Эти в два раза дороже У тебя все равно Лешка уже взрослый Да нет Просто у Сашки совести Еще хватает Лешки на еду не есть Поэтому я все детское покупаю Чтобы он с холодильника Ничего не таскал Так, детские пельмешки Где у нас пельмешки Я вам по секрету скажу Не рекомендую к нему обращаться Он постоянно с похмельем Сможет что-то напутать Да и, знаете, цену может задрать Я вам от себя лично Рекомендую Константин Очень хороший, толковый специалист Спасибо, я так и сделал Конечно, конечно Саша Я тут подслушал Случайно Ты сейчас про кого говорил? Про себя Да он просто оформляться у меня хотел Ну, мне уйти надо пораньше Он же все равно не знает Как я выгляжу Иди, работай, Гриша, работай Так, смотрите Купил простынь для медиапроектора Это дешевле, чем экран И не придется родителям объяснять Зачем вам пол зарплаты в школе оставлять Что ж С этим заданием вы справились идеально Ставлю вам четыре Потому что правильно говорить Не простынь, а простыню Да, точно Какие духи приятные Спасибо Во всей школе только у меня такие Я сама их научилась делать Что потом научить наших девочек Александр, вы, наверное, идите Меня срочно вызывает в учительскую Там сегодня юбилей Нужно еще журналы прикрыть клеенкой Ну, чтобы шампанским не забрызгать Понятно Вы знаете, нет, нет Я останусь тут Растелю простыню Чтобы дети на мятом не смотрели Замечательно О, Саша, что слабый я открыла? Или ты ключом только чешешься? Я просто хотел, чтобы ты меня встретила Вместе веселей-ка споймите Сашучка, милая Я, конечно, не против Но у меня все руки в луке Понимаешь, так себе разнообразие в сексе Не понимаю Убери, пожалуйста Так, отойди А то порваняешься Сашучка Так, молодец Франция Париж Англия Лондон Канада Ну, вот видишь, сколько столиц выучил Сергеев, еще раз повторяю Это не оправдывает того, что ты его на два часа позже из школы забрал И он ждал тебя в кабинете географии По-моему, оправдывает Что, ты его долго ждал? Угу На, ешь Кстати, Саш, сегодня мастер приезжал, машинку починил Дорого, конечно, пять тысяч Но он сказал, что теперь все работает Просто в последний раз вообще ничего не отстиралось Все грязно насушило-то висело Даня, блин Да я просто постирать не успевал Вытащил все из корзины и развесил Ну, чтобы ты не заметил А вечером собирался закинуть Во, молодец Саш, если ты к Альберту То ему сегодня несколько квартир сразу за консьержи сдали Так что он у тебя в коморке, вне зоны доступа А, нет, 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 мне надо машину там переставить А то завтра придется через багажник залезать А, ну давай Угу Привет Ну чего, сработал твой план по активации Танины ревности? Да нет, представляешь Даже духи на мне чужие не заметила Да? Ну, тогда надо ей прямо сказать, что ты изменяешь Может, тогда она начнет что-нибудь подозревать Короче, я тут кое-что придумал Давай я тебя в телефоне переименую А ты мне, а ты мне Зубовой какую-нибудь эротическую фотографию пришлешь Ага, сейчас Только лифчик или надену и отправлю Сань, давай сам Миш, пожалуйста Просто фотошоп не нужна Пришпандорить зубовское лицо Телу какой-нибудь твоей модели И все А телефон я рядом с Таней на зарядку поставлю Сань, ну ты вот вечно Ладно Только ножницы из тумбочки убери Чтобы Таня тебе сразу все контакты с училкой не отрезала А я тут при чем? Это же она ко мне клеится Только надо будет нашу с тобой переписку стереть А то будет странно, что Зубова мне секси-фотку в ответ на видео про очистку двигателя присылает Ладно Давай Саша, закрой глаза, у меня для тебя сюрприз Ты, это интересно Только не подглядывай Ага Жду Ну что, ты долго еще? Можешь открывать Тебе сюрприз А я твой джойстик спрятала Чтобы ты, пока я в парикмахерской, уроки с ребенком делал А не катер с мафиозником угонял Таня, ну это не честно Уроки Ну один уровень остался Саша, ну две ножки на ночь Ну тяжело же будет Побереги свой желудок И картошку на утро оставь, последняя же Вообще, скоро конец месяца, а второй подбородок у тебя не уменьшается Дал слово, не держишь И тарелку помой Саша, я в ванную Танюш, Танюш, Танюшка Подожди, подожди Может, я с тобой пойду? Саша, я этим всем сейчас пользоваться не буду Мне просто надо на полку обратно поставить Так что не переживай Уснуть не успеешь Ну тогда ладно Жду! Ну лови Свой спасательный грудь Наверное, это Маргарита Алексеевна Саша маршрут до музея скинула Миш Миша Миша Сашка, привет Тебе чего не спится? Сашка Значит, не ошиблась Я ему и хотела написать Слышишь, тварь, не лезь к моему мужу Сашка мой, поняла? Связь очень плохая Давай завтра созвонимся Ну все, коза Тебе завтра капец Я же просил, не играй при маме в самолет Она меня потом ругает, что мы никуда не летаем отдыхать А мамы нет Она в школу пошла в стороне телефона Сказала, что мы попозже подойдем Вы что, вы разошлись? Разошлись? Что происходит? Александр, Татьяна забежала и нанесла мне удар по челюсти Александр, а вчера с Сашкой был? Тварь, я тебе сейчас хребет сломаю, больше не сможешь так на фотках выгибаться Таня, Таня, Таня! Татьяна, успокойтесь Что мне еще сделать? Может кровать вам застелить? Правильно говорить, постелить Застилают утром Таня! Девушки, остановитесь! Я сейчас все объясню Это Мишка, Мишка фотку прислал Маргарита Алексеевна здесь ни при чем Прошу прощения, кто такой Мишка? Так, Сергеев, а ну рассказывай Потому что я сейчас на адреналине, у меня и на тебя сил хватит Ну вот я и решил прислать эту фотографию Чтобы Танюша приревновала И запретила бы мне и не разрешила больше ходить в родительский комитет Не разрешила? Александр, вам что, восемь с половиной? Ну знаете, я устаю на работе И вот теперь мне еще по воскресеньям нужно с детьми таскаться по музеям И наслаждаться этими поделками из бересты Сергеев, ты совсем что ли? То есть я человека избила? Чтобы ты спокойно на выходных на диване валялся? Скажете, тоже избила Это была равная схватка Как вы вообще могли подумать Что я потомственный педагог Буду разрушать чужие семьи? Еще раз извините Маргарита Алексеевна, мне так неловко Я столько вам наговорила Ну что вы, это очень полезный для меня опыт Знаете, я должна вам признаться Вы теперь для меня пример хранительницы очага Так сражаться за своего мужа У меня аж пиджак порвался Ой, спасибо, мне приятно В смысле, Саша ваш пиджак отнесет в мастерскую? А еще лучше купит новый И детей на экскурсию отвезет Я что, еще на должности? После всего этого мордобоя? Конечно Ты еще и повышение заслужил С расширением обязанностей Поздравляю! Кстати, вы знаете Я разработала одну программу Правда, там все мероприятия с 7 утра Отлично! Отлично! Да? Сашу надо загрузить Ну как? А то он, знаете, в свободное время Начинает всякую фигню выдумывать Ты давно намекала на романтик Вот А где третий? Кто? У нас реклама по всему подъезду висит И заканчивается как раз на нашем этаже Два сета берешь, третий в подарок Где третий, Саш? Только не говори, что ты его съел Ну я долго ждал Ну, да там было-то Я вижу Мой ручки, Сергей Так, опля Разръезжаем Так, это что? Велосипед Чей? Просто наш на балконе стоит А, я не понял Ты что, просто взял покататься у этого мальчика? Угу Так, вот что он плакал Когда мы уезжали Открывай Как мы Сейчас, мигом Ну, хот Танюша Ой, Сашулька Так приятно, что ты меня подстраховать решил А не как обычно, пристаешь Да, да, конечно А то ты так стоишь Аж страшно Держу, 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 держу Ага, не бойся Сергеев, я тебя вообще-то с сыном просила поговорить О том, какая у него мечта Чего он хочет, к чему стремится А ты вместо этого вместе с ним кошачий корм жрешь? Мы поговорили Алексей скопил денег И купил себе кошачий корм Чтобы попробовать Интересно стало Почему его так в рекламе расхваливают Так, а ты-то зачем его есть стал? Меня тоже заинтриговало Но мы так больше не будем Нам не понравилось На всякий случай О, Саш, а ты же говорил, что стенгазету для школы на работе нарисуешь Так я и нарисовал ее на работе Вон она в детской лежит А Комаров меня застукал за художествами И заставил до завтра сделать плакат О рациональном использовании рабочего времени Рисую Понятно Даже после боя Тани и Зубовой Меня не лишили должности И я опять все выходные Таскался с Лешкиным классом По развивающим экскурсиям Привет Привет Слушай, как у вас чисто И свечками ароматическими пахнет Вещи не валяются Полы не липкие У нас так бывает Когда Саша с Лешей на экскурсию уходят Ну что ж Добро пожаловать в мой личный СПА-салон А я тебе в подарок принесла Новый скраб для тела Попробовать Ой, спасибо, Лиля Лиля, слушай А ты на меня не обижаешься? Ну, за то, что наорала на тебя не по адресу Да ты не парься Я считаю, бесплатный мастер-класс получила Как общаться, если к Мише начнут клеиться Фух, хорошо Ну что ж, пойдем сделаем маску для волос Из Сашкиного пива А мы успеем, когда они возвращаются Я Маргарите Алексеевне скинула ссылку На бесплатные билеты в контактный зоопарк Так что у нас с тобой три часа Мне Миша сказал, что в Царицыно сегодня Открывается бесплатная фотовыставка Отлично Тогда пять Значит, купи уже себе эти туфли Ты права Я тебе там десять тысяч на коммуналку давал Ты не забыла оплатить? Такая история Я когда с Новорижского шоссе съезжала Мне на капот парень бросился Следом появился второй Начал требовать денег Я растерялась и отдала им все Гена поймала этих мужиков с Новорижского Каких мужиков? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У каждой девушки есть вещь, которую она мечтает купить со следующей зарплаты И так каждую зарплату Наверное, Лили, даже хорошо, что эти туфли только в Америке продаются Потому что я бы их украла, а сбежать на таких высоких каблуках не смогла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капец, вообще, еле доехала Так, слушай, все, я побежала десять тысяч на свою мечту зарабатывать Пока Капец, вообще, до сих пор руки трясутся А что случилось? По дороге вспомнила, что права забыла? Да нет, автоподстава Автоподстава, знаешь, что такое? Ну да, у нас Альберт раньше так подрабатывал А тебя что, подставили? Нет, да не меня там Со съезда с Новорижского шоссе Как под колеса какой-то девушки Бросился парень Бросился давай корчиться, как будто его команд переехал А ты что? Поехала Поехала за видеорегистратором Вот, сразу два купила Два, потому что Сзади ведь тоже могут подставить Да? Да, да, не говори вообще Я так испугалась Я потом перед каждым пешеходом за километр останавливалась Вообще, это какой-то, это караул Так, все, документы распечатались А что, ты за ним не идешь? Ну, принтер далеко Да сейчас принесет кто-нибудь В смысле? Вот, Александр Сильвестрович, в принтере лежали Спасибо, Слава Мужчина, вы читать умеете? Написано для учителей Почему я вас ждать должна? А почему, почему вы кричите на меня? Я, между прочим, сюда тоже могу ходить Потому что я ваш новый историк А сегодня у меня первый день Историк? Тоже мой? Угу Ну и в каком году была Куликовская битва? Ты, как, ты, ты еще Я хотел сказать, я физрук, физрук Извините, мне просто очень надо было Ну, наконец-то Здорово Проходи Ого, так вот как были Чарли Чаплин в цвете Че с тапками? Да, Таня на них чечеточные набойки прибила Чтоб слышать, как я ночью в кухню хожу А, помогает? Нет Я босиком бегаю А? Проходи Слышно, да? Сань, слева, слева, стреляй Угу Капец, графика крутая Прям как в жизни Только там от напарника с тавриткой не пахнет Сколько такая игрушка стоит? Семь тысяч Давай, заряжай еще одну миссию Кибермажор Давай Я дома Тань, мы здесь, иди на звук Ну, хорошо, что ты это не из туалета кричишь Привет Привет Новая игра какая-то интересная? Огонь Понятно Значит, минимум на месяц Про телек я забываю Так Ты только, Таньке, не проболтайся, что она семь тысяч стоит, ладно? Ага Семь тысяч? Офигеть Даже семь триста с доставкой Леша, домой! Тань А зачем ты ему в окно орешь? Мы же ему телефон купили, чтобы домой звать Ну, мало ли, потеряет, или отбирать начнут, или ударит Рано его еще с телефоном на улицу отпускать Леша, быстрей! Окно закрой Танюша, это просьба Ты шампунь больше ментоловый покупай, пожалуйста, ладно? Кто там? Про гель для душа не слышал? Слышал Ну, я как-то привык все шампунем мыть Ой-ой-ой Так Пятнадцать минут проветрила Расслабляющую ванну приняла Телефон на беззвучный режим поставила Дыхательное упражнение сделала Ну, теперь вроде все десять пунктов, которые помогают быстрее уснуть Из журнала выполнила Тань, ты не обижайся, но ты до всей этой фигни на сорок минут раньше спать ложилась Саша, ты чего так рано? Да мы, Стелёшка, вчера домашнее задание не сделали И ты пораньше завел будильник, чтобы встать ему помочь? Ну, какой же ты заботливый, Сань Да нет В школу его отвезу пораньше Спишь только кого-нибудь перед уроками Ну, вы рубашечку снимайте, я вас послушаю А это обязательно? В рубашечке нельзя послушать? Ну, желательно снять Только это Должен вас предупредить Тут такая ситуация Вы не удивляйтесь У меня тут это просто Вот Послание Ну, с женой прикалывались У нас жена есть Ну, вот маркер водостойки оказался А она и любит все вот это Слушайте Ну, Сергей, ну совсем офигел Лёшку учит, что врать нехорошо Нужно всё рассказывать старшим А сам? Слушай, да ладно, пусть играет Зато не изменит Ему же некогда Ну, можно же было выбрать что-то подешевле Взрослый мужик, а покупает диск за 7 тысяч Вот Силестр Андреевич Хоть сколько-нибудь на игры тратит Ну, казино Скачки считаются? Ну, согласна, неудачное сравнение Но лично я даже на день рождения Туфли за десятку просить стесняюсь А он пошёл И втихаря 7 тысяч На стрелялку влупил Ну, несправедлива Слушай, если ты так завелась Что ты ему сразу-то не сказала? Ну, я не знаю Я просто как-то, ну, растерялась от такой наглости Да и Миша там рядом был А ты предпочитаешь казнь без свидетелей, да? Угу Вот на тебе тренируюсь заочно Слушай, купил же себе эти туфли И начнётся претензия Скажешь, знаешь, сколько стоит его игрушка Думаешь? Ну, а чё? Ну, он же первый начал Значит, ты имеешь право потратить чуточку больше Ну, типа моральной компенсации А ты права Так, я тогда на полчасика отвлекусь Там просто сайт на английском Надо Алтуфьевское шоссе без ошибок написать Что? О, слушай, ты мне поможешь перевести? Танечка, я поработаю О, Вячеслав Григорьевич Сергей Жду от тебя рассчитанные риски до 18.00 Напоминалку я тебе на телефон поставил Спасибо Что это? Напоминалка Получишь после отправки Так, сейчас решим На какой фильм Лёшку поведу В смысле? Ну, про пиратов или про роботов? Не, ну, роботы намного дороже Значит, пойдём на пиратов? Всё Жалко пацаненка Санёк Царапины видал? Да, знаю Она там уже неделю А чего не закрасишь? Жду, пока Танька заметит Она подумает, что это она поцарапала И сама всё закрасит Я так уже два раза делал Слушай, а я говорил, что у вас странная семья Поехали О, Танюк Подожди Слушай, я тут видел, как Катя какого-то парня домой привела Ну, целовались до самой двери Не отлипали друг от друга Чего? Я решил, что ты должна об этом знать Спасибо, Альберт Я разберусь Ну, естественно, не открывают Естественно Ну, ничего, я вот тут подожду Ну, всё, Санёк Танюха пока в квартиру не вернётся Отлично Мы как с Лёхой разберёмся Я тебе перезвоню Скажешь, Таньке, что Катю с какой-то соседкой перепутал Слушай, Санёк За пятиха для тебя всё, что угодно Ну, что так Сейчас попробуем ногу маслом намазать А так, по идее, легче снять И маме ни слова А то скажешь, что я не уследил Танёш, привет О, привет, Сашуль А ты чё, фартуки без джойстика? Оружие на броню променял? Я же ужин готовлю У меня тут ручное управление А, ещё у себя даже приставку выключил А чё так пальцы уже судорогой сводит? Танюш, да я, короче, сдал этот диск обратно в магазин А зачем? Вы же с Мишей, когда играли, визжали тут от восторга Ну да, ну, просто я увидел и купил А за два дня наигрался Да и дорогущая она, если честно Даже не спрашиваю, сколько стоила А не важно, сколько А главное, что тебе нравилось Это, можно сказать, твоя мечта Да ну, да какая мечта? Зато я Лёхе хорошую зимнюю куртку купил С мехом Считай сразу плюс 10 к здоровью Да, куртка это хорошо Но про диск ты подумай Может со следующей зарплаты Или может быть в магазине про рассрочку узнать Да ну говорю же, я наигрался уже Ну всё, не хочу Всё, я тебе там 10 тысяч на коммуналку давал Ты не забыла оплатить? После покупки туфеля от этих денег осталось 20 рублей Поэтому я ляпнула первое, что пришло в голову Автоподстава Чего? Хотела сказать, да, в голове Т9 сработала? Нет, Саша Не хотел тебя расстраивать Просто, в общем, такая история Когда я с Новорижского шоссе съезжала Мне на капот парень бросился Следом появился второй Начал требовать денег Я растерялась и отдала им всё Тань, ты чего? Это же, офигеть, вот уроды А ты в полицию звонила? Нет, я испугалась Я вообще полтора часа разговаривать не могла Офигеть, 10 штук? Да ты чего вообще на Новорижском делала? А я, я К Еве ездила К Еве ездила Ей документы срочно понадобились Вот эти, вот Саша, прости, я виновата Да ну что ты, ты-то тут Причём, тут даже я бы растерялся Да, они так орали, матерились И сразу вот по рожам было видно, что уголовники матерые Сашенька, я-я-я И мне так жаль, я так Танечка, Танечка моя хорошая Ну что ты, ну Главное, что с тобой Всё, всё в порядке Как представлю, что они могли сделать с тобой Ужас Да, да, нет, я нормально Десять-то и жалко Да ну забудь ты про эти десять тысяч Пофиг, и всё Главное, ты-ты жива-здорова, Танюшка моя Танюша Так, давай, иди умой ручки А я тут это самое Мы шокер, шокер В машину бросим Где-то у нас валялся там один Давай Да, Саш Таня, слушай, вот это лекарство, которое ты мне сказал купить Его точно всё сразу надо принимать? Только горькое такое Так это не тебе, это Лёшке В смысле? Ты же мне написал название И три Саши Саше Три штуки Саше Так оптичные пакетики называются Это слабительное для Лёшки У него запор уже два дня Ясно Перезвоню Приехали Лёха, вылезай Так, ты давай, иди это Покачайся там на качельках Нам с мамой поговорить надо Давай-давай Танюш Короче Лёша начал это С воображением В другом играть Чего ты взял? Да я в торговом центре Забежал из игровой комнаты А он говорит Папа говорит Давай подождём Кирилла Нам было так весело Говорит И вообще Мы собирались вместе домой ехать Всё, приплыли Кошмар Да я и говорю Я дружу вообще Ну откуда у него в голове это всё взялось Ну он маленький, здоровый был Кирилл Лёшин одноклассник Мы его домой должны были отвезти У него вообще из головы выпало Чего ты мне сразу не сказал? Быстрее обратно Поехали Лёха Лёша Иди сюда Танина автоподстава оказалась вполне официальной За неё даже прислали квитанцию по почте Офигеть Автоподстава, значит, Танечка Танюш? Ау! Иди сюда Сейчас офигеешь от новости Что случилось? Альберт первый раз долг отдал? Да нет Гена поймала этих мужиков с Новорижского Каких мужиков? Этих козлов? Ага Ничего себе Где он их нашёл? Да там же, на той же трассе Придурки, походу, рядом с домом работают В общем, он их запер у себя в подвале И прямо сейчас пытает Как пытает? Очень профессионально Первый час электричеством У него генератор сел А сейчас в тазике топит Чего? Не надо? Они же сами потом на него заяву напишут Ага Чтобы с Геной ещё раз связаться Ты сейчас думай не как юрист, а как жертва, Танечка Ну да, конечно Таких уродов надо наказывать Ага, да, да Они, правда, про наш логан пока не особо признаются Но ничего Я просто переживаю Мы же не ошиблись Ты помнишь, как они выглядели? Нет, наверное Как это? Наверное? Ты что, с закрытыми глазами им деньги отдавала? Ты вспоминай А то Гена, кажется, устаёт Ты сейчас можешь силу удара не рассчитать А значит, Алин был такой Полный такой был Вот, и у него ещё пятно такое родимое на щеке было Слышал, Ген? Точно, полный Правда, пятно после Геневых ударов с щеки на подбородок сползло Ну ничего А второй? А второй? А второй это высокий такой был и кудрявый Ага, и картавит, да? Я точно не скажу Он не говорил слов на букву Р Ага Ген, сейчас, подожди минутку Таня сейчас вспомнит, пока не поджигай волосы Таня, ну ты давай как-то соберись Там у одного двое детей, у второго родителей на пенсии Будет обидно, если не тех наказывает Да вы что? Обалдели со своими пытками? Что за средневековие за десяти тысяч? Не они это до сюда Да подожди Гена их дожмёт, не переживай Он весь вечер для этого освободил Не было никакой автоподставы Я тебе наврала Гена, подожди То есть как это наврала? Ну просто, просто ты диск хотел Я туфли хотела Я потом тебе объясню Скажи, Гене, чтобы он их отпустил И скорую им вызвал Да расслабься Нет там никакого, Ген Вот, это я всё для тебя придумал Сергеев, ты что, больной? Я же, я чуть заикой не стала Да, согласен, жестковато Но зато запомнишь И впредь все крупные покупки обсуждаем вместе Договорились? Да, я теперь без тебя даже туалетную бумагу не куплю Нет, ну зачем уж так уж Сашуль, отвлекись на минутку Танюш, если ты ещё раз извиниться хочешь То четырёх бутылочек пива было вполне достаточно Нет, помоги, пожалуйста, документы на возврат оформить Ну ты же английский хорошо знаешь Возврат, давай Так, что тут у нас? О, из самого Чикаго летели Штат Иллинойс Сейчас мы их быстренько депортируем Даже Красную площадь не увидят Так, значит Reason for return Reason for return Причина возврата что напишем? Автоподстава? Не подошёл размер? А, не подошёл размер Саш, слушай, почеши мне спинку, а то у меня ногти накрашены Ага А, не, не, левее, левее Ага Саш, ну левее, я прошу левее, ты меня правее чешешь А, извини Просто обычно, когда навигатор тебя налево отправляет, ты направо поворачиваешь Я думал, может, тоже перепутала Не перепутала? Перепутала Ну вот, Тань, а ты не хотела сюда тренажёр ставить Видишь, как классно? Теперь, когда занимаешься, как будто, правда, по улице на велосипеде едешь Свежий воздух и дома просторнее Да, но шторы я всё равно открывать буду, чтобы видеть, как ты занимаешься Таня, ты зачем, блин, нашего провайдера? У меня в телефоне переименовала в бесплатную пиццу А я тебя сто раз просила ответить, но тебе лень всегда Ты только так трубку возьмёшь А вдруг там действительно что-то выгодное предлагают Да, нам это очень интересно Танечка, может, мы с тобой немножко поиграем, а? Ну, давай Давай ты будешь кондитершей, которая испекла булочки с маком и с повидлом Ну, нет Давай лучше плохой горничный или лучше преступницей И ты меня накажешь Нет, Танечка, я сейчас Лёше три часа объяснял задачу про эти булочки И хочу наказать именно кондитершу Вашему папе пекарь не нужен? Давай, обходи, я тебе прикрой Обходится Ага Саня, блин, перезарядка, перезарядка! Ну, пишем! О, ты, пофига себе, Танюх, ты подкралась незаметно А, Сань, справа монстры! Да Таня, это я не против, это там в игре Вот, значит, как ты меня воспитать решил, да, Сергеев? Говоришь, диск сдал В смысле? Подожди, я сейчас не могу на паузу поставить Я помогу! Помогу! Таня, ты что делаешь? Таня, ёлки, ну... Возврат оформляю! Да подожди! Таня! Ой, не надо, я все поняла Вот так ты со мной о крупных покупках договариваешься, да? Мои туфли пролетают через океан, а твой диск через двор Таня, это мой диск Ой, так самый, Миш, я тебя прошу Как твой? Так, мой Саня свой сдал, а я еще не наигрался Вот и купил Миш, прости, я его сейчас верну Он там упал на землю, нерабочей стороной, я видела Сейчас, секундочку Мальчик, отойди, это не твое! Сразу Ну, ты его хотя бы со скидкой за шесть купил О, нет, Сань Это вы с Таней только что его за шесть купили Ты что, сидишь, футбол заряжай? Ты что, пиво? Пиво, пиво, Миша Как занятие прошло? Сегодня мышцы коры подгрузил, потом тягу блока обратным хватом пару раз сделал Бицепс с грудью по сплит-системе потянул Ты что, спишь, что ли? Просто разморила чутка Ну и в конце бассейн так подраскидался для более продуктивного восстановления Бицепс с грудью по сплит-системе потянул Даня нравилось, что я хожу в спортзол И я придумал, как сделать так, чтобы мне это тоже доставляло удовольствие Слушай, видел тетку с накачанной спиной? Я за ней уже два раза в женский туалет заходил Ну, ну, что мужик Слушай, я хочу сегодня с большими весами потренить Поможешь? Конечно, помогу Я могу даже на грифе повисеть, чтобы вес был максимально большим В первый раз тебя таким веселым в спортзале вижу Придумал, как с тренировок соскакивать? Да нет, я просто по-новому взглянул на это место и понял, что здесь можно классно проводить время Точно! Например, спортом заниматься Нет, Миша, у меня маленький ребенок, работа на другом конце Москвы И мусорный бак в соседнем дворе Так что спорта в моей жизни хватает Я хочу здесь нормально отдохнуть, понимаешь? Точняк! Можно же на занятиях йоги вздремнуть Ты не понял, Миша? Тут есть сауна, бассейн, показывают спорт на больших экранах А все остальное я принес с собой Че, пиво? Пиво, пиво, Миша В магазине разливного смеялись, конечно, но налили в шейкер, как я и просил Кстати, у меня тут еще бельгийская есть и нефильтрованная А в барах что, пить запретили? Миша, ну, это же в два раза дешевле Так что, считай, я еще семейный бюджет экономлю Молодец, Аня А на сэкономленной что планируешь купить? Еще пивка? Слушай, ты че от меня хочешь? Меня Таня сюда отправила, сумку у меня собрала От всех домашних дел освободила Так что я просто обязан за это выпить Слушай, а у меня еще микрофон от камеры с собой есть Давай мой около силовой рамы караоке тебе организуем Не-не-не-не-не Я сегодня по-простому, по-стариковски Хоккей посмотрю Кстати, мне нужно скамью от штанги к телевизору подтащить Тань А Сашка тоже пустые тарелки оставляет там, где поел? Мишка просто всегда так делает Нет, он любит чипсы ронять, когда футбол смотрит И поднимать их, пока три секунды не прошло Я специально поставила Ну пусть хоть чистые ест Сашка, мне вообще по дому не помогает Только мусорит постоянно Да ладно, Таня Я к вам вчера приходила Мы пока в комнате маникюр делали Он все время пылесосил Он вчера на работе плов несвежий съел При тебе в туалет ходить стесняется Погромче включал, чтобы не слышно было Ай, синдзя, синдзя Благодарю Здрасте А что-нибудь типа соленых орешков у вас есть? У меня чисто для водно-солевого баланса А, вы можете взять этот энергетический батончик Замечательно А куда пикнуть? Пик Опа Вы занимаетесь? Да-да-да, мне Буквально еще один период остался В смысле, подход Минут пять Садь, ты живой? Ты что, спишь, что ли? Может, тебе одеяло сюда еще принести? Или достаточно тепло? Просто разморило чутка Ну, это, видимо, от нагрузок на печень Слушай, ты будешь первый, у кого после спортзала похмелье Давай, иди, окунись, басик разок, и домой поедем Сделаем Спацан Штанах вроде приличный человек Простите, я правда не хотел На фитнес накопила, дену трусы копить Да я думал, там никого нет Извращенец Ну что, Танюш, сюрприз-то Сашкин тебе понравился? Че? Я должна тебе сказать, это не он сам сделал Он меня попросил Но только ты ему не говори, что я тебе рассказала Какой сюрприз? Ну, пирог вишневый Я, между прочим, на кухне пол дня провела Вот Сергеев, а Он меня недели его приготовить упрашивал Я ему сказала, только когда диета закончится Нет, ну мог бы сам попробовать его испечь Но тебя заставлять, это просто наглость Ну, пирог-то хоть понравился? Ну, него спроси Ой, извините Больше не нажимайте туда, пожалуйста Хорошо А можете маркером это место отметить? Мужу покажу Да, конечно Ой, это очень хорошо, что ты решила Лешке светоотражающую нашивки пришить Точно Можно же еще и Лешке пришить А ты разве не ему выбираешь? У нас во дворе пиццерей открыли А с этими штуками я с балкона сразу увижу Саша с Лешкой гуляет или туда пошел? Вот это с арбузиком хорошо Очень, да, класс Ему очень хорошо Тань, ты что делаешь? Это мой телефон Твою будущую жизнь устраиваю Все Ты зачем написала, что я никуда не выйду? Твой новый парень Саша Выходи, я приехал, написал с тремя ошибками Нечего с такими балбесами встречаться Ничего хорошего не выйдет Таня Этот Саша, это твой Саша Он пообещал меня отвезти Танюш, привет О, привет, Сашуль Слушай, помнишь, соседка у нас такая с третьего этажа маленькая Просила после 11 полки не прибивать Надо будет кровать от стены отодвинуть Слушай, Танюш, я сегодня после зала Мышцы подзабились немножко Давай в другой раз Ну, конечно, отдыхай Давай пока форму постирай Да не, 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 я сам Она там мокрая после тренировки Можно прям сумкой стирать Ладно Как занятие прошло? Хорошо Ты знаешь, хорошо Сегодня мышцы и коры подгрузил Потом тягу блока обратным хватом пару раз сделал Бицепс с грудью по сплит-системе подтянул Ну и в конце в бассейне так подраскидался Для более продуктивного восстановления Ничего себе Раньше тебя вообще в зал не загнать было А теперь сам туда как в бар бежишь Ну, раньше, раньше молодой был метаболизм был А сейчас все, надо следить за собой Чтоб Лешка потом не учился считать по моим подбородкам Молодец Такими темпами скоро придется пуговицы на всех штанах обратно перешивать Говори Ну, главное, как бы чередовать кардиотренировки с силовыми нагрузками в анаэробной зоне Ну и все, собственно Слушай, ну а с весом что? Похудел? Конечно, похудел Даже коленки теперь в душе вижу Ну, отлично Тогда вставай на весы, хвастайся Ну, чего хвастаться-то? И так же видно, что похудел? Конечно видно, но мне же интересно, давай Ну, ладно Тоже это любишь, вот Что там? Я что-то не поняла Плюс 5 килограммов? Так это меня предупреждал тренер Это просто жировая масса в мышечную перешла Ну, если бы она перешла, ты хотя бы перестал потеть, когда ешь Когда все там следующая тренировка? В среду? Да, да, все по плану плечи, спина и кардио Угу, хорошо Надо будет с тобой на тренировку сходить Посмотрю, как ты худеешь Конечно Танюш? Угу? Все? Это пол, помык? А белье? Развесил? Угу Пожалуйста Благодарю Танюш? Ау? Илюшка просит ему лицо разрисовать А у нас эти краски и аквагарин закончились Я подумал, может обычный гуашь подойдет? Возьми лучше пищевые Они точно безопасны Хорошо О, только на усы хватило? Они что, почти полупустые были? Да, представляешь? Вообще полупустые Еле выдавил что-то Ну, хорошо хоть на усы хватило Чего смотришь? Горе луковое Иди давай Вот, как приспичит, да? Что-то усы ему Сашенька Снимай футболку Танюш, спасибо Слушай, носки еще постирай Сергеев Вообще-то я заигрывала Ой Тань Прости, я что-то не понял Ты просто весь день сегодня что-то ходишь Убираешь Вот я и подумал Так что, постираешь? Таня Хватит Или я приготовлю морковные котлеты Это не наше стоп-слово Сработало же Сработало Но я напоминаю Дирижабль А, точно А так все очень хорошо Все хорошо Сашенька Может, ты себе сделаешь выходной Скажем, что приболел Весь день вместе проведем Угу Сделаем все, что давно хотели Повесим гардину Лешке шкаф соберем Балкон разберем Нет, Тань Мне на работу надо Сделал Григорьевич Я позвонил в три разные фирмы Провел небольшое исследование Нашел самые выгодные условия Значит, уже составил договор Сейчас поеду подписывать Доставку на четверг оформляем Ничего себе, Сергей Я же тебе полчаса назад это поручил Ну, а что тянуть? Ну, что ты так рьяно работал Как алкоголь на корпоратив заказываешь Что это? Работай Вячеслав Григорьевич Татьяна! Одну минутку Да? Ну, как там ваша собачка поживает? Как она? Какая собачка? Ну, бездомная Жуля Которая Алексей каждый день Сосиски в тесте забирает Ой, он такой рисунок нарисовал У нас все повара просвесились Каждый день ему остатки отдают А все хорошо с ней Спасибо Какое счастье Лешка, сынок, иди с ней Алло, Сергеев Ну, теперь понятно Зачем ты Лешку учил собаку рисовать Теперь давайте рисуем ее рядом со счастливым хозяином Которого мы, наконец, нашли Да Кость, вопрос Попугай не нужен? Бесплатно отдаю Не, а что отдаешь? Да, вчера пришлось его купить В смысле пришлось купить? Жена с сынишкой по зову магазин гуляли А я научил попугая слову А продавцы спалили Заставили покупать Ладно, пойду кого-нибудь искать еще Лискевич, иди сюда Это вам Спасибо Расширенную гарантию за небольшую доплату оформлять будем? Тогда мы сможем предоставить вам ремонт Даже если поломка по вашей вине будет Спасибо На эту фигню вы меня не разведете Тогда это вам На кассу Спасибо Хотя вы знаете Я все видел После моего взвешивания Таня решила вместе пойти на фитнес И если она узнает о моем голом заплыве Ее голый я точно никогда не увижу Саш, ты че? Да я решил немножечко уже сразу просто размяться Да, я вообще подумал Может я это Может сегодня там у нас Вокруг дома побегаю Погода такая хорошая на улице А в зале что, дождь обещали? Нет, нет Значит так, Сергей Сейчас пойдешь и покажешь На таких тренажерах ты занимался Походу они сломаны Ладно, сейчас Немножечко это Сейчас, я только быстро В раздевалку сбегу Перетренировка Сейчас Мне надо Пойдем Блин Напугал Да че заходит Дарт Вейдер? Да нет Это специальная маска Для развития выношенности Я просто К обычным нагрузкам уже привык А это поможет пропотеть И прям вес вниз пойдет Серьезно? Ну не знаю По мне так На обычный намордник похож Да нет Правда Пойдем Я тебе сейчас Пойдем в кардиозону Там тебе покажу Там как раз их нет Кого? Ну этих Мужиков Чтобы на попы твои не талились Пойдем Пойдем? Саша Мы всего две минуты едем Да сними ты эту маску Дышишь мне Как будто комок шерсти Пытаешься выкашлить Нет, нет, нет Все нормально Сейчас второе дыхание Откроется Ага Саша Саша Саша, у тебя пульс 200 Снимай маску Отлично Отлично Это мой рабочий Перидор пульса Для эффективной тренировки Снимай маску Я тебе говорю Павлот теперь на вас накинулся Вы не переживайте Мы сейчас его скакалкой свяжем И в полицию Помогите Охрана Охрана Охрана, он очнулся Так, Сергеев Я не поняла Ты че Голый в бассейн прыгал? Было Прыгал Ну я сейчас Я сейчас все объясню Давай Девочки, скакалку пока не развязываем Ох Ааа Да, да, да Там просто очередь большая Валатрака Все, сейчас иду Иду В общем, вот это уходил Джулия улетела в Будапешт А Майка там не было А Кэт нашла дневник Джули А где попкорн? Какой? Ну ты за ним уходил А, так я там Я же говорю, очередь большая А потом драка И попкорн прямо передо мной закончился Саша Слушай, Лилька такие искала давно Скину ей, что тут такие появились Подожди Давай я лучше Мишке скину А он Лильке сюрприз сделает, а? Давай Сашка, такой молодец Мишки скину Субтитры делал DimaTorzok Сергеев, звони хозяеву Да, здравствуйте, девушка Я этот телефон на улице нашел Вы записаны Как любимка Да Здравствуйте Вы в 74-ю квартиру? Да, очень хорошо Вы могли бы сказать, когда заказ будете давать? Что при заказе двух пицц Пиво в подарок А это маленькая благодарность Звоните в квартиру минуты через три Спасибо Леш, а ты что делаешь? Монстров отпугиваю Выключай пылесос Сергеев, а ну иди сюда Сам монстров отпугивай Нечего ребенка эксплуатировать На балконе У меня На столе Значит, ты убираешься на балконе, а я протираю стол Да не, я вообще-то для другого их покупал Если все хорошо сделаешь, используем их по назначению Оказалось, Саша больше рассказывал о тренировках, чем тренировался Но полученные от него знания мне совсем скоро пригодились Да, и чередуйте кардиотренировки и тяжелую нагрузку в анаэробной зоне Побольше нагрузки на мышцы кора И подтяните по сплит-системе грудь с бицепсом И не забывайте про мышцы спины Каждую тренировку заканчиваем на гиперэкстензии Таня, Танюш, Танюш Да ты чего? Я, Денис, я столько не вывезу просто Таня, ну ты мне оставь хоть немножко жирку на зиму, чтобы я не замерз Да не слышите вы, все он выдержит Он пиво не пьет, кашу ест только с салатом и все Я вас понял, будем работать Ага, ну что? Теперь пойдем купим тебе красивые плавочки Чтобы ты после всего этого мог в бассейне подраскидаться Для более продуктивного восстановления Знаете, это стоило тысячу сверху С чего ты взяла, что это проститутка? Ну а кто? Она же спит с твоим мужем Да, я просто физически всего не успеваю Она у меня дом, ребенок А у Миши есть свои потребности Миш, я тут еще захватила как раз игрушки Да имейте совесть, дайте ему хоть выйдем, потом начнете ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Таня была опытной матерью, воспитавшей Алешку и меня Но не все были в восторге от ее методов И кое-кто даже активно возражал Все, я побежала У меня сегодня массаж Так что позвони Танечке, чтобы она посидела с Сашей Лилек, ну ты же у меня не великанша какая-нибудь Чтоб тебя целый день массировали Не надо Таню, пару часов я и сам с ней посижу Так это массаж только час А дальше поликлиника, фитнес, эзотерический магазин Я только вечером вернусь А тебе еще работу сдавать Так что звони Тане Лилек, ну не хочу я, чтобы с Сашенькой сидела баба Таня Да, она, наверное, доносит эту стремную шаль Но это не повод называть ее бабушкой Блин, я не про одежду Я про суть Не хочу я оставлять с ней ребенка У Тани методы обращения с детьми, как у бабушки в деревне Таня А мы недавно детское питание покупали Оно что, закончилось, что ли? В этом детском питании непонятно, что напихано Вот, я Сашеньке яблочное пюре сделала Только его съесть быстрее надо, чтобы не пропало Зато без консервантов О, привет, Миш А этот решила Сашенькину надежду украсть А до этого все хорошенько прогладила Спасибо Таня Танечка, что это такое? А, это я игрушки Сашенькиной продезинфицировала Краску, видимо, немного растворила Но так даже лучше Меньше краситель Так Вот Вот, теперь готово Тань, на улице лето Во дворе сквозняки Неожиданно может пойти дождь То есть мне еще спасибо скажешь Вредное изучение Ну так она же хотела как лучше Ну да, польза была После того, как Таня испортила мягкие игрушки Их теперь у Сашеньки на детской площадке Никто не отбирает Ну вот, хорошо же Да он и сам теперь с ними играть не хочет А еще она постоянно к его одежде цепляет Эти булавки от сглаза Я уже пальцы все исколол их снимать Так это ты снимаешь Миш, я думала, что они отваливаются Потому что исполнили свое предназначение Лиль, блин Он же мог колоться Ладно Сейчас о Тане Хорошо, что ты предлагаешь? Я предлагаю найти ему нормальную няню Есть миллионы сайтов Вот Смотри Ого, у них зарплата от 40 тысяч и выше за месяц Если бы я знала, что нам Таня столько денег экономит Я бы ей на день рождения подарок купила А не своими руками сделала Нет, Мишечка, мы не потянем Ну не обязательно же на месяц Можно вызвать на час Вот, смотри Не знаю, неудобно как-то чужой человек Лиль, ну я же дома И опаснее, чем с Таней точно не будет Ну? Ну давай Но только Тане мы ничего не говорим Это он обидится Ага Обидится и борсучим жиром нас намажет Ладно, я побежала Хорошего дня Так Еще раз извините Я приношу свои извинения Мне крайне неудобно Я поговорю с сыном, чтобы он впредь играл подальше от дома А вот это, ну, в качестве небольшой компенсации за разбитание Ну, только сильно не ругайте его Договорились Спасибо Саш А ты уверен, что это наш мяч? Теперь да Такое в магазине пять штук стоит Пойду Леху обратую Леха! Саш, принеси перец острый, он в спальне, в тумбочке Тань Что у тебя продукты по всему дому лежат? Колбаса в прихожей Перец в спальне Ну, ты калорийные спицы хоть как-то отработать должен Ты же вообще с дивана не встаешь И сыр из ванной принеси, он на верхней полке И стул захвати Упражнение с утяжелением Саша! Тут мотылек на окне Поймай его, Саша! И вот этого ты боишься, Танюш? Это же мотылек Ну, что я могу поделать, если насекомые такие страшные? Так ладно, я все, операция Псих-то, конечно. Так, надо сюда. Пойдем. Саш, подожди. Я ее разбужу. Ну, нехорошо, что она на рабочем месте спит. Тем более, билеты по правилам проверить надо. Тань, да ну не надо. Спит человек и спит. Оставь в покое. Пойдем. Саш, ну что значит не надо? А если кто-нибудь увидит, ее уволят. Таня, Таня, Таня. Простите, ваши билеты, пожалуйста. Сейчас куплю. Чаще всего Миша выбирал в интернете моделей. Поэтому и няня приехала соответствующая. Здравствуйте. Оксана, добрый день. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вам спасибо, что смогли так быстро к нам приехать. Вы нас очень выручили. Вы знаете, сложно отказать человеку, который в заявке написал «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Ну, плачу на тысячу больше, думаю, тоже сыграла свою роль. А, да, раздевайтесь, пожалуйста. Значит, Сашенькины памперсы лежат рядом с пеленальным столиком. Одежда в тумбочке внизу под телевизором. Игрушки, ну, игрушки у нас везде. Сашенька в комнате. Скоро его нужно будет покормить. Детское питание в холодильнике. Я пойду работать. Да, конечно. Спасибо. А, Михаил, простите, а ванная у вас? Вот. А, спасибо. О, привет, отец-одиночка. Привет. Так-так-так, ага, на лице кашки. Нет, значит, Сашеньку еще не кормил. А еще такой напряженный, расслабься. Я тебя сейчас спасу от маленького ребенка. Тань, так мы же с тобой вроде сегодня не договаривались. А я уже выучила ваше расписание. Линя сегодня на фитнесе, а у тебя она говорила работа. Так что я пришла помочь вам с Сашенькой. Так мне помощь-то сегодня не нужна. Я как-то сам справляюсь. Ой, ну знаю, как вы, мужчина, с детьми справляетесь. Для вас радионяни — это рация, феленальный столик — это баррикады, а грязный подгузник — это стресс и жестокое возвращение в реальность. Тань, правда, все под контролем. Миш, синее полотенце можно взять? А кто у тебя там? А, Тань, это телевизор. Да, слушай, спасибо большое, что пришла. Но я правда как-нибудь сам. Сашенька тем более все равно спит. Так что извини, что мы тебя побеспокоили. Давай на связи. Лилия, привет от тебя передам большой. Все, пока, пока-пока. Оп, ну, сейчас. Вот так. Вот. И так. Вот. И... Вот, сынок, теперь ты всегда будешь получать только половинки. Согласен? Нет. Значит, что нужно будет сказать маме, когда она еще раз тебя отправит ко мне клянчить, братика? Не хочу братика. Правильно. Молодец, сынок. Вот теперь ешь все. Ешь. Ешь. Пей. Ешь. Вот. 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 Извините, пожалуйста, правда, я подприношу свои извинения. Мне крайне неудобно, что Алексей сломал Ванин тромбон. А ничего страшного. Бывает. Дети. Молодец, Леха. Рассказывай, как хоть поиграли? Да никак, я с ума он сразу домой попросился. Молодец, Леха. Ну, правда, невозможно уже было эту дудку целыми днями слушать. Невозможно. Миша, Миша, синее полотенце можно взять? А кто у тебя там? А, Тань, это телевизор. Миша явно что-то от меня скрывает. Я решила подождать и выяснить, что это за телевизор моется у них в душе, пока Лилька на фитнесе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, огромное вам спасибо. Я теперь понимаю, в чем разница, когда работает настоящая профессионалка. Наконец-то можно было сесть, расслабиться, пока вы сами все делаете. Я даже в какой-то момент чуть не уснул. Такое часто бывает. Ну, если честно, я поначалу нервничал. Все-таки незнакомая женщина. Но он на вас так хорошо отреагировал. У вас действительно золотые руки. Ну что, это просто моя работа. Ну, не скромничайте. Вы с ним два часа провозились, а по вам даже этого не скажут. Опыт. Ну да. Кстати, я же забыл вам день отдать. Я? Знаете, это стоило тысячу сверху. Ну, в общем, жду вас завтра. У меня жена как раз в театр уходит. Так что часов в пять. Договорились. Всего-всего доброго. До свидания. По меркам Тани, Миша совершил сразу два смертных греха. Изменил жене с проституткой, да еще и потратил на это деньги из семейного бюджета. Субтитры сделал DimaTorzok Так, иди к Альберту и возьми у него рулетку. Таня, ну неохота. Ну давай мы сейчас быстренько длину стены замерим и все. Леха, ровно метр сорок. Ну у них вчера в школе был медосмотр. Так, сыночек, вставай. Больше папу не слушай. Иди. Зря. Алло. Да-да, сейчас, минутку, буквально. Маш, ну попросили, я так плохо припарковался. Я сейчас. А, подожди. Чего? На стеку. Таня, стеку. Таня. Ну что? Здравствуйте. Скажите просто, заказ уже оплачен? Тогда можете оставить его себе. Может, тут не голодны. До свидания. Я видела, что ты нормально припарковался. Я в душ. Ага. Танюша, а я к тебе. Таня! Я, так, я у Кати помоюсь, а ты здесь. А то с тобой точно на работу опоздаю. Таня, ну пошел. Господа, всем минуточку внимания. Все, прошу вас, из опенспейса сюда встаем, за компьютер. Проходим, проходим. Смотрите, у нас у всех сидячий образ жизни, и нужно иногда немножко разминаться. Итак, физкульт-минутка. Встаем, 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 ребятки, встаем. Значит, немножечко простые круговые движения. Вот так вот локоточки размяли. Теперь вниз. Раз. Два. Раз. Два. Продолжаем. Не сбавляем интенсивности. Продолжаем. Я говорю, продолжаем. Ну что, успела игра скачаться? Ага. Тут так до вечера грузилась бы. Вечно интернет занимают, и фиг что скачаешь. Слушай, посмотри, что не расходили. Ты мне еще сериалечки надкачат. Таня, ау. Слушай, а можешь меня научить мясную запеканку делать? Вот это да. Ты мне на этой неделе прям радуешь. Вчера лазани научилась делать, позавчера беляши. Да блин, я просто до этого только яичницу умела готовить. Так, хорошо. Иди руки мои, я пока за картошкой сбегаю. Алло, будет тебе сегодня мясная запеканка. Отлично, Катя, спасибо. Значит, завтра еще получишься готовить стейки, и куплю я тебе восанушки. Договорились, бро. Мне не хотелось разрушать семью моей лучшей подруги. Но и делать вид, что все в порядке, я тоже не могу. Привет, Лиль. Привет. Вот, Анюш, привет. Привет, кобеда. Слушай, Лиль, а покажи мне, в чем ты сегодня в театр собралась. Так в этом же разве плохо? Ну, пойдем. Лиль, я не могу этого так оставить. Слушай, у нас с тобой разные вкусы, и это нормальное платье. Да я не про платье. Нам вообще нельзя идти в театр. Нам надо спрятаться на лестнице и ждать, когда к Мише придет проститутка. Ой, слушай, я его модели тоже так раньше называла, пока не увидела. И фотографии до фотошопа. Тем более у него нет сегодня никаких съемок. Да и не про моделей. Я вчера видела, как из квартиры выходила какая-то женщина. И они договаривались о встрече на сегодня. Слушай, с чего ты взяла, что это проститутка? Ну, а кто? Платят ей за час. На нее он как-то по-особенному среагировал. Еще и тысячу сверху за что-то заплатил. Короче, прости, что вчера не сказала. Просто хотелось с поличным этого козла тебе сдать. Так, подруга, не расстраивайся. Мы тебя с Сашенькой не бросим. Вместе воспитаем. Сказать Тане, что мы заменили ее на профессиональную няню, значит, обидеть ее на всю жизнь. И мне ничего не оставалось, как... Лиля, ну чего ты молчишь, а? Таня, прости, что я тебе раньше не сказала. Но нам с Мишей для поддержания страсти нужен новый игрок. Партнер. Профессионалка. Ну, которая будет делать то, что я не умею. Лиля, ты меня, конечно, прости, ты очень продвинутая, но не настолько же. Она же спит с твоим мужем. Ну да. Я просто физически всего не успеваю. На мне дом, ребенок. А у Миши есть свои потребности. Офигеть. Что это еще за потребности в чужих женщинах? Ну, я вот, допустим, разговариваю во сне. У всех свои причуды. О, спектакль опаздываем. Таня, тут спектакль не хуже. Буду скучать. Ты второй час оплати и не успеешь соскучиться. Здравствуйте. Я сегодня пораньше на 15 минут. Но вы не волнуйтесь, это в стоимость не войдет. Это бесплатно. Тань, это... Я знаю, кто это. Мне Лиля рассказала. А, да? Хорошо. Что можно больше не прятаться. Просто Лиля переживала, что ты обидишься. На что? Ну, что мы тебя не позвали. Знаете что? Вы меня только в свои эксперименты не впутывайте. Миш, я тут еще игрушки с собой прихватила. Спасибо. Вы что, издеваетесь? Ну, дайте хотя бы уйти, потом начнете. Я перепеленаю. Стоять! Вы что, совсем с ума сошли? Чего? Ладно, проститутку заказывайте. Таня! Но чтоб ее к ребенку пускать, не смей шлендер подходить к детской кроватке. Тебя там кроватка побольше ждет. Таня! Вы вообще адекватные! Что тут у вас происходит? Происходит! Статья 6.11. Занятие проституцией. Таня! Я тебе сейчас все объясню. И мне. О, Саш, вы так быстро. Вы что, сходили уже в комнату страха? Нас без взрослых не пустили. Саша, что? Ты не мог сказать, что ты и есть взрослый? Ну, или паспорт показать, чтобы тебе поверили? Не мог я, Таня, сказать. Потому что мне билет пробили со скидкой для подростков. Так что просто пойдем, дашь нам свое разрешение на вход. Пойдем! Танюш, а вот эти посмотришь? Прикольные! Давай примерим. Давай. Ну как? Слушай. Класс! Отлично сидят, ага. И цвет хороший. Ну что, берем? Да? Сколько стоит? Да я, честно говоря, не знаю. Я из дома принес. Они у нас в шкафу стояли. Ты, наверное, забыла про них? Забыла, да? Ну ничего. Давай. Сашенька, спасибо тебе большое. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Ну, а ты подумай. Можно на кухне? Можно. Можно. О, Тань, а зачем ты хвазы ставишь? Мне же завтра их в институт преподу нести. Поставлю себя, чтобы не забыть. Так, о-о-о-о. Ждут цветы, Сергеев. Благодарность уже была. Саш, смотри, какие носочки я тебе нашла. Закажем? За 500 рублей? Нет, Танечка, спасибо. Да не важно. Просто хочу тебе приятное сделать. Да спасибо, конечно. Ну что, у меня носков, что ли, нет? Саш, ну пожалуйста. Там просто доставка только при заказе от двух тысяч работает. А мне как раз 500 рублей не хватает добить. Заказывай. Ну и пол у нас. Грязище такая, живем как в свинарнике. Танюш! Ау! А ты, это, шурупы тут не видела? Ну, оставлял вот здесь. Не знаю, не видела. Там оставил. Слушай, а Альберт вот к нам недавно приходил кран чинить. Провозил сейчас. Я ему заплатил за это. Так он теперь тоже, получается, проститутка? Саш! Ладно, ладно, больше не буду. Не, если честно, у этой Оксаны реально много сходств с проституткой. На нее, например, сегодня чья-то ревнивая жена набросилась. Саша, ну, пожалуйста, ну заканчивай. Ну, просто меня Лиля запутала. Сказала, что они третьего игрока взяли. Я же поверила. Я же не думала, что моя подруга мне о таком соврет. Да. Слушай, но чисто я гипотетически, ты же допустила мысль, что Лиля разрешила Мишу? Чего? Татьяна, да я не то имел в виду. Ну, ты не так поняла. Уже второй раз за сегодня. Ну, прости, прости. Могла бы просто нет сказать. Ладно, тогда завтра на час пораньше встану. Хорошо, как раз я тебе дам пару советов, как работать поспокойнее. У нее дикий понос, все утро. Киев, блин, ты чего меня позоришь? Понос работает, а ты отдыхаешь. Ева Александровна, вы далеко собрались? У налоговой к вам есть пару вопросов. Пожар! 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 Больше, чем Таня, в кофейне работал только холодильник. И сегодня настало время ее первой поломки. Таня, а ты чего тут спишь? Отсюда до кофейни ближе? Сашель, привет. А я уже это, глаза закрыла, а они уже не открылись. О, слушай, помоги, пожалуйста, а? А то я усну, если опять наклонюсь. Так устала, целыми днями бегаю туда-сюда, туда-сюда. Поставщики, проверки, банкеты, все на мне. Понятно. А Ева что? Она бегает, но не очень за тобой успевает? Так она же с Ювестром Андреевичем в Париж укатила. Завтра должна прилететь. А-а-а, классное у вас распределение обязанностей. То есть Ева в Париже, а ты в Милане. И обе типа как в Европе, да? Ну так она же начальница. Вот именно, Танечка. Это ее кафе. Вот пусть она и вкалывает. Запомни, Ева отдыхает, ты отдыхаешь. Ева работает, ты тоже работаешь. Но чуть-чуть поменьше. Сашуль, я так не могу, мне надо все контролировать. Поваров, официантов, доставщиков. Тань, ты что, надзирателем работаешь? Им не пять лет, они сами справятся. Так что давай, быстро в душ и спать. Ой, подожди, мне надо еще документы распечатать. В кофейне компьютер сломался. Так какие документы, Танечка, ты время видела? Сейчас эти документы нужны только тебе. Быстро спать. Ага. Ладно, тогда завтра на час пораньше встану. Хорошо. Как раз я тебе дам пару советов, как работать поспокойнее. Я в том смысле человек опытный, могу один листик офисе целый день распечатывать. Это как? Это очень просто. Но такое искусство нужно воспринимать только на свежую голову. Все, в ванну и спать. Ага. Ай, ай, блин, блин. Катя, блин, ты что делаешь? Саш, ты что тут делаешь? У нас холодильник, я только себе дерею. Я видел, что Таня тебе котлетки вчера принесла. Саш, ну ты офигел? Я думала, тут воры какие-то. И что, они холодильник решили? Обнести, блин, как щиплет. Блин, ты только Таня не говори, что меня здесь встретила. Кричи отдай. Ага. Ага, блин. Мужчина, ну вы скоро отъедете? Мне на работу надо. Да-да-да, буквально еще одну минутку. Сейчас мы его будем очень. Саш, ты не сможешь бесконечно притворяться, как будто что-то чинишь. А что мне сказать? Что к нам машина ОСА залетела, и мы боимся туда сесть? Иди лучше, посмотри, как она там. Иди. И двери задние открой, может быстрее вылетит. Вячеслав Григорьевич, у Панкратова на этой неделе день рождения скидываемся по 500 рублей. Хорошо. Ты же знаешь, что сделать? Вычтись долго. Да. То есть, буду должен вам 3 тысячи? Да. Саня, что за Панкратов? У нас есть такое вообще? Нет. Я просто комару должен. 4 виртуальных дня рождения и минус двушка. Учись, Микаэль Иоанн. Вячеслав Григорьевич! Игорь, просьба. Времени по магазинам ходить нет вообще. Может быть, я тебе списочек кину? Ты закупишься, а я тебя отпущу пораньше. Хорошо, вы давайте. Договорились. Сейчас кину. Александр Серьветоч, я список прочитал. Тут в конце написано, за каждый правильно купленный товар я сниму с себя одну вещь. Это как понимать? Игорь, Игорь, это не в том смысле, Игорь. Это я эти сообщения жены просто не глядя переслал. А это... Ты это просто не читай. Вот то, что по списку купи, а это не читай. Хорошо. Ну хорошо. И не трепись там. Да, конечно. Саша в совершенстве владел техникой увиливания от работы. И мне предстояло в новом у него научиться. Лиль, а ты завтра до обеда свободна? Нет. Сначала ответь, потом скажу, зачем. Чтобы тебя не загрузили, действуй на опережение. Олег, 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 давайте вы мне сейчас прям по пунктам скажете, что вас не устраивает в договоре. Да-да-да, есть куда записать. Ага, записываю, диктуйте. Ага, ага. Так, так, ага. Спасибо. Спасибо, Олег. Спасибо, что подыграла. Не торопись возвращаться с обеда. Это твой ежедневный мини-оргус. Танечка. О, ты еще обедаешь? Ага. Там просто инспектор пришел. Ну ты ешь, ешь. Я ему сама все покажу. Приятного аппетита. Хорошо. Помни, что лучшая защита от любого вопроса это встречный вопрос. Танечка, а ты отчет по убыткам сделала уже? А как я это сделаю? Мне для этого нужны все коммунальные счета, зарплатные ведомости, квитанции по закупкам и коммерческим расходам. А это все только у тебя. Не готовы? Не. Ладно. Последний раз сделаем. Начальник никогда не должен видеть, как ты отдыхаешь. Таня, ты что? А, это... Талисман. Улучшает энергетику. Полезная штука в женском коллективе. Так я дочитай, пока не забыла. На выполнение любого задания закладывай время с запасом. Ефт, а я вот только со встречи вернулась. Пойдем расскажу. Ну, слушай, Танюш, сегодня и так уже очень много переделали. Давай завтра, прошу? Домой пора. Пока. Пожалуй, все. Спасибо. А дня, будьте добры, салат Цезаря, но без корейской морковки. И картофель фри, но соломкой, а не кругляшками. И кофе горячий. Хорошо. Благодарю. Саня, что ты очевидный вещь уточняешь? Это для тебя они, Миша, очевидные. А я же устаней и все вот это вот пробовал. Саш, а где болоток? В специальном ящике на балконе. Саш, а ты куда Лешкину зимнюю обувь убрал? В синей коробке под кроватью в спальне. Саш, а за сколько часов наша морозилка воду в лед заморозит? Я не знаю. Тань, ты вообще чем там занимаешься? Ничем. Просто когда я хочу спокойно в ванне полежать, у тебя постоянно тысячи ненужных вопросов. Может, ты хоть так поймешь, что это раздражает? А ты не помнишь, когда мы кактус в последний раз поливали? Сергей, это нормально? Ну ты зачем мои сообщения распечатал и заламинировал? За тем, что я знаю. Ты это удалишь. А теперь все. Я это в документы положу, и там оно до Мая полежит. Саш, если хочешь, сходи в магазин за пивом. То есть, ты не против, чтобы я сегодня выпил пиво? Нет, конечно. А заодно, когда пойдешь, купи редиску и капусту. Нет, Танечка. Спасибо. Я уже сходил. У меня тут небольшой тайничок. Вот. Так что, спасибо за разрешение. Ну а кальмарчики или чипсы? Нет, нет, нет. Я так, так, сегодня попью. По поводу этой капусты и редиски напиши мне смс-ку. Я завтра куплю. Добрый вечер. Танюш, представляешь, Леха тосты научился готовить. Ничего себе, это ты ему показал как? Да нет, я просто не знал, что ты в ванной. Пока футбол смотрел, кричал, приготовь тост, приготовь тост. Но он и приготовил. Молодец, Леха. А ты нет. Таня, ну все, хватит. Я уже этой училке футбол 30 отлайкал. Нет, надо все. Она утром проснется, ей приятно будет. Потому что наконец-то Лешку поближе пересадим. Ой, она звонит. Так, яс. Алло, Маргарита Алексеевна. Извините. Да, все, поняла. До завтра. Чего? Капец. Звук, что ли, на телефоне не умеет отключать? Мы ее оповещениями разбудили. Завтра злая будет. Помогли, сынишки. Благодаря Сашиным советам я смогла расслабиться и немного отдохнуть от работы прямо во время работы. Ой, доброе утро. Ой, ты выспалась. Давно я себя так хорошо не чувствовала. Можно в трудовой посмотреть, с какого числа. Танечка, ну, обращайся. Под моим чутким руководством ты быстро достигнешь просветления. Ой, жалко сегодня выходной. Мне бы еще денечек отлежаться, я была бы как огурчик. Так мы можем тебе устроить. Ну, для этого тебе придется немного посимулировать. Надеюсь, первый раз в жизни. В смысле? В смысле? Позвони Еве, скажи, что заболела. Лучшему работнику в истории кафе точно поверят. Нет, Саш, это как неправильно. Неправильно, Танечка, это спать, сидя. Набирай, набирай. Серьезно. Только ты не переживай. Главное, побольше страданий в голосе. Если ему что-то спросят, просто кашляй в трубку. Звони. Саш, я не могу. Ну, давай лучше смс-ку ей скину. Астана, ты как будешь в смс-ке? Понимаешь? Ее нужно разжалобить. Так, секунду. Я набираю. Держи. Давай. Алло, Евочка, привет, это Таня. Слушай, тут такое дело. В общем, так получилось, что я плохо себя чувствую. Как бы вот... Алло, Ева? Да, это Саша. Извини, Таня в туалет побежала. Да, слушай, короче, у нее дикий понос все утро. Да, ее всю полощет. Ну, не знаю, где-то отравилась. Танечка, не плачь, лекарство сейчас подействует. И, Ева, она прямо сейчас сидит на унитазе с тазиком. Тошнит, ты понимаешь, со всех... Ну, в общем, слушай, извини за подробности, конечно. Ну, мы просто всю ночь не спали. Да, да, ну что ты, конечно, я передам. Пока. Сергеев, блин, ты чего меня позоришь? А ты что хотела сказать? Что у тебя голова болит? Пятиклассники увереннее с уроков отпрашиваются. А других болезней не существует? Понос — это стопроцентный вариант. Понос всегда работает. Понос работает, а ты отдыхаешь. Ага. Лен, мне теперь как-то перед Евой неудобно. Неудобно — это в первый раз, а потом втянешься. Все, я поехал на работу, Лешку отвезу в школу, а вечером нас встретит добрая, веселая мама. Таня, ты давай отдыхай, включай сериалы, заказывай вкусняшки и ешь, а то остынет. Блин, Саня, у тебя идеи, конечно, капец. Нормальная идея, отличная идея. Зато никто сюда не встанет. Вечером нормально припаркуюсь. Пойдем. Антон, здравствуйте. Вот пятьсот рублей за мою программу питания. Спасибо. Благодарю вас. Чего так дешево? У них на сайте написано, что они программу за три тысячи составляют. Составляют за три тысячи. А ту, которую я сам придумал, он согласился показать Таня за пятьсот рублей. Ну и я добавил там немножко колбаски, чуть-чуть майонеза. Гришин, я рассчитаюсь. Вчера ты платил? Нет, Сань, ты что-то путаешь, наверное. Меня вчера на обеде не было, я с клиентами встречался. Нет, нет, нет. Тут тебе вчера премия в конверте пришла. А терминал не работал? Ну, я немножечко... Почитайте нам вместе, пожалуйста. Поздравляю. Хорошо, поработаю. Спасибо. Я пыталась следовать Сашиному плану, но моя совесть проснулась раньше, чем я смогла уснуть. Таня, мне что-то выбрать время. Вздравливай давай. Ваш заказ. Ну, наконец-то, сколько вас можно ждать? Извините, ваш кофе. Я чаю заказываю. Извините, Ева Александровна. Да, я здесь, сюда. Ева Александровна, мы не успеваем, там люди уходить собирают. Что нам делать? Так, вот и давай, еще я пойду извиняться. Хорошо. Хорошо. Какой столик? 6-й, 8-й, 12-й. Стой. Стой. Да, блин, почти рекорд был. Даже стол может обладать. Да, Татьяна Николаевна? Алло, Костя, здравствуй. Скажи, пожалуйста, как дела у Евы Александровны? Не знаю, в кабинете сидит. Даже жильзи закрыла. Вы мне извините, мне работать надо, заказывай. Господи, господи, я ничего не понимаю! Да, Тань. Ев, привет! Ты как? Что там у тебя? Слушай, давай потом я перезвоню, хорошо? Ева Александровна, вы далеко собрались? У налоговой к вам есть пару вопросов. Пожар! 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 Нет, без меня точно никак. Слав, ну чего такого? Ну, все равно в Звенигород едем на объект. Ну, я не взял попутчиков через приложение. Ну, ты сидишь впереди, и тебе сумку в ноги кинули. И сиди себе. Сергеев, мы по работе едем. И в пути будем работать. Давай отказывай. Ну? Давай так, мы этих отвезем, а тех, которые обратно забронировали, тех отменим. Тебя еще и обратно забронировали? Да. Понял. Понял. Ну, гостинка, спасибо большое. Просто потрясающий чизкейк. И если я буду просить второй, ты мне его не добавишь. Татька, все, я тут. Так, за какой столик отнести? Кто-то заказал. Ой, это мой чизкейк. Можно я ему поем вот здесь? Не против? Конечно. Так, чем помочь? Чем помочь? Какие задания? Да никаких, Татька. А ты что здесь вообще делаешь? Я помочь пришла. Ну, подожди. Ты присядь. Теперь уже лучше, да? Ты нормально можешь сидеть, комфортно, все. А, да, все нормально, все хорошо. Так, ты с накладными разбралась? Если нет, я их на дом возьму. Хотя, что туда-сюда таскать? Я тут на ночь останусь. Татька, а ты что такая возбужденная? Ты успокойся. Выдохни. Гармонизируйся. Давай чаек попьем. Костенька, можно нам чай травяной? Костя, не надо, Еф. Нет, у меня есть чай. Еф, я все отработаю. Извини, что подвела. Это было первый и последний раз. В смысле? Ну, в общем, короче, это Сашка про отравление придумал. Ну, чтобы я отдохнула от работы. От работы отдохнула? Данечка, я тебя сейчас, возможно, очень удивлю. Ты, главное, не нервничай, хорошо? Для этого существует отпуск. Его не Саша придумал. Блин. Да я вот... Я вообще об этом не подумала. Просто думала, вы без меня не справитесь. Да понятно, понятно. Тебе просто нужен двухнедельный отпуск. Да? Минус один день. Минус два, прошу, в качестве наказания. Да, Данечка, все, успокойся. Да, раздевайся. Давай, теперь говорить буду только я, да? И... Костя, Иго, все-таки чаек нам. Покрепче. Ну, смотри, с заплатными непорядок. Я же вижу. Я же все вижу. Данюша, слушай, я у тебя там на зубках видел какую-то зелень. Да? Сейчас. Ага, посмотри внимательно. Вот с этой стороны. Вот здесь, да-да. Вот здесь. С этого ничего не вижу. Как, не видишь? Да-да. Ну вот, нет, слева, вот здесь, по-моему. Здесь? Ага, да-да-да. Вот там. Не видишь? Да-да. Все, снял наличный. Еле нашел банкомат. Он за квартал бегал. Ой, спасибо, Саш. Девушка, можно счет? А вот карты наличными? Карты. Секундочку. Я не понял. Ты же сказала, что здесь не принимают карты. Саш, ну, ну, просто изначально мы с Лили вдвоем хотели посидеть. Ты же злишься, когда мы при тебе твоих коллег обсуждаем? Ну, мы уже все обсудили. Не знаю, кто сказал, что когда ученик превосходит учителя, это хорошо. В моем случае это был полный кошмар. Саш, иди сюда. Да, все верно, у Кондратьева прирост 26%. Одну секундочку, Вячеслав Григорьевич, Таня, сейчас вообще не могу, правда, ладно? Стоять, Сергей. Чего? Дай посмотрю на твоего Вячеслава Григорьевича. Ой, а он оказывается невидимый. Или вы с ним мысленно общались? Таня, ты что, вообще, ты звонок вон сбросила? Сбросила? Сейчас, сейчас сама наберу. Не надо. Ладно, что делать? Посуду помой. И помни, Сергеев, все твои приемчики теперь у меня вот здесь. Таня, ну а что, как я посуду буду мыть-то? У нас вон воды-то нет. Ку-ку. Ну что-то мне подсказывает, что она не сама пропала. В сторонку. Тань. Угу. Понятно. Кран открывай. Ты что делаешь? А что б ты не сказал, что у нас средства для посуды и губки закончились. Ну, вперед, учитель. Учил, блин. 35 килограммов лишнего веса. Лишний вес – это не только проблемы с объемами, это с сердцем проблемы, почками, с упавами. А что там упало? Рубль, наверное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Гена очень долго и много работал телохранителем ПАУ. Поэтому за своим телом следить не успевал. Редактор субтитров А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геннадий, простите, что так долго, но мы еле нашли весы, которые показывают больше 150. Доктор, вы меня извините, что я вам тебя весы сломал. Да ничего, вставайте. Так, понятно. 35 килограммов лишнего веса. Подождите. А так? А так, 34, но вы же понимаете, что это все равно очень много. И потом, по анализам у вас завышен холестерин и сахар. Да и по другим показателям, вы уж, простите, на уровне 60-летнего человека. Все так плохо. И что делать? В собес ползти? А вот вы зря иронизируете. С вашим-то образом жизни до собеса еще дожить нужно. Значит так, я вам настоятельно рекомендую следить за своим питанием. Сейчас я вам распечатаю строгую, низкоуглеводную диету. Док, может, не надо строгую? Я же не топ-модель. Лишний вес – это не только проблемы с объемами. Это с сердцем проблемы, с почками, с суставами. Это все очень серьезно. Так, возьмите вашу диету. Я настоятельно рекомендую ее начать соблюдать. Доктор, это на весь день? Да и на завтрак больше съедаю. Съедали. А теперь это ваша дневная норма. Так, Геннадий, надеюсь, вы меня услышали. Соблюдайте диету и жду вас ровно через месяц. Или раньше, если ветер попутный был. Ладно, спасибо. А, Геннадий, забыли. Бывает. Танюша, а я тебе завтрак в постель приготовил. Прости, большое. А где он? А он-то в коридоре. Я спотнулся и под нос уронил. Там прибраться надо, ладно? Так, давайте быстрее. Не сутулимся. Пять минут до урока, быстрее. Почему у Алексея две сменки? Одна моя. Иди, сынок. Это проще усатому охраннику показать, чем объяснять, что я не школьник, а отец. Хорошего дня. Сань, ты что, робот-пылесос из дома притащил? Да не, это уборщица понесла. Устала убирать крошки от печенья. Ну, ты что, прочитал? Мне печеньку захотелось. Да унеси ты его, жжи-жи-ту. Гена мог практически всё. Но не есть было для него очень сложное испытание. А ты давно в сервис заезжал? У тебя движок как-то странно урчит. Сегодня обязательно заеду. А может, не надо их так много кормить? Я слышал, переедать вредно. Вы мне хлеб отдайте, а завтра ещё покормите. Ген, ты чего? Это же утки. Иланд, смотри, мороженое открыли. Ну-ка, пойдём, 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 пойдём. Ген, ты идёшь? Да. Я тебя вместе с Миланой отправлю в садик, раз ты цвета не можешь различать. Уже 15 секунд, как зелёный горит. А я теперь у своих логистов аттестат зрелости проверяю. У меня тут один географ партию товара отправил в Англию. Через Японию. А что там упало? Рубль, наверное. Хотя слишком тихо. Таня, что ты делаешь? Да мне надо, чтобы они в сумку влезли. Ну, обычно сумку выбирают под цвет туфель, а ты под размер. Ну, Сашка разрешил мне только сумку купить. Он же не будет её открывать. Значит, я смогу незаметно пронести в ней туфли. Ну, отлично. Ну, отлично. Да не цвет. Не важно. Саш, вот зачем ты купила этот зонт? У нас же дома лежит маленький отличный складной зонтик. Тем более, даже здесь у меня в прогнозе не было. Лайфхак. До свидания. Всем хорошего. До свидания. Татьяна, не могли бы вы поговорить с Александром, чтобы он ещё раз объяснил Алексею знаки больше-меньше? Ведь вы не путался на уроке. Хорошо. А как вы догадались, что именно Александр с ним обычно математику делает? Ну, это не сложно. Он же с ним ещё и окружающий мир делает. Да. А как вы догадались? Ну, так и догадалась. По пятнам от еды. Я поговорю с ним. Спасибо. Нет, ну, мы, значит, страховали сначала этот... Ну, кто вот так свинячит? Я просто не понимаю. Вот кто? Ну, неужели сложно вот просто дойти до мусорки, донести? Саш, ну я такой молодец. Да ну, что ты? Слушай, не замечательно. Раньше, чтобы тебе так экология волновала. Нет, ну это тоже, вообще-то. Но зато теперь, когда Таня у меня в карманах будет фантики от шоколадок находить, я напомню, что я просто подбираю чужой мусор. Ага. вон еще лежит. Таня, а это что на тебе? Сергеев, я тебя знаю. Ты либо случайно меня в стену вдавишь, либо поскользнешься, уронишь меня, либо так, либо мы с сексом в ванной не занимаемся. Так. Доктор, здравствуйте. Геннадий? Я по поводу диеты. Так ваша диета закончится через три недели, если не ошибаюсь. Я столько не протяну. Я в голодный обморок на клиента упал. Пришлось сказать, что снайпера увидел. Давайте срочно менять диету, пока меня не уволили. А, ну, хорошо. Если с диетой все так тяжело, давайте ее как-то смягчим и добавим мне медикаменты. Ммм, слабительное пить не буду. Ну что вы, это уже прошлый век. Сейчас существует вполне себе современный препарат. Вот, например, датский жиросжигатель Фетстоп 3000. Это цена? Нет, это название и в вашем случае это дозировка. Отлично. Препарат улучшает метаболизм, уменьшает чувство голода. Что, похудеть не терпится? Ммм, жрать просто хочется. А они апельсинкой пахнут. Спасибо, док. Геннадий, принимать его нужно строго по часам. Каждые 4 часа по одной таблетке. И заведите сейчас будильник. Я не пропущу, мне желудок подскажет. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Сергеев. Вячеслав Бригорьевич, я опоздал, потому что сына в школу отводил. Честное слово, я не обманываю. Вот училка в школе задержала. Да я верю тебе. Что вы делаете? Сорванцы. Спасибо. Еле сдержался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танечка, мы, кажется, наушнички перепутали. Точно. А я думаю, что я Сашку не слышу? Да. Они нужны с беленьки. Да, ничего страшного. Слушай, это, конечно, вообще не мое дело, но заниматься сексом на подоконнике с открытыми окнами это небезопасно. У вас же 4 этаж. Лучше откажись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы не нарываться на шутки от папы, Гена принимал жиросжигатели втихаря. Живот! Гошел нос! Да, Сильвестер Андреевич! Иди, машину грей. Я скоро. Мне волосы сушить не надо. Хорошо. Ты чё ёрзаешь, бегемот? А? Или мне Евины драгоценности в тумбочке проверить? Я не ёрзаю. Копыто убрал. Что это? Жиросжигатель фастоп 3000. Я не знаю, это не мое. Да и зачем мне это? Я в отличной форме. А, Евина, да? Ну, типа, с ее стороны кровати упала. Я не знаю, это не мое. Чё ты заладил, как попугай-мутант? Не мое, не мое. Иди, грей машину или хочешь посмотреть, как я переодеваюсь? Похоже, Евина. Держи. Спасибо. Лиль, а давай я завтра с Сашенькой посижу? Вы с Мишей так давно не отдыхали вдвоем. Ну, сходите куда-нибудь или отоспитесь. У Кати опять свидание, да? Да. Хочу, чтобы она пару часов понянчилась. Осторожнее будет. Ну, договоримся. Спасибо. Большое спасибо. Мы еще изучим ваше резюме и перезвоним. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, что скажешь? Мне кажется, идеальный вариант. Дальше искать не надо. И образование хорошее, и самое очень приятное. Ну, нет опыта. Ну, наберется на этого опыта. Так что, давайте, наверное, на ней остановимся. Сергей, в следующем собеседовании через час. Поесть успеешь? Тогда давайте других тоже посмотрим, потому что без опыта работы это просто капец. Я пойду. Леша, ну не переживай ты. Ну, просто зубки посмотрят и скажут, что все в порядке. Обычная проверка. А вдруг не просто? Если что, сейчас технологии такие, что боли не будет. Все равно страшно. Слушай, там врачиха, тетя Лилина подруга. Она будет стараться в два раза больше, хотя тут и так все профессионалы. Все, я договорилась, она нам всем зубы посмотрит. Да никому всем. Мы только Лешку привезли проверить. У меня-то все в порядке. Давай я вас в машине подожду. Так, Сергеев, ты сейчас первым пойдешь и своим примером покажешь ребенку, что это не страшно. Давай. Татья, ну она точно Лилина подруга? Абсолютно. Давай. Видишь, какой у нас папа смелый. Этим же вечером папа решил мягко намекнуть, что Еве не надо принимать жиросжигающие таблетки. Толго-толго не засыпала. А ты молодец. Столько новых персонажей придумал сказки. Ага, еще чуть-чуть, и у меня 33 богатыря реку тянули. А я каждого звал бы его участок. Ты так радуешься, когда ты думал. Так и я радуюсь. Мы же семья, мы любим друг друга. Кстати, Евочка, я хотел бы поговорить насчет твоих таблеток. Каких? Ну, тех. Из спальни. Зачем ты их вообще пьешь, а? Василечка, ну ты же взрослый мальчик. Ну, ты же знаешь, зачем девочки их пьют. Там по названию понятно. Вот и я про то. Бросай, бросай. Ты уверен? Конечно. Мы же любим друг друга. Мы семья. Какие таблетки? Пусть будет так, как заложена природа. Ты точно этого хочешь? Конечно. Еще и Лечка. Еще и Лечка. Ой, я сейчас отвечу. Извини, Римон, а то у меня виброболезнь начнется. Алло. Да, Яков Семенович, дорогой, шалом. Как там дела? Как там уже? Что? Получи, не так. Да. Да. Привет. 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 А что ты, слушай, он сам посуду решил помыть? Ну, я просто сказал, может, ты сюда на родительское собрание пойдешь? Так не буду к этому собранию. Я знаю. Зато он еще пропылесосил. Очень вкусно, Танюш. Танюш, это твой лучший суп. Ну вот. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас я... А вы не хотели. Ну, я-то хочу ее платье поносить, а ты что? Чтобы на хоккей отпустила. Может, добавочки, Катюш? Ну, ты... Ну, ты... Ну, ты даешь, девочка, а? После того, как ты таблетки перестала принимать, ты стала такая активная в постели. Ну, это... А калории сжигаешь, что ли? У меня мотивация появилась. Цель. Ты, кстати, кого больше хочешь? Мальчика или девочку? В смысле? Я пару лет хочу поспать и поработать. А зачем ты спросила? Ты же сам запретил мне пить таблетки. А при чем здесь дети? Милый, ты что, не знаешь, как работают противозачаточные? Когда девочка перестает их пить, она переименеет. А при чем здесь противозачаточные? Я тебя попросил не пить жиросжигатели. Какие еще жиросжигатели? Ну, три тысячи или как там они называются, вот здесь на шоу валялись. Ну, набрала ты пару килограмм плюс-минус. Я тоже не Аполлон. Вон, бока повисли. Ну, ничего, зато попа округлилась. У меня? Я, я никогда не пила никакие жиросжигатели. Вообще, с чего ты взял, что они мои? Совсем борозду потерял, капитан Переросток. Или что ты думал? Что мы запеременеем и в честь ребенка назовем? Я вообще не думал, что так получится. Мне просто стыдно было признаться, что я жиросжигатели пью. Ну, конечно. А то, что это я, вообще не стыдно, да, Ген? Я не говорил. Селезавр Андреевич сам так подумал. Нет, ты его не слушай. Мало ли он еще какие таблетки пьет. Идиот! Только это, получается, все-таки у меня попа так округлилась. Да. Нет, Ева, ты не волнуйся. Может быть, ты уже беременна? Вспомни, мы же на него орем. Так, все. Больше никто никаких таблеток не пьет. А как же мы это? А воздержание? Сдержание будем предохраняться. И худеть. Все вместе. При самом важном событии в жизни этих двух молодых людей будущей семьи, Надежда, согласны ли вы взять в мужья Кирилла и быть ему верной и любящей женой? Девушка, девушка, вы можете телефон убрать? Фильм смотреть мешает. Не смейте. Что в глаза светел? Да нет, просто я на ее переписку отвлекалась. Это ничего интересного. Кирилл, вы согласны? И нафига я за ним бегал? Тихо, сейчас. Как приблизить? Так. Нифига себе. Танюша, слушай, что-то как-то вообще не твой стиль. Все, ты что, кожзар? Танюша, не надо. Танюша, не надо. Танюша, не надо. Танюша, не надо. Блинать. Ешь. Семья, всем привет. А я вот игрушки Лешкины для Миланы привез от Танечки. Она сказала, что они какие-то там гипоаллергенные. Все дела, дальше я не слушал. И, видимо, совершенно случайно успел к вам на ужин. Угощайся, сынок. То, что нам меньше достанется, так это не страшно. Я не понял. Вы издеваетесь, что ли? Вы с Таней решили один газон есть? Я через весь город специально это вез. Думал, меня здесь хотя бы говядинкой, там курочкой накормят. Сегодня мы так. Мы худеем. Все. Ну, ладно. Ладно. Я. Оздоравливайтесь. А я поеду в Макдак. Подожди, сынок. Я тебя провожу. Давно не виделись? В Алтае. Заскучился? Да. Я с вами. Вдруг на вас нападут. Все ли все? Едим это. Сашенька, ты, конечно, езжай. Спасибо за игрушки. Я позвоню в Танечке и предупрежу, что ты задерживаешься в Макдаке. Обложили со всех сторон. Ну, давай, накладывай. Хлеб есть хотя бы? А кто хорошо работает, тот должен хорошо отдохнуть. Даю тебе отпуск. Неделю. Какие планы на эту неделю? Надо обои на кухне переклеить. Ты говорила, что мы в парк пойдем. Точно! Надо в магазин заехать, Лешке новые кроссовки купить. Не ждите! Не рассчитывайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Жизнь офисного работника как день сурка. Пробки, рабский труд, очереди в магазине, поиск парковочного места и пора спать. Завтра утром рано вставать в пробку. Твое личное время это 5 минут утром в туалете. Поздравляю! Теперь все автомобили вашего кардшеринга полностью застрахованы. Теперь ваши клиенты могут биться, сколько влезет. В смысле, я хотел сказать, ездить, сколько им влезет, аккуратно, неторопливо, соблюдая все правила ДТП. ПДД. ПДД. К сожалению, у нас есть такие клиенты, которым прям не терпится стать вашими. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу! Очень рады сотрудничеству. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Сергеев, это их слоган. Очень поэтично. Всего доброго. До свидания. До свидания. Сделали это. Сергей, ты что, отметил, что ли? Из рукава, что ли, налил, а? Нет, ну что вы, Вячеслав Грибович, я просто... Да молодец, все правильно. Такая победа. Самая крупная сделка в Арктуру. Я сразу понял ваш намек про отметить. Бум. Это был юмор. Я и говорю, это был юмор. Я сразу все понял. Идемте. Иду за вами. Ты, Сергеев, красавчик. Почти всю работу сам сделал, а? Все документы оформил. После работы по вечерам оставался. Слушай, сисадмин рассказали, что ты за последние две недели только 10 минут в соцсетях провел. Они что, такое тоже видят? Да что там говорить? Ты вон даже похудел. Есть, Вячеслав Григорьевич. Три кило. Вы только Таньке не говорите, а то если она узнает, что я на работе худею, у меня капец. А кто хорошо работает, тот должен хорошо отдохнуть. Даю тебе отпуск. Неделю. Неделю? Вячеслав Григорьевич, ну это спасибо. Очень щедро. После прошлого контракта вы мне один выходной дали. Спасибо. Я тебе не давал выходной. Да? А, ну это я, значит, болел. Болел. Да. Спасибо. Вячеслав Григорьевич. Рубер, сейчас я за консержа 500 рублей дам. Ой, да Танюх, не надо, вы уже платили. Все нормально, иди домой. Да ничего не платили, я бы запомнила. Сейчас только деньги найду, у меня где-то тысяча наличкой была. Да не ищи, я говорю, все нормально, ничего ты не должна, иди домой. Так, ну мне что, из кармана выпало? Да, ну, я просто хотел за два месяца вперед засчитать. Не, ну я реально хотел засчитать. Ну что, готовы к экстренной эвакуации? Гриша, ты вообще офонарел? То, что я один раз не сдержался в лифте, не дает тебе права шутить над этим. Я вообще твой начальник, могу и наказать. Саша, это вообще-то служба безопасности смс-ку прислала, и тебе должна была прийти. Солнычка, спасибо за таблетки от головы, вчера очень выручила. Не за что, Александр Семестрович, ну что вы, шоколадку-то не надо было. Да нет, ты просто сказала, таблетки в шкафчике лежат, а там еще рядом шоколадка была. Ну в общем, тоже возвращаю. Здравствуйте. Ну, Лешка, выбирай, какой попкорн хочешь? Сладкий. Хорошо. А что, соленый разлюбил уже? Ты же обычно только его выбираешь. Просто сладкий у меня все время папа отбирает, а сегодня он на работе. ясно. Сладкий. Большой. Танюша, какие планы на эту неделю? Поехать участвовать в битве экстрасенсов. Чего? Саш, я вижу будущее. Год назад я предсказала, что полка, которую ты повесишь, отвалится. А еще я вижу, что ты все исправишь. А? Как тебе такое предсказание? Э, исправлю, исправлю. А ты чего сегодня так рано? Так я у меня... Слушай, ну раз пришел, можешь микроволновку в ремонт отвезти, а то мы и так с тобой никогда не отвезем. Хорошо, ладно, ладно. Ой, еще на выходных надо обои на кухне переклеить. Ты давно обещал. Пап, ты говорила, что мы в парк пойдем? Точно! Надо потом в магазин заехать, Лешке новые кроссовки купить. А, еще... Подождите, чего вы это еще? Куда? Я же не сказал. Я... Чего приехал-то? Папку дома забыл, а Комаров меня отправил ее забрать и мигом обратно. И вообще, у нас там полный завал. Вот. На этой неделе вообще не рассчитывайте на меня. Все. Папку взял, папка уехал. Не ждите. Не рассчитывайте. Танюш, слушай, я вот думаю, зачем нам эту томатную пасту брать? Мне кажется, там реально одна химия. Может, мы сами помидорчиков перетрем и там специи добавим? И будет. Так, Сергей, ты что, опять помидоры на дно тележки положил? Ну, извини. Ну, вот осталось специи добавить и все. Извините, вы тут работаете, не подскажете? Нет, девушка, я тут не работаю. Меня жена третий раз за размером этой кофты отправила. Всего доброго. фу. Таня, конечно, круто было, но давай больше во время секса ты не будешь меня спрашивать, нужно ли мне что-то постирать. Хорошо. А ты тогда в грязных футболках ко мне не приставай. Вот это что такое, кетчуп? А? Это варенье. Ой, Сашуль, какая-то странная история. Вроде поливаю их одинаково, этот светет, а вот этот, который в спальне, чахнет. А может, ты их местами просто поменяй? Тут, наверное, света больше. Ну, давай, надеюсь, поможет. Так, пойдем. Хоть кому-то эта еда нравится. Держи, мой хороший. Борщ то, что надо. не сказав Тане про отпуск, я решил потратить его на себя. Заключенный Сергеев покинул СИЗО рутина. не Москва, а логотип Грин Пис. Пожалуй, сюда. Или нет. Лучше туда. Здравствуйте. Представляете, всего 12. Вообще-то, 2647. 12 минут, оказывается, это все занимает. И это с парковкой. молодой человек. Наконец-то, не мультик. Режу ее! Здравствуйте. Здравствуйте. Да у вас тут пивной рай. Вам подсказать? Уж подскажите. Я никуда не тороплюсь. Танюш, сейчас говорить не могу. Совещание начинается. Сколько идет? Часа полтора. Все, кто был, говорят, очень интересно. Все, целую. Пока. Здравствуйте. Держите. Саня. Здорово. О, привет. А ты что, в кино собрался? В среде рабочего дня? Какое кино? Я приезд заехал, поесть заехал здесь. Саня, ты работаешь в двух часах езды отсюда. Так здесь вкусно очень. Вкусно здесь. А, это пацан какой-то дал и убежал по городу. Это что, розыгрыш? Где камера? Ну, человек, заходить будете? Сеанс сейчас начнется. В общем, чтобы нормально отдохнуть в отпуске, я решил Тане ничего не рассказывать. Потому что я хочу нормально отдохнуть в отпуске, а не работать ремонтником, доставщиком и уборщиком. Погоди. То есть, ты не хочешь работать на семье? Ну, в фильме про мафию это звучало бы круто. Да. Слушай, только, Таньке, не рассказывай, ладно? Ну, можешь на меня положиться. Пройдешь по программе защиты свидетелей. Ах, ха-ха-ха, ха-ха-ха. ха-ха-ха-ха. Общай, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. «Вообще, много чего увлекаешь. Вокс, серф, книги читаю. А ты? А я… Ой, у вас телефон садится. Хотите, могу поставить его на зарядку, если он вам не нужен? Да, можно. Мой не надо. Я тоже книги люблю. Психологию, инсту веду, ну, там, фитнесом снимаюсь. Оно и видно. Прости. Алло? Как мы и думали, бабник он. Ему сейчас девушка написала, что вечером ждет его у себя. Прости, мне пора. Зарядка сломалась. Ну, все, я готова. Едем? Таня, мы же договаривались, что едем в торговый центр только на два часа. Ладно. Ну вот, и теперь поехали. Угу. Саш, в предыдущем магазине ты сказал, что тебе только брюки купить нужно. Просто в предыдущем магазине, Танечка, не было женского отдела, а тут есть. И если бы у тебя были свободные руки, то ты бы уже перемерила весь магазин. Ну, все, да? Заходи со мной, чтобы я тебя видел. Блин, это хуже, чем лук резать. Представляешь себе, нам Ленка предложила два билета на концерт группы Би-2. Ну, прикольно, конечно. Ну, песни у них в последнее время... Бесплатно. Круто. Я всегда мечтал побывать на их концерте. Только все мечты нам нужно было реализовывать до роддома. А сейчас вот наши планы на ближайшие 18 лет. С кем вы его оставите? Ну, есть у меня один кандидат? Нет, с Катей я его не оставлю. Я видела, как она расческой порезалась. Она за своим телом-то не может присмотреть. Я вообще-то про Сашу. Мишечка, ты у меня вольный художник. А Саша офисный раб. У него кандалы снимаются только после шести часов вечера. Короче, Лиль, ты только Тане не говори. Но наш раб на свободе. Сань, мы быстро. После последней песни пули домой. Как домой? Я вообще-то планировала выпить вина после концерта. Какого, прости, белого полунаглого? Ребят, мы не успели? Саш, мы выпьем из твоего здоровья тоже. Который может сильно пострадать, если Таня узнает правду. Это классический шантаж. Ладно, посижу с тезкой, только потому, что был в вашей ситуации. Спасибо, Сань. Только, ребят, пожалуйста, недолго. Не больше четырех часов. Потом с малышами я начинаю засыпать от мелодии игрушек. Все, Сашенька, пока. Все, Шура, пока. Ну, здорово, Танюк. Санька позови. Ну, так он ничего не пришел. Чего ты рассказываешь? Я только что слышал, как затяжно рыгнул. Львы тише, рычат. Да тебе показалось. Позже зайди. Ничего себе у нас в доме слышимость. Уже газировку спокойно попить нельзя. Алло, здравствуйте. Катя? Ты что здесь делаешь? Ты должна быть в институте. Да, ты должен быть на работе. Так я на работе, я клиент нас нахожу. Какого? На сборную по хоккею? Дай сюда. Или Сашеньку. А, чтобы мама не орала, да? Ладно. Короче, у меня тут отпуск. Саш, ты в курсе, что ты проводишь отпуск не со своим ребенком? Или ты взял первое, что кричала? Я в курсе. Просто я Миша помогаю, чтобы он Тане не рассказывал про мой отпуск. А что ты сам Тане не расскажешь? Ну, Лужа, она меня по дому начнет напрягать. А, логично. Да. Слушай, ну ты же... Ты же Таньке не расскажешь ничего. Да ты че, Саш, я могила. Спасибо. Кстати, а вы с Сашенькой тут надолго? Просто я хотела тебя попросить съездить в институт, забрать у девчонок мои лекции. Мне там политься вообще никак нельзя. Сделаешь? Спасибо. Так, я тебе сейчас все расскажу. Можно набрать Алисе. Я тебе скину номер. В отпуске можно устать сильнее, чем на работе. Особенно, когда друзья записали тебя в крепосты. Да. Слушай, Саня, привет. Можешь подъехать? Буквально на полчаса. Ладно, сейчас. Блин, Сань, держи ровнее и повыше. А то уволен. Я вообще-то на тебя не работаю. Ну ты на пенеделье нигде не работаешь. И я об этом молчу. Давай. Катя, что за срочность? Таспорт забыла. Ну ты же все равно гуляешь. Я пока за сыром схожу. Да? Сейчас буду. Ну а муж-то твой что? Да я его даже не просила. Он все равно не умеет это делать. Вот там еще прикрытие. Только ты аккуратнее пиши, чтобы я прочитать могла. А в офисе сейчас обед. Пиццу дают. Да понял я, Миш. Килограмм помидоров тебе взять. Привет, коллега. На кого работаешь? Недонос или доставочный? Сколько платят? Вам хотя бы платят. Стой. Не пей. Давайте, ребят, залетайте. Маршрут построен. Тульская область, Катя, туда два часа ехать. Ну и что за то там, коттеджи дешевле. Погнали. Угу. Привет. 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 Кать, Сашка у тебя? Нет. Блин, а где же он сказал, что у тебя будет обещал нам с Сашенькой погулять? В смысле погулять? Ничего, что у него другие планы могут быть. Он мои книги повез. Что? Ну мне тяжело одну и таскать. А, понятно. Используешь человека. Как тебе не стыдно, Катя? Мне? Да. А не для вас он сидел в очереди за новым айфоном? У нас вообще-то ребенок. И нам нужна помощь друга. Да, и Миша его первый забронировал. Ребята, успел? Я здесь? Извините. Все, забираю Сашку и гулять. Ага, все. Мой хорошенький. Я здесь. Здесь. Дядя Саша. Я думал, он отдыхал с утра. Нет, он мои вещи в химчистку носил. Блин. Ну это плохо. Получается, мы человека весь отпуск гоняем. Ну да, как-то не очень хорошо вышло. Ну, может его как-то отблагодарить? Хорошая идея. Надо подумать. Да-да, надо подумать. А можно я его завтра в универ последний раз попрошу меня отвезти? Окей, на метро поеду. Ну, так что? Что будем дарить? Я с нетерпением ждал, когда этот рабский отпуск закончится, и я смогу отдохнуть. Оставался всего один день. Можно мне, пожалуйста, жареную картошку с колбасками и кетчуп? Два кетчупа, еще лепешки и колу. Никогда не думала, что из молодости я больше всего буду скучать по метаболизму. Мне, пожалуйста, греческий салат и теплую воду с лимоном. Да, конечно. Короче, я придумал, как нам отблагодарить Санька. Так. Да и лето на матч всех звезд в хелл. Ого, супер. Так, давайте я ему этот конверт подарю. В смысле ты? Потому что я его достал. Ну и чего? А я придумала его отблагодарить. И, между прочим, я его чаще всех использовала. А мы дольше. И от нас он больше уставал. А когда он мне помогал, он порезался. Так что конверт мой. А когда нам помогал, спину потянул. Так что он наш. Нет, мой. Нет, наш. Ну давайте я у вас ему выкуплю. Ну сколько? А две тысячи хватит? Они начали мной торговать, как рабом. Ну все. Это перебор. О, о чем спорим? Катюха пограснела, а Лиля аж нож сжала. Ну я всегда что-то в руках тереблю. Да мы просто хотели... Саш. Саш, можно с тобой поговорить? Нет. Хватит. Я вам не игрушка, ясно? Я, Таня. Данюша, Танечка. Я должен тебе кое-что рассказать. Комаров дал мне неделю отпуска. Я решил отдохнуть. Ну для себя. Решил. А эти лжи-трузья, эти предатели, они меня шантажировали. Они использовали меня. Саш, мы хотели... Я знаю, что вы хотели. Вы много чего хотели. Я в магазины бегал. Понимаешь, я на машине на наших возил. Я вот этим двоим, я вообще окна мыл. Ну помыл, допустим, среднее. Вот, вот. Они теперь хотят меня использовать. Просто поделить не могут. Саш, вообще-то мы хотели тебя отблагодарить. Угу. Билеты тебе на хоккей достали. Это... Чего это все? Серьезно? Матч звезд КХЛ. За скамейкой игроков. Друзья, спасибо. Ну за это надо выпить, как минимум. А, то есть у тебя была неделя отпуска? Где? А я дома шкаф сама собирала. О, ты моя героиня. Ботинки твои в ремонт относила. Станечка, я... Я люблю... Я тебя люблю. Я тебе говорил просто... А ты окна дома никогда не мыл. Говорил, очень высоты боишься. Товарищ судья, давайте сразу к приговору. Даль, возьми, у меня телефон в кармане звонит. Что там? О, от Мишки СМС пришла. М-м. Пиши, что стиралку в ремонт отвез. Так. Ой, это Катя сообщение. Прислала фотку чистой ванны. Отлично. Слушай, они столько всего сделали, ты даже за неделю не справился. Конечно. Чем бы еще их напрячь, а? Так что давай не будем наглеть, а? Да, не будем. А пусть балкон разберут. Да, конечно, пусть разберут балкон. Всегда можно приготовить из того, что есть в холодильнике. О, ингерь. От суши осталось, а Сашка выбросить хотел. Ну, че себе? Он нам кислинку придаст. А это смешно. Надо ей завести аккаунт. Точно. И назовем его Крэйзи-поварешка. Крэйзи-поварешка. Точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что Таня плохо готовит, знали все. Поэтому в гости к ней приходили через фастфуд. Но Таню это не останавливало. Привет, Таня. Привет. Я тебе сколько раз говорила, сходи уже на маникюр. Ну что ты ходишь с когтями, как баба-яга? А я только от маникюрщицы. А, да? Ну, зато сэкономила. На ресницы хватит. Тань, в следующий раз пойдешь к моим мастерам. Я же тебе рассказала. Вон Светка в соседнем доме. Прости, я сейчас вытру. Стой! Я у Сашки давно новый прошу. Пусть впитается. Ладно. Ты из универа есть хочешь? Да не, я в маке перекусила. Еще шаурму на вечер взяла. А клизму на утро приготовила? Кать, нельзя есть только гадости. Ты вообще в курсе, что ты участвуешь в программе раздельного сбора мусора? Домашняя еда вкуснее и полезнее. Угу, только нужно резать, тушить, готовить. Пока это все сделаешь, с голоду помрешь. Это глупости. Всегда можно приготовить из того, что есть в холодильнике. Ну, вот что у нас тут? Вот курица, брокколи. Уже аппетитное сочетание. Таня, откуда у тебя всегда брокколи в холодильнике? Ты что, веган-дилер? Так, вначале пожарим лук. Угу, лука нет. О, огурцы тоже овощ. Огурцы. Они сок дадут. Так, так. Теперь поперчим. Добавим куркумы. Так, корицы. Угу. Так. Приправа для рыбы? Да. Курица, рыба, все одно белок. О, белок. О, имбирь. От суши осталось, а Сашка выбросить хотел. Ничего себе. Он нам кислинку придаст. Еще портошки порежем. Ну, будет что-то типа рагу. Но необычное. А? С макарошками. Угу. Оп. Кукуруза. Конечно, кукуруза. Чем больше овощей, тем полезнее. Сашка три дня назад открыл, испортится все равно. Ху-ху. Видишь? Лешка откусил и бросил. Другая бы выбросила, но я хорошая хозяйка. Вот. Будет что-то типа панировки. Таня, ты просто санитар в холодильнике. А когда запечется, такой аромат даст. Боюсь, что даже соседи узнают. Ну, и мой главный секрет. Варенье. Чуть-чуть. Класс. Все, Танечка, накрылся наш с тобой шопинг сегодня. Почему? Потому что у нас огнетушитель просрочен. Пришлось три тысячи дейти отдать. Сколько? Три. Стой! Стой! Вы совсем обнаглели? Штраф за просроченный огнетушитель всего 500 рублей. А наш всего на два дня просрочен. Какой огнетушитель? Я просто документы вашего мужа проверил и отпустил. И позовите его обратно. Посмотрим ваш огнетушитель. Если действительно просрочен, выпишу штраф. Сергей! Сюда иди. Сюда иди. Татьяна! А? Здравствуйте. Здрасте. Давно хотел вам сказать, Александр у вас делает успехи. Уже по семь раз начал отжиматься. А после разрыва связок это хороший результат. Какой разрыв связок? Ты же изначально по семь мог. Тань, если бы я сразу сказал, вы бы меня сейчас уже по 15 заставили бы отжиматься. Мне тяжело! Таня, блин! Ну ты нафига так сигналишь? Я вон всю еду просыпал на себя. Ой, Саш, прости. Ну я тебя не увидела. Ну я сигналила голубю. Он на капот сел. А ты же недавно машину помыл. Голубь в подземной парковке? Поехали домой. Саш, а ты мне ночью не предлагал ту позу отвратительную попробовать, которую мы вчера в фильме видели? Нет. А когда я сказала нет, не пил в «Маске тигра» песню из мультика? Да, Танечка, что за бред? Тебе сон, наверное, приснился? Да нет, конечно. Тем более я понял, что тебе эта поза не понравилась. Приснется же такое. Да. Ой. Ой. Ну, а чё, тебе идёт? Да, блин, оно капец дорогое. Надо фотки выложить, чтобы мнение подписчиков узнать. Ты бы лучше мнение подписчиков узнавала, когда ноутбук в кредит брала. Сейчас бы не парилась насчёт платья. О, имбирь. От суши осталось, а Сашка выбросить хотел. Он нам кислинку придаст. Ещё картошечки порежем. Будет что-то типа рагу. Необычное рагу, а с макарошками. Оп. А это смешно. Да, я это шоу каждый день в первом ряду смотрю. Но зато бесплатно. В смысле? Это же как по лезвию ножа ходить. Я же могу что-нибудь из этого случайно съесть. Думаю наложить музычку и выложить в ТикТок. А не боишься, что Таня увидит? Да чё, она штука в одноклассниках сидит. У них сейчас как раз там в топе заготовки на зиму. А если увидит Саша? Нет. Он последний раз на каком-то сайте с автоматическим ботом поругался. Слушай, я не думала, что они настолько старше. Ага. Мне иногда кажется, что Таня думает, что платные приложения нужно на госуслугах оплачивать. Надо ей завести аккаунт. Точно. И назовём его Крэйзи-поварёшка. И написать, что трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить этого дома. Главное, чтобы её заготовки не использовали как биологическое оружие. Берём? А это? Берём. Берём. Сейчас, смотри. Если ещё раз, этот Серёжа... Извините, а вы Сергеева, да? Да. Мне Маргарита Алексеевна сказала, что вы сегодня на спектакль в театр на машине поедете. Можно спросить с собой мою дочку забрать? А то я сам не могу поехать. Ну, конечно. Да нет, нет. Вы знаете, к нам там уже Леночка Лавренчук, Серёжа Войнов и Сашенька Велискевич попросились. Поэтому просто уже мест нет. Да? Ну, ладно. Ну, извините. Да нет, ничего. Конечно, конечно. Дуй на улицу. Давай. Саш, а что-то я никого из тех, кого ты назвал, не помню. У нас же нет таких в классе. Так, короче, я там сегодня хотел сказать, на заднем сиденье ел в машине, а прокинул в ведёрко с майонезом, не успел брать его. Ты что? Майонез в машине ел? Да нет, ну, не чистый. Там с курочкой все дела. Так, пойдём, а то сейчас ещё кто-нибудь на хвост сядет. Пойдём, быстро. Мам, а мы купим мне собаку? Лёш, ну мы же уже говорили, мы пока не можем купить собаку. Можно шоколадку? Ну мы же же мармелад взяли. Ну ладно. Тань, сегодня акция на компьютерные игры. Может, купи мне? Ты и так много играешь. Может, тогда вот батончик возьмём? Что? Так, всё понятно. Что? Никакого больше шоколада. Мы и так много купили. Аферисты. Саша, ты куда? Я по песне, Тань. Пой песню, пока ходишь. Чего? Просто я вечером видела, как ты на пирог смотрел. Поэтому хочу убедиться, что твой рот не занят. Пой песню. В отличие от самих Таниных блюд, процесс их приготовления приносил настоящее веселье. Кать, смотри. Крой тебе ворёшко. Видео с Таней набрало 100 тысяч просмотров. Офигеть. Смешная тётка. Ржака, топчик. Ха-ха-ха. Теперь горжусь своей яичницей. Кто это попробует закасарить? Жжёт. Аджика с мёдом в конце огонь. Что она курит? Сделал микс. Что ещё за микс? Не знаю. Жми посылки. Добавим корицы. Куркумы. Кур-кур. Куркумы. Ха-ха-ха. С макарошками. Оп. 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 Курица, рыба, всё одно белок. Но я хорошая хозяйка. Жизнь. Угарная тошниловка кухонных олаламов. Когда следующая серия? Хочу ещё. Офигеть. Вот это людям зашло. Саня. Па-па-ра-па-па-па-па. Па-па-ра-па-па-па. Па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Саня. Держи. Я что подумал? Может быть, среду в бар сгоняем? Можно? Минутку. Так. Ты что, ежедневник ведёшь? Я нет. А комар, да. У меня на столе забыл. Как? Лучше в четверг. У него в четыре встречи сможет парать, что уйти. Класс. Ну, что там ничего? Пятницу в фитнес. Ём. Привет. Привет. Ты что делаешь? Да я... Фух. О, туфли новые хочу. Сашка сказал, пока старые не развалятся, новые покупать не будет. Схема коврика. А если он догадается? Ну, для правдоподобности скажу, что тебе дало поносить. Прикольно. Слушай, Тань, я знаешь, что пришла? Я хотела тебе сказать, что мне твое блюдо очень понравилось. Оно сытное, но не тяжёлое. Мясо и в овощах всё. И жареное, и тушёное немножко. Прям очень мне понравилось. Спасибо. Главное, готовить с душой. Тогда всегда вкусно. А можешь мне ещё какой-нибудь свой фирменный рецепт засветить? Конечно. Я уже давно думаю, кому свой опыт передать. Вот. Твой опыт именно нужно передавать. Ну, с чего начнём? Какое у тебя моё любимое блюдо? Тань, ну, у всех твоих блюд пикантный вкус. Но моё любимое плов. Отлично! Плов — моя фишка. Сашка его в момент сметает, а потом сразу в благодарность бежит мусор выносить. И, кстати, не слушай тех, кто говорит, что для плова нужен казан. Фигня. Я один раз плов в чайнике приготовила. О! Супер! Да! Ещё многие думают, что в плове главное мясо. Неправда. Начинать нужно с изюма. Так, где он? Ну, ничего. Чернослив тоже подойдёт. Просто кубиком порежем. Ага. А что вместо мяса будет? Мясо традиционно баранина. Но я использую фарш. Мишлен неравнокурит в сторонке. Между прочим, я готовлю русский плов. Русский — это что, обычный, но только под водочку? Нет. К рису я добавляю гречку и перловку. А? Потекли слюньки? Таня, может, ещё овсянку добавим? Так, давайте сначала традиционный рецепт научишься готовить, а потом уже будешь экспериментировать. Угу. Окей. Так, морковка. Блин, морковка закончилась. Но зато есть свёкла! Ммм, красненький будет. Паста. Зашибись. Саш, это что, твои джинсы? Да-да-да, Таня, это я по телеку видел. Короче, чтобы жвачку прилипшую отклеить, нужно их в мордилку бросить, и она потом с ума отвалится. Ты оставь, я сейчас займусь. Чё, реально помогай? Ну? Это я вчера после пятого пива, видимо, так разделся. Ничего не помню. Так что сегодня только сок. Хорош. Саш, ты чё, уже собрался? Чё, ж даже семьи нет. Я просто понять не могу. То ли Камар пообещал мне премии лишить за ещё одно опоздание, то ли мне это приснилось. В общем, рисковать не хочу. Кать, ну зачем ты меня сюда привела? Здесь одноков-то дороже всех моих вещей стоит. Да ну, бро, здесь не всё такое дорогое. Угу, не всё. Например, наш с тобой жизнь. Ну, я не знаю, хочешь, посмотрим прошлогоднюю коллекцию. Угу, с моим бюджетом я могу рассчитывать только на коллекцию 72-го года. Всё, переставим, смотри, какая сумка классная. О, Катя! В общем, рождённый бюджетником бренды не носят. Верь мне, сейчас что-нибудь найдём. Вот рубашка, смотри. Да точно она. Да тех ты не кричи. Похоже, что популярность крэйзи-поварёшки стала догонять мою сестру. И чтобы не получить дома этой самой поварёшкой, я решила незаметно уйти. Кать, ты куда? Мне надо домой. Зачем? Ну, как ретроградный Меркурий и нужно сидеть дома и слушать ретро. Пока. А здрасте, мы вас узнали. А можно с вами сфоткаться? Со мной? Ну да, вы же, Катя, руки-ноги. Да мы ваш блог постоянно смотрим. Чего? Какие руки-ноги? Таня, что при... Ну ладно, давайте. Соб, а это кто? Что-то её у нас в офисе не помнит. Это наш новый бухгалтер. Три часа назад отчёт по кварталу сдал. И привык ещё к ней. Да-да-да-да-да-да-да-да. Она. Сергеев, у тебя полчаса доделать отчёт. Бегом. Понял. Ясно-то доделать. Чё, новоселье? Я сейчас всё даю, Тон. Всё, вытерла. Блин. Катюша, дай майонезик, пожалуйста. Лови. Привет. Вот, Тань, можно яйцо наварёное? Ой, не помню. Крутаньи, проверь. Проверила сырое. Офигеть. Вы чё, про меня целый канал сделали? Ну, посмотри на это с другой стороны. Люди от тебя без ума. Называют симпотной корягой. Вот. Вы сколько меня снимали? Я эту кофту ещё на первом курсе носила. Ну, Сашка сначала снимал для себя, ну, чисто поржать. Потом выложил случайно. Случайно? У канала есть логотип и джингл. Ну, ты стала популярной. Пошла монетизация, рекламная интеграция. Так, в смысле, подожди, вы чё, на мне деньги зарабатываете? Мы нашли применение твоей сверхспособности. Подписчики росли. Сашка нанял Мишу на монтаж. Камеры купили дорогие, хорошие. Тань, какие камеры? Гоупрошки последние. Вот смотри, вот там одна. Вон там. И вон там ещё. Ну, и парочка в твоей квартире. Капец, в моей квартире? Да вы офигели, Тань! Не, я думала, вы вообще таких слов не знаете. Гоупро, интеграция. Что хоть за интеграция? Откуда ты думаешь, у нас чипсы эти берутся? Ну, и мазь от ушибов и ссадин очень хорошо заплатили. Я её поэтому в кармане всегда с собой ношу. Вот. Таня, я сейчас бы на тебя так наорала. А если бы сама то же самое не сделала? Ну, да, Катя, руки, ноги мне ещё далеко. У тебя даже золотой кнопки нет. Угу. Ну, вообще-то обидно, когда про тебя снимают канал ещё и за твоей спиной. Понимаю. Прости нас. И ты меня прости за... Крэйзи-поварёшку. Ну, давай будем оружать только друг над другом. Угу. Камеры все убрать. Конечно. Я только одну оставлю. Вот здесь, напротив холодильника. А то у меня Сергеев на диете начал поправляться. Угу. Я заметила. Угу. А он мне кричит, хрусталь, верните. Ребята, кстати, Таня мне всё рассказала. Я очень рад, что вы всё-таки решили отпраздновать свою свадьбу. Она мне даже сказала, какой цвет вы выбрали, коралловый. И она уже купила себе платье. Поздравляю. Таня, какая свадьба? Мы ничего праздновать не собирались. Саша, ну просто под другим предлогом ты бы не разрешила купить мне это платье. Подай соль, пожалуйста. О, привет. Ой. А ты что в таком виде? Или у тебя в кабинете проветривание? Катья. А ладно, ты же часто так по дому ходишь. Я даже иногда гадаю по трусам. Если синий, то к дождю. Если красный, то... Ой. Катя. Упс. Я сейчас всё приберу. А ты что делаешь? Ты что, меня опять в свой дурацкий блог снимаешь? Нет, Катя. Нет, тут просто я... Окей. Всем привет. Это Катя руки-ноги. И сегодня я снова вышла на тропу. Но не одна, а со мной Саша пиджак-трусы. И сейчас я молодой. Куда тебя... Да сюда. Куда тебя... 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 Сергей, не надо, не надо. Пусть продолжает. Больше хороший ракурс. Отличный. Сергей Григорьевич, извините, я просто... У меня просто дома жарко и... Ой. Хорошо, что не очень жарко. Не слишком, так сказать. Извините. Ничего-ничего, бывает. Так, коллеги, давайте о работе. Сергеев, напомни мне в понедельник про подарок. Какой? Ну, как какой? Штаны тебе купить. Извините. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова